— Казалось бы, пустячное ранение. Наконечник стрелы вошел в ногу всего-то на сантиметр, не более. А по жизни получилось слишком много хлопот и неудобств. На следующий день рана опухла и начала гноиться. Норман испугался, а вдруг заражение крови или еще какая гадость типа гангрены. — Утром Флейн и Бригген осмотрели рану и успокоили ерунда. Через неделю из раны выйдут черви, после чего все быстро заживет. — Какие еще черви? — нервно воскликнул Норман. — Белые и совсем маленькие, — спокойно ответил Флейн. Воображение тут же нарисовало жуткую картину, как внутри организма множатся и расползаются черви, а зуд в ране — не что иное, как поедание его плоти. — Боярин, в спальню без стука вошел неяд. — К тебе гость из Сердоболя воевода приехал. — Не могу встать, нога распухла, — жалобно пронял Норман. — Ну-ка покажи. — Бывший сотник, а теперь воевода, бесцеремонно откинул одеяло. — Полежи чуток, сейчас вернусь с мазью. Через неделю сможешь танцевать присядку. Норман не успел додумать мысль о своей несчастной жизни в этом злобном мире, как вернулся неяд с маленьким глиняным горшочком. — Что это? По запаху похоже на селедку. — Какая там еще селедка? Березовый деготь с соком одуванчика и маслом подорожника. — У аптекаря купил. — Забавляешь меня? — улыбнулся сотник. — В Любике травы продают за безумные деньги. — Где же взял? — Подобное снадобье любой воин умеет делать. Не бегать же к травницам по каждому пустяку. Неяд резко сдавил пальцами корешок припухлого места, тонкая кожица лопнула, и из раны потек гной в перемешку с черными сгустками крови. — Норману стало дурно, и он потерял сознание. — Очнулся от восклицания. — Все, боярин, хватит спать, я закончил. На-ка, вырят вара и собирайся, а я пойду гостя развлекать. Его величают Яков Авинов. Норман покосился на повязку и сел. Он боялся врачей и уколов. Простенькая процедура взятия крови из пальца бросала в нервную дрожь, заставляла отвернуться и сжаться в ожидании неминуемой боли. — Шит ты мне налил? — Солодка с мелиссой, — удивленно ответил сотник. — Мне ж ты по вкусу не признал. — Вообще впервые слышу. — А зачем пить? — Чудная у тебя была жизнь. Простых вещей не знаешь. Организм укрепит, рана быстро затянется. Через четыре дня пойдем в баню. — С открытой раной? В баню? Нет, без меня. — Ты крепкий, видишь, за ночь кожица наросла. Иной неделю с открытой раной мается. И сразу распарится, чтоб снова загноилась. — Брось, зарастет. После баньки повязочку целебную наложу. Два дня и здоров, про болячку свою забудешь. Снова дегать? — Да нет, сок мать и мачехи с семенами крапивы и репейника на меду. Для заживления ран нет лучшего средства. Норман осторожно встал, прислушался к своим ощущениям. Нормально, рана, не зудела, нога не болела, вздохнул и принялся одеваться. Собираясь бить шведов, он прихватил с собой только два комплекта белья да комплект одежды на всякий случай. Вдруг нужда погонит по бурелому, где по зоопарке можно легко изорвать и штаны, и куртку. Кто же знал, что придется встречать гостей в трофейной крепости? Если говорить серьезно, штурмовать вражеские твердыни, он не собирался. Отправляясь наказывать наглых шведов, Норман полагал найти их в обычных деревнях, по типу поселений вепсов или карелов, дальше его фантазия не шла. А тут, оказывается, пращуры Карла XII понастроили настоящие военные укрепления и занялись форменным рэкетом. Ну, погодите. По весне запланирован торговый воеж в Персию, а затем он им покажет, будут знать, как лезть на исконно русские земли. Осторожно, стараясь не потревожить раненую ногу, спустился по лестнице в горницу, где Нерль оживленно беседовал с сердобльским воеводой. — Благодарю тебя, боярин, от всей новгородской земли! — заметив хозяина, торжественно произнес гость. — Да не за что. Позарились на мои селения и были наказаны. — Хорошее наказание! — усмехнулся Яков Авинов. — До нас дошла молва, что свеи ушли от твоей деревни, несолоных лебавши. — Копейщиков моих побили. — Да никого не убили, а своих половину положили. Дружина у тебя хороша, прям завидки берут. — Здесь ты не прав. Войско еще учить и учить. Ни строя, ни организации. Десятники норовят впереди всех бежать. — А сам? Он хромаешь. Или с лошади упал? — Это стрела. Я стою позади всех, да у Нерли учусь. Другой князь так станет, что не достать в два полета стрелы. А Нерль хороший воин. Я его хотел к себе забрать. — Что же не взял? — Так посадский боярин не разрешил. Боится ссоры с князьями. — Чего там опасаться? Ради такого пустяшного дела войной не пойдут. — Им только дай повод для свары. Сразу начнут устраивать каверзы нашим купцам. — Всему виной деньги, — заметил Нерль. — Князья живут набегами, а на продажу только подати да собранная дань. — Как появится прибыток, так сразу навиков в дружину набирают, — добавил Яков Авинов. — Получается замкнутый круг. Увеличил войско, и, хочешь не хочешь, основа надо идти в набег. Норман поудобнее устроился в кресле и выпрямил раненую ногу. — Зато в Новгороде и Пскове обратная беда. Сердобльский воевода начал нервно теребить окладистую бороду. — Слыхивал, — откликнулся Нерль. — Вече противится расходам на войско. Бояре да купцы каждую копейку норовят пустить в оборот. — А войско втихоря отпускают в набеге, — засмеялся Яков Авинов. — И себя не забывают, — поинтересовался Норман. — А то две трети с добычей идет в городскую казну. — Неплохо. Куда уходите? На Свеев или Датчан? — По-разному. Чаще всего на Васа, Оулу, Пори или Сунсваль. Бывает и в Визбю ограбим, если купцы сговорятся с мурманами. — Не боитесь сдачи получить? Свеи могут организовать ответный набег на Новгород. — Слабаки! Меж собой дворнягами грызутся. На карельские земли бегут от церковной десятины, не до нас им. — На Абу не пытались ходить? — Боязно, живым не уйти. Эрнст, отца-убийца, держит там большую дружину. — Это земли Гадара? — Да нет, голландские купцы правят. Избранные правители их боятся, пуща огня. Мало убьют, так еще семью голой по миру пустят. Сурово. Не то слово. Ярл Хорнстрем попытался силой взять рудники Иори, так готландцы весь его рот посадили на цепь. Мурманы, однако ж, грабят. И успешно. Удача каждый год кому-то улыбается, да большинство отправляется на корм-треске. Я на Абум-Лазере не пойду, только вот не знаю, как туда пробраться, да своими глазами на крепости и склады посмотреть. Иди, смотри. Купцам дозволено медь-серебро покупать прямо плавилин. В чем резон чужих людей к рудникам подпускать? Купцу выгодно на месте брать, так дешевле. И хозяевам хорошо, на охрану не надо тратиться. Смысла не вижу. Я заплатил и ушел серебром или медью, а купец следом отправил мои деньги с той же охраной. Э-э-э, нет, ты платишь вабу, после чего скуп чаешь к рудникам. Интересно, надо подумать да посмотреть. Вот что, княжа, надо, свеев, с последней крепости согнать. Не возьмешь на себя сей труд? Это какую? Дэнсгольм, что перекрыл дорогу на Приозерск и Выборг. Уж сорок лет под свеями, а когда-то был под Новгородом и звался Марь-гора. Почему отдали? Так и сердоболь заберут без твоей помощи. У меня-то всего две неполные сотни. Не устоять, если ярлы с копом навалятся. Неужели посадский боярин этого не знает? Не надобна наша крепость. Не помощница она торговли. Иноземцев здесь не бывает. Польза не видна, пока на этом берегу стоит новгородская нога. Свеи заберут и погонят русских купцов от Северной Ладоги. В любом случае, то не нам решать. Помоги согнать врага и, Дэнсгольм, забирай себе. Сколько там воинов? Под рукой ярла Хутинга стоят пять сотен. Сколько? Норман даже привстал. Да у меня и половина не наберется. Навиков на крепость я не поведу. Стены невысоки. Дальше до самого Выборга нет ни одного укрепления. Ну, при чем здесь дорога на Выборг? У меня воинов нет. Ну, придумай что. Вон сколько свеев побил, до крепости забрал. Нашел о чем говорить. Мы пьяных перебили. Затем пустые укрепления голыми руками взяли. Я тебе помогу. Чем? Сотню дашь? Да я полсотни прибавлю. Полагаешь, что враг от смеха помрет? Тебе, Любик, сотню копейщиков дал. Они все раненые. И какой смысл с копьями на стены бросаться? Подумай, княже. Люди хвалят тебя, говорят, на выдумки богат. Оставайся погостить. На войско мое погляди. Сам поймешь мои проблемы. Вечером не спалось. Флейн тихо посапывала в подушку, а Норман задумался над давешним предложением сердобольского воеводы. О штурме крепости не могло быть и речи. Штурм стен требует со стороны атакующих значительного перевеса сил. И хитрости никакой не придумать, пушек нет и неизвестно, когда будут, всякие катапульты-баллисты в одночасье не сделать. И вообще нет смысла ломать голову над невыполнимой задачей. Противник выйдет из крепости и сметет нахалов, не дав приблизиться на полет стрелы. А что? Вот и возможность. Лица тевтонских баронов сияли, как медные самовары. К Норману приехала вся троица вместе со своими женами. Первым делом Николаус фон Кюстроф официально вручил рапорт с полным отчетом о проведенном сражении, а также о последующем преследовании отступающего противника. По весне в ваш замок приедут старосты карельских селений и пресекут на верность, как правителю этих земель. Кто вам это сказал? Удивился Норман. Десятники обходили близлежащие деревни. Везде согласны пойти под вашу власть. Зачем понадобился обход? Новобранцы нужны. Вы сами в письме писали, что после ледохода заберете свою сотню копейщиков. Скольких набрали? — Остановились на трех сотнях. Но все будут ваши. Мы пока не в состоянии выплачивать жалования и снабжать одеждой. Вот оно что! Выходит, слух о красных камзолах и синих штанах докатился и докарелов. Впрочем, неудивительно, они же все время крутятся в строящейся крепости. Одни работают под руководством Антонио, другие привозят руду, рубят лес, смашут кувалды на каменоломне, ворочают бревна на лесопилке. Помогают в кузницах или плавильных, на подхвате у ткачей и придильщиков. Медная монетка в зарождающемся городе стала выгодней жизни в лесной глухомане. Только вепсы сохранили прежний уклад, правда, стали высокомерны. Оно и понятно. Норман считался своим, он на их земле и как бы вепс. Ладно, это лирика, зато желание карелов встать в строй не могло не порадовать. Тевтонцы, новгородцы или воины Центральной России очень даже хорошие солдаты. Но гарнизоны из представителей местных народов намного лучше, ибо они защитники своего дома. Патрулирование и разведка станут намного надежнее за счет помощи аборигенов. Решение изменить свой статус и позиционировать себя как защитника местных племен повлекло за собой длинную цепь рутины. Для начала следовало официально ввести во власть немецких баронов и сделать это торжественно и прилюдно. Дальше, больше, засев за титульные грамоты, решил написать их по-русски, Сирич на старославянском, а закончив первую, решил устранить несправедливость и присвоить баронский титул всем своим помощникам. Из медвежьего замка привезли сверкающие полировкой мечи и массивные золотые цепи. Немного повозившись, Норман вставил переливающиеся яркими искрами китайские стекляшки. Мечи сделал именными, нанеся с одной стороны ставшую уже традиционной надпись «Аз есть мезакон», а с другой стороны «Божьей милостью, барон Захар Дидык». К золотым цепям добавил яркие голубые призмы в обрамлении венка, а ниже вывел свое настоящее имя Руслан Артурович Нормашов. Хороша кухарка в бывшей шведской крепости. Норман с удовольствием уплетал свиные колбаски с тушеной квашеной капустой. Объедение! Легкая кислинка придавала блюду неповторимый вкус, а запах будоражил напоминанием о деревенском детстве. — Приятного аппетита, боярин! — в комнату вошел Нерль. — Угомни Тутника! Он у меня всех новобранцев уведет. Садись за стол, угощайся, в воинской столовой такого не подают. — Спасибо, Сыт! Про нашу столовую на праслину не говори, карельские девки отлично готовят. — И вам колбаски давали? — Зачем? Свиные шкварки с тушеной репой и брюквой, да тертая редька на сметане. Воины от стола с трудом вставали. — А хлеба вдоволь? — Белых хлебов нет, а ржаной муки вдоволь. — Откуда? — Местная. Карелы сажают между озерами Янис и Сайма, да урожаями хорошими хвастают. — Вот еще одна причина — крепко вцепиться в здешние земли. — Не отдадим. Обратно в Выборг загоним. Поживем, увидим. Что там у тебя стряслось с Антонасом? — Совсем меру потерял. Половину навиков себе в лучники увел. — Сколько твоих в крепости? — Новобранцев-то четвертую сотню добиваю. — А тутник сколько набрал? — Сегодня третьего сотника назначил. — Так это что, если добавить навиков, что у немцев, то получается полные тысячи? — Ну да, с мурманами да пришлыми за зиму под твоей рукой более двух тысяч будет. — Ни хрена себе! Что мне делать с такой армией? — Кто на медне у стердобыльского воеводы про серебряные рудники выспрашивал? — Лукаво спросил Нерль. — Чем воинов кормить? Это ж надо войну затевать, да Европу до Франции ограбить. Про Францию ничего не знаю. По слухам, в Дэнсгольме запасы большие. Они каждый год корабельщикам рожь продают. Крепость еще взять надо. — С тысячей! И твоей хитростью, да запросто! — Вот что, ты с Антанасом не спорь, лучники нам очень нужны. Свою дружину добери до шестисот и хватит. — Как хватит? В Дэнсгольме пятьсот воинов, да здесь было через сотни, а ты мне только шестьсот даешь. — Свеей блокировали Сердобль с двух сторон. — А тебе следует опасаться нападения только по Выборгской дороге. — Вдруг с севера придут? — Говорил уже. — По весне заложи крепость на берегу Сайминского озера. — Отрежешь врагу последний путь. — Тогда уж Выборг возьми. — Все земли одной крепостью защитишь. — Здесь Нерли абсолютно прав, Выборг никак не обойти. Сайминские озера и болота защищают лучше любых укреплений. Речной путь позволяет плавать на север, на восток, вообще дороги нет, если только через трясину по пояс выли. — Хороша идея захватить эту крепость. Да без пушек и думать нечего. Даже в таком варианте тысячу у стен положишь. Оно ему надо. Затевать игрульки в Наполеона. Вот Дэнсгольм — совсем другое дело. Локальный микроклимат позволяет заниматься земледелием с хорошими урожаями. Пшеница не растет, то не беда. Он белого хлеба с булками не видел до учебы в Кириллове и ничего, здоровья на зависть многим. С лучниками Антана Стутник абсолютно прав. Первые плавания показали чрезвычайную агрессивность всех встречных поперечных. В то же время тактика боев по своей примитивности уступала даже древним финикийцам. Всего-то залп из арбалетов и абордаж, в котором побеждает количество человек. В одночасье не сделать и простейших баллист или катапульт, не говоря о пушках. К тому же артиллерия имеет одно паскудное свойство — не стреляет без орудийного расчета. А пушкарей даже в XXI веке готовят не менее года. Наконец настал день вручения титульных грамот. Зал для пиршеств оказался переполнен гостями, где вместе с волнующимися баронами собралась внушительная толпа карельских старост. Теснотища не продохнуть! Но более удобного места в крепости просто не было. Во избежание никчемных обид, кандидатов заранее предупредили, что очередность церемоний будет проводиться согласно с русским алфавитом, а не по заслугам или старшинству. — Барон Дитрих фон Греннинг! — громко выкрикнул Нил. — Прошу подойти к правителю. Бледное от волнения, тевтонец вытянулся как струна и четким шагом подошел к Норману, затем приветствовал поклоном головы и опустился на правое колено. — Данный мне богом, властью, жалую тебя баронским титулом, а также землями с правом наследования. Перечисляя холмы, луга и реки, Норман ощущал сюрреализм происходящего действия. — Кто он? — Да никто, самозванец, свалившийся на голову этих людей, из совсем иного, сытого и беззаботного мира, где основной проблемой являлись деньги, чтобы их потратить на очередную ненужность. — Здесь боролись за выживание. Подозревая в каждом незнакомце потенциального врага. Что касается открытого грабежа и разбоя, так вся разница лишь в том, что в цивилизованном мире грабят с вежливыми улыбками по прогрессивной шкале. — В знак своей любви жалую тебе золотую цепь, как символ баронского титула. Норман сначала поднял регалию над головой для всеобщего обозрения, и под дружный восхищенный вздох повисил ее на шею фон Гренинга. — Как признание твоей воинской доблести, жалую тебе меч! И поднял оружие над головой. Украшенная китайским стеклом рукоять брызнула разноцветными искрами. Зал восторженно выкрикнул «Славься! Славься! Славься!» Барон Дитрих фон Гренинг заплакал, поцеловал лезвие меча, затем поклонился по русскому обычаю и, гордо вышагивая, вернулся на свое место. Процедура вручения титульных грамот значительно затянулась по причине эмоциональной переносыщенности. Антона Стутник плакал, как ребенок, обещая отслужить верой и правдой. Захар Дедык с силой обнял и расцеловал. Нерль поклялся разорвать врагов голыми руками, а Шушун долго стоял на коленях, доказывая свое низкое происхождение и невозможность принять столь высокий титул. Наконец торжественное вручение закончилось. Девять новоиспеченных баронов в окружении жен и детей направились за самозванным правителем к накрытым столам. Норман произнес длинный тост, в котором постарался красочно описать заслуги каждого из получивших титульную грамоту, после чего началось чествование виновников торжества. Что интересно, когда заснеженный двор заискрился под яркой луной и настала пора расходиться, то пьяных вообще не оказалось. В двадцать первом веке каждый человек проводит свободное время лежа у телевизора, а собираются компании, чтобы выпить. Здесь же на первом месте стояло общение и развлечение. Тот же хоровод водили в различных вариантах, от невинных поцелуев до ловли выбранной жертвы. — Слышь, боярин, — к Норману подсел Шушун, — ты в Новгороде молодежь порадовал забавным инструментом. — Понял твою мысль. Да новый сделаю нескоро. Сперва лес высушить надо. Лесорубы принялись за дело совсем недавно. — Зачем тебе сухое дерево? — Скомарошь ебалаболки всяк сделает. — Ты железную струну вытяни. Она звонче крученых кишок. — Здесь волочильный станок только под кольчугу. — Да нет, незачем спешить. Конец был, дружина на подходе. В Тердобль сообщили. — То Нерле спрашивай. Я здесь гость. Может, ты меня возьмешь? — Корабельщики, вот твоя забота. Нам по весне в Персию идти большим караваном. — Не забудься, у тебя в Рыбрике две сотни готовы. — Ох, Шушун, Шушун, Рыбрика теперь твоя вотчина. А на двадцать гонзейских карфи твои две сотни, чтоб пыль на дороге. — Я еще десяток ушкоев подготовлю, а то и больше. Товара для персов у тебя много. — Что ты приготовил? — Это ты приготовил. Полон повезем. Рабы в тех краях в четверо дороже. Пустой, где ты его наберешь? Сам хвастал, что в Денсгольме сидит пять сотен воинов. — Нам бы крепость взять, а ты уже о трофеях заботишься. — Возьмешь и Свеев, и жен с детьми. — Давай не будем заранее о добыче говорить. Норман поежился от неприятного озноба. — Корабельщиков ищи. — Чего искать? — Я твое слово только крикну. Вмиг из Новгорода да колы набегут. — Уверен? — А то! Твое имя нынче почетно в Новгороде. — Что такое слава? Так, новогодняя мишура. Сегодня есть, но завтра забыли. А то и злобная ругань вслед. Норман не забыл свои бои в подвалах, когда при удачной победе почитатели омывали его шампанским. Помнил неприязненные взгляды после поражений и никогда не простит подставы с попыткой засадить в тюрьму. Напоминание Шушуна о новгородских развлечениях подтолкнуло к идее взяться за изготовление гитары. — Для балалаки надо два сорта дерева, а здесь достаточно ели, да и клеить проще. Еще бы поэкспериментировать с прокатными вальками и сделать гармонь, тальянку или хромку. Работа простая, а деньги обещают большие. Эх, будь он инженером, здесь можно широко развернуться, если до этого не прибьют. Крепость Денсгольм не выглядела грозным укреплением ни издали, ни вблизи. Невысокая деревянная стена протянулась почти на километр, заканчиваясь у реки и Ладожского озера добротными угловыми башнями, через равные интервалы возвышались площадки для лучников и прачников. Восточная стена шла по высокому берегу Ладоги, а западная и южная стояли на обрыве, вдоль которого протекала река. Именно эта горушка и дала в свое время название крепости «Мать-гора». Дорога из Сердоболя упиралась в прирубь широких ворот и выходила с юго-западной стороны, как выборский тракт. В зимнее время штурмовать можно с любой стороны. А наибольшего успеха можно добиться ударом с севера. Если верить прочитанным книгам, штурм и осады крепостей чаще всего выглядели совсем не так, как это описывают в исторических романах. Защитники выстраиваются у стены, вынуждая врага идти в атаку. Сама тактика сражения была проста и эффективна. Обороняющаяся сторона старалась пропустить противника сквозь свои ряды, затем дружно навалиться и столкнуть в ров или прижать к стене, после чего добить. Определяющим фактором являлись стоящие на стене лучники и прачники. Соответственно, классика осады крепостей требовала от нападавших значительного перевеса сил. Первым делом крепость обносили временными укреплениями, а напротив ворот размещали отряд быстрого реагирования. Суть в том, что прорыв в лагерь осаждающих, даже небольшой группой защитников крепости мог натворить много бед, а порой и вынудить снять осаду. У Нормана нет и не могло быть большого войска. А гнать на стену толпу карелов он не собирался. В ворота Дэнсгольма, звеня колокольчиком, въехали сани с норвежским воином и двумя воительницами. Кучер остановился у дома ярла и, высадив пассажиров, тут же рванул обратно. — Чего тебе? — спросил вышедший на крыльцо седоусый воин. — Я Норман, сын Гадара Трен-де-Лага, вызывая ярла Хутинга на поединок. Дверь широко распахнулась, на пороге появился рослый швед в расрыстанной рубахе. — О, нам девок привезли! А это кто с ними? — Норк захотел потягаться с нашим ярлом, — усмехнулся седоусый. — Девок в дом, а этого гнать за ворота! И небрежной походкой направился к валькириям. — Не по правилам, — возразил воин. — Плевать, ты сегодня будешь моей, — с этими словами попытался обнять Флейн. Девушка резко отшатнулась. В холодном воздухе злобно свистнул меч, отрубив хаму обе руки по локоть. — Этого достаточно? — ласково улыбнулась Брейн. — Могу еще кое-что отрезать. Вопль боли и ярости разбудил умиротворенную тишину. Со всех сторон к крыльцу начали сбегаться воины. Посыпались угрозы и возмущенные выкрики, но объяснение Седоусова быстро утихомирило собирающуюся толпу. Любой воин, будь то мужчина или женщина, вправе отстоять как свою честь, так и защитить товарища. Из дома вышел ярл в сопровождении своих приближенных. — Что у вас тут случилось? — Хэттон полез титьки лапать. А девка отрубила ему руки, — послушался из толпы ехидный комментарий. — Это правда? — грозный взгляд в сторону Седоусова. — Пришлая воительница лишила воеводу обеих рук? — Так и было. — Норги? Что им здесь надо? — Я Норман, сын Гадара Тренделага. Вызываю тебя, Ярл Хутинг, на поединок. — Нам нечего делить. Я вижу тебя в первый раз. — Делить действительно нечего. Мне нужна твоя крепость. Воздух застыл от сказанных слов. У воинов остановилось дыхание, под ногами собравшейся толпы прекратился легкий скрип снега. Шведы всегда неприязненно относились как к датчанам, так и к норвежцам. Вызов на поединок легко мог закончиться приказом убить наглеца. И расправиться без каких-либо ссылок на традиции Тинга, ибо победа Нормана вынудит уйти всех. Примечание Тинг. Древнее скандинавское и германское правительственное собрание, состоящее из свободных мужчин страны или области. Конец примечания. — Не будут шведы жить под началом норвежца. Западло представителям высшей касты опуститься до подчинения бездомному бродяге. — Никак не угомонишься? — Здесь не Нидорос. Живым тебе не уйти. — Права владения решают Тор и Один, — с нервой запинкой ответил Норман. Он с трудом вспомнил имя второго божества скандинавов. — Трель! — крикнул Ярл. — Я давно не видел топоров в твоих руках. — А чё? — откликнулся здоровенный Дитина. — Помощь друга дозволяется правилами Тинга. Я сейчас, переваливаясь, как медведь, Трель прошел в дом через распахнутую дверь, а шведская дружина начала созывать своих товарищей. А как же иначе? Предстоит поединок всеми уважаемого первого бойца с не менее известным бунтарем, пытавшимся силой захватить трон своего отца. Нарастая с бегающимися воинами, толпа начала отступать, образуя просторный круг. Трое шведов с трудом протиснулись сквозь плотные ряды и аккуратно уложили в центре мельничный жернов с кузнечным молотом. Это Тинг и последний шанс. Поверженный противник мог попытаться коснуться рукой жернова или молота. Этим он не только спасал свою жизнь, но и доказывал правоту. Флейн и Бригген также отошли в сторону, оставшись в первом ряду. Бледные лица и взволнованные взгляды говорили о сильном нервном напряжении. Норман подмигнул девушкам, скинул с плеч шубу, куртку и рубаху. Торс заблестел толстым слоем тюленьего жира. Правы девушки. Морозный воздух совсем не холодил голое тело. Шведы принялись активно обсуждать многочисленные шрамы и делать предположения о сути былых ран. Блеск двух мечей мгновенно прервал громкие споры. После некоторой заминки по толпе пробежал тихий ропоток, местами завистливый, а в целом уважительный. Но вот дружный вопль собравшихся воинов оповестил о выходе трелля. Тело бойца играло крепкими мускулами, в руках два обоюдоострых топора. На взгляд Нормана оружие излишне тяжелое и потянет противника силой своей инерции. «Всем слушать меня!» — громко крикнул седоусый воин, что встретил сани у крыльца, после чего подошел к Тингу и отсчитал пять шагов на юг. «Трелль, ты принял несправедливый вызов. Становись на это место и докажи свою правду силой оружия!» Затем повернулся к Норману и продолжил. «Я, сотник лунт из рода Ксельфа, призываю тебя соблюдать данные нам богами законы. Ты претендуешь на чужое и должен доказать право самого сильного». Сделав несколько шагов, сотник встал между поединщиками и отдал приказ «Первый ряд — обнажить оружие! Любая попытка сбежать с Тинга карается смертью! Да будет так!» — нараспев проорали сотни глоток. Начали, и лунт вышел из круга. Трелль принялся вращать руками. Топоры слились в два стальных круга, а воздух, угрожающий, загудел. Зрители птихли. Норман невольно засмеялся. Здоровяк вызвал ассоциацию с изображающим двухмоторный самолет великовозрастным шалопутом. Было хорошо видно, как инерция тяжелого оружия уводит воина то в одну, то в другую сторону. Ладно, шутки в сторону, противник мелкими шагами двинулся вперед. Со стороны могло показаться, что надвигается неминуемая погибель. Ну-ну, два широких шага навстречу, качнулся вправо, затем резкий выпад влево с коротким секущим ударом. Топор с обрубком руки еще летел в зрителей, когда правый меч лишил врага второй руки. Шведы опомнились не сразу, а, оторвав взгляд от поверженного треля, увидели победителя в расслабленной позе со скрещенными у ног мечами. Повисшая на мгновение тишина разорвалась криками, а внешне безразличный Норман внимательно отслеживал настроение толпы. Это уже стало привычкой. Практика рукопашных боев в подвалах и элитных ресторанах требовала следить за публикой, выделять группы сторонников и противников, мало уметь правильно ударить. Зритель всегда на первом месте, он должен за свои деньги получить ожидаемое зрелище. Первым опомнился Ярл Хутинг, спустился с крыльца и громко крикнул. — Я ошибся в тебе, Трель! Слишком долго ты не брал в руки топоры! — Хельмсон, порадуй товарищей! Стоявший справа от правителя воин учтиво поклонился и ушел в дом. Норман окинул взором двор, глянул на подходящих к воротам людей и с безразличным видом повернулся к Ярлу. Однако хозяин крепости демонстративно развернулся спиной и завел со своими ближниками какой-то разговор. Но вот дружный вопль толпы оповестил о выходе Хельмсона. В руках широкоплечего детины блестел полировкой полутораметровый двуручный меч. Норман тихо окликнул входящего в круг Лунда. — Чего тебе? — почти враждебно спросил сотник. — Ему тоже отрубить руки? Или убить? — А сможешь? — Легко, только скажи. Лунд бросил короткий взгляд себе за спину, затем уточнил. — Живот проткнешь? — Первым ударом сотник вернулся на место, и через несколько секунд к закладчику, звеня серебром, ринулась троица шведов. Официальная история тотализатора начинается с гладиаторских боев, так что подсказка даст Норману несколько временных сторонников. Хельмсон, держа меч перед собой, презрительно смотрел на своего врага и ожидал окончания ритуала. Сразу видно, опытный боец прошел немало поединков и сейчас рассчитывал быстро расправиться с противником. Произнеся необходимые слова, Лунд проворно юркнул к зрителям, а Хельмсон поднял двуручник над головой и неторопливо двинулся в атаку. Ответ Нормана вызвал среди зрителей язвительный смешок. Правая рука чуть отведена назад, а левая поднята с надеждой защититься мечом от прямого рубящего удара сверху. Действительно смешно. Мощный удар сметет все преграды и разрубит пришельца до пояса. Соответственно, и действие Хельмсона оказалось до примитивности простым. Он нанес сильный рубящий удар с приседанием, только последствия оказались совсем иные. Норман сделал полушак вправо, а при соприкосновении клинков развернул свой меч вертикально. Высекая искры, лезвие двуручника заскользило вниз и заклинило в завитушках гарды. Никто еще ничего не понял. А Норман, не противодействуя инерции двуручника, немного повернул свой меч и дернул рукоять вверх. Хельмсон попытался удержать выскальзывающее из рук оружие. Тщетно против него сработала сила собственного удара и закон рычага. Он еще раз и насмотрел на опустевшие ладони, а второй клинок ударил нестерпимой болью, извивающийся змеей проткнул живот и в обрамлении алых капель вышел из спины. Зрители дружно ахнули. Стремительная победа над опытным бойцом вызвала у некоторых непроизвольный возглас восхищения. А Норман пнул трофейный двуручник в сторону валькирии, скрестил мечи у ног и принял расслабленную позу. Толпа гудела в азартном обсуждении так быстро закончившейся схватки. Некоторые пытались воссоздать детали движения и понять причину, по которой Хельмсон выпустил из рук свой знаменитый меч. Столь опытный боец не мог допустить оплошность. В то же время и Норк не сделал ничего необычного. Пусть спорят. Ради такого дела Норман еще что-нибудь придумает. Навики небольшими группками проскальзывали через ворота и взбирались на площадки вдоль городских стен. Сейчас очень важно отвлечь внимание от появления посторонних людей. Шведы не запрещали аборигенам лазить по башням, да и прирубу ворот служили всего лишь укреплением. Караульного помещения там изначально не предусматривалось. Это не глупость и не безалаберность. Скандинавы приходили в Карелию обычными разбойничьими шайками. Преследовалась простая цель грабежа и рэкета, посему никаких пошлин за въезд не могло быть по определению. Кто в здравом рассудке поедет в логово бандитов? Принудительное крещение с непонятными молитвами на неизвестном языке завершалось обязанностью отдавать иноземцам десятую часть своего дохода. Вот и бежали датчане в Северную Норвегию, а шведы в Карелию. Затем сбивались в шайки, на тинге избирали главаря и принимались за разбой и грабеж. Северная Норвегия Примечание Карела, Приозерск Конец примечания Ярл Хутинг растерянно посмотрел на своих ближников. Осталось всего двое, Йенг и Варбе. Крепыши и отличные бойцы, но в складывающихся обстоятельствах они могли отказаться, что лишит Ярла авторитета. — Позволь мне! — гневно выкрикнул Варбе. — Я покрошу его в капусту! — Спасибо, друг, выручил! Быть тебе воеводой! Появление очередного бойца с рогатиной в руках вызвало новый всплеск эмоциональных криков. Пустяшное оружие для поединка, длинная палка с насаженным мечом. И в строю не могло применяться, ибо основным приемом является горизонтальный рубящий удар с широким замахом. Попади в зону поражения — разрубит пополам. Проще говоря, рогатину держат за комель и размахивают веником перед собой. Можно перехватить и работать колющими ударами, но тяжелое лезвие быстро утомит. Копьем намного удобнее. Так что цацка на любителя. — Что скажешь? — тихо спросил, подошедший сзади лунт. — Колющий удар в грудь. Возможно, двумя мечами одновременно. — Уверен? — Не боишься оказаться загнанным на топоры защитников круга? — Не успеет. Делай ставку. Сотник шмыгнул в кружок своих товарищей, и на этот раз к закладчику побежала большая группа желающих получить денежки на халяву. Норман не рассчитывал переманить их к себе. Все намного проще. Они поставят деньги, как следствие, будут за него болеть и радоваться победе. В данном случае помощь зла повлияет на общую атмосферу и обезопасит от возможной стихийной расправы. А его сторонников-то много. — Реально, они не пойдут за норгом, но в предстоящем поединке ставки делаются на его победу. Очень хорошо. Очень. Варбе, размахивая рогатиной, направился к центру. На этот раз лунт произносил ритуальные слова с торжественной напыщенностью, а, закончив, скомандовал начало и степенно вышел из круга. Блеснув, лезвие очертило полукруг, противник сделал широкий шаг вперед, а Норман стремительно рванулся навстречу. Шведу бы не мудрить, а просто ударить древком по ногам. Вместо этого он начал судорожно перехватывать оружие в надежде остановить врага коротким колющим ударом. Не судьба. Прыжок. Два меча одновременно ударили в грудь и завалили варбе на спину. В завершении Норман навалился и пригвоздил противника к утоптанному снегу. Когда победитель поднял над головой окровавленное оружие, примерно половина толпы проорала в едином порыве «Слава! Слава! Слава!» А Хутинг-то белее снега. И хорошо, и плохо. Даже мышь может стать опасной, если загнать ее в угол. Норман искоса глянул на Лунда. Улыбка во весь рот, его сотоварищи тащат две шапки серебра и медиков, повернулся к валькириям, девушки тут же послали воздушные поцелуи. И на стене порядок. Две сотни лучников рассеялись цепью и с невинным видом прикрывают от случайных взоров свое оружие. Но вот Тинг подготовили к очередному бою, а молчание правителя продолжается. Со стороны зрителей послышались ехидные замечания в сторону Ярла. Не сдержалась и Бригген. — Хутинг, ты не для меня партнера подыскиваешь? — Блондины с крепким оружием меня возбуждают! Грянул хохот в перемешку с сальными шутками и поговорками, но тут выступил Янг. — Норк, ты хорош с мечами, а безоружным тебе не устоять. Я убью тебя голыми руками! Шум мгновенно утих. — Правила Тинга требуют оружия. Традиции выяснения отношений дозволяют рукопашные схватки, причем без каких-либо ограничений можно драться руками или ногами, кусаться, бороться, душить, выворачивать руки-ноги и так далее. Но это будет не Тинг. — Я согласен, — спокойно ответил Норман. Его слова поглотил рев одобрения. Это кричали уже не воины, а зрители, которым хотелось продолжения. Янг начал оголять торс, а Норман передал свои мечи валькириям. В любом случае, это не финал. Крепость не получить, пока жив Хутинг. Центр круга освободили от жерного и молота, а первый ряд воинов убрал топоры. В новых обстоятельствах беглеца выпускают из круга и изгоняют из общины. — Теперь тебе точно конец, — тихо сказал Лунд. — Если не убьет кулаками, то придушат, как котенка. — Положу с первого раза. Ерунда. Когда строили дом Ярла, ему на голову с крыши скатилось бревно. И ничего. Отматерил Карелов и пошел дальше. — Делай ставку на один удар в голову. — Тебя не заклинило? — Все время один удар да один удар. — Так научили. — Или завали с первого раза, или получишь сдачи. И очень больно. — Судя по шрамам, Лунд кивнул на грудь, ты прошел суровую школу, вон как и сполосовали. — Не говори о том, чего не знаешь. — Недовольно помурсился Норман. Он никак не мог смириться с уродливой боевой раскраской. — Я не хотел тебя обидеть. Сотник по-своему понял высказанное недовольство. — Трендалак действительно твой отец? — Я никогда не видел своих родителей. — Даже матери. Она умерла при родах. — Это меняет дело. Во главе должен стоять самый сильный, а не самый хитрый. В жизни по-всякому бывает. Говоришь, уложишь Йенга одним ударом. А нам куда идти? — Оставайся. Мне нужны воины. — Не смеши. Знаешь поговорку про шведа и норвежца в одной лодке? — Друг друга убьют и карфи утопят, — усмехнулся Норман. — Вот, видишь? — А уходить, судя по всему, придется, — вздохнул Лунд. — Вам до Выборга не дойти. — Не все, но дойдем. Карелы просто так нас не выпустят, да оружие у них слабое. И дерутся каждый сам за себя. Иди в Сердобль. Нас к воротам не подпустят. — Позови воеводу. Скажи, что я послал тебя к Нерлю. — И что меня там ждет? Я приведу с собой не менее полутора сотен. Побоятся впустить такую ораву. Просись в корабельную рать. По весне пойдете в Персию. — Не врешь? — заинтересованно спросил сотник. — Какой смысл? — На Выбор пойдешь — убьют. На Сердобль — в далекие края уплывешь. — А если под себя всех соберу, да крепость возьму на меч? — Посмотри на стены. Там лучники. А за стеной воины. — Ах ты, стервец! Я чувствовал подвох, да понять не мог, в чем он. — Говоришь, к Нерлю идти. — Спасибо за совет. Лунд посмотрел на входящего в круг Йенга, скептически глянул на Нормана и пошел к своим сотоварищам. Поверил-таки. Дружки сотника побежали к закладчику, затем прошли. Здесь среди зрителей и толпа начала редеть. Есть, полдела сделано. Они добровольно уйдут и дадут пример другим. Неважно, куда направятся остальные, первым делом требуется спровадить их из крепости, без кровопролития. Йенг прошел по периметру круга под одобрительные крики и пожелания победы, затем встал в центре и трижды выкрикнул слово «Тюлень» — по всей видимости, клич племени или рода. Зрители начали скандировать считалку про рыбака, и подружная «Готово!» Норман двинулся навстречу. Широко расставляя ноги, сутулись и растопырев руки, он создавал иллюзию борца, готового охватить противника за пояс. — Давай, Йенг, вмаш ему, чтобы мозги вылетели через задницу! — злобно выкрикнул Хутинг. В этот момент Норман прыгнул. Простенький прием. Его исполняют танцоры народных танцев, реже футболисты в безуспешных попытках забить мяч в ворота. Толчок ногами на рог головой поперек линии движения, разворот в воздухе на 360 градусов завершается ударом ногой. В данном случае носок сапога попал под ухо в основании черепа, надежно, как гильютина. Йенг даже не пошатнулся, только склонил голову и опустил руки, затем неожиданно рухнул, как бы опав всем телом. Так и должно быть. Со сломанной шеей не живут. Зрители замерли, не в состоянии поверить в случившееся. Известный силач не продержался в круге и минуты. Да и Норг вызывал уважение. Попробуй найти другого воина, способного с легкостью одолеть череду лучших бойцов, а в завершении с одного удара уложить первого крепыша. Шушука и шведы пододвинулись к крыльцу в ожидании заключительного слова своего ярла. Норман подхватил мечи и встал напротив Хутинга. Пора завершить начатое дело. Правитель долго молчал, глядя на свои сапоги. Затем поднял голову, ожег Норга гневным взглядом и собрался что-то сказать. Вероятнее всего приказал бы убить наглого пришельца. Да в последний момент увидел стоящую у ворот кавалерию. Зрачки от удивления расширились, а готовые к выстрелу лучники на стене окончательно прояснили сложившееся положение. — Твоя крепость! Он зло сплюнул на утоптанный снег. Надо было сразу убить без всяких церемоний. — Вытри плевок с моей земли! — Что? — Вытри плевок! Иначе заставлю вылезать весь двор! В этот момент мимо круга в сторону ворот потопала толпа уходящих воинов во главе с Лундом. Они дружески прощались с оцепеневшими от неожиданности бывшими соратниками, выкрикивали имена, зазывая уйти прямо сейчас. Наступил момент прозрения. Шведы правильно оценили угрозу со стороны неведомо как оказавшихся на стене лучников, а десяток всадников у ворот мог оказаться не одной сотни. Что там за стеной? Это никому не видно. Настроение вмиг переменилось, придется уходить с обжитого места. И виноват в этом только их недальновидный ярл. — Норк, вспари этому дурню брюхо и вымой его кровью двор! — послышался из толпы гневный выкрик. — Руби ему голову, Норк, руби! Я не хочу пачкать об этого поганца свой топор! Угрозы и оскорбления в адрес теперь уже бывшего ярла сыпались со всех сторон, предрекая неминуемую расправу в самом ближайшем будущем. — Что ж, Норк, ты сам захотел сразиться со мной! — зло усмехнулся Хутинг. — Теперь пеняй на себя! — А вот это уже интересно! — Он не воин, это ясно, иначе бы сам принял вызов, а не прятался за спинами своих ближников. В то же время угроза высказана спокойно, с уверенностью в своем превосходстве. Что он мог затеять? Норман читал о хитрых мечах с потайной кнопкой на рукояти, подобное оружие со скрытыми пружинками стреляет тонкими дротиками или раскрывается веером с множеством лезвий. — Нет, последнее маловероятно, это требует особого навыка, который необходимо ежедневно шлифовать. — Перейдите ближе к крыльцу и стойте за спиной ярла. Норман счел необходимым предупредить валькирий. — Тебе помочь? — уточнила Флейн. — Нет. Мне не нравится его уверенность. — Блефует он трус! — фыркнула Бригген. — Трусы как раз и опасны. Они всегда готовы к подлому поступку. Девушки не стали уточнять и послушно перешли к указанному месту, причем Флейн перетащила трофейный двуручный меч и оперлась на него, как на посох. В этот момент из дома вышел хутинг, в одной руке булава, в другой щит. В общем-то, ничего необычного, разве что надел колонтарь, но это уже не тинг, имеет право. Примечание колонтарь — старинный доспех, броня из блях и колец, среднее между латами и кольчугой. Конец примечания. — Готовься к смерти, Норк! Я наплюю на твой труп и вымою сапоги твоей кровью! Норман не стал отвечать, он искал подвох в руках и одежде ярла. Обычная булава, а шипы слишком большие, для скрытых пружин не выстрелить. И короткая пружина не даст нужного усилия. Колонтарь — нет, обычная кольчуга с наплечниками и двумя пластинами на груди и животе щит. — Правильно! Металлический полированный щит с четырьмя рядами выступающих острых шипов. Вот она где ловушка! Норман с облегчением выдохнул, улыбнулся и вышел в круг. Он придумал ответный ход. — Давай, Норк, прибей паршивца, и мы уйдем. Надо до темноты успеть добраться до ближайшей деревни! — послышался спокойный голос одного из воинов. Опустив булаву и выставив перед собой щит, Хутинг двинулся на врага, а Норман показал проход баскетболиста к кольцу с разворотом спиной противнику. Чисто психологический прием. Главарь захочет пустить стрелы в грудь, значит, замешкается, и булава не готова к удару. Шаг, поворот, затем второй шаг. Ярл понял свою ошибку. Звонкими молоточками защелкали пружинки. Среди зрителей раздались сначала недоуменные, затем злобные крики. Поворот, и меч снес Хутингу голову. Шведы выхватили топоры, и разъяренной толпой начали кромсать бездыханное тело. — В своих стрелять! Рубите, гады, на куски! Разбросаем мясо за стеной! Да, скормим эту сволочь собакам! Сотрясаясь от нервной дрожи, Норман направился теперь уже в свой дом. Отходняк после серьезного боя всегда трясет. Это нормально. Так и должно быть, но столь сильно в первый раз. Впрочем, до этого максимальным риском был сломанный нос или разорванное ухо, а сейчас на кону стояла его жизнь. Глава вторая. Теория войны. Валькирии услужливо набросили на плечи шубу и открыли входную дверь. Нерль подхватил под руку и помог сесть в широкое кресло. Трясет. И, не дожидаясь ответа, крикнул. — Быстро приготовить баню! Видишь, князь продрог! — Какой князь? Я не замерз. Откуда ты взялся? Когда я впервой от смерти ушел, меня так колотило, что меч из рук выпадал. Баня зачем? Первое дело — кровь разгонят, и с парной новым человеком выйдешь. Иначе до завтра к велам просидишь. — Почему князем меня назвал? — Ты сколько земли на меч взял? Нынче под твоей рукой полное удельное княжество. — Кому это надо? — Как кому? — опешил Нерль. — Нам, твоим слугам. Ты о нас заботишься, мы тебе служим. О чем спорить? Нерль прав. Норман оттяпал солидный кусок карельской земли и при любом раскладе передаст ее своим дворянам. Вот что делать дальше? Это не вопрос форпоста против проникновения шведских беженцев. Проблема на самом деле намного серьезнее. Появление государства с единой властью и законами в первую очередь привлечет внимание сильных мира сего, то бишь Ганзу и Готландский союз. Но в первую очередь новоявленным правителям заинтересуется Новгород. Со своими будет легче, экспансия купцов с Волхова достаточно вялая, их интересуют только деньги, что в дальнейшем и позволило Москве победить в конкурентной борьбе. Зато Любик и Висбю сначала пришлют войско, после чего начнут разговаривать с сидящим на цепи правителем. Следовательно, из плюсов членство в Ганзе с поддержкой правителей как минус неизбежная война со шведами. — Придется брать Выборг и Ругадив, — со вздохом сказал Норман. Примечание Ругадив, Нарва, конец примечания. — Не спешишь, княже? — Да нет, просто мысли вслух. Снова придется в Любик отправляться. — Тебе-то зачем? Шушун тебе торговлю наладил. Надежных приказчиков подыскал, шкиперов больше, чем кораблей. Кстати, о шкиперах ты как здесь оказался? — Я в дверь, а ты меня под руку. — Мы следом за тобой в крепость прошли, — сказал Нерль. — Мы это кто? — Вся моя дружина. — Зачем рисковал? — Затем, что ты нас в Новгороде как родных принял. Не побоялся беглых взять, уважил да в дворя не вывел. Почему меня не предупредил? — Нельзя, ты б на нас смотрел. И свеи, не дураки, сразу выделили бы чужаков. А так мы спокойно стояли в толпе. — Храбрые у тебя воины. Не побоялись выйти один на двадцать? Куда нам до тебя? Сам-то один на полтысячи пошел. Почему же один? Со мной были норвежские воительницы. — Сеев хорошо посмешили, то верно. Ты наставника своего попроси научить их в бою вдвоем на тебя одного. — Зачем? Они совсем неплохо мечом владеют. — То ваша княжья доля один в один биться. — Ты уж прости меня, да девы не способны защитить ни себя, ни тебя, — строго произнес Нерль. — Спасибо за совет. Поговорю с Ахиллом. Он знает бой плечом к плечу в ровном строю. Вот и чудненько. На Виков к нему пришли. Тебе нужна княжья сотня из доверенных людей. — Сотня. Не смеши, по весне корабли разойдутся, после чего крепости честным словом защищать придется. — Защитим, о том не беспокойся. Вон Карелов сколько пришло. Прокос них никакого. Если только шапки кидать со стены. О том только мы знаем. Гулящие люди воинов сосчитают. А если еще в броне, да с хорошим оружием, то со страха и удвоят, — назидательно сказал Нерль. — Не успеем до весны каждому калантарь дать. — И не надо. Сукна у тебя много, обшей людей. В дозоре на стене до у ворот покрасуются, и достаточно. — В первую очередь организуй регулярный патруль. Это даст крестьянам спокойствие и доверие к нам, — уточнил Норман. — Верно говоришь. Когда человек видит рядом защитника, и работа спорится, и песня поется. — Да, чуть не забыл. Я полторы сотни свеев к тебе направил. С ними сотни клун, что Тингом правил. О, как! А я-то подумал, трусы деру дали. То-то, смотрю, шепчетесь да шепчетесь. А ты, оказывается, его сманивал. Правильнее сказать, заманивал. Шо ж такого ты наобещал, если свей про извечную вражду к норгам забыл? — Вообще ничего. — Предложил по весне в Персию сходить? — Да твое имя назвал. Сам не открылся. — И правильно. Русские уж полтысячи лет с крестом. Тебя бы сразу на том же Тинге в капусту порубили. — Спасибо валькириям, в этом они хорошо мне помогли. С их помощью я вызубрил обряд Тинга как отче наш. Шведское пополнение было очень кстати. Мурманы останутся в Рыбрике и возьмут на себя контроль южного побережья Онежского озера. Для похода в Каспийское море потребуется никак не меньше трех сотен корабельщиков. Как ни крути, а на каждый Ушкуй, Дракар или Карфи требуется по десять человек. Это минимум. Флот после ледохода уйдет на Балтику, и там на каждый корабль нужен экипаж не менее тридцати человек. Всеобщий морской разбой даже убежденного пацифиста заставит взяться за оружие. Иного выхода нет. Или поставь корабли на отстой, или сажай вооруженных корабельщиков, причем с опытом морских боев. Нерль куда-то ушел, а Норман начал фантазировать на тему современных морских сражений. Корабельная артиллерия просматривается в слишком далекой перспективе и совсем неоднозначно. Общаясь в Любике с коллегами по бизнесу, он узнал о двух фактах применения пушек в морских сражениях. Первый раз это произошло в битве между Византией и Тунисом, а затем между Севильей и Тунисом. В обоих случаях победа осталась за арабами, что давало повод ожидать в Персии встречи с пороховым оружием. О древней корабельной артиллерии Норман знал очень мало. Первые пушки ставили на открытой палубе, что значительно ограничивало их применение. Дождь, ветер, морские брызги — все это не только осложняло процесс заряжания, порой делало невозможным осуществить сам выстрел. Оружейники изгалялись в изобретении всевозможных противодождевых колпачков над запальным отверстием. Алхимики мудрили с водостойким порохом и фитилями. Проблему решили простые византийские моряки, которым как раз в непогоду приходилось гоняться за венецианскими контрабандистами и пиратами. На военных кораблях империи ромеев пушки прикрыли деревянным козырьком. Достаточно быстро идея получила развитие — сначала корабельную артиллерию запрятали под фальшпалубу, а вскоре на верфях Константинополя началось строительство двухпалубных военных кораблей. — Пошли, баня готова. В комнату вбежала Флейн. Девушка с лукавой улыбкой заглянула Нормана в глаза. — Пойми, этих женщин. Ночью в постели что одна, что другая вели себя новобрачными скромницами, зато в бане обе преображались в агрессивных путан. Или это правило норвежского бытия? Типа, по традиции, все племя спит под одной крышей, а в бане оттягиваются общим коллективом. — Помоги встать, что-то я устал. — Нормально, после боя всегда так, — уверенно ответила Флейн. — Ты давно воюешь? Скоро будет четвертая весна. Много сражений прошло за три года. Не считала. Как правило, ежегодно один набег и несколько захватов чужих драккаров и карфи. Корабли взять не пытались? — Ха! Это ты с одним драккаром можешь взять целую флотилию, а нам и одиночный кок не осилит. — Да. Ох-ох-ох, Норман встал, тяжело кряхтя старым дедом. — Потихонечку, пошли, пошли, — проворковала Флейн. — Сейчас мы тебе косточки и не косточки приведем в рабочее состояние. Банька дышала ароматом мяты и душицы. Девушки проворно помогли раздеться и чуть ли не на руках затащили на верхнюю полку, взяли пучки мха и с двусмысленными шутками-прибаутками принялись нежно растирать тело. Сначала надо тюленей жир снять. В баню вошел Нерль. По-солдатски быстро воевода скинул одежду и прошел в парилку. — А ну, брысь в угол! Сидите и учитесь! На камне полетела крошечная порция воды, где взорвалась жгучим паром, в ноздри ударил терпкий запах тмина. — Хочешь обработать меня, как пекарь, булочку? — проворчал Норман. — Лежи и не трепыхайся! Оглажу! И выйдешь румяным красным соколом на зависть всем красавицам! Нерль натянул на голову шутовской колпак, надел варежки и еще поддал пара, после чего приступил к экзекуции. Крепкие руки мяли Нормана, выворачивали суставы и с жесткими камешками пробегали по позвоночнику. Затем началась пытка под названием термомассаж. Сначала веники опахалом нагоняли горячий воздух, затем можжевеловые иголки обжигали кожу раскаленными укусами. Садизм, да и только! — Сейчас лежи смирно и не трепыхайся! — скомандовал воевода. В блаженном расслаблении прошло несколько минут умиротворенного покоя. — Все! Липучку не трогай, пока сама не отпадет! Громко охнув, Нерль вылил на себя шайку холодной воды и ушел одеваться в предбанник. — А что это ты мне прилепил? — заметив на сгибе руки кусочек смолы, спросил Норман. — Барбарис с еловой смолой! — вытираясь полотенцем, ответил воевода. — Не понял. — На кой мне это надо? — Я тебе почти литр крови спустил, а дырочку залепил. — Потерпи пять минут и выкини. — Зачем тебе моя кровь? — Она порченная, не нужна ни мне, ни тебе. — Я слил ее в сток. — Девы, быстро тебя вылечат! Через пару минут забурлишь новой кровью. Норман замер, боясь пошевелиться. — Литр крови это много или нет? Додумать не успел. Бриген коварно плеснула на живот ковшик ледяной воды, а страстный поцелуй Флейн прервал вопль возмущения. Не дожидаясь ухода воеводы, валькирии набросились с явным желанием лишить Нормана последних капель крови. Через полтора часа появились служанки и наполнили бодейки горячей и холодной водой, оголились без тени смущения и ойкая полезли на верхнюю полку. — Оно и верно. В крепость пришел новый гарнизон, так что вечер обещает много развлечений. Вымытый и распаренный Норман ощущал неимоверную легкость тела и силу каждой мышцы. Накинув шубу, вышел из бани и с удовольствием вдохнул пахнущий хвой морозный воздух. Валькирии выскочили босы и ноги, с хохотом поиграли в снежки, после чего побежали в дом. Мало что морозная зима, так еще двор полон мужчин, а им хоть бы хны, но и нравы. Впрочем, никто из воинов на них не таращился и не бросал двусмысленных шуток. Подумаешь, бабы помылись. — Эй, кто это тут похозяйничал? — возмутился Норман, увидев на кровати аккуратно разложенную одежду. Рядом на столе приготовлены золотые украшения с китайским стеклом. — С легким паром, княжи! В спальную комнату бочком протиснулся Нил. — Я велел приготовить. — С какой-то радости. — Так это, княжи, крепость взяли? Воевода воинов созвал, вот. Ну и мне велел тебя нарядить, вот. — Ну, хорошо. — Нарядишь как раз на девицу. А дальше? Войти в круг и начать плясать? — Нет, княжи, тебя ждут у крыльца. Скажи своим воинам ласковое слово, вот. Что за люди собрались? Навеки из последнего набора. Все карелы, вот. Лады. Гони сюда, Флейнсбриген, для них забава наряжать меня. Сам беги к Нерлю. Предупреди мой выход. Прозорли фуеводов. Правильная мысль с общим построением. Бывший Денсгольм, а теперь снова Морьгора, стоит на земле карелов. Набранные воины должны почувствовать себя защитниками собственного дома. Подобный подход значительно облегчит жизнь как Нерли, так и Нормана, ибо в глазах абегенов они становятся не завоевателями, а освободителями. Пусть карелы малочисленный и разбросанный по большой территории народ, в любом варианте поддержка лучше угрозы получить удар в спину. Валькирии принялись прихорашивать своего повелителя, тщательно разгладили все складки на одежде, а затем любовно украсили золотыми цепями и перстнями. Завершил ритуал золотой пояс с парадным мечом. Готов? В комнату без стука вошел Нерль. Не слишком ли много золота? Засомневался Норман. Люди живут рыбой. Кусок хлеба по праздникам, а тут правитель сияет украшениями. Как раз наоборот, народ порадуется твоему богатству, получит надежду, что через тебя и их доля станет легче. Ага, солнышко пригреет, пшеница начнет расти. Тьфу на тебя, неугомонный, так и норовишь все вывернуть наизнанку. Извини, но я действительно не вижу смысла во всех этих украшениях. Каждый человек гордится своим князем, его достатком и удалью. От захудалого правителя народ сбежит. — Ой, Ли, для человека важнее сытый стол, а не украшение на груди далекого владетеля. Не знаешь — не говори. Кто сейчас припомнит Вжитское, Добовецкое или Степанское княжество? Даже не слышал о таких. Вот, видишь, народ разбежался, а правители сгинули в безвестности. Все равно не понимаю. У меня на груди золотые бирюльки. У крестьянина на столе лебеда с крапивой. Не о том печешься. Подати собирают по закону, и каждый с поклоном вносит долю за свое благополучие. А я на это покупаю себе украшения. — Да хоть черта в ступе! В сердцах воскликнул Нерль. Для крестьянина важен покой. Его не грабят, и славен князь. Да ладно, не беречись. Я действительно не понимаю устройства этого мира. Да уж, вырос в дик племенах. Вы там или друг дружку бьете, или в поход на разбой пошли. Можно подумать, что на Руси мир да любовь, — огрызнулся Норман. Оделся. И пошли. Нечего тут разводить антимонии. Выход правителя на крыльцо вызвал среди столпившихся тридцатилетних мужиков бурю приветственных криков. Стояли и молодые, порой совсем мальчишки, но в основной массе в крепость пришли зрелые мужчины. Что же очень хорошо. Возраст гарантирует продуманность действий. Не будет необдуманных поступков и спонтанных решений. Далее последовала речь с лейтмотивом «это наша земля, бьем врагов, грабим соседей». Понятие «соседей» пришлось подкорректировать. Карельские земли уходили далеко на запад и включали в себя не только Выборг, но и все озера. Западная граница Карельской империи просматривалась в районе еще не существующего Ханку, а на севере ограничивалась племенами лопарей, более известных как Лапландия. Неплохо. Законные притязания дают право на войну за серебряные и медные рудники. Но это без помощи Гонзейского союза никак не осилить. Норман решил немного задержаться в Дэнгсгольме, которому правом хозяина вернул прежнее название «Марь-гора». Новобранцев необходимо учить, а вечерний разговор с воеводой показал значительную разницу в понимании этого вопроса. — Ты поскорее пришли щиты и оружие, — попросил Нерль. — На Виков много собралось, а кроме дубинок у них ничего нет. — Что тебе надо? — Да все равно, лишь бы железо было хорошим. Э, друг, так не пойдет. Каждая сотня должна знать не только место в дружине, но и свою тактику боя. — Не мудри. На первом месте воинское умение, а что в руках принципиального значения не имеет. Вот здесь ты очень глубоко ошибаешься. — Я ошибаюсь. Да ты в жизни столько девок не перемял, сколько кровавых сражений за моей спиной. — Давай поступим проще. — Я тренирую три десятка, а ты сотню. Через два дня сведем и увидим результат. — Направим палками биться, — усмехнулся Нерль. — Зачем? — Только щиты и никакого мордобоя. — Тьфу! — Ерундой занимаешься, княже. Учи, не учи, а сотня затопчет твоих на Виков. — Согласен или нет? — Бери любых. — Допеняй на себя, коли твое обучение поднимут насмех. Норман не стал спорить. Лучше один раз показать результат, чем долго и безуспешно доказывать свою правоту. Военные успехи древних цивилизаций основывались на строгой дисциплине и четком построении войск. Именно это позволяло успешно громить соседей и захватывать новые земли. Плотные ряды гоплетов с короткими мечами брали верх над ордами дикарей с огромными топорами. Тактика действий организованных отрядов против толпы успешно применяется до наших дней и используется полицией для разгона демонстраций. Сам принцип прост и эффективен. Два ряда обученного ОМОНа запросто разгонят запругивший улицу народ. С утра сформировал отряд из первых же попавших на глаза новобранцев, велел взять щиты и подойти к дому воеводы. Первый день ушел на обучение строю и четкому выполнению команд. Больше всего времени ушло на азы строевой подготовки команды «Равнясь» и «Смирно». Понимая, что это является основой всех последующих действий, Норман не спешил и не ругался. Терпеливо объяснял каждое отдельное движение, каждый шаг. И добился своего. К вечеру все три десятка вполне сносно маршировали, поворачивались, даже успешно соблюдали равнение при движении строем фронта по десять человек. Несмотря на разболевшиеся ладони, Норман был очень доволен. Завтрашний день обещал успешное завершение начатого эксперимента. Ну, а ладошки — мелочь. Барабана нет, вот и пришлось громко хлопать для ритма общего шага. Второй день прошел более весело. От навиков не требовалось тупого послушания, что сразу подняло градус настроения. Работа со щитом и наскоки друг на друга были по своему смыслу понятны, так что построение и перестроение проходили уже осмысленно. Когда же начали дружно налетать на стену дома, то делали это со смехом и со всей силы. Здесь уже испугался сам учитель. Под мощным натиском тридцати мужиков бревна ощутимо подавались до треска кровли. Смех смехом, а трехтонный таран запросто завалит деревянное строение. Последние атаки двадцать на десять отработали уже к заходу солнца, затем финальный штрих, синхронность действий и до завтра. — Ну что, княже? — ехидно спросил воевода. — Готово твое войско? — Выводи сотню, полюбуемся, кто на что гораст. — нейтрально ответил Норман. — Ты уверен? — Чему можно научить за два дня? — Только основам. На всю дружину затратишь полгода, не меньше. Пустая затея. В сече сотнику не докричаться до своих воинов. — Команды дают свистком, а не голосом. Люди должны нутром чувствовать своего командира. — Ну да, придумал. На все поле начнем свистеть, да суматоху устроим. Пойми, разбери, чей свисток трели выводит. — Это как раз не проблема. Любой кузнец сделает десяток свистков на разные голоса. А воеводи — особенный. — Что значит особенный? — Тебе по рангу положен серебряный. На серебряной цепочке на ходу придумал Норман. — А что свистеть? Тут соба и сигналы требуется. Сам придумай. Дружина твоя и забота твоя. — Умеешь ты, княже, подкинуть головоломку. Конница рок слушает, а ты нам свистульку присоветовал. — Велю для кавалерии горность делать. — Как у Ромеев. — Во Владимире один есть. Голосистый. Аж завидки берут. — Получше сделаем. — Да на кое не дались. У нас верховых с полсотни, а карелы отродясь на лошадях не ездили. — Вернусь в замок и пришлю тебе барабаны. — Сначала результат покажи. Может, ты зря себе ладони отбивал. Отворилась дверь. Пятясь задом, валькирии затащили огромный бубен по типу шаманского. Нерль сразу перекинулся на них, призываясь плясать что-нибудь эдакое. Девушки надменно проигнорировали неуместные шутки и тут же четко отбили привычный ритм строевого шага. Двор переполнился новобранцами и опытными воинами. Весь гарнизон пожелал увидеть потешную стычку и оценить придуманную Норманом новинку. Подготовленный отряд, поставив щиты перед собой, построился в две шеренги. Со своей стороны Нерль собрал сотню добровольцев, желающих показать свою ловкость и удаль. Обе стороны разошлись на пятьдесят шагов, после чего воевода по разбойниче свистнул. Когда атакующие начали разбег, первая шеренга защитников опустилась на правое колено, а вторая прикрыла их и себя еще одним ярусом щитов. Выросшая двухметровая преграда только раззадорила набегающую толпу, желающую в момент смести жалкую кучку людей. Упор, — скомандовал Норман, — когда расстояние сократилось до десяти метров, первая шеренга чуть наклонила щиты на себя, прижав верхний край к плечу, вторая шеренга отставила ногу, а щиты создали что-то вроде ската. Оценив изменения, самые азартные попытались запрыгнуть на преграду. Тщетно перед строем выросла свалка тела. Это вкопанный столб может быть с наклоном, а человек или стоит прямо, или падает. Встали. Шаг назад, — последовала новая команда. Продолжающееся давление задних рядов создало перед щитами кучу Малу, а шаг назад освободил место для новых жертв. — Приготовились, — заметив ослабевающее давление, — скомандовал Норман. — Пошли! — Ты что делаешь? — подбежал с вопросом Нерль. — Сейчас от твоей сотни останется два десятка беглецов. — Ойли! — Встали! — Упор! — Навались! Толпа качнулась назад. — Навались! — Давим! — Давим! — Давим! — Слушай барабан! — Толчками! Толчками! Пошли! 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 В плотном столпотворении атакующие не могли сделать и шага. Натыкались на чужие ноги и падали. В то же время отряд почувствовал свое превосходство и почти бегом выдавил остатки сотни. — Считай! Норман указал на разбегающихся навиков. — Чего уж! — махнул рукой Нерль. — И так видно, десятка не наберется. Победители подняли щиты и что-то заорали на карельском языке, клич подхватили зрители, по двору крепости прокатилась многоголосая здравица в честь Нормана. — Княжи, расскажи, где такую хитрость вызнал? — попросил воевода. — Ромеи так воевали, еще до Рождества Христова. — Вот оно что! — Про их воинские секреты ходит много слухов, да греки держат в большой тайне. Нашел мне тайну. Сегодня так воюет и Генуи, и Венеция. — Тебе некуда спешить, научи меня. — Договорились. Сначала нарисую картинки, затем потренируемся на обученных навиках. — Зачем мне картинки? Ты так покажи. — Покажу, а картинки помогут лучше понять. Здесь надо правильно ставить ноги и согнуться, иначе кости поломают. — Скажи, вот продавил я вражей строй, а дальше что? — Сигналь конницы идти в атаку. — Да где же мне ее взять? — Посылай запасной полк. Здесь нет принципиальной разницы. Главное — ввести в образовавшийся разрыв крепкую ударную силу. Куда правильнее бить — вбок или зайти сзади? Зависит от конечной цели. Если хочешь победить, дружинники бегут на вражеского воеводу. Желаешь убить всех врагов — заходи с тыла. — Хорошо сказать. Ты побежал, а навстречу резервный полк и конец. Во-первых, бегут с троем и малыми силами. Враг вышел навстречу, а ты начинаешь отходить в сторону. — Зачем в сторону? Отступает всегда к своим, за подмогой. В данном случае надо уходить вбок, уводить врага с поля боя. Ну, Дриона, ну, правильно. Те же три десятка отступили, а за ними вдогонку сотня. Вот и перевес сил. Разговор перешел на методику сохранения строя во время бега. Затем заговорили про кавалерию и действия лучников. Так и простояли на крыльце, пока слуги не позволяли обедать. Нерль, позабыв обо всем на свете, любовался рисунками воинов со щитом. Пришлось чуть ли не пинками возвращать его в реальный мир. Через день сформировали учебную сотню, куда, кроме давешней тридцатки, добавили будущих десятников. На этот раз занятия пошли намного быстрее. Людей подстегивал недавний наглядный пример быстрой и бескровной победы. Строились и маршировали уже не в тупом повиновении, а понимая конечную цель. По вечерам Норман делился своими знаниями по организации построения войск, тактическим маневрам и правилам применения пехоты и кавалерии. Жадный интерес воеводы подтолкнул к мысли открыть курсы командного состава. Все равно придется всех учить, а в коллективе этот процесс пойдет намного быстрее и качественнее. Передача знаний в индивидуальном порядке имеет больше недостатков, чем достоинств. Один человек лишен возможности обсудить с товарищами полученную информацию. Как следствие, возникает меньше вопросов, а некоторые темы вообще ускользают от внимания. Днем воевода учил навиков или под надзором Нормана отрабатывал с ними различные приемы воинского перестроения, вечерами беседовали за жизнь, где в качестве учителя выступал Нерль. — Ты недавно говорил о нерадивых князьях, от которых люди разбегаются. — А я слышал обратное, что правителей призывают. — Правду слышал, призывают на княжий стол. — Только стольный град может и изгнать. — Что значит стольный город? — Много таких — Псков, Суздаль, Новгород, Рязань. Киев был до скудения. Всех они перечислили. — Ты не название перечисляй, а объясни смысл. — Нечего объяснять. Посмотри на Новгород — и сам поймешь. — И что я там увижу? — Боярскую думу. — Толком объяснить не можешь? Я же ничего не знаю. — Собрались удельные князья и выбрали Боярскую думу. Избрали посадского боярина, затем призвали на стол ловкого в военных делах князя. — Типа Александра Невского? — Верно. — Да не всегда проходит гладко. Призванный князь может думу побить и всю власть себе забрать. — Бывало такое? — Не раз. На моей памяти Полоцк трижды отбивался от попыток захвата. — Стольник князь штурмом шел на стены призвавшего его города. — Нет, горожан нельзя трогать, иначе ни жизнеспокойный ни податей. Обычно воюют у дельных князей. Убивают и убирают имение. — И с тобой так случилось, я правильно понял? Нерль горестно вздохнул и промолчал. — Оба они здесь не по своей воле, и неважно, кто из какого века родом, чужбина, она и есть чужбина. Норман не стал его тревожить, не кстати вспомнил Петербург с такой беззаботной и уже недостижимой жизнью. Мысли перекинулись на изуродованное боевой раскраской тело, на глаза невольно навернулись слезы. — Я их заставлю вернуть все в исходное положение. Злой крик вырвался непроизвольно. — Ты о чем, княже? — встрепенулся Нерль. — О несправедливости, что творят правители. Одни развлекаются, а другие через них плачут горькими слезами. — Эх, княже, так было, есть и будет. Не лезть к сильным правителям, растопчут, как муравья, и не заметят. Насильного всегда найдется более сильный. — Я тебе про Полоцк говорил. Там князь породнился с византийским императором и возомнил себя самым сильным. В два счета нос утерли. — Как это? — Да просто. Со всех сторон зажали и пограбили. Князя старевной вместе с богатыми дарами отвезли обратно в Царьград. — Ты уверен? — Спрашиваешь. Поговори с Шушуном. Он по юности частенько хаживал в Полоцк. Много интересного услышишь. — Обязательно спрошу. — Что-то не верится в Константинопольскую царицу. В те города Полоцкие загордились. Сам Басилевс присылал им митрополита. Норман усмехнулся, уловив аналогию с реалиями двадцать первого века, когда недальновидные политики ищут далекого покровителя. — Есть же хорошая поговорка. Зачем мне дальний друг и близкий враг? Лучше иметь близкого друга и далекого врага. Ночью Норману приснился сон, где он безрезультатно бился с рогатыми великанами. Прогнулся от пинкара Сержен и Флейн, которая потребовала спать спокойно, а не вертеться ужом на сковороде. Мысль о том, что в Норвегии жарят и едят змей, заставила забыть о приснившемся кошмаре. Увы, стоило заснуть, и великаны тут как тут. На этот раз Норман сообразил взлететь и, пикируя на врагов, ловко срубал им головы. С первыми лучами солнца сделал традиционную разминку, затем спарринги с валькириями и нилом, а после второго завтрака приказал заложить сани. Дурацкий сон заставил по-новому взглянуть на свое не менее дурацкое поведение и совсем уж идиотскую задумку вырядиться под норвежца и устроить тинг. Зачем ему это надо? Ползут шведы в Карелию, и что? Даже двоечник знает, что они захватят не только эти земли, но и перекроют Новгороду кислород. Персидский транзит скиснет после шалости Тимирлана, китайский шелк пойдет через Волжскую Булгарию и родит Казань. Москва приватизирует Соловецкий жемчуг, и с северо-запад России зарастет мхом. На санях от крепостных ворот до маленького причала у стены промчались в две минуты. Затем, объезжая прибрежные валуны, осторожно съехали на лед, на берегу озера лежали рядком доставшиеся в наследство дракары и карфи. — Дай мне один дракар! — заглядывая в глаза, попросила Флейн. — Хочешь домой вернуться? — Не, там скучно. Весной из Абу вывозят много серебра. Алланские острова очищаются от льда в марте, а район острова Котлин только в середине апреля. — Да знаю я! Серебро вывозят в конце апреля, затем наступает очередь меди. — Странно. — Не вижу причин в задержке на месяц. Ты просто там никогда не был. Рудники на болоте. Там с конца февраля непролазная грязь. Ни пройти, ни проехать. Мне не жалко. Можешь брать один или сколько тебе потребуется. — Больше трех не надо, — Флейн поцеловала Нормана в губы. — Тебе причитается половина. — Сначала вернись живой. — А, брось, там несложно. Цапнем пару карфи и сюда. — Серебро везут ротозеи? Ты это хочешь сказать? — Нет, конечно. По весне не хватает охраны. Мы переоденемся под датских наемников и уведем карфи. И часто так поступают. Нет, мало кто рискует зимовать в чужих краях. Плавание через озеро Имантра открывается только в конце мая. Нарветесь на городскую стражу и висеть вам на воротах? Ха! За мешочек серебра они сами подыщут тебе купца. Они не заинтересованы восстановлением порядка. Им-то какой с этого прок? Стражники отвечают за порядок в городе. А что за стенами, никого не касается. Что-то не верится. Король должен заботиться о безопасности торговых караванов. Ой, насмешил. Короли меняются чуть ли не каждый год, а визбю за просто так не потратит и медика. И много бродячих шаек между Абу и рудниками. Вообще нет. Река течет между болотами. Не уйти, не спрятаться. Разве от рудников до Абу протекает речка? Сама только что говорила о дороге. Сначала гать через болото, затем река, потом снова гать. Последний участок проходит по торфяной низине. — Как далеко от рудников до Абу? — Четыре-пять дней пути. Я сама те края исходила. Грабануть можно на любом участке, добежать некуда. — Если не убежать, то и не догнать. Были умники, да быстро закончились. Проползешь по трясине десять дней, а на выходе тебя прибьет или корел, или чухонец. Рассказ девушки пробудил у Нормана интерес. Светы всегда были врагами России, испокон веков лезли на наши земли. Чем больше сейчас перебить, тем меньше выйдет под Полтавой. Заодно и пограбить, тем более что вернуться домой надо при деньгах. В двадцать первом веке китайская бижутерия не прокатит. Глава третья. Валаам. Лошадка резво бежала по присыпанному снегом льду. Устроившись поудобнее, Норман с интересом осматривал берега. По словам Карелов, залив, на берегу которого стояла крепость, был удобным для строительства кораблей. Здесь не только подходящая для земледелия почва, но и прекрасный реликтовый лес. Далеко ехать не пришлось. Для закладки верфи подходила устья реки, которая протекала вдоль южной крепостной стены. — Здесь глубоко? — обратился Норман к возничему. — Для рыбалки плохое место. Камней нет, ям нет и берег приглубый. Рыба здесь не стоит ни зимой, ни летом. Водопады поблизости есть? — На этой реке нет, а рядом сразу пять. Плохие, выше двух метров. Лосось с форелью на нерест не идут. Вот и все. На этом разведка местности закончилась, но возвращаться не хотелось. — Давай прокатимся по заливу до выхода в озеро, — предложил Норман. — Далеко ехать. — Сколько? — Далеко ехать, — повторил возничий. — Туда, сюда, к ужину вернемся. — Поехали. Лошадь не гони, а то нечаянно в полынью угодим. — Не боись, князь, сейчас от крепости отойдем и на дорогу выйдем. — Что за дорога? — Почему в обход крепости? — На Валаам. А крепость обходит, чтоб шведы не видели, они же не христи. — Разве Карелы крещены? — Давно уже, считай, сразу после Новгорода. К тому же воскресный торг на южной стороне острова. Много людей собирается. И купцы приезжают. — Из Новгорода. Они на Валааме всю зиму живут, специальный дом себе построили. Остров далеко от этого берега. — Здесь с любой стороны одно и то же расстояние. Что от Сердоболя, что от Салми, что с нашего берега. — Вот как! После похода в Любик Норман не заглядывал в карту. Не было повода. Новость о близости монастыря оказалась для него сюрпризом. Вскоре с правого берега на лед вышла санная дорога. Лошадка почувствовала наезженный путь и побежала быстрее. Свернувшись калачиком, валькирии зарылись в сено и вскоре сонно засопели. Норман любовался природой, которая так и просила взять в руки краски и кисти. Воображение добавляло недостающие линии, и причудливые изломы скал преображались в великанов или гигантских животных. Стройные реликтовые сосны навеивали душевное тепло и умиротворение. Местами гранитный берег поднимался к горой с крутым обрывом и плавно спускался обычным заливным лугом. Неожиданно надо льдом как бы встал непонятный звук. Снежинки отозвались пением торжественной мелодии. Возничий широко и обстоятельно перекрестился. Колокола Валаама. Тональность звучания плавно изменилась, и вскоре стал различим перезвон. Тридцать километров нетронутой человеком природы сделали звук живым. Создавалось впечатление, что его можно пощупать руками. — Поворачивай назад, — приказал Норман. — Завтра с утра поедем к игумену. — Люди хвалят новые колокола, — отозвался Возничий. — Благодарят тебя за щедрый дар. — Меня-то за что благодарить? — Спасибо мастеру за труд и умение. — Умение не поможет, не будь на то твоей воле. — Да и скромничаешь зря. Царские врата сам делал, то доподлинно известно. — Понравилось. Сам видел. — А то! Считай, каждый приходил полюбоваться. Даже не верится, что человек может сделать такое. Норман ничего не ответил. Для любого дела требуется умение, которое приходит на определенном этапе развития цивилизации. Взять решетку летнего сада. У людей 21 века она не вызывает никаких эмоций. Многие найдут ее обычной, даже простоватой. А два с половиной века назад это был общепризнанный эталон изящества и кузнечного мастерства. К примеру, резьба по дереву, не умеючи и ложку не сделать, а Норман легко в пять минут вырежет для кресла гнутые ножки с львиными лапами. На самом деле нет никакой сложности, если знать и уметь. Аналогично с кузнечным делом. Скажи он сейчас возничему о затраченном на ворота времени, не поверит, примет за бахвальство. Сани легко скользили, копыта лошади поднимали легкую снежную пыль, уютная шуба и девственная природа настраивали на лирические мысли. Оп-паньки! А про колокола он говорил в игу. И Кузнецов с летейщиками донимал расспросами. Самовольно отлитые колокола ударили по самолюбию, шокировали неожиданностью изготовления. Норман был уверен в исключительности своих знаний, вот и поплатился. Хотя не факт, что его литье оказалось бы лучше. Кстати, он же обещал шушуну серегу в ухо, и не просто серегу, а со стеклянной вставкой. Бобрав сделать не проблема, стекло вообще легкий для изготовления миниатюрных фигурок материал. Придется поговорить с Нервлем по поводу мужских весюлек в ухо. Если подобные украшения считаются в порядке вещей, то надо сделать для всех. С быстрым отъездом из крепости ничего не получилось. Сборы растянулись почти на неделю. Норман никак не мог привыкнуть к огромному количеству одежды, которую требовалось менять по несколько раз на день. Да еще слуги, они тоже со своим багажом. Так что из крепости выехал настоящий обоз из дюжины саней с полусотни охраны. Путаясь в лисью шубу и поддеваясь некунтами на волчьем меху, Норман влез в поданную кибитку. Лепота! Натянутая на каркас кожа белухи, изнутри оказалась утеплена мехом, а слюдяные окошки давали хороший обзор. Да еще печка, одновременно и сиденье, тепло и уютно. Форейтеры на задке по совместительству работали истопниками. Чья задумка? Обнимая на прощание Нерли, спросил Норман. Не как итальянцы придумали. Куда им до нас? Расправляя усы, усмехнулся воевода. Такие кибитки стоят в каждом зажиточном дворе. А это откуда? Специальные из замка пригнали. Извини, княжа, не додумался, взял из свейских трофеев. Сам на простых санях разъезжать будешь? Что ты, их в каретной много. Тебя лучшую подобрали. Не как свеи по зиме разбоем занимались? Это племя людей грабит что зимой, что лен. Одно слово, нехристи. Так и мурманы не отстают. Нашел с кем сравнивать. Мурман раз в год пришел, схватил и бегом назад. Они стараются здесь не пакостить. Вполне логично, иначе дорогу перекроют. Да и наши далеко не ангелы. У нас закон чтут, первого встречного не трогают. Вот если вражда между князьями, тогда в набег ходят. А по своей инициативе? Приспичило, денег нет и продать нечего. За воровские дела вмиг голову снесут. Шилы в мешке не утаишь. Имена разбойников быстро прознают. И все ж не отставал Норман. Тайно напали, да на стороне продали. Человек был без гроша, а тут Алтын в кармане. И вся твоя тайна на виду. Но можно отговориться, рассказать о дальнем походе. В дальний набег ходят большими силами. Долго готовятся. По возвращении хвастают заслугами. Сам ходил. Не раз. Черемисов били. Татар с реки Казанки грабили. В Литву заходили. Хорошую добычу брали. А то! У татар много хорошего железа. Повезет, так изумруды найдешь. Меха из Сибири отменного качества. В Литве что брали? Лен до пенька. Больше ничего нет у литовских князей. Серебро да золото только в богатых городах. Мы за полоном ходили. Почему князья в Литве обетнели? Как построили крепость Рига, так и заглох торговый путь. Раньше куда ходили? Ты не знаешь? Нерль удивленно покачал головой. Через Полоцк на Могилев. А там по Днепру в Царьград. Неужели Ганза не может разрешить столь простую проблему? Жадность губит любое дело. Они половчанам дорогу в море закрыли, а те немцев в Днепр не пускают. Торговлю можно организовать в самой Риге или Полоцке. Не могут они подружиться. Рига душит несуразными ценами, а Полоцк в ответ дань неподъемную требует. А другой путь не искали? Чего искать? Через Псков, на Смоленск, вот и Днепр. Понял. Свея и Нарву захватили, и конец. Но почему никто не хочет думать на перспективу? На Руси крепость по сей день Ругадивом называют. Глупая ситуация. Погоня за сиюминутной выгодой. Саму торговлю на корню губит. Урвать здесь и сейчас, а там и трава не расти. Уже сгубило. В Персии товары многократно дешевле. Торговый путь перешел на Этиль. Дешевле? Почему? Китайцам с индусами до Каспии намного ближе. В Бандарье. Анзалии сам разузнаешь и нам расскажешь. Туда еще добраться надо и живым вернуться. Тоже верно. От Ярославля до Казани басурманские ушкуйники свирепствуют. Малым караваном проходы... Одно понять не могу. От Твери до Нижнего Новгорода крепости чистоколом стоят, а разбойники в наглую купцов грабят. Э-э-э, княжи, и крепости с купцов мы-то берут. Иван Калита свое слово не держит. Хитрые московиты охрану предлагают. Ну, не бесплатно, конечно. Не возьмешь — сами ночью нападут и ограбят. Вот террас. Если идти прямиком с Онеги на Каспий, до татарской зоны влияния, встретишь восемь крепостей. Это те, что пережили воины и нашествия. Сейчас их может оказаться вдвое больше. Дорожные рэки, да и только. Справа русские, слева вятичи, марийцы и прочие племена. Или плати, или пробивайся с боем. Понятное дело, купцы платят, а потом с десятикратной наценкой продают товары тем же князьям. В жизни все взаимосвязано. На прощание обнялись. Нерль расслабил своего князя, по русскому обычаю перекрестил и пожелал удачи. Всю дорогу до Валаама Норман размышлял об абсурдности и недальновидности поступков современных правителей. Тевтонцы с подачи ганзы построили Ригу и блокировали половецким торговцам выход в море. Купцы попытались организовать новый путь по Неману, но орден тут же построил крепость Мемельбург. Примечание. Клайпина. Конец примечания. Ку-ку. Цены на товары утроились. Прямой путь в Царьград накрылся. Аналогично с дорогой из Варяг в Греки. Из Швеции в Псков везли серебро и золото. Псковичи доставляли рамейские товары через Смоленск, затем Волок в реку Великой и дома. До поры до времени всем было хорошо, пока жадность не толкнула Готландский союз на захват крепости Ругадев. И снова ку-ку. Торговля стремительно увяла. Сидящая в санях охрана затянула задорную песню про молодца удальца и красную девицу. Так с песнями, частушками и молодецким посвистом выехали к южному берегу острова. Все, в монастырь надо идти пешком. Здесь недалеко, километра четыре, так что Норман одолел это расстояние минут за сорок. Ворота по-прежнему открыты настиж. Монах-привратник низко поклонился и повел гостя без лишних вопросов. — Здравствуй, бродяга! Игумен благословил упавшего на колени Нормана. — Заждался тебя. Сначала Свеев сгонял со своей земли, затем войско набирал, да учил, так и пролетели недели. — Со своей земли, говоришь? Без улыбки заметил Игумен. — Теперь она по праву твоя. На меч взял. — Я не упрекаю, а хвалю. Богоугодное дело язычников огнать от монастыря. Еще лучше убедить верой. — Храмы через год заложу. Срубам надо дать время устояться. — Люба твоё рвение! Я купцам велю церкви тебе завести, а ты им бревнами вернешь. — Как же, — растерялся Норман. — Мне дюжины не хватит. — Куда столько? — Пять крепостей да шесть сел в удобных местах. Летом еще одну крепость заложу. — Что значит «в удобных местах»? — Карелы рыбным промыслом живут. А я железо и слюду нашел. Слышал, а медь откуда? — Не знаю, руду приносят, а сами залежи еще искать и искать. — Ты серьезно? Неужели заводы заложишь? — Уже заложил. — Решил меня повеселить? Десяток кузнец с домницами называешь заводами? — Съезди к татарам, да посмотри камские и пермские заводы. — Дай еще время. Москва не сразу строилась. — Ишь, как заговорил. Смотри, пупок не надорвит. — Поэтому и не спешу. — Пеленого леса пришлешь, а затем в монастырю сырой лес или нужда заставила? — Не жалко. — Да вокруг сосен, на века хватит. — Я тебе монаха пришлю, лес подберет, да Карелов уговорит привезти. — Потерпи до ледохода, если дело неспешное, а там карфи загрузим и сюда доставим. — Мне столько не надо. — К осени новые кельи построим, нужны кровати, столы да табуреты. — Сделаем проще. — Я по весне столяра пришлю. Он размеры снимет, к сроку готовую мебель привезет. — Щедр ты! Иного князя просишь, не допросишься, а ты сам норовишь одарить. — Не последний отдаю. И сюда красивую мебель сделаю. — Нет. — Мой монастырь строгого послушания. Телесных утех здесь быть не должно. Норман послушно склонил голову. Он где-то слышал о суровых правилах монастыря. — Ах, да! Экскурсоводы жаловались. Монастырь перекрыл кислород всем турагентством. На остров пускают только паломников. Вместо короткого визита с ожидаемой благодарностью за колокола, царские врата и типографское оборудование, Норман получил настоящую пытку. Его посадили на хлеб и воду. В буквальном смысле этих слов. Вместе со всеми он шел на утреннюю службу, затем под присмотром монаха стоял на амвоне и вслух читал Евангелие. После дневной и вечерней службы получал молитвы слов, а надсмотрщик открывал книгу по предварительно вложенным закладкам. Оставалось только благодарить Хинриха Папа и Максима, благодаря которому он освоил современный русский язык. Все равно читать было трудно, особенно молитвы. В некоторых местах слова написаны слитно, затем появляются надстрочные гласные и вдруг удваиваются. Хорошо, что читал одни и те же молитвы и достаточно быстро понял смысл самого текста. На пятый или шестой день неожиданно пришло осознание, заложенного в древности ритма. Как-то само собой в некоторых местах он начал чистить или, наоборот, читать нараспев. На одиннадцатый день Нормана лишили хлеба, а двенадцатый день оказался завершающим. Сначала покаяние, затем исповедь и отпущение грехов. Настоятель прочитал молитву и пригласил к себе на обед. — Ты порадовал меня стойкостью духа и тела. Первый раз вижу воина, который ни на день не прекратил своих упражнений. — Привычка. — Хорошая привычка. Тяжело пришлось. — Это в первую очередь надо мне, — честно ответил Норман. — Что верно, то верно. У него в этом мире поддержка может быть только через церковь. Здесь вопрос не религии, а великодержавного воспитания, которое священники получали в Византийской империи. Если римский папа всеми силами старался подчинить себе всех европейских королей, то Басилевс заботился о процветании своей империи. Соответственно, и русская православная церковь строила вдоль границ неприступные замки под названием монастыри. Они, по сути, являлись мощными заслонами, заставляя врага или идти на штурм, или поворачивать обратно. Для примера, новгородский митрополит тратил церковную казну на возведение городских стен и башен, и Москва на дальних поступах окружалась крепкими каменными замками, прежде чем враги могли подойти к городу, им приходилось штурмовать оборонительную цепь из Страстного, Никитского, Рождественского, Сретенского и Ивановского монастырей. Люба слышит здравые слова. Чем тебе помочь? Среди моих учителей есть опытные врачеватели. Они могут взять монахов в обучение. — То не ко мне. Езжай в Новгород. Заодно познакомишься с архиепископом. Уже встречался, летом приносил дары. Приставился он, настоятель перекрестился, сейчас в сан возведен Василий. После ледохода отвезу дары, там и немцев подожду. В Китай отправляешь своего доминиканца? Сам захотел, почему не помочь человеку? — Зачем затеял поход в Персию? У тебя и здесь забот полон рот. — Да какие здесь могут быть заботы? Итальянцы строят крепости, да учат навиков. — Генуэзская пехота нынче лучшая в Европе, в этом ты прав. — А что за обучение в новой крепости придумал? — В Марь-горе? Да обычный греческий строй. Чтоб не бегали толпой, размахивая топорами. — Кого воевать надумал? — Свеев, конечно. Только они сюда лезут. — Малые шайки разогнать нетрудно. Да выборк рядом. Уткнешься в стены и нос разобьешь. — Я же не лбом начну бить, — усмехнулся Норман. — Сначала подумаем, затем пойдем. — А дальше что? — Не знаю, неплохо бы до земель пори добраться. — Эк, замахнулся! На тебя весь Готландский союз навалится, не устоишь. Набежать и пограбить — это одно, а взять навсегда совсем другое. Посмотрим, время покажет. Ради такого дела можно и с Ганзой союз заключить. — А с новгородцами не хочешь сговориться? — Не вижу смысла. А они дальше городских стен ничего не видят. — Ишь, какой стратег нашелся! — засмеялся настоятель. — Почему так решил? — Тут и решать нечего. Устья Невы оберегать не хотят. Торжок и Вышний Волочок, считай, без дружины. А Смоленск? — Что Смоленск? — не понял Норман. — Путь в Царьград идет через Смоленск. — Разве? — Я и не знаю. Я знал, что из Новгорода можно рекой туда пройти. Половайте через Великие Луки. Кстати, там новгородцы хорошую крепость построили. Дело в том, что цены в Ромейской империи поднялись, а Новгород продолжает торговать через Смоленск и Киев. Настоятель озадаченно посмотрел на Нормана. Видимо, нечасто правители ведут разговоры о торговле. В дверь осторожно поскреблись. В комнату вошел дородный монах. Кофе! Кофе! Этот запах нельзя спутать. Фруктами! То почему не привезти и кофе? — Можно и мне чашечку кофе? — попросил Норман. — Он горький, — предупредил игумен. — Знаю. Пил и не раз. — Ты же молод! Зачем тебе отвар для улучшения кровообращения? — Для профилактики. — Принеси вторую чашку для нашего гостя. Монах поклонился, и через минуту Норман сделал глоток ароматного и безвкусного напитка. — Да кто ж кофе так готовит? Возмущенное восклицание вырвалось непроизвольно. — Что не так? — Да все! Его неверно варили, почти с детской обидой, сказал Норман. — Ты знаешь, как надо правильно приготовить это снадобье? — Позвольте мне самому это сделать. — Филофей, проводи гостя, да проследи, чтобы повар рядом стоял и учился. Нехитрая наука сварить кофе началась с лекции о правильном помоле. Монахи зерна толкли в ступе, затем делали отвар, процеживали и переливали в кофейник. Закон приготовления кофе, как и кузнечное дело, на первое место ставит сохранение целостности структуры. Напиток делают непосредственно в кофейнике и разливают прямо в чашки. При правильном помоле ни одна крупинка не попадет в рот. — А ты прав, — сделав маленький глоток, вынес вердикт настоятель. — Вкус совершенно другой, более приятный. Кофейные жижицы можно вывести прыщи с лица. — Смотрю на тебя и удивляюсь. И воинское дело знаешь, и кузнец, и иконы пишешь. Не поделишься талантом. — Учеников дадите? — Дам, иконописи учи. Храмы строим, а стены пустые. — Только не каждый монах в ученике сгодится. — Без таланных обратно пришли, не жалей. Не каждому человеку доно сие умения. — Не дадите ли листок бумаги? — Бери. Настоятель указал настоящую у окна конторку. Норман обмакнул перо, критически глянул настоящего у двери монаха и начал рисовать. Дородные фигуры и болезненное лицо делали Филофея легко узнаваемым. Однако в фигуру надо вложить совершенно иное. Любой глянувший на рисунок в первую очередь должен увидеть монашеское смирение. Непокорность, неуслужливость, а именно смирение в вере. Общий контур сложился сразу, а дальше застопорилось. Явно чего-то не хватало. Опасаясь сделать лишние линии, Норман нарисовал дверь, стену, и тут как бы прорвало. Простота убранства, скромность обстановки, стиранная-перестиранная ряса с аккуратной штопкой — все эти мелкие детали помогли увидеть и написать нужный образ. Посмотрите, отче. Норман положил на стол законченный рисунок. Настоятель примерно с минуту не отводил глаз от сероватого листочка бумаги. Затем начал сравнивать с оригиналом. Даже подошел к монаху, потрогал его лицо, провел старческой рукой с вздувшимися венами по стене, погладил дверь и снова сел. — Невероятно! Вроде бы не похож. И в то же время ты изобразил его абсолютно правильно. Это называется живопись. Показывают не внешние сходства, а суть человека. — Зачем ты это сделал? — Показать разницу между иконой и простым портретом человека. — Зачем ты это сделал? — повторил настоятель. — Чтоб наши потомки смогли увидеть своих пращуров, ощутить наш духовный мир, понять жизнь ушедших веков. — Ты хочешь рисовать людей? — Для этого необходимо много времени. Я научу монахов, а сам сделаю ваш портрет. — Меня? — пораженно воспикал настоятель. — Я в монашестве. У меня нет и не может быть потомков. — Ошибаетесь. Эти стены будут стоять и через сто, и через пятьсот лет. И те, кто придет сюда, должны увидеть лица основателей. — Хочешь разбудить во мне гордыню? — Не то, говорите. Гордыня, когда не служит, а выслуживается. — Ты со мной споришь, это хорошо. Подвох, когда убеждают и склоняют на свою сторону. — Я научу монахов писать иконы, рисовать пейзажи и людей. Игумен подошел к окну и застыл в глубоком размышлении. Вологодское областное училище культуры, конечно же, не давало глубоких теоретических знаний. Здесь прививали практические навыки с упором на народные промыслы, но историю живописи студентам читали. Что такое эпоха Возрождения? На самом деле, это последствия гибели Византии и бегства греков в Италию. В Европе не было никакого духовного возрождения, всего лишь знакомства с научными и культурными достижениями Ромейской империи. Норман это прекрасно знал, как и то, что русские священники обучались в греческих академиях, поэтому спокойно нарисовал монаха, не опасаясь загреметь в пыточную. Игумен уже видел картины, любовался статуями греческих богов и, с точки зрения гуманитарного образования, знал намного больше Нормана. — По силам ли тебе задуманное дело? — возвращаясь к столу, спросил Игумен и смахнул со щек слезинки. И продолжил, заметив на лице своего гостя смущенное удивление, — через тебя Родину вспомнил. Я сюда с Афона приехал. — Монастырь основали мои соотечественники. — Вы грек? — Что тебя удивляет? — Сергий и Герман пришли сюда во времена крещения Руси. Раньше на острове было капище Велеса. — Вы поможете мне? — Я хочу построить академию. — Ты хочешь осилить неподъемную тяжесть. — Построишь монастырь, уговоришь приехать сюда десяток наставников, а дальше что? — Они начнут учить. — Академия сразу станет духовным центром, а резиденция митрополита в Москве. — Ну и что? — Московский князь возьмет ярлык на два тумена и сожжет академию вместе с Новгородом. — Неужели посмеет поднять руку на Византию? — Ты просто не представляешь, сколько ежегодно посылают в Константинополь всяческих кляус. — Но здесь будут соотечественники Басилевса. — По-твоему, я один грек на всю Русь? — Только в этом монастыре половина братьев приехала из Византии. — Стоп! А ведь Норман где-то читал, что большинство священников в России были выходцами из Греции. — Что ж делать? — Для начала выучи греческий язык. — У меня голова скоро лопнет от этой учебы. — Ты каждый день развиваешь свое тело воинскими упражнениями. Для полной гармонии добавь занятия для головы. — Вот еще. От вашей учебы по ночам кошмары снятся. — Это легко лечится, — улыбнулся игумен. — Требуется всего лишь освоить латынь. — И что случится? — Чернокнижники пишут только на латыни. — В том числе и всевозможные толкования сновидений. — Да ну вас, я серьезно. — И я серьезно. — Ганза ведет дело производства готическим шрифтом. — Все остальные страны пишут на латыни. — В словах игумена есть здравый смысл. — Глупо все продавать только в Любике. — Флот у него есть, в том числе и мелкий. — Склады в ганзейской столице тоже есть. — Корабельщиков в достатке. — Следующий шаг торговой экспансии напрашивается сам собой. — Норман не задумывался над развитием своих торговых операций. — По весне отправится в Персию, накупит шелков, бархата, батисты и парчи. — А дальше что? — Привезет все это в Новгород или Любек и продаст перекупщикам? — Где сегодня основные рынки сбыта? — Промышленного развития в понимании человека двадцать первого века сейчас нигде нет. Отсюда следует вывод — покупают там, где много золота и серебра. Коль скоро в планах вернуться назад, драгметаллы ему необходимы. Если уж вляпался в приключения, то из него необходимо извлечь максимальную выгоду. — Вроде бы французы выковыривают золото с серебром в горах на Пиренеях и в Альпах, итальянцы, или как их там сегодня, генуэзцы с венессанцами контролируют прииски на Апенинах, в Бальцану и Тренто, австрийские Габсбурги пополняют казну в Тирольских горах, поляки — в Силезии, голландцы — в Лотарингии и Орденах, есть еще Шотландия с Громпианскими горами, Уэльс с Кембрийскими горами и Англия со своими пенинами. — Вот что, — предвал молчание игумен, — я дам тебе духовника, который займется твоим обучением. — Мне весной надо в Персию, — попытался увильнуть Норман. — Очень хорошо, в дороге будете коротать время учебой, к тому же тебе потребуется переводчик. — Он что, и персидский знает? — Да не пугайся ты, в Бандарьян-Зали живет много грехов, они тебе помогут в торговых делах. — У перекупщиков товар дороже. Об этом и речь. Купишь напрямую у индусов или китайцев, только шерсть не привози. Знаю, крысы, блохи и здравствуй, чума. Молодец. Так что сорок дней в одну сторону, там пару недель. И в июле вернешься грамотным. — Да ну вас, еще и латынь мне на голову навесили. Греческий быстро освоишь, у нас одна грамматика, тебе только слова запомнить. А латынь практически не имеет никаких правил. Не хочу по-детски уперся Норман. Кстати, архиепископ Василий родом из Греции. Ему будет приятно услышать от тебя родную речь. — Разве дозволено служителю веры искушать невинные души? Дать бы тебе в лоб посохом, может, поумнел бы. Простите, отче, я выучу греческий и латынь. Давай договоримся. Учение из-под палки прока не даст. Духовный наставник должен увидеть твое рвение. — Хорошо, только объясните мне, Олуху, почему я должен его знать. Только не приплетайте персидские мотивы. Кто только что просил меня о помощи в создании Академии? — Я и повторяю свою просьбу. Без помощи церкви ничего не получится. — Отлично. Ты приехал в Константинополь и предстал перед патриархом. Что дальше? Кто будет блистать красноречием? — Оно надо, это красноречие с логикой и риторикой. Предпочтешь сидеть в сторонке, а с кафедры за тебя будет говорить инокс Валаана. Что в этом плохого? — Абсолютно все. Я не могу понять вашу логику. В первую очередь ты не понимаешь жизни. Инок перед верховной церковной властью будет спотыкаться языком о собственные зубы. — Возможно, но я могу найти красноречивого посредника. Без проблем, в академии можно нанять любого специалиста. Более того, ради шанса выступить перед патриархом тебе даже заплатят. — Ну вот видите, зачем мне учить греческий язык? После красноречивого обращения начнется рутинная полемика, и поверь мне, никому, кроме тебя, новая академия не нужна. — А если дать денег? — Кому? — Только не смеши меня. У тебя нет и никогда не будет таких денег, даже если сможешь захватить пори. — И как же убедить патриарха? — В первую очередь все должны почувствовать твою личную заинтересованность, убедиться в крепости веры. Последние слова Игумена серьезно озадачили Нормана. Он собирался финансировать создание академии ради личной выгоды, ему необходима поддержка церкви. Вопрос веры не может стоять в принципе, нет у него этой самой веры, и никогда не было. Норман не желал оставаться в этом мире и при первой же возможности собирался вернуться домой. И неважно, с деньгами или без, главное — оказаться в привычной среде. В этом он делал ставку на хранителей портала. Все остальные действия, по сути, подготовка, аварийного выхода или, если угодно, запасного парашюта. У сторожилов портала явно что-то случилось, и они ждут помощи со стороны, в лучшем случае спасательной экспедиции с отдаленной точки Земли, в худшем — стабилизации портала из далекого будущего. Но надо же было так вляпаться, буквально на ровном месте. В сердцах Норман стукнул кулаком по колену. Не переживай. Игумен по-своему воспринял эмоциональный порыв. Поговори с архиепископом Василием, он обязательно поможет. В чем его интерес? На мой взгляд, академия принесет только хлопоты. Не скажи. Во-первых, его сразу повысят в Сане, до митрополита. А во-вторых, со временем значение московской кафедры сойдет на нет. Это еще почему? Священники всей Руси окажутся выпускниками новгородской академии. Кроме того, Новгород станет центром духовной жизни. Честно говоря, подобные пасьянсы Норману были по барабану. Кто всех лучше и богаче, где столица, чей зад на троне, самому бы выжить и при нужде удобно устроиться. У меня есть еще один вопрос. Могу ли я печатать светские книги, например, Плутарха или других античных авторов? Похвальное желание. У тебя только один запрет — иконы и церковные книги. Я хотел сам расписать строящийся храм. По этому поводу будет отдельный разговор. Кстати, где ты возьмешь бумагу? По уму надо делать самому. Кислоты достаточно. Беда в том, что я не знаю самой технологии бумагоделания. Пошли дары в Свирский монастырь Вознесения. Поклонись игумену Петру и попроси прислать монаха, что бумагу делает. Спасибо за добрый совет. — Прислали мне штуку твоего полотна. Надива гладкая ткань, к телу ласковая. Изготовление в Китае высмотрел? Ничего я не высматривал. Меня научили, и я могу научить. Невелика хитрость. Подобных тонкостей не знаю, но дам наказ. Никого не пускай на ткацкий двор. Держи в тайне новое дело. А толку-то? Весной вывезу полотно на продажу, а через неделю наедут ловкачи из Новгорода. На этом мои секреты закончатся. Огради забором. Охрану поставь из своей дружины. Не вижу смысла. Сговорятся с каким-нибудь ткачом и дадут серебра. Через месяц весь Новгород будет знать трощение и двойную скрутку нити. Ты собери ткачей. Объясни их выгоду. Ткань дорога, подтайно хранится. Серебро получит один, а заработок потеряют все. Попробую. Спасибо за совет. Придется все земли забором обносить. Лесопилки с плавильнями прятать. Сделай, как в Византии. И сдай указ, оговори места, где пришлым дозволено ходить. Это будет чересчур. Купцы обидятся. Наоборот. Начнут уважать за порядок. Не уверен. Надо подумать. Вон рядом с Константинополем. Веками варят красное, синее и зеленое стекло. А где это делают, никто понятия не имеет. На острове Мармара в мраморном море блеснул познаниями Норман и примолк. Ну, кто тянул за язык? Не рассказывать же игумену про поездку в Самбул и случайную экскурсию на остров. Турки не любят вспоминать о том, на чьей земле они живут. Античная экспозиция музея была обезличенной, только экспонаты и даты. Откуда знаешь? Насторожился хозяин монастыря. Наставник говорил. Высмеивал рыцарей за то, что поленились перейти в Босфор. Они перешли на Азиатский берег. Там их всех или уничтожили, или продали египтянам, последовал суровый ответ. Норман собрался было поддакнуть, но смог только кивнуть головой. А что скажешь, если ничего не знаешь? Ну, были рыцари-завоеватели чего-то там, где-то там. Кино видел, сюжет бестолковый, ничего не понятно, зато всяких страшилок и прыгалок от начала до конца. — Странные у тебя учителя, — продолжил игумен. — Образованные люди, а вера за ними не чувствуется. — Максим вроде бы мусульманин. — Правильно сказал, вроде бы, а намаз не совершает, обычаи не соблюдает, Коран толком не знает. — Я поговорю с ним. — Не лезь в свое дело. Ты воин, а не пастырь. Без тебя знающих людей хватает. — Как скажете, отче? — Иди в Новгород и проси встречи с архиепископом Василием. Вот тебе мое напутствие. Ступай. Странный получился разговор. Не тебе спасибо за колокола, которые по современным меркам стоят огромные деньги. Прокованные ворота, не полслова, как будто так и должно быть. Или Норман не понимает взаимоотношений людей с церковью. Дары не конкретному человеку, а монастырю. Игумену не за что благодарить. Это не коробка конфет на стол под чашечку кофе. Еще один сюрприз. Валаам основали греки. Это до какой степени надо быть упертым в вере, чтобы уйти из побережья Эгейского моря? И не просто уйти, а забраться в неимоверную глухомань на севере Ладожского озера. Нет, непонятно. А экзекуция с чтением Евангелия и молитва слова и кормежка из хлеба с водой? Может, это и есть благодарность? Ничего не понятно. И как ни странно, Норман ощущал в душе благодарность Игумену. Глава четвертая. Планы на лето. Вереница саней уже стояла на тофсь, а подбежавшие Флейн и Бриггин первым делом показали простенькие костяные крестики на тоненьких кожаных шнурочках. А мы крестились. Вот, — хором сообщили девушки. Голыми в прорубь прыгали, — пошутил Норман. Нет, нас водили вокруг алтаря, красиво пели, а потом обрызгали святой водой, — восторженно пояснила Бриггин. И книжки подарили, — похвасталась Флейн. Скользнув по книгам равнодушным взглядом, Норман хотел было идти и замер. Тесненная надпись не по-русски. Покажи-ка. Разве ты ее не выучил наизусть? — спросила Флейн и протянула подарки. Норман открыл книгу, где датскими рунами была написана молитва слов. — Вам дали здесь, в монастыре? — Сразу же после крещения. Сначала крестики, а потом книги. — А игумен-то совсем непрост. Для экспансии православной церкви дальше на север у него уже все подготовлено. Церковные книги отпечатаны типографским способом, что говорит о тесном контакте выга с монастырем. Не мог рунический свинцовый шрифт сам по себе появиться в монастырских стенах. Норман окинул взглядом санный поезд, приметил два десятка монахов в простеньких одеждах и скомандовал «поехали, господа». Лошади осторожно сошли на лед и по утоптанной колее затрусили в салме. Тридцать километров махнули за три часа, и вот и подъем на скалу, где ожидал почетный караул во главе с бароном Николаусом фон Кюстровым. Чуть в стороне его жена в окружении служанок, а за ними толпа селян. Круто! Все честь по чести, в лучших прусских традициях. Хотя нет, пруссы пока еще славяне, а тефтонские традиции станут общенемецкими не раньше, чем «Тойч» трансформируются в «Дойч». По сути, Германия рождена симбиозом Ганзы и Тевтонского ордена, повторив историю создания Римской империи. «Выходи, княжи!» Кто-то из воинов услужливо открыл дверцу кибитки. «Здравствуйте, молодцы!» Норман громко поприветствовал выстроившихся воинов. В ответ раздался неразборчивый вопль, одни подняли над головой оружие, другие принялись колотить палашами по щитам. «Осталось добавить золотые погоны и красную ковровую дорожку, и я себе присвою звание генералиссимуса», — с ехидцей к самому себе подумал Норман. Николаус фон Кюстров пристроился на шаг сзади, а селяне упали на колени. «Чего это они?» «Приветствуют вас», — торжественно заявила баронесса фон Кюстров. «О, и ты пришел». Норман подошел к старости из карельской деревушки. «Негоже сторониться своего правителя», — не вставая с колен, — ответил Хайко, затем низко опустил голову и попросил, — «правитель, позволь поцеловать полу твоей шубы». «Нифига себе правило послушания!» «Я знаю тебя как старосту, который искренне заботится о жителях своей деревни. Зачем тебе целовать мою шубу?» «От тебя исходит святость Валаама». На мгновение Норман оцепенел, затем поставил Хайко на обнял и трижды расцеловал. Запомни, староста, святость в вере, а не в человеке. Стол в доме барона Конрада фон Аттендор наломился от рыбного изобилия, что наводило на мысли о скудости питания. Ни куска хлеба, ни капусты или грибов, нет даже дичи. Бесполезно расспрашивать хозяев о причинах. Немаленькие живут с аборигенами в дружбе и согласии. Рядом во льдах зимуют корабли с пшеницей. Хозяин строящегося замка всего лишь скрупулезно ведет учет своих доходов и расходов. Норман покосился на юную баронессу, которая явно была на сносях. Вспомнил жон Франца фон Марева и Дитриха фон Греннинга, которые сейчас находились в более сложном положении. «Людям надо помочь, иначе к лету можно лишиться столь необходимых для будущих дел помощников». К отъезду собирались в сумеречном свете зимнего утра. Норман подозвал к себе Бригген. «Найди хозяйку. Спроси, сколько надо уплатить за постой, включая расходы на воинов и обоз. Разве с гостей берут деньги? Ты сама видела скудный стол. Они явно с трудом сводят концы с концами. И это ты называешь скудной едой? Тебе неведом голод. Ты не радовался пойманному баклану? Погоди, давай не будем вспоминать о плохом. Просто спроси и заплати. Закон требует разделить с гостем последний кусок. За подобный вопрос меня могут побить. Не спорь, Бригген. В крайнем случае сошлись на меня». Норман ни капельки не удивился, когда девушка вернулась за деньгами. Он, конечно же, не был знатоком человеческих душ, просто помнил о своем пребывании в Рюбике. Невозможно забыть крайне скудное питание и вынужденную ловлю диких уток и гусей. Они тогда неплохо подкормились, а потом получили повестку в суд с требованием уплатить весьма солидный штраф. Выкрутились, благодаря сообразительности Шушуна, который быстренько оформил участок реки в собственность господина Норман фон Русс, затем привел десяток аборигенов, которые поклялись, что птицу ловили только в указанном месте. Посмотрев, как баронесса тщательно пересчитывает медики, Норман отсыпал серебра в три кошелька, а при прощании торжественно объявил. — Господин Николаус фон Кюстров, примите эту награду за заслуги при отражении вражеской атаки. И протянул кошелек, глаза барона блеснули неподдельной радостью, а Норман продолжил. — Прошу передать мою благодарность баронам фон Марев и фон Греннинг, которые помогали вам в столь трудную минуту. — Клянусь, не пострамить вашего имени, — с волнением ответил Николаус, принимая еще два увесистых кошелька. Возвращение в замок нисколько не напоминало тот стремительный бросок, который закончился полным изгнанием шведских ярлов. Неспешное движение саней по лесной дороге прерывалось на околице каждой встречной деревушки. Карелы буквально завалили сани всевозможными подарками — от вяленой рыбы до резных шкатулок и медвежьих шуб. Вернувшись в свои хоромы, Норман прям-таки физически ощутил долгожданное спокойствие и уют. А нет, не тут-то было. Первым примчался вык и начал донимать своими отчетами и расчетами. Пришлось стоически терпеть и вникать в арифметику с вазами глины, тюками пакли и сосновыми бревнами. Все это превращалось в кирпичи, доски, горшки, полотно и прочие дельные вещи. Отдельный расклад по железу, кузницам, топорам, оружию, косам, скобам и тогда полного одурения. Зато цифры по выработке меди моментально подняли настроение. — Неужели ты смог начеканить столько много монет? — Медь очень хороша, — гордо ответил вык. — Да и серебро закончилось. — Как закончилось? — Мы остались без денег? — Нет-нет, в серебряных монетах недостатка нет. Прутков не осталось. К осени сундуки с серебром опустеют. — Вот что, на монеты особо не налегай. Я приготовлю особый молот и начнем штамповать медную посуду. — Как это штамповать? Не понял вык. — Увидишь. Бац, с молотом. И готова чаша или блюдо, да не простая, а узорная. Добавим олова, и сплав пожелтеет. — Верно. Хозяйки начистят и будут хвастать перед гостями, как с золотом. Дельная мысль. Мы с тобой на раз освоим выпуск цыганского золота. Княже, калитакты и всякие колечки, и безделица надо делать. За них больше денег возьмем. На завтра зови кузнецов. Наступила пора железа плавить. — Зачем? У нас с железом избыток. Оружие заготовили на полную дружину московского царя. — Куда столько? Сами себе цену собьем. — Твой учитель присоветовал. Его Максимом кличут. Он кузнецам особый рисунок сделал. Обещал высокие цены в Персии. — Да. Знающий человек. Пустого не скажет. — И заготовки для персидской брони сделали. — Чудная. Щиты велелковать. Да я не разрешил. Работа долгая, а деньги невелики. — И правильно. Сначала надо научиться прокатывать стальной лист, а не плющить молотом болванку. Разговор с Выгом поднял настроение, управляющий порадовал разумностью самостоятельных действий взять ту же идею защиты авторских прав, которая оказалась решенной на самом начальном этапе. Для пришлых купцов и прочих гостей предусматривалась свобода передвижения в пределах замка и гостиного двора. Причем данная тема обсуждалась на местном общенародном сходе, предложение принято единогласно, как наилучший вариант. Все-таки наши предки умели обустроить свою жизнь. Взять тот же княжеский терем, трехэтажный домик с высоким цоколем, резным крылечком и лесенкой вдоль стены. Насколько Норман помнил, подобное строительное решение объяснялось снежными русскими зимами. Мол, намело снега по самой никуда, а тут вышел сутричка и без проблем обозрел свои деревеньки. По жизни подпол, он же цокольный этаж, являлся самым обычным складом. По центру располагалась печь, а система отдушин распределяла теплый воздух по всем помещениям. Невысокий дверной проем заставлял входить, пригнувшись. Умное решение обезопаситься от неожиданной атаки. В низких дверях замаха не сделать и толпой не ворваться, крылечко-то с поворотом не позволит набежать, навалиться. Штурмовать такой домик себе дороже. Дружно в дверь не ударишь, а балкончики на третьем этаже не для красной девицы, а для лучников. Привлекать большие силы ради захвата одного дома нет никакого смысла, не та добыча. Да и врасплох не застать. Уйдут хозяева потайными ходами. Поджигать вообще смешно. Погреться у огонька и получить в добычу пепелище. С утра Норман сделал пробные стальные отливки, причем сразу приготовил форму для валиков будущего прокатного стана. — Занялся техническим прогрессом? — спросил подошедший Максим. — Сможет ли водяное колесо вращать прокатный стан? — Печь дает ведро жидкого металла, а это сто килограммов. — У привода хватит мощности для проката листа. — Ты сейчас чем будешь заниматься? — Сяду за лепку формы под штамп. У нас избыток меди, начнем делать латунную посуду. — Хитюр, сам додумался, — одобрил Максим. — Мне некогда сидеть додумать. За образец возьму купленные в Новгороде серебряные блюда да чаши, добавлю завитушек и вперед. — Как раз хочу поговорить на тему «Некогда думать». — Что еще не так? — Ты зачем монахов привез? — Учите иконописи. — Ну и как учишь? — Недосуг, да им надо время обжиться, — смутился Норман. — Для сколько-нибудь ощутимого результата ты должен заниматься с ними как минимум пару часов в день. — И буду. Теорию знаю, иконопись знаю, как вести курс тоже знаю. — А теперь составь свой примерный распорядок дня. — К чему клонишь? — Хочешь сказать, что у меня на монахов не хватит времени? — Это очевидно. В лучшем случае позанимаешься с ними до прихода лодок из Любика. — Ну и что? Дам задание по практической работе, а с возвращением продолжу. — Ладно, я тебя понял. — Софья Андреевна отлично рисует, не хуже тебя. — Она берется за обучение монахов. — Выйдет. Сейчас женщина — ничто. К тому же она не крещеная. Кстати, геодезист — это ее основная профессия. — С крещением ты прав, но это поправимо. Теорию рисунка и проекцию я смогу рассказать по компьютерной программе обучения. — В глазах валаамской братья ты вообще обычный язычник, — усмехнулся Норман. — Прикинусь персидским зороастрийцем. Канон Авеста есть в компьютере. — Здесь о подобной религии никто и не слышал. — Ошибаешься. По улицам Новгорода испокон веков ходят люди различной веры, от язычников до мусульман, а персы как минимум еще столетия будут поклоняться своему ахурамазде. Смотри, как бы ни пришлось драпать. Вон итальянцы на своих быстро нарвались, и персов в Новгороде хватает. Ерунда. — Прикинусь пуштуном. — А здесь торгуют гелянцы. Примечание. Гелянцы, геляки, геляни — иранский народ, проживающий на севере Ирана, основное население провинции Гелян. Пуштуны — народ, населяющий в основном юго-восток, юг и юго-запад Афганистана и северо-запад Пакистана. Конец примечания. — Кстати, они братья по вере, тоже зороастрийцы, — парировал Максим. — Боюсь, монахи не воспримут иноверца. С чего так решил? Православная церковь всегда была веротерпимой, тем более в Новгороде, где собираются различные народы. — Ой ли, прижгут пятки огоньком, да поздно будет каяться. Запомни, Византия является преемницей Рима, а империя, если начнет религиозные притеснения, не проживет и дня. Но центр католичества в самом Риме настаивал Норман. — Там новая религия и идеология, у них много амбиций, а крепких корней и многовекового опыта нет, — уточнил Максим. — В общем, я не против. Расселим монахов и представлю вас как своих учителей. Откровенно говоря, Норман обрадовался неожиданной помощи. Он и сам понимал сложность предстоящего обучения и планировал просто научить монахов обычному копированию. Подобная техника не требует ни таланта, ни особых умений, достаточно правильно подбирать цвета и оттенки. Работа над штампами забирала практически весь день, а тут еще навалился дедык с требованием научить греческому строю. Пришлось разрываться на два фронта. Устав от лепки, Норман шел на плац, где начинал занятия по шагистике и прочим военным премудростям, когда строевая подготовка доводила до белого коленя, звал на помощь Ахилла и возвращался к лепке. В мастерской часто встречался с Максимом, который последнее время принимал активное участие, главным образом подсказывая сюжетные рисунки. — Ты уже видел свои первые образцы? Добровольный помощник высыпал на стол пару килограммов колечек, гривен и ожерельей. — Это разминка, — отмахнулся Норман. — Проблема начнется с попытками штамповать посуду. — В чем главная сложность? — Я помогу, в компьютере есть все. Для холодной штамповки лучше всего подходит патронная латунь. Цыганское золото даст трещины. — Нашел сам себе проблему. — Делай из толстого листа. — Тяжеловато получится. — Наоборот, престиж. Хозяин должен похвастаться достатком. — Вообще-то ты прав, я все время забываю о приоритетах этого времени, — согласился Норман. — Тебе нужен состав пушечной бронзы и латуни? — Наизусть знаю. Я из такого сплава статуэтки отливал. — Когда за артиллерию возьмешься? — Не знаю. Вероятнее всего, следующей зимой. — Не спешишь? А почему? — засомневался Максим. — Надо толковых людей подобрать. Затем математике научить. — Ишь ты! Я грешным делом ожидал обратного. Сразу за пушки схватишься. — Ты можешь помочь Антонио с изготовлением градштока? — Что еще за хренотень? — Две палочки на подставке. Одну двигаешь, на другой — шкала дальности. — Откуда у тебя такие познания? — Удивлен. — Мы тут поспорили, большинство ожидает от тебя примитива. Типа труба, порох, ядро и бабах? Во-во, а ты начинаешь с древнего дальномера. За это скажи спасибо, Антонио. Он в пушках специалист, градштоком умеет пользоваться, а как сделать — не знает. — Лады, компьютер рассчитает шкалу. — Вам дальность до километра или, надеетесь, пальнуть до горизонта? — Лучше фазовый, с микрочипом авторасчета с учетом разности высот. Поправку на высоту определите практическими стрельбами. Могу вывести коэффициент на свинцовую и чугунную картечку, как бесплатное приложение или за отдельную плату. — Кстати, об оплате. — Я так и вляпался с вашим Хинрихом-папом. Он загнал меня в угол расспросами о Великом Шелковом пути. — У тебя же компьютер. Или в нем нет этого маршрута? Не в этом дело. Нужны личные впечатления. Описание природы, людей, городов, обычаи местного населения. — Ты в чем проблема? — Расскажи, что увидел, и вся недолга. — Я жил в Китае, но сюда добирался не пешедралом. — Время, понимаешь ли, слишком дорого. Ну, а я чем могу помочь? Туда летал самолетом, а с высоты в одиннадцать тысяч км ни людей, ни природы не рассмотришь. Из школьной программы ничего не помнишь? Или случайно читал об этом торговом пути? — Я вообще после пятого класса про путешественников ничего не читал. — Скажи, что болел. Везли в беспамятственные верблюди. И туда, и обратно? Не смешно. — Где вообще проходил этот великий шелковый путь? — спросил Норман. — Ты не знаешь? — Охренеть! Кого из нас готовили к походу в древние времена? — Для меня что история, что космонавтика, — усмехнулся Норман. — Ладно, ладно, не бурбулируй. Вот возьми распечатку... Из Сарай-Берке идут две дороги. — Погоди, дорогой, откуда у тебя принтер? — Служебный, в комплекте с компьютером. — К нему прилагается вагон цветных картриджей? С аварийным запасом на пятнадцать лет? — Вот ты о чем! Не забывай разницы между нами, я почти на четыреста лет старше тебя. Опять темнит. В этом Норман был уверен на сто процентов. Расходные материалы были, есть и будут хоть через тысячу лет. Общение с хранителями портала вызывало все больше и больше вопросов. Они совсем не похожи на заблудшую экспедицию по выявлению правдивых событий в период темных веков. А если подумать, то никто в здравом уме не раскошелится на столь огромные деньги. Историческая истина никому не нужна. Ибо, как сказал один из сотрудников Эрмитажа, «История, как проститутка, обслуживает сиюминутные потребности власть имущих». А тут порталы, непонятные перемещения из Китая на север России. Как в четырнадцатом веке можно такое сделать? Морем через Америку? Бред. Порталам зачем? По уму нашим далеким наследникам здесь абсолютно нечего делать. Ничто не сможет оправдать расходы, про сырьевые ресурсы и говорить нечего. Если их взять сегодня, то завтра на этом месте будет пусто. Людские ресурсы, маловероятно, прошедшие сквозь века мигранты, не впишутся в новую жизнь, если только в следующем поколении. К тому же при подобном раскладе проще вывести население из ближайшего времени, а не уходить в тысячелетнюю даль. Карта Великого Шелкового пути удивила своей неправильностью. Причем там оказалось два маршрута. Норман достал атлас автомобильных дорог и засмеялся. Максим, у тебя в компьютере явная лажа. Полегче с определениями. Информация собрана специалистами своего дела. Ты посмотри сюда. Северная ветка полностью повторяет Транссибирскую магистраль. Это только подтверждает правильность моей карты. Люди шли самым удобным путем. Не смеши. Для человека и паровоза совершенно разные критерии удобства. Что тебе не нравится? От Каспийского моря прямиком на Байкал? Безумие. Дальше вообще цирк через Маньчжурию на Пекин. Сам только что говорил, что никогда там не был. И вдруг столь язвительная критика. Я в школе учился. Путь через Алтай и Саяны. А на десерт заглянили в временные карты, где написано «Тартария». Видел. Татары есть татары. Э-э-э, нет, дорогой знаток. Этим словом называют незнающие единоначалия дикие племена. Не забывай законов гостеприимства. Уморил меня своей наивностью. Правила помощи одинокому путнику не распространяются на вооруженные отряды. Значит, пройдут силы оружия. — Разумеется. Особенно по Маньчжурии. Китайцы перелезут через свою стену и, размахивая мечами, начнут пробиваться в тыл. Торговцы везут товары, которые нужны и дикарям, и маньчжурам. Верно. Менталитет требует напасть и отобрать. Тамошним племенам нечем торговать. Не путай западную Сибирь с восточной. В чем разница? В восточной Сибири нет такого богатства пушных зверей. Местные меха самого худшего качества. — Ладно, я не специалист, поверю. Ну а южная ветка? Чем тебе не угодило? — Дуростью. Бухара и Самарканд с этим понятно. А дальше? Путь проходит через пустыню Гоби. — Нормально. Караваны идут по своей территории. Ты посмотри на карту автодорог. — Люди едут по Цайдамской равнине. — Все, я понял. Мне известны эти места. Там берут начало Янзы и Хуанхэ, а город Синин стоит на Великом Шелковом Пути. Спасибо. — Че приставал, если сам знаешь? Привык верить компьютерной информации, а про Синин и не вспомнил. — Кстати, о торговле. Что везти в Персию? — Вообще-то там самодостаточные страны. Вези товары для местной торговли. А конкретней? Там ткут ковры, шелковые и хлопковые ткани, чеканка по медной и серебряной посуде. Все остальное привозят с юга. — Так что мне везти? — Оружие и броню. Запустишь покат железа и сразу начинает делать персидские щиты. — Зачем? Персы сами их умеют делать. — У них в почете легкий щит с правым вырезом. Как раз то, что ты сможешь сделать, без проблем. — Объясни, зачем вырез. Я должен понимать, что делаю. — Лучник вешает щит на левую руку, берет лук и вперед. — Хитро. — Щит действительно должен быть легким. В то же время получится слабым, стрела его пробьет. — Щит держат под углом к противнику, стрела рикошетит. Ты сам учишь так своих бойцов. Норман чуть было не возразил. Щит ОМОНовца наклоняют по другой причине, но сама идея понравилась. — Хорошо, освоим прокат и возьмусь за щиты. Ты заготовки для пластинчатых доспехов видел? — Еще нет, только слышал. Кузнецы жалуются на твое вмешательство. — Тебя-то не было, вот и полез без спроса. — Рекомендую посмотреть. — Договорились. Я пошел смотреть на твои распредложения, а ты тащи компьютер. Надо посмотреть на персидский экспорт. Норман не верил в какие-либо особенности персидской брони, которые мог высмотреть Максим в своем компьютере. Основные принципы оружия и защиты от него едины по всей земле. Время не имеет значения, будь то пулемет или меч, бронежилет или кераса. Человеческая фантазия непрерывно ищет способы убийства и защиты. А сам объект, Homo sapiens, одинаков от северного до южного полюсов. Значит, и изобретают одно и то же, только дают разные названия. Уложенные в корзины заготовки озадачили своей неожиданной формой. Пластинчатый доспех получил свое название за нашитые на кожаную керасу пластины. Здесь же лежали стальные пирамидки. Интересное решение. Практически любой удар наткнется на пассивную защиту, которая уведет поражающую силу в сторону. Неплохо. Можно сделать простенький штамп и заготовить несколько тонн полых пирамидок. Персы вроде бы уже давно применяют тяжелую броню для своих лошадей. Во всяком случае, Тамерлан разгонял монгольскую тьму тяжелой кавалерии. Норман вернулся в свой терем, где Максим увлеченно барабанил по клавиатуре. — Что у тебя за бегалка-стрелялка? — поинтересовался Норман. — Простенькая космическая боевка с элементами стратегии. Что скажешь про металлические вставки для персидской брони? — Неплохо. Я распорядился отлить формы для пресса. Сделаем несколько тонн полых пирамидок. — В чем разница между штампом и прессом? — В первом случае ударные действия, как у молота. Во втором — плавно возрастающее давление. — Зачем? Не проще ли? Бац, и готово. — А ограничителем служит пластичность металла. — Зачем тебе броня из мягкого железа? А жесткая сталь под ударом — трещину. — Понял, не дурак. — Что ты хотел узнать про персидскую торговлю? — Да все. Что продают, какие товары в избытке. — Хорошо. В таком случае делим юг Каспийского моря на два торговых центра. — Почему на два? — Бандарьян-Зали и Гасан-Кули. Между собой никак не связаны. — Давай подробнее. Я вообще не представляю тех мест. Гасан-Кули является конечной точкой для китайских караванов. Дальнейший путь на запад преграждают горы. — В Бандарге-Азали нет товаров из-под невестной империи? — Почему же? Есть. Китайцы приходят в Персию через плато Мургап, а это дороже. — По моей карте Гасан-Кули в Туркмении. Сейчас это Хорезм. Он частично оккупирован монголами, но при поддержке персов продолжает борьбу. — Чего это потомков Чингисхана туда понесло? А куда им податься? — Не грибы же собирать в подмосковных лесах. Хорезме золото, серебро, шелк, хлопок. — Понял, — вздохнул Норман. — Остается маленький вопросик. Зачем китайцы туда везут свой шелк? — Ну ты даешь. В Центральной Азии шелковые ткани из тонкой нити прозрачные и невесомые, а китайцы делают плотный шелк. — Ага, видел. У самого есть шелковые пиджаки и пальто. — Пиджаки, пальто. — Называй вещи своими именами. — Да какие-то вещи. Кое-как пошито, примитивные выкройки, штаны на тесемочках. Брось скулить. — Про харизм все ясно. — Война. Своего железа нет. Много драгметаллов, хлопка и шелка. — Ничего не забыл. — Китайские шелковые ковры и местный керосин тебя интересуют? — Керосин? Откуда там керосин? — Разве ты не знаешь арабских сказок? — растерялся Максим. — Например, про волшебную лампу. — Просто никак не ожидал, что в лампы заливали керосин. — Как же еще может светить? Подносишь к носику огонь, пары загораются и дают устойчивый яркий факел. — Так и до пожара недалеко. — Это вы живете в деревянных домах, а там строительным материалом служат глина с камышом да ветками кустарника. — Удивил. — Ну, правда, я никак не ожидал. Четырнадцатый век и керосин. Я думал, что нефть начали добывать с появлением автомобилей. Было бы более удивительно, если б живущие на нефти люди не умели ее использовать для своих нужд. Максим мгновенно переключился на нефтяную тему, предлагая различные способы применения в военных целях, типа насос, керосин и факел, огнемет готов, конструкцию на телегу, и вражеские армии в панике разбегаются. Как упрощенный вариант, бочку на катапульту или баллисту поджег, пульнул, и противник ускакал за горизонт. Норман язвительно предложил альтернативу из той же бочки, но со скипидаром, но египтянин юмора не заметил и продолжил с азартом развивать тему мирового господства. Для армии решающим фактором служат умение воевать и вера в своего полководца. Здесь можно привести длинный перечень великих завоевателей, покоривших все доступные народы, но ни один из них не создал жизнеспособной империи. Пушки, огнеметы или танки на паровом ходу могут помочь только в одной битве. Через полгода противник выставит точно такое же оружие, если до этого не сумеет зайти в тыл и захватить Вундерваффен в качестве трофея. Примечание. Вундерваффен — чудо-оружие немецкий. Конец примечания. — Побеждает не армия, а государство, которое в первую очередь создало адекватные экономические, политические и социальные условия. — Послушай, Максим, а не съездить ли тебе к Тамерлану? — не скрывая сарказмом спросил Норман. — Я бы против, но он родится только в следующем году. — Используй свой портал времени. — Вероятнее всего нашему порталу настал конец. Пятнадцать лет ждем у моря погоды. — Сломался, а починить некому. — Ты не понимаешь грандиозности научного эксперимента. — Расскажи. — Глядишь и проникнусь пиететом. Заодно начну гордиться своей причастностью. — Нельзя. Это более чем государственная тайна. — Пусть будет так. — Ты помнишь наш разговор в начале зимы? — Мы о многом говорили. Давай конкретнее. — Ваши якобы аборигены требовали от меня найти и убить Криса. Опасались его талантов и распространения знаний? — Было такое. Иосиф с Серафимом действительно аборигены с реки Вятка. — Да ну? Откуда они знают кукурузу и ананасы? Или здесь летает рейсовый самолет и привозит консервы? — Самолет действительно летал. До топа закончилось. — Консервы, а они ели до твоего появления. У нас раньше был большой склад. — Большой, — говоришь? — И восемь человек его выяли без остатка? — Я не буду тебе рассказывать о наших проблемах. Что касается Иосифа с Серафимом, то они прошли ускоренный курс обучения. Воткнули в башку электроды и подключили к компьютеру. Гипнотранс с открытым каналом восприятия акустической и визуальной информации. — Варварство! — Постарайся нас понять. Мы оказались в безвыходной ситуации. В экспедиции было более двух сотен человек, а осталось пятеро. — Ты уже вычеркнул Криса из списка живых? — Он не наш. — Английский офицер из 1916 года — единственный, кто остался в живых после безумной авантюры с завоеванием мира. — Очень хорошо. Тогда вы требовали его убить ради сохранения исторической стабильности, а сейчас готовы начать новую войну. — У нас нет выхода. Мы решили сделать ставку на тебя. — Поход северных дикарей на цивилизованную Европу? — Нет. — Тогда ты сказал правильные слова. Исторические события можно изменить ускоренным прогрессом. — Зачем он вам, этот прогресс XIV века? — Повторяю, в нашем XXIII веке что-то произошло. Портал остался. Но он нестабилен. — Ну и... — В чем заключается роль петрушки на ниточках? — Подтолкнув прогресс отсюда, мы поможем быстрее решить проблему там. — Не боитесь вообще исчезнуть? — Можете оказаться неродившимися. — Думали над этим. — Ты знаешь, лучше вообще неродиться, чем до конца дней жить в этих условиях. — Круто! Офигенный пессимизм! — Да что ты о жизни знаешь? — Достаточно для того, чтобы желать остаться в живых. — Ты против вмешательства в ход Тории? — Я против глупых фантазий и мечтаний. — Мы ничего не изменим, — решительно возразил Норман. — Твоего замка раньше на этом месте не было, — парировал Максим. — Будем выпрыгивать из штанов, воевать, продавать рабов и прочее. Это изменит историю. — Разумеется. — Вспомни радио. — Непрерывная чехарда с историческими событиями. Что ты хочешь этим сказать? — А то, что за нашими плясками последует еще 700 лет до моего рождения. — Норман действительно не верил в возможность изменить естественный ход истории. Да, на что-то можно повлиять, например, не пустить шведов на восток, даже оттяпать у них всю будущую Финляндию. Но это не повлияет на участие шведов в войне за испанское наследство, и битва под Полтавой никуда не денется. Можно собрать армию и шугануть остатки монгольской орды из Южного Поволжья или убить Тамерлана в младенчестве. Однако армия Самарканда разгромит Золотую Орду, а разветоотряды дойдут до русских лесов. Норман спокойно воспринял откровение Максима. Портал барахли 15 лет. Вывод один. Скоро наладят нормальную работу. Сумели сделать? Сумеют и переделать. Из всего сказанного заинтересовал только запрятанный самолет и первоначальное количество членов экспедиции. Где-то должны быть другие базы, куда не мешало бы слетать и поживиться всякими полезностями. С авиационным керосином проблем не возникнет. Была бы нефть, а перегнать ее в газотурбинное топливо несложно. Принцип самогонного аппарата, где первач, окажется побочным продуктом. Слышь, Максим, давай ближе к теме. — Какой теме? — Ну вот совсем заговорился, начали с шелковых ковров и лампы Аладдина, а закончили спрятанным в кустах самолетом. — Самолет на консервации в ангаре, — буркнул Максим. — В Гасан-Кули покупай хлопок и китайский шелк. — На все деньги? — Кораблей не хватит. Остальное добирай золотом, его там много. — А Бандарьян-Зали? — Или там нечего делать? — Ну да, скажешь тоже. Туда свозят товары из Индии. Золото, сапфиры, рубины, пряности. — Камешки меня интересуют. А где взять шелковую нить? — Да где угодно. Ее продают и китайцы, и индусы, и арабы. — Одно учти, есть тутовый шелкопряд, есть дубовый. — А разница в чем? — У дубового шелкопряда нить погрубее. Но это важно специалистам, ты не заметишь разницы. — Какой товар выгоднее всего там продавать? — Здесь ты в большом фаворе. — Благодари Антонио, он расстарался назавить всем. — Неужели потроха тюлени и нерп? — Верно сообразил. — Запомни, индусы и перс дадут наивысшую цену. — Желч идет по баснословной цене, затем жир и вар. — Погоди, разве в китайской медицине не используют эту хрень? — Еще как. — Но у них регулярные завозы с Курильских островов и Сахалина. — Понял. А ласты и хвосты для кого сушат? — Все вези туда. Теперь вопрос. Антонио собирался везти эти деликатесы в Севилью. — В принципе, он прав. Перекупщики отвезут к Сирию. Товар дойдет до аптекарей Востока через третьей и четвертой руки. — Что скажешь о пушнине? — Кто полчаса назад меня поучал? — Объяснял различия пушных зверей в Восточной и Западной Сибири. — Дело не в этом. Меня интересуют цены. Меха всегда были и будут мерилом богатства, даже в Африке. Советую разводить кроликов, а шкурки продавать в Персии. — Ты мне подбросил идею. Не попробовать лишь желчь и медведи или рогами оленей. Неплохая мысль. Только запомни, Восток в своем развитии стоит выше Европы. Тебе не впарить лягушачьи шкурки или крысиные хвосты. — Кстати, я давно хотел узнать через твой компьютер причину упадка арабских стран. — Каких еще арабских стран? Ты не путай арабов с персами, ассирийцами и египтянами. — А в чем разница? — Разница в людях. В Европу пришли варвары и вандалы, а Ближний Восток до сих пор отбивается от арабов. — Разве? Откуда они идут? Историческая родина арабов находится на берегах Красного моря, Сомали, Эфиопия, Судан, Йемен и восток Саудовской Аравии. — Почему они пошли воевать? — Засуха, мой дорогой, поиск еды. Первый вал прошел через Египет до Испании. Сейчас идет вторая волна. — Это же дикари! — воскликнул Норман. — Правильно. Они погубили североафриканскую цивилизацию, уробили плодородные поля Египта, специально уничтожили земледелие. — Хуже. — Намного хуже. — Арабы, незнакомы с орошением, не знают, как пользоваться шлюзами. Вот поля и превратились в пустыню. — Разве в этом есть особые нюансы? А как же? Надо вовремя пускать воду в каналы и своевременно сливать обратно в Нил. — Иначе земли засолятся, что и произошло. — Почему промолчали египетские земледельцы? Кто бы стал слушать крестьян? Знать, ушла на юг, не захотела сотрудничать с оккупантами. Печальная получилась картина. До сих пор продолжается, только сейчас в Междуречии Тигра и Ефрата. Арабы еще не закончили свое переселение. — Они вторглись в Ассирию, — блеснул познаниями Норман. — Персы давно завоевали эти земли, а сейчас сдерживают натиск пришельцев. Увы, шлюзы и месопотами уже никто не закрывает. Выходит, что арабы захватили земли от Средиземного моря до Персии. На Сирию и Палестину у них не хватило сил. Персы и сельджуки их здорово прижали. Но древняя цивилизация претерпела серьезный урон. — Понимаю, потерять Вавилон с плодородной долиной Междуречия — это невосполнимая утрата. — Не в этом дело, — тяжело вздохнул Максим. — Следом за арабскими пастухами пришел ислам. — Ты хочешь сказать, что мусульманство навредило Персии и Сирии? — Разумеется, любая новая религия начинает со скоренения старых устоев. Ближний Восток упал в пучину мракобесия. — Аравийский полуостров, пустыня и нефть. Для Нормана это ассоциировалось с понятиями арабы и ислам. И вдруг все не так, там живут пришельцы из Африки. Ассирия с Вавилоном, Финикия с Филадельфией, Египет с Александрией оказались в руках оккупантов. Разбитые цивилизации рухнули под натиском голодных пастухов, научные центры древних городов разбиты кувалдами в щебень. Зеленое знамя уже не символизировало сочные луга Эфиопии и Судана, оно призывало к всевластию одной книги — Корана. Исторические отступления помогают понять менталитет сегодняшнего дня. Зная традиции, причины, их породившие, можно правильно выстроить собственную линию поведения. Для Нормана на первом месте были деньги, ибо он ни на мгновение не сомневался, что заглючивший портал в конце концов возобновит нормальную работу. Следовательно, надо максимально использовать подвернувшийся шанс и обеспечить свое возвращение золотовалютными ресурсами. — Максим, ты можешь детальнее обрисовать положение вещей в Гасанкули? — Я вроде бы ясно рассказал тебе о приоритетах в торговле. — Ты вскользь упянул о войне с монголами. — Мне не грозит нарваться на местные разборки? — Что ты, орды Беклеребека-Кутлуга бьются намного восточнее. Ты знаешь те места под названием Узбекистан. — Примечание. — Беклеребек, управляющий областью, внутренним улусом, одна из двух главных административных должностей в Золотой Орде. — Конец примечания. — Заглянив в компьютер, вроде по истории Центральной Азии была завоевана раньше выхода армии Чингисхана к Волге. — Ну да, глянув на экран, ответил Максим, а они не смогли взять Самарканд и Бухару. — И ты спокойно меня отправляешь в Гасанкули продавать оружие? Монголы посадят меня на кол. — Чего ты разволновался? — Контрабанда всегда дороже. — Жизнь вообще бесценна. По моей информации, Хорезм получал оружие через Гасанкули. — Там до Сибири нет железа, только золото, серебро и медь. — А чем закончится местная война? — Тебе поставят памятник за неоценимую помощь в борьбе за независимость, — усмехнулся Максим. — Посмертно? Обожаю черный юмор. Про Тимура сам говорил, или мне померещилось, он еще не родился. Вот родится и закончит войну торжественным маршем по развалинам Сарай-Берке. — Лично тебе зачем нужен мой вояж в те благословенные края? — Ты, случайно, не из военной разведки? — Из прокуратуры и стопняком работал. — Шутишь? — Быстро сообразил. — Бензин для самолетов нужен. — Серьезно сказал Максим. — Мне надо рассмеяться. — Твой самолет летает на бензине? Или все же там газовая турбина, а самолет турбовинтовой? Двигатель внутреннего сгорания. С аккумуляцией водорода для увеличения дальности полета. — Уверен? — Какое октановое число? — Ты еще спроси про марку подшипников. Знаю, что двигатель внутреннего сгорания. Этого достаточно. — Ни хрена себе пилоты пошли. — Техническое обучение на уровне правил фиксации страховочных ремней. — Не надо язвить. — А пилотом у нас Софья Андреевна. Но про топливо ничего нового не скажет. — Изюминка в том, что мы не сможем перегнать нефть в хороший бензин. — А спирт сделать сможем. — Ты к чему клонишь? — Вообще-то в мое время уже вернулись к заправке автомобилей спиртом. — Почему вернулись? — У тебя в руках компьютер, — вспылил Норман. — Посмотри историю развития двигателей внутреннего сгорания. — Не кричи. Компьютер отвечает на конкретные вопросы. — А я про органическое топливо ничего не знаю. — Так знай. Первые самолеты и автомобили заправлялись спиртом. Даже спиртоэфирной смесью. — А ведь ты прав. Смотри-ка, бензин начали принять перед самой Первой мировой войной. — Отличная возможность пополнить карман. Норман даже не пытался скрыть свое удовлетворение. Спирт для него в первую очередь водка. Осталось напрячь Максима, пусть с помощью компьютера конструируют установку по производству древесного спирта. Затем гидролиз и этиловый продукт готов разбавить водичкой, разлить в еловые или можжевеловые бочки. И здравствуй, Европа! Гоните злато-серебро на бочку. Желаете посмаковать ликер? Мятный, кофейный, вишневый или яичный? — Айнен момент. Глицерин уже широко применяют в производстве бумаги и обработке кож, только пить, пока не додумались. Примечание. Айнен момент. Одно мгновение. Немецкий. Конец примечания. Глава пятая. Дары. Окрыленный открывающимися возможностями, Норман направился к Антонио. Энциклопедист шестнадцатого века должен был развеять последние сомнения. — Что-то ты редко заходишь ко мне, — начал с упрека маэстро Антонио. — Да тебя с собаками искать надо, — отшутился Норман. То в каменоломнях, то полису бродишь в поисках неизвестно чего. — Ты мои маховики видел? — Потрясающий буфер! Я бы не догадался поставить маховик между механизмом и водяным колесом. Ха! Зато теперь привод работает мягко, без рывков. Ткачи на меня сначала косились, сейчас в ноги кланяются. — Еще бы! Равномерный ход челнока и основы — залог качественной ткани. Про прокат железа и говорить нечего. — Ты мне покажешь состав окраски перламутра. — Что, понравилось? Там не только изменение цвета, но и сам перламутр становится ярче и насыщеннее. Не то слово, простенький деревянный ящик, а после оклейки перламутром становится изящным и безумно дорогим. Завтра снова возьмусь за отливку прокатных валиков, а с тебя — новое водяное колесо. — Привод у пятой пары печей совсем не нагружен, только вентиляция поддувала. Сто-килограммовую болванку легко в лист раскатает. — Отлично. Завтра прикажу начать работу. — Антонио, ты хорошо знаешь алхимию и аптекарское дело? — Что-то, друг, ты заходишь издалека. В чем проблема? — Всего лишь хочу узнать о применении крови. — Ты с этим поосторожней. За кровь человека сразу угодишь на костер. — Отлично. — А как ее хранят? — уточнил Норман. — Сушат. Вареная кровь годится только для колбасы. — Чего удумал? Рассказывай. — Идея появилась. — Ты из тюленей заготовил множество всяческих ингредиентов, кровь не собрал. — Выброси с головы. Тебя надоумили эти типы с портала? Ну и что? За кровь могут дать хорошие деньги. — Послушай мой совет. Не ввязывайся в это дело. Да чего в этом опасного? Кровь сухая. Заразу через нее не подхватить. Сейчас дикие времена. Препараты на крови делают только чернокнижники. Мне-то какая разница? Я денег хочу. Деньги дадут и хорошие. Как минимум на двойной вес золота. Но в первую очередь тебя загребет инквизиция. За кровь чуленья или медведя. Как ты докажешь, что это не кровь ребенка или непорочной девицы? Я рядом поставлю чучело зверей. Твоя голова, ты рискуй. С инквизицией лучше не связываться. В Персию отвезут, там пока не дожили до мракобесия. Попробуй, но осторожно. Персы приняли ислам в шестнадцатом веке. Золота требуй очень много. У них есть специфические рецепты? Точно не знаю, в Китае продают эликсир красного льва. Одна капля за десять килограммов золота. Ого! Возрождает из мертвых? Омолаживает человека. Делают на крови. Но как? Этого никто не знает. Тайны алхимиков Индии и Китая так и не удалось узнать. Ты сам по каким книгам учился? Нашим главным учебником считается книга пророка Еноха. Я переговорю с Ахиллом, он поможет с продажей крови. Указание собирать кровь тюлени вык воспринял без каких-либо эмоциональных всплесков. Одно слово охотник. Северные народы пьют свежую кровь и тюлени, и медведей, и лосей. Предложение собирать ее в бочке выглядело для вепса вполне естественным. Зачем пропадать добру, если появилась возможность продать? Вот с изготовлением чучел возникла загвоздка. Пришлось собирать совет имени. Норман долго втолковывал свою мысль, а Конч и Кивач уперто отказывались. Победила жадность. Идея продать в далеких краях набитые мхом шкуры прошла на ура, ибо обещала очень высокую прибыль. Производство латунных украшений постепенно набирало обороты. Колечки, ожерелья, пояски начали дополняться чашами и блюдами. Запустили печь чугунного литья, настала очередь сковородок, утюгов и всяких разных чугунков. Подобная утварь должна иметь спрос. Сейчас время глиняных горшков, которые ставят в печь. Сковороды, кастрюли и котлы изготавливают из меди, и стоят они немалых денег. Норман немного повозился с еще одной плющильной машинкой, и на выходе оказалась гора самых обычных ножей. Варианты на любой вкус, от простых для нарезки хлеба до особых охотничьих. Попутно выскочил разнообразный плотницкий и столярный инструмент. До следующего шага с переходом на сортовую сталь еще далеко, поэтому взялся за изготовление подарка для архиепископа. Памятуя эффект от не очень-то и сложных кованых ворот, решил повториться, но уже с бронзой. Для начала засел за эскиз. Для новой задумки нет заготовок, а решетка с воротами могут быть только литыми. Ошибки по ходу работ уже не исправить. — Рисуешь интерьер своих комнат? — поинтересовался Антонио. — До этого еще далеко. Хочу подарить архиепископу царские врата для алтаря. Молодец, в нашем положении поддержка церкви дорогого стоит. — Разве для остальных это не важно? — Не для всех, особенно с началом реформации. Да и ваши дворя не метались туда-сюда. Я еще могу согласиться со спекуляцией в Центральной Европе. Епископ надавит на барона, а тот в ответ пригрозит переметнуться к лютеранам. — Существует множество способов. У вас на севере в основном перекрещивались из православия в католицизм или обратно. Возможно, не спорю, но в Италии или Испании подобный вариант исключен. Зато есть другие, не менее действенные. Например, уйти в один из монастырских орденов. — Податься в монахи? Добровольно отправляться в заточение. Глупо. — Какое заточение? — засмеялся Антонио. — Сеньор остается на своей земле, но числится рыцарем одного из орденов. — А инквизиция? Испанский сапог и дело в шляпе. Жертва добровольно подпишет любую бумагу. Ты просто не представляешь переплетения родственных связей. Церковная верхушка всегда из знатного рода. Вот оно что! Два дворянина поцапались из-за заблудшей коровы, а далее подключилась родня и пошло-поехало. — Подобных историй великое множество. Если хочешь, могу рассказать. — Лучше подскажи, по какой линии провести орнамент? Норман указал на рисунок второй секции решетки. — Как называется этот стиль? — Ампир. До его появления придется подождать пять веков. — Если верить латыни, то подразумевается имперское величие. — Верно. Только вместо военной тематики я делаю религиозную. Без слов, понятно, ангелочки. Символика величия духа говорят сами за себя. Интересное совмещение. — Где ты увидел совмещение? — Стиль явно римский. Корни из язычества. — В целом ты прав. Здесь должны быть фигурки богов или амурчики. Вот и появились ангелочки. — Орнамент оставь как есть, а венок обрамляет лучи веры. — Спасибо. Отличная идея. — Как ты собираешься все это делать? Здесь же только литье. — Бронзу и латуль. — Отличное сочетание, но тебе это не сделать. — Запросто. Отливаются отдельные детали. Затем собираются сваркой. — Бронзу ковкой не соединить. — Брось, какая еще ковка? Детали собирают как детский конструктор. — Я не имею представления о детских конструкторах твоего времени. Каждый модуль с одной стороны имеет паз, а с другой — шип. Для детей, возможно, и годится, а в тяжелой конструкции быстро появится люфт. При сборке в углубление предварительно нальем жидкий металл, латунь легко сваривается. С этого и надо было начинать, а то детский конструктор, модуль совсем заморочил мне голову. Затея с воротами и оградой преследовала еще и побочную цель. Совместная работа позволяет быстрее познакомиться, понять способности друг друга. Впереди ответственная работа, литье пушек и ручных картечниц. Необходимо заранее определить способность каждого литейщика. По большому счету, у Нормана была только одна реальная профессия. И работать с расплавленным металлом он умел именно так, как надо. Отливка фрагментов прошла без сучка и задоринки. Прасчуры могли обойтись и без помощи своего руководителя. Да, они не знали химического состава, но и Норман консультировался через компьютер Максима. Дальнейшая сборка со сваркой жидким металлом порадовала спокойной деловитостью, а конечный результат вызвал всеобщее восхищение. Красиво не то слово. Строгая симметрия торжественного узора царских врат казалась нереальным волшебством. В зарождающемся городе не нашлось ни одного человека, кто остался бы равнодушным к этому чуду. Многие приходили на литейный двор по нескольку раз, где восторженно любовались сверкающим великолепием. Княже! А, княже! Вык подергал Нормана за рукав. Ты в сотый раз придирчиво осматриваешь стыковочные узлы. А? Сани для перевозки подготовил? Сделано, как ты велел. В охрану кого пошлешь? Охрана нужна. Бродячих шаек давно не видно, но обереженного Бог бережет. Что шведам, что русским грабануть церковное добро не впервой. Тевтонцы колокола снимали, и церкви с монастырями обирали злей татар. Я прикажу на Вика. Пусть в Новгороде покрасуются, а кто и дом родной навестит, да подвигами похвалится. Старшиной кого поставишь? Нил пойдет, он порассудительней. Случись что, горячку пороть не станет. Больно уж молот, не согласился Вык. Есть такое, подстрахуем. Сколько у нас изготовлено украшений? Более двух тонн. Или тебе нужны точные цифры? Нет, учет на твоей совести. Сможешь найти красивую и надежную торговку, только замужнюю. Есть такая. Тега в торговле расторопна и прижимиста, с мужем ладит, дочка, четырех лет растет. Собирай обоз с латунными украшениями. А тегу с мужем отправишь торговать. Наказ дай, торговать дорого, без скидок. Помилуй, княжи, две тонны. За год не распродать. Спешишь куда? По весне отправишь ушку и в Москву, и со мной пойдут. По дороге поставим лабазы. От Ярославля до Сарай-Беркес десяток крепостей. У нас столько красавиц не найдется. Только в людных городах. Да денег дай на платья. А они выглядеть должны настоящими красавицами. Ну вот еще, сами заработают. Не скупись, вык. Пришел покупатель, а его встретила нарядная красная девица, да вся в украшениях, что на прилавке лежат. Хитер ты, княжи. Тут любой купец раскошелится для своей любимой. А с женой придет, так и все серебро оставит. Понимаешь, это хорошо. А сейчас готовь сани для Теги с мужем, а я письмо Сипому в Новгород напишу. Твой подручный, не нашего рода. Незачем приваживать чужаков. Он новгородский. А Тега пришлая. Ей помощь нужна. Лабаз в бойком месте купить, денег не переплатить. Если так, то согласен. Но затем пусть в наши дела не лезет. Хорошо, хорошо. Я все ему напишу. С цыганским золотом пойдет десяток ветеранов дедыка. Ишь ты, как ловко придумал, восхитился Вык. И охрана малая. И молодые воины под присмотром. Навекам учиться да учиться. Нам надо доверять им и оберегать от глупых ошибок. Правильные слова, согласился Вык. Не дашь воле Олух вырасти, дашь свободу, сердце болит. Санный обоз собрали быстро. В назначенный день Норман пришел на складской двор, чтобы напутствовать отъезжающих людей. Тега с мужем тщательно проверили короба с украшениями, заботливо усадили ребенка на первые сани, а сами устроились на задке последних. А как же, волнуются, как бы что ни выпало, да не потерялось. — Ты, Пай, во всем помогай жене, — обратился Норман к главе семьи. — От вашей прибыли весь род зависит. — Я что, я ничего, — замялся мужик. — Для меня привычна охота с рыбалкой. В торговых делах женушка сильна. Помни, к веселой да улыбчивой покупатели всегда тянутся. — Так она первая хохотушка, на зависть всем бабам. — Вы украшения продаете? Помогай жене красавицей выглядеть. — Вык уже объяснял. Нарядим с дочуркой на зависть боярским женам. — Княже, сколько нам в Новгороде стоять? — с поклоном обратился десятник Стацен. — Как поможешь им устроиться, так и возвращайся. И навиков с собой в воде, а то загуляют без меры. — На то кнут есть, — засмеялся десятник. — Разок вдоль спины огрею. — Да родичи добавят, насмех девкам. Норман пошел вдоль вереницы саней, проверил крепление ворот и решеток, затем раздал навикам и воинам по серебряной монете. — Они в храм пойдут, вот и пригодится денежка в дар положить. Отец Сафроний прочитал молитву, а матушка Евдокия одарила всех просвирками. По снегу щелкнули бичи, караван потянулся на выезд. Молодцы итальянцы, хороший спортзал сделали. Пусть невысок, никто не собирается здесь играть в футбол или волейбол, зато для тренировок и занятий с воинами очень удобен. В шубах тоже можно отрабатывать построение, да здесь намного удобнее. Норман закончил занятие по рукопашному бою, который регулярно проводил с навиками из княжеской сотни, и присел отдохнуть. Освободившееся место тут же занял Ахилл и принялся за пополнение, которое учил генуэскому строю. Дружина стремительно разрасталась. Из Новгорода вместе с попутным обозом пришлось полсотни воинов и более сотни корабельщиков, за ними еще две с лишним сотни навиков. Правду говорят, что земля слухами полнится. На торгу только и разговоров, что твои удали до богатой добычи, — с приездом отчитался Стацен. Откуда столько навиков набрали? — Молодежь пришла с Плотницкой и Софиевской стороны, а больше всего прибежала с Таросоветского посада. — Многовато, не бегло или? — В том будь спокоен, княжа. Сам с родителями говорил. В Новгороде запомнили твое слово. — Что за слово? Не припомню. — Ты летом навиков набирал только с родительского благословения. — А, ну да, как же иначе? Парень из дома сбежал, а я его укрыл. Так не должно быть. — Горожанам нравится твое требование. Немало случаев, когда юноша набедокурит, а потом бегут в княжескую дружину. — Что скажешь про наших навиков? Не задирались в городе? — Нет, только важничали чрезмерно, шубы нараспашку, пуговицы с золотом блестят, пальцы в серебряных перстнях. — В Новгороде перстни накупили. — Да что ты, княжа? — Дай тикшу серебряную монету, он ее вмиг в перстень перельет. — Вот это уже бардак. — Серебро чеканить в монеты, а затем монеты переделывать в бирюльки. Норман достал записную книжку и сделал пометку на память. — Серебро уже закончилось, надо ждать лета и снова идти в набег. — Без злата серебра вся его армия вмиг разбежится на вольные хлеба. Послышалось два звонких удара в сторожевой колокол, но введение Нормана — своего рода служба времени. Антонио сделал часы по типу песочных, только с водой, а дежурный взвод отбивал общегородскую побудку, начало и конец рабочего дня до обеденный перерыв. Идея прижилась. Вскоре весь город перешел на единый распорядок дня. Пора на обед в княжеский терем, который перестал пугать кладбищенской тишиной, когда вздрагиваешь от упавшей на кухне ложки. Князь Андрей. — Обратился Захарий. — Откуда тебе известно, что тертое дерево надо настаивать на серной кислоте? — У китайцев узнал, — привычно соврал Норман. — Не говорить же, что информация из компьютера Максима. — И бумага станет такой белой, — монах любовно провел ладонью по глянцевому листу конторской книги. — Не знаю, должны быть еще какие-то добавки. Ты можешь экспериментировать в меру собственной фантазии. — Для этого нужны деньги. — Не беда, помогу. Удача сама не прыгает в объятия. Сначала надо побороться. — Спасибо, князь Андрей. — Еще вопрос. Зачем ты приказал выложить керамическими плитками ванны для тертого дерева? — Серная кислота сожжет любой чан. А известь испортит саму кислоту. — Я отпишу в Византию. — Алхимик нужен. — Пиши. Денег на дорогу дам. Хер Норман фон Рус шепнул. Материзовавшийся у плеча дворецкий, приезжий купец просит аудиенции. — Зови. Приход торговца давал шанс увильнуть или сократить занятия с отцом Иоанном, который ежедневно вдалбливал Норману греческие падежи, суффиксы, спряжения и наклонения. Купец робко вошел, отвесил общий поклон, перекрестился, а, заметив сидящих за столом монахов, облегченно вздохнул. — Не как арабел. — С чего так? — спросил Норман. — У тебя воинов полный двор. И дозоры от рыбрики, поневоле забоишься. Садись за стол, перекуси с дороги. — Спасибо за приглашение, княжа. Сыт. У меня письмо к тебе от архиепископа Василия. Купец передал дворецкому залитый воском свиток. На словах что-либо передавал. — Что ты, княжа, купец, в ужасе отшатнулся, свиток монах на торгу дал, велел поспешить. Норман подал купцу серебряную пятерублевку, тот низко поклонился и проворно шмыгнул за дверь. Письмо озадачило. Молитвы, молитвы и молитвы. Понадобилось некоторое время для осмысления написанного. Основной текст можно было передать в двух словах. Срочно ко мне. Передав отцу Михаилу послание от архиепископа Василия, Норман отправился одеваться. Все планы кувырком. Тут и гипсовые муляжи человеческих органов в качестве учебных пособий для курсов начинающих хирургов, и вальцы для окраски полотна в горошек. У него много просто ворох начатых дел, которые придется бросить и ехать в Новгород, незнамо для чего. Подобные вызовы никогда добром не заканчиваются. Ради ласковых слов или наград срочно не зовут — это жизненные правила одинаково для любого века. Спешная подготовка к отъезду помешала организовать торжественное мероприятие для Шушуна. Обещанную серьгу пришлось вручать в домашней обстановке в окружении сотников и десятников. Крошечная стеклянная фигурка на дополнительном колечке могла сойти за любого зверька, но Бобр узнавался благодаря оскалу мощных резцов. — Княже! — корабельщик рухнул на колени. — Во веки не забуду твоей ласки и доброты. Внуков заставлю за тебя молиться. — Вставай, Шушун. Ты заслужил намного больше этой серьги. Норман говорил совершенно искренне. Именно сотник корабельщиков помог сделать первые шаги в этом непонятном мире. Невозможно переоценить его советы и наставления в Любике. Рассудительные действия в Дании — удачный набег на Ригу. Если положить руку на сердце, то все достижения сегодняшнего дня стали возможными благодаря начальным шагам под крылышком старшины корабельщиков. Расцелав растроганного Шушуна, Норман запрыгнул в сани и взял в руки гармонь. Разбрызгивая талый весенний снег, лошади затрусили к озеру, а над строящимся городом разнеслась песня «Раскинулось море широко». Это Норман взялся за проверку первых опытных образцов. Сани легко скользили по покрытому лужами льду, вскоре выехали на трассу Кола-Новгород. Заночевали на Рыбрике, где познакомился с Мурманами. Молодежь, одна молодежь, не старше двадцати, в глазах робость и восхищение. Они именно таким ожидали увидеть своего предводителя, рослый, широкоплечий, мощную мускулатуру, не могла скрыть даже шуба. Настоящий герой, способный в одиночку взять крепость с полутысячным гарнизоном. Флейн и Бриген выпорхнули из саней и чуть ли не силой потащили своих сородичей к Норману. Началось представление лидеру нации. Валькирии называли имя, затем следовало длинное перечисление имен отцов, дедов, прадедов и былых заслуг предков. Все это завершалось крепким рукопожатием и взаимными объятиями. Норвезцы от волнения краснели и косились на парадный меч, который Норман обильно украсил китайским стеклом, искусственным жемчугом и «золотой» бижутерии. В завершение юноша и девушки, а воительниц оказалось чуть ли не половина, пропели клятву верности, выслушали пожелания светлого будущего и гурьбой бросились в дом. Всем не терпелось услышать рассказы Флейн и Бриген, которые уже на бегу начали хвастаться своими мечами. Старости рыбряки Сытько не терпелось похвастаться зимней добычей. Первым делом он повел Нормана к складам. Да, меха, меха и меха, горы, пушнины. В основном песец, норка, соболь, куница и белка. Столь огромное количество поражало воображение. На этом фоне килиманджару лисьих, волчьих и медвежьих шкур как-то не впечатляло. Сарай с кабаньями и лосиными шкурами до короба соли были показаны ради отчета. Хоть и немалые деньги, но слишком блекленько на фоне пушного изобилия. Откуда столько мехов? После окончания осмотра поинтересовался Норман. Вятские, чьи же еще? Только они норовят беспошлино проскочить в Новгород. А Волокна, свирим, мимо никак не пройти, что зимой, что летом. — Договорные земли начинаются от Вознесенского монастыря. Разбойникам только Онегу проскочить, а дальше их никто не тронет. Норман невольно усмехнулся. Тут большой вопрос, кто занимается разбоем. По большому счету, вятские торговцы в своем праве обойти стороной Венгинскую пристань. Там собирают дань и гарантируют безопасное плавание вдоль южного бега озера, где стоят два сторожевых погоста, Мегорский и Оштинский. Вознесенский монастырь служит маяком, вернее, его колокольня указывает вход в свирь. Воинов там практически нет. И погосты не смогут ни защитить, ни напасть. Флота нет. На всех три ладьи и пяток ушкуев. — Что по этому поводу говорят новгородские купцы? Норман кивнул в сторону пришедших на ночи их караванов. — Хвалят. За бессермян и ватюков никто не заступится. — Кстати, когда это ты успел организовать здесь постоялый двор? — Само собой получилось. От твоего дома как раз дневной переход. А от меня до Ивинского еще день. Удобно купцам. — Что-то я не припомню постоялого двора у Медвежьего замка. — Кто же у княжьего терема постоялый двор поставит? — Он в устье за каменки, три километра на север. — Ай да вепсы, ай да молодцы! Как они ловко развернулись! Норман даже не подозревал, что заложил замок на оживленном торговом тракте. — Неужели вятичи так серьезно достают купцов на Итиле? — Не, бессермяне не обижают наших купцов. — Опасаются отпора корабельных дружин? — Да нет. Считай, каждый год вместе в Варяжское море ходим. Опознают в ком разбойника, пощады не будет. — Так почему вятичей не любят? — Говорю тебе за разбой. — Я не понимаю, где они нападают? — Как где? — Ты в Ичигодские земли знаешь? Ну, где княжит Юрий Борисович Сысольский? — Без понятия. Никогда о нем не слышал и не представляю, где это находится. — Ватяки нас туда не пускают. Приходится в обход идти по реке Печорья. — Ничего себе! — не удержался от восклицания Норман. — Это крайний север. — То-то и оно. И князь Михаил на пермских землях что ни год отбивается то от ватяков, то от зырян. Бывает, бессермяне с черемисами набегут. — Фермские земли? Ты не путаешь. Там много железа и каменного угля. Про железо и уголь ничего не знаю, а пушнина и соль ворованные. Откуда такая уверенность? На вятских землях Соболь и Песец отродясь не бегали, зато выдры много. А соль в Карабас сыпают только в соль в Ичигодских сливарнях. Интересные новости. Новгородские купцы полным ходом осваивают Европейский Север. Надо будет снова заглянуть в компьютер Максима. Каменный уголь даст высокую температуру, что намного облегчит выплавку стали. К тому же Пермский край богат рудой. Можно уболтать кого-либо там, обосноваться. Железо нынче, ох, как в цене. Утро встретило снегом с дождем и неприятным порывистым ветром. Норман сразу забрался в спальный мешок и до вечера не высовывал носа. Судя по окликам ездовых, сани часто обгоняли попутчиков. На лихе лошади резвы бегут. Было немного грустно. Он вчера простился с валькириями. Флейн и Бригин вместе с сородичами отправлялись на Ладогу, решив уйти на трофейных дракарах и карфе. В конце концов, это их право. Встретились и разошлись. Никто никому не давал никаких обещаний. Норман даже не поинтересовался, как они собираются выбраться в море. Ладога и Онега вскрываются ото льда намного раньше Невы. А Финский залив до середины апреля полон ледяных полей. Мысли текли ленивым ручейком. Новгородцы на Крайнем Севере скупают пушнину и вывозят соль. Зверя бьют до середины зимы. В конце февраля начинается линька. Сейчас самая пора вывозить готовую продукцию. Скучно. У Нормана нет интересов в меховом бизнесе. Всего лишь случайная добыча, пусть очень большая. В Персии пушнина ценится высоко, даже не на вес золота намного выше. Там мехами украшают парадные одежды, как в России, золотым шитьем. Здесь нет золота, там нет соболей. Княже, Нил осторожно приоткрыл клапан спального мешка, тебя князь Устюшский к себе в кибитку приглашает. Только сейчас Норман обратил внимание, что сани стоят, а его воины с кем-то оживленно разговаривают. Вылезать из теплого гнездышка совсем не хотелось. С неба по-прежнему сыпался мерзкий снегодождь, а злые порывы ветра выплескивали на обочину лужицы талого снега. Неохота, но надо. Не сидеть же всю жизнь бирюком в своей берлоге. Не лишнее дело познакомиться с дальним соседом, еще земляком, если брать истинное место рождения Руслана Артурыча Нормашова. — Князь Устюшский, интересно, он никогда не слышал о существовании этого княжества. Норман выбрался из спального мешка, Нил заботливо набросил ему на плечи шубу из белого песца. — Никогда не успели сшить шубу, — остраненно подумал Норман, направляясь к кибитке, рядом с которой стоял высокий и широкоплечий мужчина. — Рад тебя встретить, князь Андрей. Меня зовут Федор, правлю на Устюшских землях. — А по-батюшски как? Ты старше меня, как-то неловко называть только по имени. Брось, я чту воинскую отвагу да умение. Родовитостью кичатся те, кто за печкой сидит. — Кони у тебя хороши. Норман повернулся к попарно запряженной четверке, чтобы скрыть свою досаду. Говоря о старшинстве, он подразумевал возраст, а в ответ получил оплеуху с прямым указанием на безродность. — Люди твоих рысаков хвалят, что привез из Любика. А ты едешь в простых санях. Породистого скакуна легко загубить по весенней погоде. Новый упрек разлил Нормана. — Я еду в Вечи послушать. — Разве Устюг под Новгородом? — Ты совсем не знаешь Русь? — Я сам по себе. Но решение золотых поясов может и по мне больно ударить. — Это вряд ли. Серебро и соль всегда под большим спросом. Дураки на Вечи не сидят. — Э-э-э, друг, да ты, я смотрю, совсем ничего не знаешь. Сам-то куда путь держишь? — Дела в Новгород позвали, — уклончиво ответил Норман. — Кстати, твои дела. — Очень кстати. Решение на Вечи и тебя коснуться. — Меня? — А я здесь с какого бока? — Надеешься на большую печать Ганзе? — Для Михаила Андреевича это выход, а для меня полвыхода. Соль некому продать. — Давай по порядку, кто такой Михаил Андреевич? — Ну, дела. — Михаил Андреевич, выходи. Тут один Мурман нашелся, что о тебе даже слова не слышал. — Покажи мне это чудо! Кибитка покачнулась, оттуда кряхтя и охая выбрался дародный боярин. — Полюбуйся! Князь Андрей на грозу всех мурманов и свеев. Это князь Михаил Андреевич, владетель кемских земель. — Ни хрена себе! А то шутят. Кемская волость, кемская волость. Какая волость? Там, оказывается, целое княжество. — Люди про тебя хорошие говорят. Михаил Андреевич обнял Нормана. В одиночку у свеев крепость забрал. Не врут? Сами нарвались. Незачем на мои села нападать. — Значит, правда, — засмеялся князь Михаил Андреевич. — Эх, мне бы твою удаль! Я бы на Коле крепость построил бы. Норман промолчал. А что говорить, если в теме ни ухом, ни рылом? Кстати, и Ганза не знает, что крепость кем считается новгородской водчиной. — Федор Иванович, — продолжил князь Михаил Андреевич, — приглашай к князя Андрея в свою кибитку. — И правда. Чего тебе неделю в вепских дровнях валяться? Поехали с нами! — наигранно воскликнул князь Федор. — К чему это? Внутри не напрягся Норман, но послушно нырнул внутрь кибитки. Тут же подскочил Нил и протянул парадный меч. Оба князя напряженно замерли. Кибитка оказалась весьма удобной. При желании можно было откинуть две боковые полки и поспать или просто поваляться. Поставив меч в выгородку для оружия, Норман скинул шубу и начал устраиваться поудобнее. У него в голове суматошно металась единственная мысль. Зачем? Зачем? Зачем он им нужен? Встретились они случайно, в этом сомнений нет. И сразу при знакомстве показное дружелюбие. Все князья, друзья, товарищи чушь, воюют. Каждый в первую очередь заинтересован в собственном благополучии. Дружелюбия просто так не возникнет. Сейчас несовместная прогулка к девочкам в соседнюю деревню. Общая опасность от кого? Если шведы, в лоб получит только Норман. Если мурманы, пострадает один Михаил Андреевич. У Федора Ивановича под боком вятичи. Общего врага нет, общего друга нет, общего интереса нет. Доходили до меня слухи о твоем богатстве, — дружелюбно заговорил князь Федор. Сейчас сам убедился. Дорогое оружие, — поддержал князь Михаил Андреевич, — с таким мечом не стыдно перед басилевсом стоять. Хорошо украшен, — согласился Норман. Он мог бы добавить, что разукрашенный меч не просто яркая цацка, но и очень опасное оружие. Кузнецы сразу приметили необычную руду и отложили ее в сторону. А Норман без промедления приступил к экспериментированию. Если это железо с примесями хрома и молибдена, то лучшего сырья для холодного оружия не найти. Сплав чрезвычайно жесткий. Меч получится легким и очень острым. Ахилл одобрил третий вариант, который был выкован с облегченной гардой. В конечном результате внешне получился красивый парадный меч, а фактически очень опасное оружие для боя в стесненных условиях. В пару отковал несколько длинноватый кинжал в скромном оформлении, для которого применил ноу-хау в виде подмышечных ножен. Так на всякий случай. Итальянцы оценили и тут же потребовали добавить в рукоять целый комплекс дополнительных приспособлений. — У тебя какие планы на лето? — невинно поинтересовался князь Федор. — По весне схожу в Персию, а там видно будет. — Дорога в лучшем случае займет сорок дней. Если товар сразу продашь, то обернешься не раньше августа. — Как? Я полагаю, обернуться быстрее. — Да. — Три месяца, полтора месяца в один конец. Да они на яхте проходили из Питера в Астрахань за четыре дня. Испали прихоть очередной пассии Дениса Юрьевича даме, видите ли, свеженькой икорки захотелось. — Нет, такой хор петь не будет. Придется составлять план график плавания с точным учетом пройденного за сутки расстояния, иначе каюк, не видать шведского злата-серебра, а без денег и зерна разбегутся все его надежды вместе с дружиной. — Мои купцы там зимуют и возвращаются со следующим половодьем, — добавил князь Михаил Андреевич. — Я не могу задерживаться надолго. Свея обязательно вернутся на мои земли. — Почему сам торгуешь? — Поставь доверенного человека. — Всему свое время. — Как я спрошу за торговлю, если не буду знать порядок цен? — Странный ты, князь Андрей. — Зачем в купеческие дела лезешь? Ключнику все поручит. — Я без рода, без племени, со мной только друзья по несчастью. — Мурманы о тебе песни поют. — Восхваляю за битву с Годаром Транделагом и за спасение генуэзских купцов. — Попоют и забудут. — А что спас, так и они мне добром ответили. — Эй, князь, другой бы на твоем месте побил бы пришлых чужаков, да все добро себе забрал. Норман отмолчался, врать не хотелось, а правду говорить нельзя. — Твоя дружина по весне удвоится, — продолжил князь Михаил Андреевич. — Не поможешь в случае чего? — Свеи идут, — полюбопытствовал Норман. — Так ты вообще ничего не знаешь. — А что я должен знать? — Эх, легка жизнь под крылышком ганзы. Никаких забот, никто не тронет, — притворно вздохнул князь Федор. — Летом Литва может пойти на меня, — ответил князь Михаил Андреевич. Норман опешил. — Литовцы? С войной в Кеме? Невероятно. В школьном учебнике истории подобного не было. Не придут, — уверенно ответил Норман. Кишка тонка. — Ежели вече проголосует за князя Нариманта, то мне войны не избежать. — Поэтому о помощи спрашиваю. — Какой может быть Наримант, если Новгородом призван Иван Калита? — Слаб и болен великий князь Московский. С осенью не встают с постели. — Новгород не примет литовца, — уверенно возразил Норман. — Жемчуг Беломорья не окупит блокады Москвы-реки и Клязьмы. — Зачем тогда согласились принять литовское посольство? — Ха! Пошлет людей в Москву и выторгует себе побольше льгот. — Хорошо, если так. А случись иначе, мне туго придется. Без помощи мурманов никак не обойтись. — И мне твоя помощь не помешает, — заговорил князь Федор. — В этики совсем обнаглели. Под городскими стенами воруют. — Воеводе, попеняйте. Пусть патрули в дозор выпускает. — Пользы мало, а вдвоем нам легко разбойничье гнездо разорить да хлынов пограбить. — Я не против, да у самого дружины невелика. — Мала? — непритворно удивился князь Федор Иванович. — Или ты не знаешь о тысяче мурманов, что стали на зимовку у стенки Ми? — Тысяча. Откуда столько набежало? Теперь уже удивился Норман. — Откуда, никто не спрашивал. Только к тебе идут, это точно. — Нифига себе, тысячи норвежцев. — Что прикажете с ними делать? — Ему на Каспий идти, а те потребуют защитить народ от церковных поборов. Вот свалилась ему нежданная головная боль. Это сорок драккаров. С одной стороны, людская молва подарила ему настоящую армию. С другой стороны, воины пришли с надеждой на восстановление справедливости предков. Надо срочно искать приемлемое решение, пока эти норвежцы сидят далеко и ничего не требуют. Когда придут, будет уже поздно. Норман достал записную книжку и быстренько написал для Антонио коротенькое письмецо. — Ушлый дядька, интриги для него привычное дело, пусть думает, ищет выход из надревающей проблемы. — Нил! — Норман открыл дверцу кибитки. — Пошли человека к старости, рыбрики Сытько, письмо надо переслать итальянцам. — Гонец в рыбрику, затем догоняет нас, — уточнил Нил. — Верно, иначе мне придется одному возвращаться. — Но что за жизнь? Норман в расстройстве закрыл дверцу и заелозил, устраиваясь поудобнее. — Норвежское пополнение можно сманить в поход на Каспийское море? — Но это временная мера, они не за этим сюда идут. — На кой ему эта война где-то там за полярным кругом? — И эти два князя, кто они? Норман приступил к разведке словом. Шаг за шагом, с наводящими вопросами, притворным восхищением и откровенным удивлением, он смог прояснить для себя политическую карту современного русского севера. Удел князя Михаила Андреевича входил в состав Белозерского княжества, где сидел на престоле престарелый Роман Михайлович. Под рукой великого князя Белозерского было восемь уделов — Белосельское, Сугорское, Шелешпанское, Кемское, Карголомское, Ухтомское, Андожское и Ванбольское. Если фамилия Белосельских-Белозерских Нормана была известна благодаря шикарному дворцу на Невском проспекте, то все остальные имена ничего не говорили. Более того, сам факт существования стольких княжеств не состыковывался со скудными школьными знаниями. Кое-что он помнил из рассказов преподавателей во время учебы в Кириллове, но тогда его интересовали деньги и девочки, а история проходила мимо ушей. — Насколько я знаю, князь Белозерский живет за счет Волокос и Тилина-Онегу. Норман решил восполнить свои познания. — Он живет за мой счет, — захохотал князь Федор, — доит купцов, которые везут по Сухани соль да серебро. Не понял, какое отношение имеет Белозерский князь к торговому пути из Устюга? — Как какое? Купцы от меня уходят вверх по Сухани, затем по Шексне спускаются в Этиль. — Разве ты не торгуешь с Новгородом? — Я вообще ни с кем не торгую. Мое дело — обеспечить спокойствие и порядок. Что и кому продавать, то купеческая забота. День за днем до самого Новгорода Норман постепенно прояснил для себя личность князя Федора. Правитель восхищал своей изворотливостью, исхитрился быть со всеми в дружбе, в то же время не брал на себя каких-либо обязательств. Поставив приоритетной целью защиту серебряного рудника и соляных промыслов, вместе с тем никак не мешал вытекам грабить купцов. Приличная по размерам дружина в две тысячи человек сидела по острогам и крепостям. Купцам же предоставлялась возможность нанять княжеских воинов себе в охрану, что они охотно и делали. В результате на реке Сухани действовал вооруженный эскорт, гарантируя безопасность от соляных промыслов до пограничного острога Тотима. Подобная методика позволяла князю Федору содержать большую дружину и не конфликтовать с соседями. Но самыми интересными оказались взаимоотношения с Новгородом и Ярославским князем. Далекие соседи собирали дань с охотников за пушниной чуть ли не у самых стен у стюга. В конечном итоге Норман сделал для себя вывод, что помогать князю Федору нет никакого смысла. Совместный набег на Хлынов, столицу вытеков, как сейчас звали Вятичей, неизбежно закончится подставой. — Я полагаю, что тебе, князь Федор, выгоднее сговориться с нижегородским правителем, — как бы в раздумье сказал Норман. — Суздаль, свой нижегородский князь на это не пойдет. Его грабят бессермяне, вытеки не трогают, слишком далеко. Какой смысл ввязываться в драку ради малой добычи? — Вот и ответ на опасение о возможной подставе, — мысленно усмехнулся Норман. — Мне по барабану все эти разбойники и ушкуйники, а после набега неизбежно стану для них прямым врагом. — У него хватит сил не только взять Хлынов, но и присоединить богатые земли к своему княжеству. — А что, ты прав, — воскликнул князь Федор, — суздальские прибрали к рукам нижний, не побрезгуют и вятскими землями. Что касается князя Михаила Андреевича, то и он проявлял завидную гибкость в управлении своими землями. Поморы собирали жемчуг или били морского зверя, он же довольствовался обычным налогом. Какие купцы скупали товар, для него не имело значения. Владелец кемец честно охранял удел от разбоя, где даже мурманы не решались пошалить на обратном пути. Как и князь Федор, он не стремился увеличить свои земли. К новгородскому поселению на реке Кола относился с полным безразличием, может, это и правильно. Семимильные шаги вселенского завоевателя нравятся далеко не всем. Большинство людей предпочитают тихую и спокойную жизнь. Глава шестая Зверин монастырь Оба князя не хотели войны и ехали в Новгород с одной целью — помешать заключению договора с Наримантом. Они не сомневались, что Литва первым делом рванет за богатствами русского севера. Жемчуг и пушнина — это намного дороже золота. За невесомую шкурку дадут не одну десятиграммовую золотую монетку. Каждый правитель мечтает отделать свои одежды драгоценным мехом. А жемчуг? Драгоценные горошины передавались из поколения в поколение, качуя с одного платья или камзола на другой. Призвание Нариманта грозило князьям русского севера бедами длительных кровавых войн. А кто этого хочет? Разве что ненормальный. Благополучие правителя напрямую зависит от спокойствия живущих на его землях людей, по-другому не бывает. К Новгороду подъехали еще засветло. Норман сталращаться с гостеприимными попутчиками, которые направлялись в терема своих друзей из местного боярства. — Как к архиепископу в дровнях и заявишься? — не скрывая удивления, спросил князь Михаил Андреевич. — Нет, я остановлюсь в доме своего доверенного, управляющего по имени Сипой. — Ты что, почти хором воскликнули оба князя, и не думай! — Тебя архиепископ Василий позвал, а ты в другой дом едешь. Прям с дороги к нему в дом заявиться? — А как же, обидишь человека! Тебя ждут с любовью и лаской, а ты норов показываешь. — Да, подобного Норман не ожидал. У гостеприимства двадцать первого века совсем иные критерии. Вот так по незнанию древних традиций сам себе и навредишь. — Ты чего запровожался? — упрекнул Нил. — Теперь придется возвращаться назад. — Зачем? Городские ворота впереди. — Ты не хочешь ехать к архиепископу? Нил даже перекрестился от столь крамольного предположения. — Да едем, едем прямо к нему в дом. — В какой дом, княжи? Акстись! — Архиепископ Василий живет в зверином монастыре, — ответил Нил и указал себе за спину. — Ну что за жизнь! — мысленно вздохнул Норман. — На Валааме без малого две недели голодом морили. Сейчас отблагодарят по второму кругу. Поехали! И запрыгнул в сани. Через полчаса проехали мимо привратника и вскоре остановились у двухэтажного кирпичного дома, где у дверей поджидал монах. Как только Норман спрыгнул на землю, возница тут же тронулся на выезд, где у ворот столпился отряд сопровождения. — Чего это они? — вяло удивился Норман и пошел за монахом. В правилах монастырской жизни он уже немного разбирался. Например, у ворот стоял не монах, а послушник белого воинства, что-то вроде дворянской гвардии, давшей обет оборонять монастырь. Звен монастырь мощным бастионом защищал северные подходы к Новгороду. Ближние подступы к внешнему кольцу городских укреплений оборонял духов монастырь, а на правом берегу Волхова возвышались стены и башни Антониева монастыря. Не раз тевтонцы подходили к городу, но грамотное расположение монастырей вынуждало вернуться в Освояси. Следуя в покое архиепископа, Норман неожиданно сбился с шага, он не знал правил обращения к церковному начальнику. Право не называть же его по имени-отчеству. Не беда, монах рядом, он знает. — Прости, уважаемый, а как мне обращаться к архиепископу? — Владыко прост и дружелюбен, для него что князь, что простолюдин, но помни, залезть и лечванство выгонит за шеи. — Я могу к нему обращаться просто, Владыко? — Говори ахофтас, если успел выучить греческий язык. — Со всех сторон обложили, но что за жизнь? — Только начал учить основы языка, а в Новгороде уже все монахи знают, — тревожно подумал Норман, однако стиснул зубы и с решительностью новобранца на строевом плодцу вошел в покои архиепископа. — Вот ты какой! Богатырь! Настоящий богатырь! В делах воинских умел! — приветствовал архиепископ чирхлетловатым голосом. Норман опустился на колени и только после полученного благословения скромно ответил спасибо Владыку за честь. — Делами заслужил! Сам скромен, приехал в крестьянских санях да простых одеждах. Не на гулянку ехал. Зачем людей золотом да достатком смущать? Ишь, как складно говоришь! А если знатные бояре к себе позовут? В рубище заявишься? В санях сундук, там перстни и цепи золотые с шелковыми одеждами, сумею себе казать. Умен, в делах ловок, на храмы жертвуешь от всей души. Спасибо тебе, князь Андрей! Не последнее отдал. — Ты не просто медь прислал. Твоими вратами весь Новгород любуется. Из Москвы и Суздаля люди специально приезжают. Там не только мой труд. Летейщики с кузнецами славно поработали. Научились, могут и без меня сделать не хуже. — Значит, правду люди сказали? Я поначалу думал, что князя своего выгораживают. Сам работал. — Почему не сделать, если умею? — Свои навыки проверил, других научил. В любом варианте пользуют ли меня? — Дальновиден ты не по годам. Правильно посмотрел. Сначала врата прислал, затем украшения начал продавать. Но это между собой никак не связано. — А то! Спроси свою торговку ясноглазую. Покупатели первым делом спрашивают браслеты из той же меди, что и врата. Сначала Норман хотел возразить, мол, ничего не задумывал, но вовремя поймал другую мысль. — Владыку, могу ли я поставлять монастырю кованые крестики? — Хвалю. Быстро уловил свою выгоду. Пошлю к тебе человека, с ним оговоришь. — Спасибо, Владыка. — Это тебе спасибо. Сейчас иди, отдохни с дороги, а завтра скажешь свою просьбу. — Хорошо подумай. Пустяками не утруждай меня. Тут и думать нечего. Давно решил. Монастырь хочу построить и учителей из Царьграда привезти. — Смотри-ка, вот это просьба! Осилишь ли? Монастырь не год и не два строится. Возьмешься за гуш, не говори, что не дюж. Подумал уже. С архитектором поговорил. Глина здесь есть. Кирпичный заводик поставлю. — С кирпичом. Я тебя понял. Будет тебе льгота от Новгорода. Еще просьба есть? Позволь привезти типографию в монастырь. А мне разреши в замке сказки печатать. — Что за сказки? Сейчас мой учитель переводит на русский язык книгу Марку Пола со своими комментариями. — Хорошая задумка. Новгородские купцы купят ради собственной пользы. — Это все или еще что удумал? — Дай мне в дорогу наблюдательного человека. Надо описать поход по Итилю и обычаи торговых городов. — Тоже книгу напечатаешь? — Обязательно. Каждый купец должен знать полезную для торговли информацию. — Будет тебе монах в попутчиках. — Для себя что просишь? — Ничего. Руки-ноги есть, голова на месте. Строимся потихонечку. К осени церкви в корейских селениях поставлю. — Нет, мне ничего не надо. — Раз так, держи от меня эту грамоту. Любое усердие должно быть вознаграждено. Норман с поклоном взял рулончик бумаги, бегло прочитал текст, мысленно пожал плечами и снова низко поклонился. — Ступай в свои покои, князь Андрей. — А завтра жду тебя после обеда. Выделенная для проживания комната ничем не напоминала монастырскую келью. Просторное и удобное помещение позволяло принимать гостей, а мебель включала в себя секретер и конторку, на которой удобно писать стоя. После ужина Норман достал бумагу, свинцовый карандаш и долго сидел над простеньким рисунком. Всего-то окно, подсвечник на три горящие свечи да иконы в углу. В дверь осторожно постучали, в комнату заглянул мальчишка из школы при монастыре. — Меня повар послал, велел узнать твои пожелания на завтрашний стол. Без робости спросил пацан. — То, что и все, без изысков и разносолов, — равнодушно ответил Норман. Тут же в голове мелькнула мысль. — Постой, шкалер, как тебя зовут? — В крещении, Федор, а так волошкой кличут. — Вот что, Федор. — Сбегай к повару и вернись сюда, мне твоя помощь нужна. — Хорошо, дяденька. Рисунок получился на редкость удачно. Добавленная к сюжету фигура стоящего на табурете мальчика и стопка книг в корне изменили восприятие. Обычный школьник за уроками слегка сутул, на лице желание вникнуть в суть текста. — Это я? — глядя на рисунок, робко спросил Федор. — Нравится? — Красиво. — Посиди немного, я быстро сделаю копию для тебя. Норман взял второй лист и начал делать дубликат, порой что-то убирая или добавляя. — Вот ты где! В комнату без стука вошел монах, бегом в кровать. Мальчик проворно шмыгнул за дверь. — Зачем детей совращаешь? Я давно пора спать. — Да вот рисовал, — смутился Норман. Монах изумленно смотрел то на рисунок, то на руки Нормана. Наконец опомнился и спросил, как же это у тебя получается, князь Андрей. — Научили такие же строгие наставники, как и ты. — Я только письмо учу, — подавленно ответил монах. — Человек многое может, — ответил Норман и протянул законченный рисунок. — Завтра отдай Федору. Монах-учитель бережно взял лист сероватой бумаги и, не отрывая глаз от рисунка, вышел за дверь. С утра Норман отправился на монастырский двор, установил там мольберт и начал грифелем наносить на холст контур будущего пейзажного рисунка. Грифель — простая и легко доступная вещь, которую без затруднений можно купить в магазине, но не в четырнадцатом веке. Проблему решила Софья Андреевна, которая как-то увидела в его руках кусок древесного угля. — Эх ты! Правитель северных земель, рисовать умеешь, а грифель сделать не можешь. Я курсы выживания в темных веках не проходил. И учили меня рисовать, а не делать карандаши из подручных трест. Не сердись, великий князь, я без злобы подшучиваю. Нам еще не хватало сцепиться между собой. Тогда точно до портала никто не доживет. Надеюсь, свернутся. А вам здесь нравятся? Продукты без генетической модификации, масло с маслобойни, а не молочный жир. Уговариваешь остаться? Вы сюда забрались по собственной инициативе. Я попал по вашему разгильдяйству. Мы не виноваты, сами оказались невольными жертвами. Я не говорю конкретно о вашей группе. Как обычно, умные люди хотели всех осчастливить, да окунули в дерьмо. Не говори о том, чего не знаешь. Перетри уголь в пыль, смешай с вязкой глиной и просуши. Норман трудом сдержался от грубости. Сначала создали какую-то дурацкую машину времени, которая ловит людей вместе с машинами, затем сами вляпались в проблему и нос воротят. Секреты у них, видите ли. Ежику понятно, что с отчаяния перебрались от портала в замок, потеряли надежду на спасательную экспедицию. Ладно, шут с ними. Он дорогу домой найдет, а если нет, то и здесь жизнь начинает улыбаться. Тем не менее, рецепт проверил. И грифель получился отличный, не хуже магазинного, разве что без красивой упаковки. — Здравствуй, княже! Вот это я к тебе управляющего привел. Это сипой, что в Новгороде твоими делами правят. От неожиданности Норман вздрогнул и резко развернулся с полушагом вправо. Это рефлекс ухода от удара. Перед ним стояли переминающиеся с ноги на ногу Нил и широкоплечий мужчина лет сорока со шрамом через все лицо. Вы уж извините, заработался и не заметил, как вы подошли. Только сейчас он обратил внимание на столпившихся чуть поодаль монахов, которые, затаив дыхание, смотрели за рождением картины. — Так мы это... тихо звали тебя? Да ты ничего не слышал и не видел. — Ладно, ладно, сам виноват. Вместо дела рисунком занялся. Пошли в комнату. — Князь Андрей, позволь пригласить тебя в свой дом. Низко поклонился сипой. У меня уже полный сундук купеческих договоров. — Хорошо, пошли к тебе, только сначала зайдем в келью. Я мольберт уберу, а ты прочтешь грамоту архиепископа. Норман быстро собрал свои причиндалы, и тут, как по команде, стоящие на небольшом удалении монахи дружно бросились помогать. Судя по всему, вчерашний рисунок со шкалером уже получил всемонастырскую известность. Обед в монастыре примерно в пять часов вечера, так что со временем у Нормана было нормально. Вальберт установили поближе к окну. Писать надо при естественном освещении, иначе подобранный на палитре цвет при дневном освещении окажется совсем иным. — Как можно передать на картине ощущение уходящей зимы? — Да просто. Всего лишь контрастные тени, яркое небо и наздреватый снег. Этого достаточно. Каждый почувствует дыхание весны. — Княже! — воскликнул Сипой. — Тебе проявили невиданную милость. Ты в первой дюжине лучших людей Новгорода. — Разве? — С чего ты так решил? — Ты ничего не понял. Тебе даровано право хранить свои товары в монастырских клетях. — Ну и что? — Какая разница, где держать пушнину или ворвань? — Ну, разве что почетно. — Почет — это само собой. — Здесь не взымается городская доля за землю. И стражникам платить не надо. — Невелики деньги. — Да что ты понимаешь? — Я товары для Любика сюда завезу, а с купцов малую цену за хранение возьму. — Обидишь людей. Такое дело не скроешь. — Какой там? Им же выгода. — И монастырю прибыток. Каждый месяц серебром отблагодарю. — Таким способом ты монахам весь двор товаром завалишь, — усмехнулся Норман. — Нам все равно склады строить. Поставим здесь. — Тебе видней. Лес завезу после ледохода. — Лес? Княжи, здесь можно строить только из кирпича. — Пусть будет кирпич. Ты мне бумажку приготовь с раскладом по стройматериалам. — Обязательно на бумаге. Выделенная берез-то не в пример дешевле. Мне без разницы. Пиши на березте. — Да, вот тебе конторские книги для учета. Норман протянул дары портала. — Ух ты, красота! Китайские! Сипой осторожно провел ладонью по глянцевой бумаге. — И линии есть для ровного письма. Он осторожненько убрал конторские книги, вложенную переметную сумку и с надеждой спросил, — на продажу есть? — Большие деньги возьму. — По весне пришлю для мовчана, отошлешь в Любик и тебе добавлю. Хочешь — продавай, а лучше — одари нужных людей. И то верно. За такой подарок тебе век благодарны будут. Сипой вернулся к чтению грамоты и буквально через минуту бросил шапку на пол и начал танцевать. — Князь! Князь! Он упал на колени. — Ты богаче персидского шахеншаха! — Да шо с тобой? Вставай! Норман подхватил его под руки. — Князь Андрей, тебе даровано право ставить свои корабли к монастырскому причалу. — Что здесь особенного? Склад в монастыре, значит, и причал монастырский. Мытарь не ходит на монастырские земли. Через эту грамоту к тебе весь Новгород начнет друзья набиваться. — Разве я один с такой грамотой? — И другие есть. Человек тридцать берется. Только они никого к себе не подпускают. — Почему? — Или выгода не видят? — Да какая у них с этого может быть выгода? Они свой товар завозят, а ты чужой перепродаешь. Не вижу принципиальной разницы. С таким же успехом можно взять чужой товар и продать в Любике. Правду люди говорят. Не знаешь ты нашей жизни. Почти всем новгородским купцам заказан приход в гонзейские города. Это еще почему? За набеги. Считай, все купцы отправляют свои дружины пограбить Готланд или Ревель или Гапсаль. Сами-то купцы здесь. А у корабельщиков на лбу ничего не написано, ищи, и не команды. От людской малвы не скроешься. А гонзейские да готландские купцы за донос серебром платят. Вот оно что. Выходит, что мы с тобой заберем товар у Ганзы. На сегодня в затонах стоит три дюжины гадей с белой медвежьей мордой на штебне. Нам остается только долю взять за печать. Погоди, а как же Мовчан? Ему в одиночку не справиться. Не печалься, князь. Купцы на первом караване отправят своих приказчиков. Ты о монастыре подумай. На что монастырь? Они меня одарили. Я придумаю ответную благодарность. Разговор не о том. Монастырь ведет свою торговлю. Вот и предложи архиепископу посредничество. А что? Есть идея. Ты гонзейские порядки хорошо знаешь? Многократно бывал и жил там пять лет. А они разрешат у моих складов греческую церковь поставить? Ох, и хитер ты, княжи! Разрешат! Им нет резона с Новгородом ссориться. Сам Мовчану отпишешь или мне доверишь? Пиши. Невелика важность. Не скажи, князь, не скажи. Деньги потекут немалые. Тема монастырской торговли подтолкнула Нормана к новой идее — строительству Соловецкого монастыря. Во время учебы в Вологодском областном училище культуры он слышал много рассказов о возникновении монастыря. Преподаватель истории иконописи был фанатом Соловков и объяснял, что побудительной причиной послужили набеги норвежцев, которые грабили ловцов жемчуга. Мощный бастион вырос благодаря монахам. Белозерскому князю было не по силам возвести на севере крепость. Тогда и возникла идея привлечь Кирилло-Белозерский монастырь. Что ж, сначала надо переговорить с архиепископом Василием, а затем с князем Михаил Андреевичем. Строительство не потребует больших средств. Местные жители помогут, ибо они больше всех страдают от набегов норвежских разбойников. На обед подали перловую кашу на меду с изюмом и дробленными орехами. Вкуснотища! Норман с удовольствием оприходовал полную миску и с трудом поборол желание просить добавку. Нельзя переедать, даже если очень вкусно. Принесли кофе, что заставило Нормана мысленно усмехнуться. Такое не может быть случайностью. Явно монастырские старцы ведут активную переписку. — В дороге я познакомился с князьями Кемских и Устюжских земель, — нейтрально заговорил Норман. — Слышал, на торгу об этом только и судачат. — Что может быть в этом интересного для горожан? — Будто не знаешь. К тебе мурманы идут. Большая сила собирается. — Не хочу лукавить. Я не знаю Гадара Транделага, и Недарус никогда не видел. Это не имеет никакого значения. Мурманы через тебя ищут лучшей жизни. — Я ничем не смогу им помочь. — Надо, князь Андрей, неси крест в мурманские земли. — У меня нет ни войска, ни дома. Только строиться начал и на тебе. Бросай все и веди бродяк незнамо куда. Ты людей прими, обласкай, надежду дай. А прометчивых поступков не делай, пойдешь воевать шею свернешь. — Где же я эту ораву размещу? — Не о том печешься. Ты их прими и направь. Сами расселятся. Норман чуть было не вспылил. На кой хрен ему эти мурманы с треской и походом за полярный круг? Но вовремя просек слова «неси крест». Если это понимать буквально, то на него возлагают поход по крещению норвежских земель. Но почему все идет наперекосяк? — Вроде нащупал для себя золотую жилу. Живи да радуйся. Не отойди воевать. И не откажешься. Архиепископ неспроста затеял разговор. Норман пойдет воевать, а владыку получит новую паству. — Для начала придется заложить две опорные крепости, а лучше крепость и монастырь. — Закладывай. — Внешне безразлично, — ответил архиепископ. — Крепость надо построить на Терском Волоке между Иммандрой и Колой, а монастырь — на Соловецких островах. — К чему тебе острова? — К тому же это Белозерские земли. Путь из Новгорода на реку Онега лежит через Венгинскую пристань. Острова прямо на пути в Кандалакшу. — В твоих словах есть резон. Но Роман Михайлович, князь Белозерский, не согласится. — Поэтому я и предлагаю построить не крепость, а монастырь. — Кто строить будет? Игумен Влаама объявит строительство скита, а дальше будет видно. — Ох, и хитер ты, князь Андрей! Не по годам ловок в делах! Влаам стоит сам по себе, никому не подчиняется. Остается одна загвоздка, князь Михаил Андреевич. Монастырские стены вырастут на его землях. — Его уговори. Он перед новгородскими купцами в долгах, как в шелках. Что так? По виду вроде небражник, в разговоре рассудителен. Жена до семеро дочерей чуть было померу не пустили. Его терем в Белозерске побольше великокняжеского. — Понятно. Надо бы еще одну крепость заложить. — Не много ли? Ты сначала на карельских землях устройся, затем на мурманские земли заглядывайся. — Пришлите толковых людей в помощь моему архитектору. Через два года сами начнут крепости строить. — Плату непомерную затребуют. — Это моя забота. С ним я сам договорюсь. Ну-ка, покажи мне свою гривну. Норман пожал плечами и положил перед архиепископом гривну на золотистом шнурке от кроссовки. — До завтра оставь у меня. — Ты родственников не пытался искать? — Я? Здесь? Да откуда у меня могут быть родственники в этом мире? И прикусил язык. — Ты молод. Отец твой должен быть жив, если не сложил свою голову в бою. Мать Жданой звали? В ответ Норман только кивнул головой. — А что скажешь? Я, мол, через портал времени прошел? До моего рождения без малого семьсот лет. Следующие два дня Норман писал картину, вникал в детали купеческой жизни и расспрашивал покупателей латунных украшений. Впрочем, и Тега оказалась весьма толковой торговкой. Она тщательно записывала все пожелания своих клиентов. В результате получил полную корзину с аккуратными рулончиками бересты. Встречи с купцами, которые организовывал Сипой, начинались с вопроса о Мурманах. Торговый люд опасался, что эта рать пойдет или на Новгород, или пограбит ближайшие города и села. Не удержался от этой темы и воевода охмыл. — А ты, оказывается, умелец на все руки, — обнимая, — воскликнул представитель московского князя. — Не надо преувеличивать, — засмеялся Норман. — Кое-что умею, а до умельца мне не дотянуться. — Не скромничай. За зиму княжеский удел себя отвоевал. Иной всю жизнь бьется, а дальше трех деревень вырасти не может. Повезло, пьяных свеев враспло застали. Вот и побили легко. — Ну да, они из Денсгольма сами убежали. — Кстати, сердобльский воевода сообщил, что две сотни к тебе ушли. Это правда? — А не совсем. Сначала Лунт увел чуть более полутора сотен воинов, а затем к нему еще почти сотня прибилось. О том и разговор. Удел у тебя малый, а войско собрал вровень с Новгородом. Тоже мне сравнил. Корабельная дружина на полсотни кораблей. Вот тебе полторы тысячи. Все равно у тебя воинов намного больше. Какой там? В крепостях гарнизоны да ушкуйники. Людей не хватает. На ушку и посадишь пришлых мурманов? Больше некого. Кормчих из Новгорода и двух дюжин не набрал. Куда набег затеял? Не на нашей земле? Ну да, сначала поставлю здесь свои склады, потом приду и сама граблю. Не смешно. В Персию собрался. За год не обернешься. Это почему еще? Быстрее никак не получится. В вышнем волочке и волоке на ламе по весне будут большие очереди. Примечание. Волок на ламе. Волоколамск. Конец примечания. Вообще-то я хотел пройти на Этиль прямиком Санежского озера. Пойдешь соляным путем? Имею в виду, на Вытигре и Шексне острогов нет. Там что ни село, то разбойничье гнездо. Зато мурманам будет нескучно порезвяться в волю. Заодно полон на продажу соберем. Ты поосторожней. В набат ударят, и на выходе из Шексны княжеская дружина встретит. Ну, что ж делать, для меня это самый короткий путь. Поговори с князем Михаилом Андреевичем. Пусть тебе своего человека в дорогу даст. Спасибо за добрый совет. Нет, князь Андрей, это тебе спасибо. Дружина испробовала твои щиты легкие, удобные, крепкие. Я еще хочу заказать. А фанера-то тю-тю нету, закончилась. И не скажешь воеводе об этом. Он одно поймет, обман был. Я начал делать другие щиты из железа. Они легче и удобнее. Норман сходу придумал отговорку. Не скажи, был у меня железный щит. Московские кузнецы подарили. После каждой сечи в ремонт относил. Что так? Неужели насквозь пробивали? Хуже, сминается от ударов. После ледохода жди подарок. Проверишь мой щит и опишешь. Испытаю, почему нет. Люди хвалят твое умение. А царские врата — просто чудо. Даже не верится, что сделано человеческими руками. Ничего сложного. Кузнецы-долитейщики отлично сработали. Не скромничай. Давича сам архиепископ осознался, весь Новгород тебя благодарит за подарок чудесный. Снова вляпался. О металлических щитах он ничего не знает. Персидский щит лучника против стрелы — тоска, снова придется изобретать. Одно хорошо, а хмыл сказал о деформации, что уже наводит на определенные мысли. Кричное железо по своей природе очень мягкое. По прочности щит получится вроде кровельного железа. И закалка не поможет. Не те технологии. Трещины пойдут. Нормальные стальные щиты появились одновременно с керасами, когда люди научились плавить руду. По дороге в монастырь Норман радумывал над вариантами изготовления. Но воображение рисовало неподъемную металлическую дверь, которую как-то раз он помогал затаскивать на третий этаж. Надо придумать свой вариант. Адаптировать классический персидский щит к методике ведения рукопашного боя. Глава седьмая. Нежданная родня С утра Норман собрался на торг, хотел зарисовать Кремль со стороны реки. Он бывал в Новгороде двадцать первого века, но никогда не интересовался историей города. Сейчас, оказавшись здесь по неволе, поразился серьезностью городских укреплений. Привычный Кремль у реки — это последняя линия обороны. Далее шло второе кольцо мощных стен и башен, а передовой рубеж проходил по рекам Гзень и Тарасовец. Ох, непросто пройти через три линии каменных стен и взять этот город, а с учетом окружающих город-монастырей и мощного флота, захватить Новгород практически нереально. Однако военная сторона Нормана не интересовала, он собирался запечатлеть красивый вид на Кремль. Кроме того, планировал сделать Тарасовец. Несколько этюдов из рисовок местных жителей. Колоритный вид обывателей так и притягивал, просился на холст. Шубы носили мехом вовнутрь, а внешнюю сторону обшивали шелком или сукном, причем ткань была необычайно ярких красок, главным образом алая или небесно-голубая. Послышался осторожный стук в дверь, затем в приоткрывшейся щелочке показалась голова молодого монаха. — Князь Андрей, владыку приказал тебе никуда не уходить. Ты должен принарядиться и ждать. — Чего ждать? — Не знаю, больше мне ничего не сказали. Вероятнее всего, в монастырь приехал кто-то из важных персон, возможно, даже один из золотых поясов. Городом правила дума из трех дюжин бояр, а отличительным знаком народных избранников служил золотой пояс, а не цепь на шее, как в Любике. Собственно, какая разница, кто при любом раскладе рано или поздно Норману предстоит познакомиться с местной знатью. С этой точки зрения встреча при посредничестве архиепископа значительно повышала статус самозванного князя. После некоторого раздумья достал одежду европейского стиля, а на шею повесил широкую золотую цепь с крупными ромбовидными стекляшками василькового цвета. Затем долго вертелся у окна, стараясь аккуратно собрать на затылке конский хвост и скрепить волосы яркой заколкой в тон золотой цепи. Завершило убранство ожерелья перстней с крупными зелеными стекляшками. Зеркала нет, но, представляя себя со стороны, Норман шипел лютым змеем еще тот видок. На этот раз в дверь постучали решительно, на пороге появился какой-то церковный начальник. — Князь, прошу пожаловать к владыке. У него гости важные и званные. Норман хотел было уточнить, что значит званные, это которых пригласили или какой-то общественный статус, но не успел сформулировать вопрос, провожатый с поклоном открыл широкую двустворчатую дверь. — Входи, князь, я здесь постою. Первое, что сразу бросилось в глаза, — это обилие красного цвета и позолоты, шелк и бархат, резная мебель и широкие диваны византийского стиля. Впрочем, чему удивляться, в монастыре находится резиденция архиепископа, а данный зал служит для официальной встречи и церемоний. Маленький столик у окна и три мягких кресла. Архиепископ Василий и пятидесятилетний мужчина доброжелательно смотрят на вошедшего Нормана. Вдоль стен на диванах в несколько напряженных позах еще человек двадцать, из них четыре женщины. Князь Нариман с официальным визитом к архиепископу? С удивлением подумал Норман, — а я здесь при чем? — Садись, князь Андрей, — архиепископ указал на кресло справа от себя. Наверное, на лебяжьем пуху усаживаясь, — подумал Норман, — надо будет подарить кресло на пружинах. Дедок совсем не вредный. Для дальнейшей жизни теплые взаимоотношения будут только на пользу. — Расскажи нам все, что ты знаешь о своих родителях, — продолжил архиепископ. — Мать умерла при родах. Отец был воином, но я его никогда не видел, — пожав плечами, ответил Норман. — А что люди говорили? — Да ничего. Им-то какое дело до меня? У каждого своя жизнь и свои заботы. — Ты знаешь, из каких мест привезли твою мать? Она жила недалеко от Онежского озера. Норман начал злиться. К чему эти расспросы? Им что, почтовый индекс деревни сказать? Или номер телефона председателя сельсовета? — У тебя что-либо осталось от матери, кроме гривны? — Нет. — Имя своего отца знаешь? — Нет. — Мурманы тебе рассказывали о набеге на твой очий дом. Жаловались и пили горькую. Вспомнив деревенских мужиков, усмехнулся Норман. — Ровдиев, что скажешь о гривне? — спросил архиепископ. Из уголка встал крепенький мужичок, перекрестился, поклонился и ответил. — Моя работа. Я узор правлю на дубовой плахе. Бой затачиваю особо, чекан держу с наклоном. Ни с кем не спутать. — Уверен? А то лучшие люди только у меня заказывают. И Федор Данилович стороной не обходит. — И эту гривну делал для него. — Помилуй, владыку, там же лебедушки. Я вывел в Ждане такой знак для подвенечного наряда. Вот и свела судьба отца с сыном. Архиепископ встал. — Обнимитесь, родственные души. Боярин, что сидел напротив, неловко вскочил, чуть не опрокинув стол. И слезами на глазах обнял Нормана. Остальные обступили тесным кругом, что-то говорили и плакали от избытка чувств. Неожиданный поворот событий поставил Нормана в ступор. — Да какая это родня! Чушь, дурь! И вообще здесь ему никто не нужен. Он сам по себе. Он привык жить один, полагаться только на себя, делать только то, что хочет сам. Неудачная женитьба на Юле только утвердила его в стремлении опираться на собственные силы. Нет, он категорически против. Дождавшись окончания объятий, поцелуев и поздравлений, Норман сел и беспомощно посмотрел на архиепископа. Надо как-то сформулировать слова, убедить в ошибке и не огорчить этих людей. Он не собирался входить чужеродной занозой в их жизнь, но, встретившись с пристальным взглядом владыки, Норман все понял, а легонький удар ноготком по столешнице показался грозным предупреждением. Подстава! Ему просто-напросто по случаю подыскали подходящих родственников. Это хорошо или плохо? Придется ставить свои условия. Из замка он никуда не переедет. Чужое наследство ему не надо. Хотя сейчас вроде бы другие законы. Имущество считается достоянием рода и не передается от отца к сыну. К сожалению, Норман не вник в детали, когда случайно услышал рассказ о законах Древней Руси. Ему запомнились права наследования вдовы, с которых и начался рассказ одного из любителей русской старины. Нет, чужого он не возьмет, но и своего не отдаст. Поздравляю тебя, Федор Данилович, с обретением сына. Доброжелательно произнес владыку. — Теперь по праву получишь свидетельство о смерти нежданы. — Я могу назначить дату венчания? — радостно воскликнул папаша. — Можешь. У меня нет сомнений в словах князя Андрея. Вот она, самая главная заковырка. Норман глянул на родню и сразу определил будущую мачеху, дородную девицу, густо покрасневшую при словах о венчании. — Ну и ладушки, у них своя свадьба, а у него своя. Пусть живут и радуются. Осталось договориться о невмешательстве в дела друг друга, и можно спокойно жить дальше. На таких условиях он согласен перейти в статус сыночка. Тем временем владыку позвонил в серебряный колокольчик. В зал торжественно вошел какой-то церковный начальник и положил перед архиепископом два рулончика бумаги. Вот она, долгожданная бумага. Федор Данилович упал на колени и получил свидетельство о кончине своей бывшей супруги. — Держи, князь Андрей! Владыку протянул второй рулончик. — Теперь ты, Андрей, сын столбового боярина Федора Венгинского! Последовал второй раунд слез с объятий и поцелуев с пожеланием не уронить честь древнего рода, а Норман пытался вспомнить, в какой связи он слышал эту фамилию. Пошли, сын, в сани, еще раз расцеловав, потребовал нежданный папаша. — Я сейчас вестника отправлю, заодно слуг пришлет твои вещи собрать. — Холодно, мне надо шубу взять, да своим людям сказать о новом жилище. Норману совсем не понравился приказной тон обретенного родителя. — Кречет, принеси моему сыну шубу! Не глядя, — приказал Федор Данилович, статный сорокалетний мужчина побежал исполнять приказания. А папаша продолжил. — За своих дружинников не волнуйся, они днеют у монастырских ворот. Нормана передернуло. Он не привык к подобному обращению. — Одно дело, когда общаешься с друзьями, а здесь ему тыкает и приказывает совершенно посторонний человек. — Ладно, назвался груздем, полезай в кузов. Денек придется перетерпеть, да убираться в освоясь, и здесь ему больше делать нечего. — Держи, князь! На плечи легла невесомая белая шуба. — Не запахивай пол и не замерзнешь! Последовал новый приказ. — Люди должны видеть, каков мой сын! — Да что это такое? Норман Гелли сдерживался, чтобы не дать этому дядьке в лоб, раскомандовался тот. — Пусть у себя дома наводит порядок, вслух шугает, будущую жену воспитывает. — Нет, надо будет поговорить по душам. — Да объяснить, кто есть кто. У порога архиепископского дома поджидала вереница саней. Да каких! Лошади в серебряной сбруи, на спинах алые попоны из плотного шелка, воски украшены тонкой резьбой, а полозья подбиты медной полосой. Не беден, однако, обретенный папаня. — Да, ладно, достатком меряются только дурни. Кавалькада тронулась под мелодичный звон серебряных бубенцов. У монастырских ворот к ним присоединился маленький отряд городской стражи и навейки верхом на лошадях. — Зачем они лошадей купили? — Зря деньги потратили. В море они не нужны. По лесам скакать, только себе шею свернуть, — с раздражением подумал Норман. Встречные люди снимали шапки и низко кланились, даже стражники у ворот согнули спины. А почетный караул чуть ли не ежесекундно выкрикивал — Радость в доме Федора Данилыча! Он сына своего нашел, Андрея Федоровича, который ныне княжит на земле Карелов. И так без конца, даже навейки подключились к этой забаве. Тьфу ты! Народ, конечно же, таращился на Нормана, как на королеву карнавала в Рио-де-Жанейро. Еще бы! На нем золото и блескучего стекла, как на новогодней елке. В город въехали через Загородские ворота, пересекли речку Гзень и проехали в Неревские ворота. Норман начал всматриваться в дома, стараясь предугадать, где живет столбовой боярин Федор Данилович Вингинский, но Кавалькада продолжала приближаться к Кремлю, а стражники и навики теперь выкрикивали новость, перебивая друг друга. Вот и сфийские ворота. Улица забита плотной толпой. Люди улыбаются и что-то кричат. Копыта выбили дробь по откидному мосту и сани свернули влево. — Вот ты и дома, сын! Федор Данилович заплакал, обнял Нормана и повел к крыльцу, где столпилась плачущая челядь, а с Софийской площади доносились крики «Радость в доме Федора Даниловича! Он сына своего Андрея Федоровича нашел, который ныне княжит на землях Карелов!» — Иди на порог! Боярин легонько подтолкнул в спину. Норман пожал плечами. — Если его пропускают первым, пусть будет так! Однако войти в дом не удалось, на пороге подхватили сильные руки и со смехом понесли вокруг трехэтажного каменного терема. От неожиданности он попытался вырваться, чем вызвал бурю восторгов. Одна из женщин громко прокомментировала. — Силен и своенравен у тебя, сыночек, боярин! Ишь, как к славе смится! Слова утонули в радостном крике, людям понравилось подобное истолкование поведения наследника. Но вот закончился обряд знакомства с жилищем, новорожденного внесли в дом и уложили на мягкий диван. Почувствовав под собой что-то твердое, Норман сунул руку за спину, рука нащупала меч, и он машинально поднял его над собой. На этот раз раздался уже настоящий восторженный рев и многоголосое повторение одного слова «Воин! Это воин!» Клоуна, да да и только! Норман вскочил с дивана. — Нил, где мой меч? Нищи сюда! Тут же из-за спин выскользнул широко улыбающийся оруженосец и протянул Норману парадный меч. Родичи и челядь дружно ахнули. Еще бы! Блеск стекла и пластмассовые накладки из бижутерии под золото, способно поразить любого человека четырнадцатого века. Хромово-анадиевый клинок беззвучно выскользнул из ножен. Норман развел в стороны руки, намереваясь перерубить дурацкий меч, на который его так бесцеремонно положили, ехидно посмотрел на зрителей, и тут взгляд зацепился за лежащие на столе парадные ножны. Да, сразу видна тонкая ювелирная работа, по красной кожи шла золотая сеточка с массивными накладками с обеих концов. Причем девственный блеск лакового покрытия скажет даже не специалисту, что ножны никогда не пристегивали к поясу. Он скосил глаза на лезвие и поразился изящной работе чеканщика. Он знал этот способ украшения холодного оружия, когда сначала выбивают канавку, а затем вставляют золотую нить и аккуратно сводят края. — Что делать? Взгляд метнулся по лицам людей, и вот он, выход. — Нил! — Ну-ка брось мне кочергу, что упечи! Оруженосец сразу сообразил о предстоящем спектакле, не раз видел, как Ахилл давал Нормана, заставляя его на уровне инстинкта наносить быстрый и точный удар. Чем выше скорость клинка, тем больше шансов пробить самую толстую броню. Нил театрально взял кованую кочергу, показал ее недоумевающему народу и сильно метнул в своего господина. Никто не успел даже ахнуть, как молнией сверкнула сталь, и три обрубка звякнули об пол. Теперь уже Норман театрально вложил мечи в ножны, и только после этого раздался дружный вопль восхищения и удивления. — Люба, славься наш, Андрей Федорович! — Погоди, сынок, — Федор Данилович обнял Нормана за плечи, — у тебя еще будет время покрасоваться. А сейчас садись. — А ведь папаня одинакового самого роста, — с удивлением заметил Норман. Он послушно сел в центре зала у небольшого столика, который по привычке определил как журнальный. — Прошу тебя, Владимир Данилович, стать вторым отцом для моего сына, — произнес нежданный родитель и поклонился в пояс мужчине лет сорока. Тот подошел к Норману и торжественно произнес — С гуся вода, а с Андрея хвороба, и ловко срезал прядь волос. Снова разноголосый гомон, тихие причитания и тайные наговоры. На столик поставили маленькую шкатулочку из карельской березы, куда положили отрезанный локон и как-то незаметно унесли. Пустяшная серьезность обряда развеселила Нормана, и он еле сдерживал смех. — Сын, отныне ты обязан почитать Владимира Даниловича, как меня, твоего родного отца, — назидательно произнес Федор Данилович. — Ты всегда можешь положиться на меня. Я разделю твои беды и удвою твою радость, — с этими словами Владимир Данилович крепко поцеловал Нормана в губы. — Родственники дорогие, прошу любить и жаловать продолжателя рода нашего. С этими словами хозяин дома низко поклонился собравшимся гостям. Последовавшее действие озадачило Нормана своей несуразностью. Многочисленные дяди и тети, в прямом смысле этих слов, подходили к нему семейными группами, ставили на стол резную шкатулку, в которой находились три совсем крошечных коробочки, затем на полном серьезе ему показывали содержимое, в одной находилась щепотка соли, в другой — немножко корицы или имбиря, а в третьей — несколько зернышек риса. Завершив показ, все аккуратно закрывали, добавляли маленькую золотую монетку, после чего по очереди расцеловывали виновника торжества. Выполнившие непонятный обряд проходили в трапезную, откуда уже доносился разноголосый гомон и поздравление родителя. Норман успокоился, с любопытством взглядывался в лица людей, впрочем, имен не запоминал. Незачем, он по-прежнему чувствовал себя здесь чужим и не собирался из сложившей ситуации искать личные выгоды. Пасьянс разложен архиепископом, важно не оказаться послушной пешкой в непонятной пока интриге. Нет, своевольничать он не будет, но и тупо лезть в петлю не собирается. День получился какой-то шебутной. Не успели родственники закончить свои ритуальные подношения, как наступил черед званых гостей. Из всех пришедших Норман узнал только двоих. Это Ахмыл, который на самом деле оказался боярином Ивана Калиты, а по жизни удельным князем Трубческого княжества, его имя вызвало невольное удивление, так как официально он именовался князь Иван Трубецкой. Другим знакомым визитером был начальник всех мытарей, который летом позволил поставить флот в загон и взял малую мзду. Им оказался посадский боярин Давид Борисович Ботецкий. Но вот поток посетителей иссяк. Нормана покормили отдельно от общего застолья, затем повели показывать подарки. Первым делом подвели к трем великолепным скакунам в изящной серебряной сбруе, шитые серебром голубые шелковые попоны и изукрашенные серебряными заклепками седла не могли не вызвать восхищения. — Кто же мне подарил такое великолепие? — любуясь мастерской работой, спросил Норман. — Воронова подарили родственники, гнидой куплен сладчину посадскими боярами, а белая кобылка подарена всем миром от купечества. — А почему на всех рысаках одинаковые попоны? — Как одинаковые? — искренне удивился Ключник, он же отдаленный родственник. — Ты внимательнее посмотри на шитье! — С шитьем понятно. Здесь всякие гуси-лебеди, там голубкие цветочки, а кобылку накрыли попоны с мечами и стрелами. — Ну, сам разницу видишь, а спрашиваешь. — Я о цвете попон говорю. — Эй, боярин, тебе до красной попоны еще расти и расти. — Могли бы зеленой покрыть, еще какой цвет подобрать, не сдавался Норман. — Ты что? Акстись, людей не смеши! — Тебе положен голубой цвет, и не вздумай накрыть своих коней другими попонами. — Даже на своих владениях. — Там ты сам себе хозяин. Вон люди сказывают, что приехал в город на крестьянских дровнях. Что в этом плохого? — Никакого воспитания! Эх ты, безотцовщина! По тебе обо всем роде судят! — По-твоему, я всегда должен ходить в шелках и золоте? — А как же иначе? — Вон летом приехал, дорогим оружием похвастал, по торгу в шелках ходил. Каждому видно, что человек с достатком. — Ну да, а чего ко мне драться полезли? — Вспомни, как был одет. Кожаные штаны, исподняя рубаха да колец заморских. Срамота! Ты князь, и одеваться должен, как князь. — Я неправильный князь. Ремесла знаю. — По-твоему, мне и кузнечным молотом в шелках махать? — Сразу видно, что ты в диких землях вырос. На подворье можешь ходить хоть в исподнем, здесь все свои. А за ворота ни-ни, отца твоего засмеют. — Да какое это подворье! Норман критически осмотрел жилой квартал с просторным двором. — Самое, что не есть, настоящее. Мы, Венгинские, с основания Новгорода здесь живем. В тех домах тоже, — Норман указал на обычные трехэтажные кирпичные здания. — А как же, все здесь! За ворота выводим только замужних матерей. На языке так и вертелся вопрос о численности семейства, но Норман сдержался, опасаясь получасового объяснения, кто есть кто и степень родства. Больше подарков нет, он решил уйти от темы родственных отношений. — Как же, есть! Пошли в ружейную! Норман радостно встрепенулся, наконец-то он увидит древние ружья. Увы, это оказался обычный арсенал, где хранилось оружие и доспехи всего рода венгинских. Зато подарки порадовали. Он получил два полных доспеха. Ахмыл преподнес от имени Ивана Калиты железный шлем с козырьком, бояре золотые пояса большого веча, одарили настоящим панцирем, кузнечная слобода сложилась на поножи и наручи. И все это с набивкой узора медной нитью получилось по-настоящему красиво. Зато второй доспех поразил своей необычностью. — Ну-ка, примерь вот это! Ключник протянул с виду обычный зипун. Норман критически осмотрел некое подобие пальто, но послушно его надел. — Тяжеловато, однако носить можно. — Что-то не похож этот зипун на боярскую одежду. — Какой зипун? Аполлоумил! Это куяк! — Да? Я вообще-то не разбираюсь, что и как называют. — Корабельщики тебе в складчину подарили. — Ты не смотри, что с виду неказист и бесшитья. Первая одежка для морских походов. — И в чем его достоинство? — Ты раньше такого не видал? — искренне удивился Ключник. — Да откуда мне о нем знать? — Я военные музеи не люблю. — Не понял, при чем здесь песнопение дружинников? — У греков Моуазии очень хороши. Примечание. — Моуазия — храм Мус, греческий. Конец примечания. — Ты был в Греции? — В Академии прошел полный курс обучения имущественному учету. — Во как! А я никак не осилю греческий язык. Не тяжела грамота, да и грек у тебя толковый. К зиме освоишь. — Ладно. Норман решил уйти от неприятного разговора. Не нравилось ему учиться. — Что в этом куяке особенного? — Ты прощупай его и сразу поймешь. — Это сукно, а не девка. Чего его щупать? — Не горячись. Под подкладкой вшиты железные кольца. Никакой меч не возьмет. Первая одежда для корабельщика. — Почему именно для корабельщика? — Для купцов другие делают. А здесь заполненная морской травой вставка из лосины. — Трава-то зачем? — Совсем одичал в мурманских краях, чтобы в воде не утонуть. — Спасательный жилет, что ли? Трудно мне с тобой. То простых слов не понимаешь, то помудренно говоришь. Да не нервничай. Я въехал в тему. И передай мой поклон дарителям. — Сам передашь. Здесь посредники не нужны. В завершении ключник провел экскурсию по подворью рода венгинских. Это действительно оказался настоящий жилой квартал, где дома разделялись складскими и служебными помещениями. Трое ворот охранялись воинами личной дружины. Кроме казарм, а оказалось несколько двухэтажных домов для прислуги и рабочих, больше всего Нормана заинтересовали мануфактура и расположенная почти в центре двора кузница. Предельно ткацкое производство поразило примитивным ручным трудом. Работники сами приводили в действие свои нехитрые устройства. Далее шли скорняки и сапожники, где Норман с полчаса наблюдал за несуетливой работой. Более всего заинтересовал один молодой парень, который ловко прибивал подметки деревянными гвоздиками. Неожиданный вариант по жизни оказался очень прост. Сначала шилом прокалывают дырочку, затем точный удар молотка вгоняет березовый колышек. На завершающем этапе на носок и каблук набивают подковки, но здесь уже применяли железные гвоздочки. Интересно. Завершив знакомство с подворьем, Норман поспешил в терем. Почему жилой дом так именовали, он не знал, а выспрашивать не хотел во избежание новых упреков. На данный момент необходимо понять, куда он снова вляпался и что из себя представляет род Вингинских. Надо выработать какую-то линию поведения от дружелюбного взаимодействия до полной отстраненности. В качестве информатора лучше всего подходил Ахмыл, который на самом деле оказался из достаточно известного впоследствии рода Трубецких. Он из московских людей и явно приближен к Ивану Калите, абы кого в Новгород воеводы и надсмотрщикам не пошлют. Как следствие, можно получить исчерпывающую информацию о новгородских и московских делах. — Я могу сейчас пройти в трапезную и поговорить с гостями? — спросил Норман у ключника. — Какие гости? — Андрей Федорович, все уже разошлись по домам. Завтра поговоришь. А сейчас пройди к отцу. — Показывай дорогу. Я здесь никогда не бывал. — Вон слуга проведет. У меня совсем другие заботы. Не досуг разгуливать по комнатам. Однако слуга шустренько смылся, а через несколько минут в зал вошел серьезный седовласый мужчина. — Я, Михаил Семенович, Венгинский, твой постельничий. — Неужели я похож на инвалида? — К чему вопрос? — Свою кровать могу и сам приготовить. — У тебя нет слуг? — Почему нет? Как раз есть. Все немцы аккуратные и работящие. — Это хорошо, но я не понял твоих слов инвалида и кровать. — Стоп! Норман наконец сообразил, что понятие постельничий в это время может иметь совсем иной смысл, как в случае с кормлением, что происходило от слова «кормчий» и подразумевало управление, а не наживу. — Мне непонятны твои обязанности. — Я всегда должен быть рядом с тобой, передавать стряпчим твои приказы и следить за их выполнением. — Это все? — Нет. Я отвечаю головой за твою безопасность. — По сути, ты адъютант? — Не совсем так. У немцев адъютант только передает приказы своего господина. — Я все понял, спасибо. Для начала покажи мою комнату, чтобы не тыкаться в двери слепым котенком. — Тебе велено идти к отцу. — Пошли, проведу. — Веди. — Кстати, ты сколько языков знаешь? — Греческий, латынь, немецкий и датский. — Латынь зачем выучил? — Без нее никак. — Все договоры с иноземными торговцами пишут или по-гречески, или на латыни. — Погоди, в Любике пишут по-немецки. — То Любик и пишут готикой, разве что для своих. Датские или фламандские дельцы сих знаков не понимают. — А персы на каком языке пишут? — задал Норман коварный вопрос. — С ними толмачи или греки или генуэзцы. Здесь, в Новгороде, есть персидский двор. — Неужели в городе много персов? — Зачем много? — Там уж семнадцать лет живет шараф Аль-Хаким Батяни со своими людьми. — Хорошо торгует, честно. — Что за товар, если не может продать за семнадцать лет? — Извини, Андрей Федорович, — захохотал Михаил Симеонович, — не могу сдержаться. — У него персидский двор. — Да нормально, я не обижаюсь, просто не знаю новгородской жизни. — Это всем понятно, ты не отсюда, вырос и учился в Китае. Оботрешься, я помогу. — Как я понял, этот шараф Аль-Хаким Батяни держит персидский двор, где торгуют купцы из Персии. — Верно. Караван приходит раз в год и через месяц возвращается обратно. — Мне бы туда сходить. Я по весне собираюсь в персидские земли. И это мы сделаем, не велика забота. — Что ж, еще одна хорошая новость. Одно дело выискивать информацию в компьютере, поговорить с реальными персами — совсем иное. Поднимаясь по лестнице, Норман с интересом осматривался по сторонам. Разница с Любиком просто колоссальная. Если там голые стены крашены известью, то здесь прикрыто деревом. И не просто досками, а набран узор из плашек разных пород. Получилось некое подобие паркеты из кусочков мореной березы различных оттенков яблони, сосны и карельской березы. Второй этаж обшит липой, по которой мастерски вырезаны сюжеты из городской жизни. Прав был Максим, когда говорил о зачаточном состоянии абстрактного мышления. Резчик даже не пытался создать пространственную проекцию. Фигурки людей и дома как бы налипают один на другую, и с анатомией нелады. Не соблюдены пропорции фигур, неестественные позы и полное отсутствие динамики. — Заходи! — Михаил Семенович без стука открыл дверь. — Что-то ты, сын, загулял. — Заждался тебя. — Садись и ты, Михаил, устраивайся. — На тебя опора. Видишь, Андрей наших порядков совсем не знает. — Меня они учили новгородским традициям четырнадцатого века, — резко ответил Норман, но тут же спохватился и добавил, если счет годам вести от Рождества Христова. — Летоисчисления ведут от основания мира, — назидательно поправил Федор Данилович, — но греки ведут календарь от Рождества, — не согласился Норман. — Нам, греки, с латининами не указ. Мы живем на этой земле со дня сотворения мира, чтим законы отцов и счет годам ведем по их заветам. — Непривычный для меня календарь. Путаюсь. — Потому и путаешься, что календарь неправильный. — Вон магометане ведут правильный календарь. — Никогда не слышал о таком. — Их летоисчисления от хиджры — даты прихода Мухаммеда в Медину. А римский календарь никак не связан ни с Рождеством, ни с Пасхой. — Зачем я тебе понадобился, — Норман решил сменить тему. — Одеть тебя надо. — Камзол да чулки хороши для Европы, а ты в Новгороде. — Как скажешь, Норман решил не перечить по пустякам. — Михаил, зови Портнова. — А тебе, Андрей, следует бороду отрастить. — Него же, голым подбородком сверкать. — Хорошо, — покладисто ответил Норман. — Все равно бриться нечем, а как сделать опасную бритвон не знал. — Завтра с утра поедем к лучшим людям Новгорода. — Ты наших обычаев не знаешь — сиди смирно, в разговоры не встревай. — Кто такие лучшие люди? — Ты забыл русский язык? — Могу сказать по-немецки — Bestian Mansion. Я хотел узнать, по какой причине они оказались в высшем разряде. — Чудной ты право, даже путем спросить не можешь. — Завтра навестим посадских бояр. — Они сидят в особом здании? — В грановитую палату захотел? — Нет. В палаты пойдем. — Мы по-свойски, без церемоний. — Фуршет с городскими правителями — круто. Все чиновники сидят в одном банкетном зале. — В палатах своих сидят — трудно мне говорить с тобой. — В городе четыре посада, которыми управляют восемь бояр. — Нам предстоит сделать восемь визитов. Федор Данилович вцепился двумя руками в бороду и с минуту молча смотрел на своего сына. Затем огорченно вздохнул и сказал, — Андрюша, сынок. — Я, твой отец, боярин Людина посада. Мы поедем к моим друзьям, кои управляют Плотницким, Наревским и Словенским посадами. — Новгородом управляют посадники? — Городом управляет Малое Вече. — Для чего каждый конец выбирает двух бояр? — Сколько всего в городе концов? — Плотницкий, Словенский, Людин и Наревский. — Я защищаю интересы Людина посада. — Судя по названию, это жилой район. — Верно мыслишь. Купечество и торговый Люд живут только там. — А почему нет кузнечного посада? — Ты о кузнецах? — Есть еще загородский конец, а они за городской стеной, и своих посадников у них нет. — Полное самоуправление, — усмехнулся Норман. — Хуже самоуправство, им никто не указ. — Бронники и скобари сами себе хозяева, как и кожевенники с красильщиками. — А что такое большое Вече? — То золотые пояса. По восемь выборных бояр от каждого конца. Начав объяснять устройство городского самоуправления, Федор Данилович быстро увлекся. Его менторский тон сменился на живую речь с описанием характеров бояр, их сильных и слабых сторон. В конечном итоге рассказ о Новгороде перешел в обычную беседу, где перемывает косточки и пересказывает последние сплетни. С той лишь разницей, что Норман выступал в роли заинтересов слушателя. А как же иначе? Волей-неволей он привязан к Новгороду. Его жизнь и благополучие напрямую зависят от благосклонности этих самых посадских бойцов. Когда Норман проснулся, новая одежда уже находилась в спальне. Слуги развесили кафтаны на специальные стойки с плечиками, шаровары разложили на сундуках, у стены стройным рядом стояли короткие юфтевые сапоги. — Доброе утро, Андрей Федорович! — В комнату бесшумно вошел мужчина лет тридцати. — Я Шугор, назначен тебе в услужение. — И тебе Шугор здравствует. — Моемся, легкий завтрак. — И зови Нила на утреннюю тренировку. — Сейчас Яхром и кликну, он тебе польет и поможет одеться. Завтрак в трапезной. — Затем с батюшкой едете в гости. — Я каждое утро начинаю с воинских упражнений. — Кто ж знал, лошади уже под седлом по двору выгуливают для разогрева. Яхром, парнишка лет шестнадцати, выполнял свои обязанности с самым серьезным видом. — Ух, а вода-то ледяная! Прямо из колодца принес, — пошутил Нон. Однако парень на уловку не поддался, а ответ поразил своей неожиданностью. — Вода в палаты подается по медным трубам. — Я наливал из водогрея, не боись, не ошпаришься. — Откуда в Новгороде водопровод? — Из детинца. Водяную башню заполняют насосом. — И кто сказал, что на Руси щи лаптем хлебали? — Никакого сравнения с Любиком, где нет не только водопровода, но и канализации. Норман быстро оделся и уже направился к двери, но Яхром схватил его за руку. — Ты куда собрался в исподнем? Надевай рубаху! И чу не сбрось! Вот тебе юфтевые башмаки! Кто бы знал, как Норман не любил древнюю одежду! В первое время многочисленные завязочки и тесемочки просто доводили его до бешенства. То ли дело прагматика двадцать первого века — джинсы, футболка и вперед! Правда, это время имело другой плюс. Буквально все, от работ на Люда до Бояр, одевались очень ярко, не в пример мрачно-серым тонам, теперь уже очень далекого будущего. — Вот, надевай! Яхром протянул рубашку святым разноцветным пояском. — Погоди, погоди, дай-ка мне разглядеть вышивку! Посмотреть было на что. От ворота по груди шло изящное шитье шелковой нитью. Сверху вниз волнистыми линиями опускались васильки и незабудки. И какой дурень сказал, что на Руси не знали вышивки! Непроизвольно воскликнул Норман. — Быть такого не может! — не согласился Яхром. У нас даже в захудалом доме, не то что рубахи, полотенца вышивают. В Европе и полотенец нет. За всю жизнь ни разу не помоются. Федор Данилович иностранных купцов к себе в дом не пускает. Вонь от них! Пахнут пуще паршивого хозла. Норман решил не развивать тему европейских нравов, надел рубаху и замер. Пуговицы, шитые здесь, в Новгороде, по европейскому образцу, да и в Любике, были на завязочках. А здесь не просто пуговицы, а настоящие ювелирные украшения, поэтому он их сразу не рассмотрел. Вырезаны из моржового уса с тонкой паутинкой фигурной резьбы, а в центре вставлены крупные жемчужины. Опоясался и вздохнул. Красивая одежда, а зеркала нет. — Поспешай, Андрей Федорович! Все домашние уже за столом! Яхром услужливо открыл дверь. — Здравствуй, сын! Садись на свое законное место! Федор Данилович показал на стул с высокой спинкой по правую руку. За столом собралось шесть человек, которые запомнились как троюродные братья с их женами. Глава спокойно и обстоятельно прочитал молитву, после чего слуги выставили легкий завтрак, а в центре водрузили ведерный самовар. Еду надо заработать. Эту поговорку Норман помнил с детства. Легкий завтрак, умеренный обед и плотный ужин. День с косой на лугу полезнее любых диет и выгоднее разрекламированных фитнес-клубов. Выезд к лучшим людям, как и ожидалось, оказался рутиной народных традиций. Их радостно встречали, усаживали на почетное место. Затем начинали восхищаться статью и удалью наследника. Федора Даниловича поздравляли с обретением сына и намекали на скорую свадьбу с пожеланием увеличить потомство. На прощание Норману дарили или рубашку, или легкие сапожки, которые, к его удивлению, оказались с высокой шнуровкой. У посадника Астафия Лукича немного задержались. Представитель Славянского конца, где находился основной торг, начал жаловаться. — Сегодня скобари с красильщиками снова на торгу бучу устроили. Никакого сладу с ними! — Ты, старосты, их не видел? — И видел, и говорил. Уперлись рогом, льгот требуют. — Ты у нас в этом году голова позвал бы к себе, уладил спор. — Чего улаживать? — Каждый раз одна и та же песня. Какой год ходим по одному и тому же кругу? — А я могу узнать, в чем суть спора? — поинтересовался Норман. — Вот видишь, Астафий Лукич, весь город знает о недовольстве загородских обитателей, а моему сыну в новинку. — Не печалься, Федор Данилович, он хваткий парень. Я прошлым летом сам видел, как он ловко продал свои щиты. — Ему бы учиться у нас. В посаднике готовится. Так нет, на этиль собирается с персами торговать. — Тут такая заковырка, Андрей Федорович. Словенский посадник повернулся к Норману. — Загородские не хотят платить мыто. — А почему они должны платить? — Горожане мыто за торг не платят. — То горожане. А эти живут за городом. — Кто с них собирает подати? — Никто. Они собственники твоей земли. — Ах, нашли о чем спорить. — Пусть выбирают посадников. — И платят в городскую казну подати. — Федор Данилович, прав твой сын. — И Семена Климвича пристроим. А то на каждых выборах палки в колеса так и норовит вставить. — Верно. — И откуп с загородского конца получится не в пример больше, чем собранное мыто. — Вот что значит незамыленный глаз. Мы какой год спорим с бронниками, скобарями, кожевенниками да красильщиками, а простого решения не увидели. Оба посадских боярина тут же сговорились о времени сбора малого вечера, нацарапали записочки на бересте и раскланились с братскими поцелуями. Нормана повезли дальше. Дело делом, а традиции надо соблюдать. Отец Норман с трудом выдавил из себя непривычное слово. А зачем приехал на ремонт? — Знамы дело. Денег хочет. Сулит нам выгоду и защиту твердую. Только за его словами война прячется. — Что Иван Калита? — Согласился на льготы? — Не жилец он. С осени не встает. Люди говорят, что суздальские посланцы отраву подсыпали. — Что же они не поделили? — Как что? Деньги, конечно. — Иван Данилович по родству ближе к хану Узбеку. — Разве они родственники? — А то! Уж сто лет как породнились с погаными. За ярлыки спорят, да друг дружку бьют да грабят. — Какую уступку требует Новгород? — Знамы дело — мытников убрать, сволока, налами. — Не боитесь, что на ремонт обидится, да пограбит новгородские земли? — Он слабак. — А князь литовский войско не даст. — Почему? Нариман должен быть с ним в сговоре? — Здесь другая причина. — Гедемин в родстве с Иваном Даниловичем. — Как бы не ошибиться, а вдруг оба князя навалятся на Новгород? — Им же будет хуже. И Ганза, и Готланд давно нас к себе зовут. Большой войны никто не хочет. После обеда Фёдор Данилович уехал в грановитую палату на малые вечи, а Норман и постельничий Михаил Семёнович Вингинский отправились на персидский двор. Собираться в Персию и не получить максимально возможную информацию от Шарафа Аль-Хаким Батяни было бы глупо. Глава восьмая. Подготовка к походу. Первым делом Михаил Семёнович выгнал выга из дубового терема, где поселился сам со своим семейством. Впрочем, коммерческий директор остался в прежней должности, разве что стал именоваться дьяком, и получил в подчинение сразу две дюжины привезённых из Новгорода подьячьих. Норман с головой окунулся в кузнечное и литейное дело. Полученная от Шарафа Аль-Хаким Батяни информация потребовала изменений. На Востоке уже несколько столетий не воевали мечами, а изготовление сабли требовало совсем иной технологии. Кроме того, не за горами Пасха, и необходимо отблагодарить архиепископа и игумена Валаама, да и обретённых родственников нельзя забывать. Ещё одна задумка требовала созыва всех командиров крепостей. Какими бы правильными ни были планы, а сроки возвращения с Каспийского моря предугадать невозможно. Для страховки Норман решил провести со своими воеводами курс начинающего полководца. На носу весна они успеют приехать по последнему снегу, а вернутся по открытой воде после ледохода. — Зачем ты это делаешь? — кажется, уже в сотый раз спросил Михаил Симеонович. — Погоди чуток, скоро сам увидишь! — отмахнулся Норман. Затаив дыхание, постельничий заглядывал через плечо, стараясь не упустить ни одного движения своего подопечного. Норман с силой вдавливал форму, отлитую из золота, крошечную церквушку. Когда донышко сравнялось с густой массой, он добавил еще немного расплавленного хрусталя и начал дожимать с помощью специального поршенька. Руки подрагивали, но не от напряжения, а от волнения. — Найти в компьютере нужную информацию — это всего лишь четверть дела. Для реального воплощения необходимо еще и умение. — Все! Можно открывать форму! — устало выдохнул Норман. Подмастерье ловко сбросили стяжки, и на подложку, сверкая гранями, выкатилось хрустальное яйцо. — Красота! Какая красота! — Михаил Семенович потянулся к подарку для архиепископа Василия. — Осторожнее! — Оно еще очень горячее! — предупредил Норман. — Ювелир Тикш осторожно подхватил драгоценный подарок и вынес из мастерской на яркое мартовское солнце. Сверкание преломленных лучей вызвало единодушное восхищенное восклицание. — Ты глянь на голубей! — почему-то шепотом произнес Михаил Семенович. — Так и вьются белокрылые вокруг церкви! Норман присмотрелся и увидел брак. Вокруг купола золотой церквушки образовалось несколько маленьких пузырьков. Тем не менее, при желании их можно принять за стайку голубей. — Дай-ка я тебя расцелую! — постельничий бросил шапку на талый снег и обнял Нормана. Остальные участники первого опыта по изготовлению хрусталя дружно сняли свои колпаки и синхронно поклонились в ноги. — С почином, братцы! — смущаясь, — поздравил Норман. — Спасибо тебе, князь Андрей! — ответил за всех тихш. — Тайну твою будем беречь, как зеницу ока! Пасхальное яйцо для игумена Валаама сделали ярко-красного цвета. Это не плод фантазии, просто за основу взяли толченные в пыль стекла от стоп-сигналов. С подарками для отца и обретенных родственников получилось намного легче. Компоненты для фарфора вот они рядом, почти под ногами. Поэтому, не мудрствуя лукаво, Норман выбрал группу горшечников и достаточно быстро научил готовить необходимую смесь. Самым сложным в процессе изготовления фарфоровых пасхальных яиц оказалась работа с пресс-формой. Умельцы так и норовили что-то подправить или дополнить, а они никак не могли понять, что здесь два этапа, а завитушки наносят только после предварительной просушки. Незадолго до Пасхи дедык подобрал дюжину статных воинов, которым предстояло доставить подарки в Новгород. Что ж, правильное решение. Они олицетворяют своего господина, князя Карельских земель. Перед самым отъездом неожиданно пришла Елизавета Карловна, и, что характерно, одетая в правильный русский наряд. — Руслан, дай мне сопроводительное письмо к своему отцу. — Без проблем. — Неужели решилась сунуть нос в большой мир? — Что мне здесь делать? — Я одинокая, ты это понимаешь? — Понимаю. Норман неожиданно покраснел. — Что ни говори, а женщина была красива. — Вот и отлично. Напиши отцу, что я баронесса Елизавета фон Эрлах в даму начальника охраны твоих генуэзцев. — Нет проблем. Пару минут — и письмо будет готово. — Крестик у тебя есть? Норман неожиданно вспомнил про главный атрибут этого времени. — Не волнуйся, — засмеялась женщина. Я экипирована согласно обычаям Руси XIV века. Все как надо, включая панталоны. Последние слова окончательно вогнали Нормана в краску. — Руслан, ты в курсе, что все монахи на Пасху уходят на Валаам? — Делая вид, что ничего не замечает, — продолжила женщина. — Да, Софья Андреевна об этом говорила. Я с ними передал пасхальное яйцо для игумена. — Тебе стоит поближе познакомиться с нашим геодезистом. Глядишь, что новое для себя узнаешь. Намекаешь на ее талант? — Извини, мне сейчас не до рисования. — Сколько раз тебе Максим говорил о наших возможностях, а ты все мечешься попусту. — По-твоему, я должен к вам прийти и попросить помощи? — Брезгуешь, господин великий правитель? Ждешь, когда мы на коленях приползем? — При чем здесь это? Зачем выставлять свои амбиции? — Я привык совсем к другой жизни. — Тогда поделись своими жизненными взглядами. — Почему моими? — Я привык к взаимовыручке. Каждый для общего дела вносит свой посильный вклад. — Добровольное рабство. — Почему вы все ищете конкретные выгоды только для себя и боитесь действовать сообща, плечом к плечу? — Потому что обязательно найдется ловкач и подгребет конечный результат под себя. — Во-во, в этом ваша слабость. Даже среди двоих должен быть лидер, иначе ты знаешь басню про лебедя, рака и щуку. — Догадываюсь о сюжете. — Предлагаешь жить по законам стаи? — Чем он плох? — Строгая иерархия, и каждый сыт. — Ты хоть имеешь понятие о принципах демократии? — Что ты хотела сказать о Софье Андреевне? Самозванная баронесса Елизавета фон Эрлах резко выдохнула и тихо произнесла. — А ты хитер, парень. Многие еще пожалеют, что недооценили тебя. Теперь понятно, как Крис загремел цепями. — Нельзя ли конкретнее о деле? — Можно. — Мы все обучены нескольким специальностям, с привязкой к условиям данного времени. — Хочешь сказать, что наш геодезист обладает не только талантами художника? — Уже сказала. — Для начала предложи ей заняться геологоразведкой и прокладкой дорог. — Спасибо. Обязательно переговорю с этой дамой. Не откладывая дело в долгий ящик, Норман навестил Софью Андреевну сразу после отъезда на Рочных вместе с баронессой фон Эрлах. Разговор получился на удивление легким. Женщина уже составила план предстоящих работ. Кроме того, как-то незаметно уговорила мастеровой люд сделать теодолит. — Неужели вы хотите заняться картографией? — удивился Норман. — Ну что ты, в одиночку это невозможно. Всего лишь собираюсь составить проект обводного канала и шлюза у переката на Свери. — Да кто мне такое позволит? — Там земли Новгорода. — А вот и нет. — Правый берег официально твой. Я уже разузнал о границе Новгорода. — Что же, кто бы возражал, только не Норман. И канал, и шлюз ему крайне необходимы. Растущий город уже сейчас дает большой объем продукции, а ткасское производство потребует завоза значительного количества льна. Плюс наполеоновские планы по созданию тонкосуконного производства. Неизбежный прирост населения потребует завоза еды. Тащить все на лодках? Или телегами через салми? Нет. Норман умел считать денежки. В формуле «товар, деньги, товар» отлипки не сделает. Воеводы съехались сразу после окончания пасхальных праздников. Ладога и Онега открылись для свободного плавания. Ветер гонял только одинокие льдинки. До открытия морской навигации осталось несколько недель, или один хороший шторм с сильным восточным ветром. Для занятий выбрали спортзал, где установили несколько обычных школьных досок. — Господа бароны, я хочу рассказать о некоторых сражениях, где воеводы проявили талант, а воины — высокую выучку. В качестве первого примера он выбрал битву на Куликовом поле, до которой осталось всего пятьдесят лет и где Дмитрий Донской показал гениальное мастерство построения и маневра своей армии. — Итак, чистое поле. В четырех полетах стрелы на восток Дубрава с высоким кустарником. — Кто хочет нарисовать расстановку войск? — А что за войска? — И сколько их? — заинтересованно спросил Дедык. — Для примера, с одной стороны возьмем шесть тысяч пеших русских воинов и три тысячи литовской конницы. — Кто выступает против них? Степники хана Узбека? — Не совсем. — Треть войска из генуэзской пехоты? — Треть степников и треть литовцев? — На самом деле так и было. Генуэ изо всех сил стремилась прорваться к великому шелковому пути. В случае победы перед Мамаем открывалась возможность занять ханский трон, а генуэзские торговцы становились монополистами в торговле товарами из Китая, Индии и Персии. — Я построю войска хана Узбека. Нерль встал со своего места, бился с ними, знаю их хитрости. — А я поставлю наши войска, — выступил вперед Борок. Норман не мешал своим воеводам рисовать построение полков, маневры, удары и отходы. Вскоре все столпились у доски, кричали, размахивали руками и доказывали свою правоту. Наконец накал страстей начал спадать, и Норман решил показать гениальный маневр воеводы Дмитрия Борок-Волынского, который руководил сражением. — Генуэзцы встали в центре двумя полками. Он начертил один за другим два прямоугольничка. — Такого не может быть, — не согласился Нерль. — Всякий знает, что в большой битве строятся по три полка. — Правильно, — поддержал сотник Кесма. Через час передовой полк уходит на отдых. — В данном конкретном случае генуэзцы рассчитывали сходу пробить центр и фланговым ударом добить оставшиеся половинки. — За высокомерие всегда платят двойную цену, — хмыкнул дедык. — Воины хана встали тремя полками слева, а литовцы зеркально справа. — Где поставили конницу? — С обоих флангов позади пеших. — Теперь прошу предложить ваши варианты ответных действий. Азартный спор пошел по второму кругу, причем некоторые предложения были весьма близки к реальным событиям. — А как вам такой вариант? Норман нарисовал три прямоугольничка центральных полков на значительном удалении друг от друга. Фланговые дружины получились на одной линии с последним центральным полком. Воеводы задумчиво рассматривали схему, а Норман с усмешкой добавил в лесу засадный полк литовцев. — Слишком мудрено, — вынес вердикт Кесма. — Я не могу предположить развитие событий. — Смотри, генуэзцы очень близко и быстро сближаются с передовым полком. — А тот начинает отступать на восток. — И верно, братцы, копейщики смешаются с литовцами, и получится толчия. Главные силы генуэзцев пошли прямо на второй полк центра. — А те разделились на две части, — догадался дедык. В результате на флангах началось толпотворение, а конница поспешила с атакой, приняв маневр наших войск за бегство. Воеводы дружно рассмеялись. У каждого за спиной не одна битва, и сумятицу в рядах противника они хорошо представляли. Вместе с тем быстро сделали верный вывод. — В полках вместе с воинами должны стоять крепкие воеводы. Дедык первым высказал правильную мысль. — Не просто крепкие, но и уважаемые дружины. Она должна ему верить, — добавил Нерль. — По жизни так оно и было. В передовом полку находился московский князь Дмитрий Иванович, впоследствии получивший прозвище Донской. Следующим полком, который разделился на две части, командовали князья Семен Аболенский и Иван Тарусский. Именно эти три князя своим авторитетом обеспечили победу русских войск. Дружина им верила. И безукоризненно выполнила маневр буквально в считанных метрах от острых пик генуэз-пехоты. Первое занятие или, если угодно, командно-штабное учение стимулировало непринужденный обмен опытом. Воеводы рассказывали о малых и больших битвах, в которых они принимали участие, рисовали схемы расстановки войск, направлений ударов и отходов. И главное шло заинтересованное обсуждение. Выискивались ошибки, порой предлагались весьма интересные решения. Норман, в свою очередь, рисовал схемы и рассказывал о сражениях китайских, индийских и арабских полководцев. Иногда переходили к обсуждению вариантов захвата и защиты крепостей. Что удивительно, воеводы в данной теме оказались более сведущи, чем сам учитель. Норман начал готовиться к еще одному поучительному сражению, Грюнвальдской битве. Он долгое время сомневался в возможности затевать разговор, ведь разгром Тевтонского ордена обеспечили московские и смоленские пушки. Однако, к его удивлению, воеводы не только слышали об огнестрельном оружии, но и видели. Персы регулярно привозили в Новгород ружья, но цены заламывали неподъемные. Понятное дело, Норман побежал к Максиму и потребовал проверить услышанную информацию по компьютеру. Результат ошарашил. Письменных свидетельств о продаже в Новгороде персидского оружия нет, но я нашел косвенные доказательства. Что значит косвенные? Нынешний литовский князь Гедемин убит выстрелом из ружья. Это случится в 1341 году. Через шесть лет. Это ни о чем не говорит. Хорошо, вот еще одна ссылка. 19 октября 1110 года французские крестоносцы во время осады города Тир были обстреляны ракетами. Ни хрена себе! Двести лет назад. Значит, у меня есть шанс купить, если не пушку, то порох. Не только порох. Тогда же у крепости Тир арабы сожгли осадную башню греческим огнем. Никак не успокоишься. Не нужен мне огнемет. Почему ты упираешься? Заело человеколюбие. Лично я не вижу большой разницы, чем убивать. Ты не видишь другого. Люди давно знают этот самый греческий огонь, но по какой-то причине избегают его применять. Вероятнее всего, мистический страх. Стихия огня во все времена являлась атрибутом религиозных обрядов. Давай не будем гадать, а? Сначала разузнаем, что да как, а после сделаем выводы. Осторожничаешь. Вообще-то похвально. Скоропалительные решения никогда не приводили к добру. Ты случаем по совместительству не философ? Опыт жизни, вздохнул Максим. Вон, придумали портал. И нас в спешке заслали, а результат... Значит, была причина поспешить. Норман с невинным видом продолжил тему. Причина была еще какая. Да любая палка имеет два конца. Наладят портал. Кто же бросает людей на произвол судьбы? Все, прикрыли эту тему. Тебе не понять наших проблем. Расскажи, может, и пойму. Мы бессильны что-либо сделать. Не факт. Надо хорошо подумать. Без тебя думальщиков хватает. Извини, я должен идти, у меня лежит Карелл. Ему медведь кости сломал. Максим решительно направился к палатам для больных, а Норман решил посмотреть на сооружение новых водяных колес. Производство росло как на дрожжах. Причем руководил работами не Норман и даже не Антонио, а Выг. Князь Андрей, взъерошенный Нил, прервал очередной обход. Прибыл большой отряд мурманов. — Прибыли, хорошо. Скажи Выгу, чтоб разместил да накормил. Скрывая волнение, ответил Норман. — Вожди просят встречи с тобой. — Где они встали? — Дракары приткнулись к берегу, прям под девичьей башней. — Какой-какой башней? — Девичий? — Ну, это, — засмущался Нил. — Девицы там любят собираться, да хороводятся с парнями. — Это у обрыва, что ли? — Ну да, там. — Жаль, нет ни Флейн, ни Бригген. Обе девицы увели своих сородичей, впряглись в два карфи и поволокли по льду к чистой воде. Впрочем, и шведы во главе с сотником Лундом взяли еще восемь карфи и отправились на Балтику грабить своих сородичей. — Ладно, кто предупрежден, тот вооружен. У Нормана было достаточно времени на подготовку к встрече, осталось переодеться и выйти на встречу сородичам. Когда на обрыве появился двухметровый гигант с огромным топором, норвежцы дружно рухнули на колени. Именно таким они представляли своего предводителя сильного, гордого и непобедимого — Ахну и Норман. Одно дело слухи о большом количестве людей, желающих встать под его знамена и восстановить на родных землях законы предков. И другое дело — открывшееся взору неисчислимое количество драккаров и дивизии в рогатых шлемах. Он по-настоящему испугался, поскольку не представлял, как можно управлять такой массой людей. — Сколько их? — почему-то шепотом спросил бледного выга. — Сто шесть драккаров. Без малого три тысячи воинов. — Что мне с ними делать? Они же все съедят за один день. — Отставить панику. — Сколько у тебя первача? — Ты что, Андрей Федорович, окстись. Перепьются, передерутся, затем на нас полезут. — Отправляй гонца на рыбрику, предупредя о приходе гостей. — Я сейчас им скажу несколько слов, а ты пригони телегу спервачем. — И верно, пусть лакают в пути, придут больные, а там новые заботы, острог достроить, жилищем обзавестись, прокормиться и пограбить, — вставил Норман. — Такая орава! — Да они в один день весь юг Онежского озера вычистят! — Наша засада по-любому вскоре откроется. — Весь! — Грабила от случая к случаю, а мы никому прохода не даем. — Жалко, рыбрика давала хороший доход. — Не тужи! Вон сколько норгов и свеев ушло на Балтику! От них получишь в десятеро больше! — Тех разбойников еще дождаться надо, не факт, что вернутся. — А куда им деваться? — Хотят или не хотят, а иного пристанища у них нет. — Не скажи, жадность может подтолкнуть к подлым мыслям. — Например, свеи соберут войско и ударят по пограничной крепости. — Побоятся! Знают нашу силу! — Эти не пойдут на Морь-гору! — Ладно, мне надо спуститься вниз! Норман решил взобраться на валун, где в прошлом году ставил свой баркас. Удобный камень с небольшой трещиной находился как раз в центре собравшейся толпы. Небрежно помахивая аромным топором, он начал спускаться с гранитного обрыва. Топор — это шутка, изначально задуманная для понта или воздействие на воображение при первой встрече с беглыми норвежцами. Информация из компьютера о применении арабами ракет заставила изменить взгляды на моральную стойкость древнего воинства. Те же французские рыцари при обстреле не бросились наутек. Они правильно оценили неведомое оружие и продолжили осаду города. Не так уж и примитивны люди четырнадцатого века. Его топор мог поразить размерами и необычностью формы, но как боевое оружие ничего не стоил. Впрочем, впоследствии у топора обнаружилось необычное свойство. Норман изначально решил сделать именно необычный топор, для чего взял за основу случайно увиденный в интернете фантазийный образец. Лунообразное двустороннее лезвие с шипами в верхней части. На комле топорища кроме шипа добавил еще два лезвия в виде бабочки. В кузнице пришлось повозиться. Задуманный размер изначально предполагал значительный вес, после небольших раздумий отдельно выковал рубящие лезвия, которые соединил с пустотелой коробкой центральной части. Получилось легкое и внешне очень внушительное оружие, хотя и совершенно не приспособленное для боя. Никакой балансировки, полное отсутствие центра силы. Так, игрушка для запугивания. Вытравив на лезвии руническим алфавитом слово «повелитель», Норман отдал необычный топор на полировку, а получил обратно из рук дедыка. — Интересную штуку ты придумал, — отдавая оружие, заметил воевода. — Метать очень удобно. — Ты уже попробовал? — Не только я. — Многие из дружины пытались попасть в цель. — Пытались? — Он что, неправильно летит? — Пошли на стрельбище. Лучники уже ушли, сам проверишь. Бросок озадачил. Топор выписал траекторию бумеранга, разве что не вернулся обратно. Выкованная игрушка на последний третий полета начинала резко забирать влево, уходя в сторону чуть ли не на девяносто градусов. Забава ради, Норман включил метание топора в свои ежедневные тренировки. Ну что, и мышцы работают, и глазомер развивается. Во всяком случае, к появлению Мурманов он уже уверенно метал эту хренотень аж на сто метров. — Слава! 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 — тысячголосый крик приветствовал Нормана, когда он спрыгнул на прибрежный песок. — Победа! 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 — во всю глотку проорал самозваный лидер. Вот и нужный валун. Норман с размаха вогнал топор в трещину, намереваясь с его помощью забраться наверх, и обмешурился. Подлая каменюка развалилась на две части. Видимо, за зиму лед окончательно расколол камень, а топор только завершил процесс. Над берегом повисла тишина, в которой тихий плеск мелкой волны слышался грозным прибоем. Он растерянно взял топор в руку. Рев восторга разогнал чаек на многие километры. — Ни хрена себе топорик! А мне такой откуешь? — ехидничал дедык, пытаясь заглянуть Нормана в глаза. — Отстань! Сам прекрасно знаешь, камень топором не разруби! — Ага! Не хочешь вернуться на берег и объяснить это своим мурманам? — Как же объяснишь? — на силу вырвался. — Спасибо Выгу! Вовремя пригнал телегу с первачом. — Слушай, а на рыбрике хороший кузнец? — Обычный. Для хозяйственных нужд не требуется особого умения. — Плохо дело. Мурманская рать начнет теперь крошить своими топорами все прибрежные камни. — Ну и шут с ними. — Ты чего за мной прибежал? — К тебе гонец от родителя, да весточка от архиепископа Василия, а на хвосте — новость. — Говори, не затягивай. — Что в письмах не знаю, а новость хорошая. В Салме пришли тридцать карфи. Там, кроме корабельщиков, еще три сотни копейщиков. — Отлично. Как думаешь их разделить? — Чего повторяться? — Уж сотню раз говорено, переговорено. Всех отдаем Нерлю. Свеи обязательно вернутся большим отрядом. — Ты гонца с приказом. Пошли. Незачем воинов гонять туда-сюда. — Твоего слова ждал. Мне не почину поперед князя выступать. Гонец не слышал, когда караван ждать. Карельский староста обещал за неделю всех через Волок перевезти. Шли гонца на Рыбрику. Мурманам через две недели быть готовыми к походу. — Зачем человека гонять? Вон у берега осталось больше половины дракаров. Вожди первыми ушли. Нельзя важный приказ через случайных людей передавать. Сочтут за пренебрежение. — Извини, ты прав. Гонец не спрашивал гонзейцев о переходе. Как они исхитрились так рано прийти? Первым делом узнал, не удержался от расспросов. Они в Гапселе зимовали, дождались южного ветра и сразу бросились в Ладогу. Молодцы, сообразили. Сильный ветер отжимает лед от южного берега. За сколько дней добрались? Неделю по морю, да неделю по Неве. Сильное течение гонит с Ладоги лед, пришлось волоком идти. — За Шушуном пошли, пора нашим корабельщикам в дорогу собираться. — Он уже у твоего порога, даже не пойму, какая сорока ему новость перенесла. — И вы их знает? — А то! Как увидел гонца, бросил свой первач и к нему сейчас в дорогу собирается. — Он что, со мной в поход пойдет? — Плохо ты его знаешь. — Спорим, он сейчас свои конторские книги твоему дядьке передает? — Чего человеку не сидится? Кругом почет и уважение, а его несет за тридевять земель в неведомые края. — А тебе печется. Сарацины обмануть могут, а он ушлый делец, сам Льова вокруг пальца обведет. — Меня другое волнует. — Справится ли, Михаил Семеонович? — У нас здесь что ни мануфактура, то секрет. — Эй, князь, плохо ты знаешь своего постельничного. — Он скромный человек, в твои секреты нос не сует, понимает важность дела. — О том разговор. Вык за каждым зернышком следит, а здесь новый человек, который многого не знает. — Поверь мне, Андрей Федорович, зря волнуешься. — Хорошо, если так. Неуютно как-то бросать на чужого человека свое хозяйство. — Тоже придумал. Какой он тебе чужой? Свой родственник, из самых близких к твоему отцу. Норман ничего не ответил, он давно уже не пытался воздействовать на разворачивающуюся вокруг него чехраду событий. — Ахилл и Рокко собираются идти вместе с тобой, — продолжил дедык. — Задумали что? Или просто так развеяться, да и посмотреть? Пищали хотят купить. Говорят, у персов цена хорошая. — Зачем покупать? — Мне на них посмотреть бы, а здесь сам сделаю. — Ой, Ли, а зелье огненное где возьмешь? — Вот это надо будет купить. — Привезем сюда, Максим поможет разобраться, сами затем наладим дело. — Хорошо бы, поставить на стену, да жребием по врагу, эх! Возле недостроенной арки главных ворот нетерпеливо горцевал всадник. Увидев отмашку дедыка, подхватил уздечку стременной лошади и дал шпоры. — Поберегись, дорогу княжескому гонцу! Красный кафтан мелькнул между домами и скрылся за строящейся крепостной стеной. Нарочный от посадского боярина Федора Даниловича Венгинского чинно дожидался в синях. Завидев князя, уважительно приветствовал низким поклоном со словами «Здравы будьте, Андрей Федорович! — И тебе здравствуй! Заходи в дом и рассказывай, с какими пожаловал вестями! — Мне велено первым делом передать письмо от твоего отца!» Гонец протянул послание. Бегло глянув на восковую печать, Норман потянул витой шнурок, мягкая кожа развернулась с тихим шелестом, в руках оказался довольно увесистый рулон бумаги. Вот и появился повод похвастаться почтовыми тубами с сургучной печатью. Скорняки сшили примерно сотню красивых цилиндриков, а сургуч — ерунда, всего лишь сварить смолу с медом да добавить краситель. У него давно все готово и ждет своего часа. — Почтовыми! — Почтовыми! Норман отложил в сторону послание и удивленно посмотрел в окно. — Дедык! — Сколько здесь голубей? — Ключника или кухарку, спроси. — Они тебе птицу на стол ставят? — обиженно ответил воевода. — Да нет, я о другом. — Кто у тебя из воинов? — Знаток птицелов. — Есть несколько человек. — Зачем они тебе? — Ты про почтовых голубей слышал? — Помилуй, Андрей Федорович, голубь не собака. В клюве ничего не принесет. Зато дорогу к родному гнезду всегда найдет. А тревожную весточку к лапке привязать можно. — Ох и умен ты, князь! Велишь приказ по крепостям разослать? — Давай, дело долгое, ждать не менее года. Сначала птенец вылупится, облетает округу, да силу возьмет. Дедык нетерпеливо выбежал из терема, а Норман развернул послание от родителя. Вместо приветствия оно начиналось молитвой. Затем шло нравоучение со ссылкой на житие святых, и только после этого шел длинный перечень поклонов от каждого родственника. Такие письма собственноручно не пишут, рука устанет на третьей странице и без шпаргалки не обойтись. Одних имен дюжины три. Если коротко, суть письма заключалась в требовании навестить Романа Михайловича великого князя Белозерского. Далее следовало подробное описание его тяжелой болезни, затем несколько слов о слабом телом сыне князя Федоре и немощном внуке Иване. Краткое упоминание о втором сыне Василия Романовича заканчивалось словами о постигшей весь род Белозерских немощи. Никто из них не может ни меч поднять, ни на коня сесть. Отдельным абзацем шло описание княжеских богатств, к которым причислялись земли, леса, реки и озера. Раз надо навестить, так навестим. В любом случае ничего, кроме пользы от знакомства. Де Юре у них общая граница по Онежскому озеру, и на севере по землям лопарей. Кроме того, проход на Волгу станет намного проще, на одно дело друзья-соседи. Толпа вооруженных мурманов с товаром совсем иное. Послание заканчивалось наказом зайти на Венгинскую пристань, что на торговом тракте из Архангельска в Новгород, и взять с собой воеводу Кречета, который приходится Норману двоюродным дядей. Письмо от архиепископа Василия оказалось в унисон с посланием посадского боярина Федора Даниловича. Разница только в том, что от Нормана требовали нанести визит игумену Белозерского монастыря. Здесь как раз все понятно. Задумка со строительством монастыря на Соловецких островах изначально требовала хороших отношений с епископом Белозерских земель. — Пошли кого за выгом! — крикнул Норман себе за спину, где должен был стоять дворецкий. Легкий топот ног подтвердил правильность предположения. Что передавали на словах? На этот раз обращение к Нарочному. — Батюшка желает легкого пути и требует посылать весточки со всеми встречными новгородскими ушкуями. — Исполню. По весне встречных должно быть много. Первый товар из Персии всегда идет втридорога. — Еще тебе велено с Итиле никуда не заворачивать, особенно в Аку и тем более в Клязьму. — Снова война? — Да нет. Суздальский князь опять нуждается в деньгах. Поставил заставы вдоль рек и мзду с купцов берет непомерную. — Важная новость. Я хотел с собой торговцев взять, посадить их в Нижнем, Рязани, до других городах. Тех со мной отправишь. — Все твое Федор Данилович прибавит к своему каравану и безопасно до места доведет. Не пограбят в дороге? — Разбойному люду без разницы, кого убивать. А князя не посмеют тронуть. С почетом встретят, с охраной проводят. — Тогда ушкуи готовить? — Мне без разницы. Сюда спешил, а обратно велено с толком да расстановкой собираться. — Что ж, успеем собрать ушкуи. Бразды правления передам Михаилу Симеоновичу. — Можешь спокойно в дорогу собираться. С тебя приедет Владимир Данилович. Он более опытен и второй в роду. — Да здесь ничего сложного нет. Одна стройка и больше ничего. — Не скажи, князь. — Пасхальные яйца весь Новгород удивили. А ты с Иглидатаев не держишь. — Зачем они? Кругом только свои. — Свои и предают. Больше некому. Еще батюшка спрашивал про баронессу Елизавета фон Эрлах. — Про нее я мало что могу сказать. Мы практически не общались. Разве что врачеванию обучено. Раненых дружинников на ноги поставила. — Я могу увидеть тех воинов. — У ворот увидишь каменный дом. Там дежурный взвод. Спроси барона Антана Сатутника. Он сам лечился и других укажет. Нарочный снова низко поклонился и вышел, а Норман засадил писаря за ответные письма. — Итак, переход из Онеги на Волгу. Кресту значительно упрощается, а осталось приготовить подарки для игумена Кирилла Белозерского монастыря и князя Белозерского. Первым делом направился к столерам, которые заканчивали обтягивать бархатом кресла для посадского боярина Федора Даниловича и архиепископа Василия. Пружин навели с запасом, а сделать резные детали да украсить перламутром — делало нескольких дней. В хранилище не осталось ни золота, ни серебра — все ушло на монеты. Пришлось заказывать ювелирам лампадницы из цыганского золота с самоцветами. Насобирали синий и зеленый турмалин, который Норман решил вставить в фарфоровые чаши для князя и его семейства. Глава девятая. Стратегические планы. Каждый день после обеда Норман шел на стрельбище, где под руководством Антаноса набивал руку в стрельбе из лука, чередуя выстрелы с броском своего хитрого топора. — Забавная получилась у тебя штуковина! — пытаясь жонглировать фантазийным оружием, задумчиво произнес наставник лучников. — Тренируйтесь. — А я как раз пришел по поводу этой хренатени, — подошедший Максим кивнул на топор. — Неужели нашел полезную информацию? — подмигивая, спросил Норман. — Метательные топоры по типу бумеранга в древние времена использовались повсеместно. — Ты хочешь сказать, что подобные топоры были и в Европе? — Они широко известны в Египте, Ассирии, Африке, у эскимосов, римлян и греков. — Даже так! — И каков смысл в их применении? — Строй врага закрыт щитами. Траектория полета позволяет нанести удар сбоку, сзади или сверху. — Погоди. — Эскимосы воевали, но строй не знали. — У тебя все мысли только о войне. — Таким способом они отгоняли моржей от полыньи. — А там написано, как надо правильно метать это чудо дикой мысли. — Нет. — Только рассуждения по аэродинамике, диаграммы и графике зависимости скорости вращения и траектории полета. — И как далеко забрасывали метательные топоры? — Указана дальность тестовых бросков. Средний показатель равен 238 метрам. — Не, я эту железяку так далеко не закину. — Поэкспериментируй. — Сделай правильную аэродинамическую форму. — Нафига мне это надо? Не проще ли сделать ружье? — Лучше всего купить в Персии. Ты и так слишком много диковинок презентовал. — Ну да, не стоит привлекать внимание своей гениальностью, — согласился Норман. — Вечерком загляни ко мне. Я распечатал карты от Астрахани до Бандарьян-Зали. Шелк и тушь уже подготовлены. — Где ты тушь достал? — Не скажу. Максим демонстративно отвернулся, затем подмигнул и рассохотался. — В аптеке сделали. Невелика хитрость. — В какой еще аптеке? — При больнице. Монахи учат не только хирургию, но и фармацевтику. — Во-первых, никакой партизанщины. Я должен знать о всех производствах. Во-вторых, тушь — это деньги и немалые. — Не кипятись, я же не для себя стараюсь. — Ты понимаешь такое слово — порядок? — Дело не в деньгах. Если каждый из нас начнет своевольничать, в итоге мы получим полный бардак. — По-твоему, на каждый свой шаг? — Я должен спрашивать у тебя разрешение? — Не говори глупости. — Достаточно поставить в известность того же выга. — Я понял. — Угрюм вздохнул Максим. — Тебе рассказать состав туши? — Не надо. Копать сосновой смолы с рыбьим клеем. Для понта можно добавить имбирь или гвоздику. — Запах! Вот чего не хватало. Мы пробовали писать. Получаются ровные линии, но по ощущениям на тушь не похоже, и все тут. — Тебе задание — организуешь производство. — Ничего не продавай, но первые образцы отправь на Валаам и моему отцу в Новгород. Закончив тренировку, Норман отправился к Максиму, где встал за мольберт только не рисовать, а копировать на шелк карту Каспийского моря и прилегающих земель. Первым делом нанес масштабную сетку, после чего начал быстро изображать очертания берегов, рек, гор и текстовые примечания. — Ты зачем отметил город Каракарум? — удивился Норман. — Он в пятистах километрах от берега. — На всякий случай, вдруг решишь навестить столицу Золотой Орды? — И этот хан, как его узбек, там сидит? — Ну ты даешь! — Монголами правит Беклеребек Кутлук, он сейчас в Хорезме. — Погоди, а Сарайберке и Сарайбату? — Разве не в этих городах верховная монгольская власть? — Хреново ты, парень, в школе учился. — От столицы Золотой Орды до Москвы двести пятьдесят дней конного пути. — Я понял. Отстань, не мешай карту рисовать. — Кстати, что это за сабельки напротив Абширона? — Ага, заметил. — Не зря я тебя заставил перерисовать карту. — В теперешние времена никто не плавает из Астрахани в Персию. — Неправда. Персы приходят в Новгород на лодках, а не пешедралом. — Ты знаешь город Астрахань? Сейчас он называется Аштархан и находится на правом берегу Волги. — Хочешь сказать, что персидские торговцы идут до Волги вдоль берега Каспийского моря? — Ходили. — Тебе, парень, крупно повезло? Через пару недель начнется война, вернее, продолжится после десятилетнего Пирыдова. — Где война? В Хорезме? — Сам говорил, что там бьются, но он стоп уже сотню лет. — Я о западной стороне Каспийского моря, где султанат Шерван. — Торговый путь к Волге вскоре заблокируют. — Если я правильно понял, у монголов, или как их здесь называют, поганых столицы в Каракаруме? — Верно. Они оккупировали Хорезм и через перевалы лезут в Персию. — Зачем они лезут в горы? — Вот на карте две реки — Артек и Горган. От них по берегу. — Вдоль берега не пройти. Высокие горы нависают прямо над морем. Береговая полоса сплошь зыбуны, а перевал прикрыт мощной крепостью. — Через Афганистан легче? — Сейчас нет Афганистана, только Индия. — Нескоро потомки Тамерлана создадут империю великих моголов. — Давай ближе к теме. Хан Узбек желает прорваться в Персию вдоль западного берега. Десять лет назад они взяли Дербент, но дальше на юг никого не могут пройти. Дербент переводится как «железные ворота». Дело не в запирающий проход крепости. Надо захватить столичный город Шамаху. — Погоди, на твоей карте эта крепость стоит в стороне от торгового пути. — Ты забываешь о принципах войны сегодняшнего дня. Победа напрямую связана с захватом столицы. — Хочешь сказать, что монголы не захватывали Русь? — Это твоя тема. — Насколько я понимаю, твоих монголов здесь нет и не может быть. — Почему это не может быть? — Их кони, не приспособленные к жаркому климату Нижнего Поволжья, передохнут. — В Монголии холоднее. — Закончишь заниматься дурью и слетаем, сам увидишь. — Твой самолет запросто, без дозаправки, долетит до Монголии? — Что тебя удивляет? Портал воспринял как само собой разумеющееся, а самолет с дальностью полета в двадцать тысяч километров удивляет. — Давай вернемся к самому началу. — Я о сабельках, если ты уже забыл. — Болтать надо меньше. — Ниже написано «Пираты». Максим ехидно усмехнулся. — Брось шутить. Какие могут быть пираты в Каспийском море? — К тому же какие из атерпальджанцев могут быть моряки? — Не смотри на теперешнюю жизнь глазами человека двадцать первого века. — Хочешь сказать, что они были мореходами, а когда надоело, снова забрались в горы? — Сейчас там живут медийцы. Одна народность с персами, и религия у них одна — зороастрийская. — Поклонение огню? — Ты вроде бы так объяснял. — Тогда откуда взялись османы с сельджуками? — Те же медийцы. Они испокон веков живут среди огромных пылающих факелов, врывающегося из земли огня. — Ближе к теме. — Какой смысл в пиратстве, если там нет активного судоходства? — Простой и прагматичный. Караваны останавливаются на ночевке в дуванах, платят подорожные пошлины и т.д. — Итак, первоначальный план придется корректировать. Купцы с персидскими и индийскими товарами должны встать в Муганской долине у речки Кура, и оружие должно найти своего покупателя совсем в другом месте. Война всегда приносит хороший доход поставщикам средств убийства человека. После ужина Норман склонился над картой. — Надо что-то придумать для безопасного перехода из Астрахани в Куру. Но что? Восточная сторона Каспии отпадает. Ветрено и мелководье. Даже незначительный ветер создаст толчую. Для речных корабликов это закончится печально, утонут. К тому же пираты обосновались и там. Ввязываться в драку с аборигенами — а смысл? За время плавания по Волге корабельщики с мурманами навоюются в Досталь. Остается один единственный вариант — держаться подальше от берега и в видимости персидских гор поворачивать на запад, в поисках устья Куры. — К вам гости! — громко доложил дворецкий. — Кого еще принесло, на ночь глядя? — Начальник корабельной стражи, барон Бертран фон Шюльп с монахами. — Наконец-то прибыли. Пошли кого за Хинрихом папом? — Гости вошли как-то робко, бочком и прижались к двери, затем как бы спохватились и в разнобой отвесили поклоны. — Прошу представиться! — недовольно фыркнул Норман. — Я барон Бертран фон Шюльп, невысокий крепыш, лет тридцати пяти сделал шаг вперед. — Я Йохан, лекарь и натуралист, неловко шагнул худощавый монах. — Я Осеандр, картограф и рисовальщик, — представился второй монах. — Устраивайтесь, господа! Норман гостеприимно указал на кресло в стиле Людовика XIV. Гости нерешительно ступили на толстый ковер и чуть ли не на цыпочках двинулись к указанным местам. И тут Норман понял причину их неестественной робости. Стены! Они боялись смотреть на стены! Надо же, кто бы мог предвидеть такой эффект! Занимаясь интерьером своего личного кабинета, он решил обтянуть стены портьерной тканью. Благо, в грузовике этого добра нашлось почти 15 тонн. По общей задумке больше всего подходила ткань под золото с черными завитушками в стиле барокко. Людовик XV — это не только крылатая фраза государства, это я, но и активно захватывающая зрителя помпезность витиеватого декорирования. А кабинет выдержан именно в этом стиле — золото, кругом блеск драгоценного металла, ну а то, что использовано цыганское золото, этого хозяин кабинета не собирался никому говорить, тем более случайным визитерам. Так что, с точки зрения гостей, комната буквально изобиловала дорогущим золотым шитьем, а канделябры и прочие металлические предметы сияли чистым золотом. — Весь флот уже здесь. — Или вы бросили лодки на произвол судьбы? — дождавшись, когда гости устроятся, спросил Норман. — Осмелюсь доложить, герр Норман фон Русс, барон Бертран фон Щульб резко встал, — оставшееся плавсредство под наблюдением моего заместителя. — Кто он? — Обычный корабельщик или ваш сержант? — Никак нет. Вторым после меня назначен барон Марк Вартфон Пинев. — Уже хорошо. Я сторонник строгой дисциплины и порядка. У кого список привезенных товаров? — Прошу вас. Барон протянул рулончик бумаги со знакомым синий-черно-белым шнурком. Норман начал читать и недовольно отбросил в мусорную корзину. — Бред! Кому вы продадите железо и соль? — Бессмысленно везти медь к рудникам, где ее добывают. Кроме этого, мы привезли ткани и оружие. Норман распахнул дверцы шкафа и показал приготовленные образцы. Китайцы воюют совсем другими мечами. Арабы предпочли сабли еще до времен первого крестового похода. — Но мы этого не знали. — Так спрашивать надо тех, кто знает. — Я надеюсь, вы взяли достаточно золота? — С нами два бочонка золотых монет и восемь серебром. — Через неделю выходим в поход. К этому времени вам надлежит разделить все монеты на равные части по числу доверенных лиц. — Ну зачем? — В бочонках оно будет сохраннее. — Ну да. — Гарантированно пролежит на дне реки сотни лет. Мы пойдем по диким краям, где разбойников больше, чем комаров. — Я понял, господин герцог, — удрученно ответил барон. — У меня к вам письмо от ганземистра Конрада фон Аттендорна. Если отбросить в сторону слащавые пожелания и вежливые обороты, письмо содержало три важных момента. Во-первых, Норман назначался начальником экспедиции до города Сарай-Беркен, где следовало купить верблюдов и найти попутчиков до Китая. Ответственность переходила на Хинриха Папа только после выхода каравана за городские ворота. Дальше ганзейцы топали самостоятельно под охраной дюжины баронов. Во-вторых, Норман получал доставленные товары вместе с датскими карфи как бы в дар, с правом распоряжаться по собственному усмотрению как грузом, так и выручкой. Три сотни копейщиков прибыли к Норману как подарок от ганзейского союза. Дальновидные и расчетливые господа правители Ганзы подарки просто так никому не делают. То, что он находится под колпаком, стало ясно из третьего важного моментика. Если приводить дословно, то Ганза мистер написал следующее. — Я приветствую твою отвагу, и то, что ты побил в Риге поджигателей, наказал их, лишив имущества. В то же время следует быть внимательней, ибо ты увел корабли не только торговцев Готландского союза, но и купцов Ганзы. Норман не питал иллюзий по поводу возможности сохранить в тайне свою диверсию в Риге. Он знал, что его причастность обязательно станет общеизвестной, и в письме важен совсем другой нюанс. Он ограбил ганзейцев, а Конрад фон Аттендорн всего лишь пожурил за невнимательность. Отсюда вывод — грабить можно. Надо только разузнать маркировку кораблей руководства Ганзейского союза, иначе не миновать серьезной кары. Оторвавшись от письма, Норман заметил ошеломленный взгляд барона Бертрана фон Щульпа. Ну да, он увидел разложенную на столе карту Каспийского моря. — Что вас здесь заинтересовало? Стараясь выглядеть равнодушным, спросил Норман. — Откуда у вас персидская карта диких земель Тартарии? — А почему вы решили, что карта персидская? — Ну как же! Вон надписи арабской вязью! Барон ткнул пальцем в название реки. — Ах, вон оно что! Когда рисовалась карта, Норман просто от скуки стилизовал русские буквы под восточную вязь. Внешне, конечно же, очень похоже на арабское письмо. И прочитать практически невозможно. Текст написан по-русски, но в стиле двадцать первого века. Карта на самом деле очень интересная. Например, с востока в море впадают две реки — Сырдарья и Амударья. А Урал отмечен более полноводным, чем Волга. — Хинрих Пап получил от меня подробную карту великого шелкового пути, так что вам не придется идти вслепую. — А мне можно посмотреть? — робко попросил Асиандр. — Пожалуйста. Норман развернул карту и откинулся в кресле. Гонзейцы благоговейно водили пальцами по куску шелка и шепотом выражали свой восторг. Четырнадцатый век. Для Европы земля не только плоская, но и полная неведомых загадок. Начни сейчас, Норман, рассказывая о жутких чудовищах, великанах и прочих людоедах. Никто из них не усомнится в правдивости его слов. Далекие края страшили своей таинственностью, как темная комната пугает маленьких детишек. — Господин, — дворецкий слегка приоткрыл дверь, — пришел Хинрих Пап. Я его отвел в рабочий кабинет. — Проводи туда моих гостей. Я спущусь чуть позже. — И позови Томаса, надо оружие повесить на место. Норман решил держать дистанцию с посланцами Ганзы, друзьями и приятелями им не быть, хотя бы по причине скорого расставания. А дружелюбная встреча может быть воспринята как слабость, заискивание перед всесильной Ганзой. В складывающихся обстоятельствах любит более заинтересован в дружбе с зарождающимся княжеством. Норман не собирался делать никаких встречных шагов, тем более после неожиданного пассажа с обретением родителя. Что ни говори, а его папа ни много ни мало о губернатор Новгорода. Как следствие, специалисты торгово-политического пасьянса обязательно пришлют сюда своих представителей. После разговора в рабочем кабинете на общие темы гостей накормили колбасками из дикой свиньи с тушеной квашеной капустой и крепким темным пивом по типу портера. Затем Норман отправил баронов с монахами в гостевой дом, а сам решил переговорить с Максимом. — Ты чего заявился так поздно? — удивленно спросил профессор. — Понимаешь, Максим, я снова получил щедрые подарки от Ганзы. — И что? — Спал бы в сладких грезах. Подвоха опасаюсь. — Я уезжаю надолго, здесь будет править мой дядя Владимир Данилович. — Ну и? — Как бы чудес не натворили за моей спиной. — Э, друг, зря волнуешься. По лестничному праву определяется родовой принцип как наследования, так и управления имуществом. — И я об этом. Начнут тут без меня хозяйничать и тю-тю все мои планы. — Ты не понял. — Здесь твое личное имение. Им никто без тебя не может распоряжаться. — Типа есть колхозное добро, а есть и личное подворье. — Организацию ваших колхозов я не знаю, но в любом случае это не кибуц. Так что успокойся и отправляйся в Персию. — У меня к тебе еще одна просьба. В мое отсутствие могут приехать представители Ганзы и Москвы. — Возможно, но не обязательно. — Ты владетель здешних земель. И ни с кем другим о деле они говорить не будут. — Еще вопрос. — Я могу встретить торговцев из Грузии, Армении и Сирии? — На рынках обязательно встретишь, но реальную пользу могут дать только сирийцы. — У них должны быть хорошие рубины. — Не только. Развал Римской империи аукнулся не только Европе, но и Ближнему Востоку. А Сирия попала под крылышко Византии. — Но крестоносцы... — Забудь это слово! Термин крестоносцы появится через триста лет. Сейчас их называют франки. — Мне без разницы. Всякие там термины... — Парча. Вот единственный интерес от встречи с сирийцами. — Дорогая штука. — Ткачество золотой и серебряной нити только у них. Но лучше вези хлопок, а золотишься со своим трощением. Примечание. Тращение, выравнивая ткацкой нити, в результате чего ткань становилась ровной и гладкой. Конец примечания. — Вык уезжает со мной. Проследи за закупкой Паташа. — Не волнуйся, я первый заинтересован в выпуске тукоплавкого стекла. Пошли наверх, чайку попьем. Разговор затянулся за полночь. Неожиданно оказалось очень много важных тем, которые просто некому было поручить. Тот же бисер. Ну, кто еще поможет стекольщикам наладить выпуск этих крошечных шариков? Простякое, даже примитивное производство может встать от совершенно незначительной мелочи, которую в нынешний век еще не изобрели. Драккар практически летел по волнам Онеги. Нурман снова пересекал озеро. На этот раз его целью была река Водла, где недалеко от Пудушского монастыря на Медвежьей горе стояла Венгинская пристань. Крепость контролировала торговый путь из Архангельска в Новгород, а Кречет, двоюродный брат Федора Даниловича Венгинского, был там воеводой. С утра речной флот потянулся к Рыбрике, а через день все маленькие кораблики должны собраться в устье Вытигры. Драккар ходко пошел по реке, и вскоре заведнелись бревенчатые стены родового имения с длинной пристанью у берега. — Правильная служба в крепости! — заговорил Варуч, недавно приехавший из Новгорода старшина корабельщиков и знаток этих мест. — С чего так решил? — отозвался Норман. — Ты посмотри на встречающих! Все безоружные! И родственник твой стоит в нарядном кафтане! — Глазастый! Я пока ничего не могу разглядеть! — Тони глаза видит, а зад чувствует! — засмеялся Варуч. — Я здесь не впервой всех поименно знаю! — Значит, и тебя задницей учуяли! — отшутился Норман. — А то! Не раз! Зимовал! И Черемисов не раз вместе отгоняли! — Неужели на крепость войну идут? Еще как! Каждый год перед ледоходом лезут на стены! — Совсем оборзели, гады! Ничего не бояться! — возмутился Норман. — Чего Черемисам опасаться? Городов нет! Купцов у себя на вятке не трогают! — Пойди найди, из каких мест пришли разбойники! — А если подвесить на дыбу? — Толку-то! Пытали и не раз! — Называет свою деревню! — Да где она? В той глухомане не найдешь! — Федор Иванович, князь Устюжский! — От Вятичей горькими слезами плачет! — Меня уговаривал с ним в поход пойти! — И не думай! — Обманет! — К тому же бесполезен поход! — Разбегутся черемисы с ватиками по лесам! — Обратно с носом вернешься! — Что, если на вятке крепость построить? — Веча не согласится! Купцов-то не трогают! — При чем здесь веча? — Как при чем? Вятские земли входят в новгородскую пятину! — В таком случае ждите беды! Черемисы обязательно разграбят хлыновское торжеще на вятке! — Шалят! Что ни год, то набег! Пограбят, да в лес! Потом ищи-свищи — все без толку! Норман задумался! Рассказ старшины-корабельщиков с чем-то ассоциировался, но ничего конкретного в голову не приходило! Вятичи, которые сейчас назывались ватиками, черемисами или бессермянами — нет, это не то! Новгородская пятина простиралась до Тюмени, и никто из князей никогда не пытался оспорить права Новгорода на эти земли! Да и связываться с Новгородом себе дороже! Свои же собственные торговцы яда подсыпят! Если правителю война может дать добычу, то купечество при любом раскладе потеряет прибыль! — По каким рекам ты ходил в земли, черемисов? — Норман пытался нащупать ускользнувшую мысль! — Основной путь проходит по двине! — Можно по мизине! — Бывает, заходишь в Печору, потом волоком в Ичигду и сюда, на Вингинскую пристань! — На каму ходил? — Есть! — Поймал таки за хвост беглую мысль! — А как же! Там меха хорошее, богатое место! — Надо же! Случайное слово выудило из памяти фамилию Пятин, его друг и сослуживец по морскому отряду погранвойск. Парень родом из города Березняки, а служба и дружба на границе хороший стимул поделиться воспоминаниями о гражданке. Именно от него Норман услышал о золоте, железе и антраците. Осталось найти способ совратить на подвиге новгородское купечество. Нелегкая, прямо скажем, задача, ибо его знания ограничивались перечнем полезных ископаемых, а само место могут указать не точнее, чем где-то там на реке Каме. Варуч лихо подвел Дракар к причалу, не успели корабельщики набросить чалки, как воевода запрыгнул на борт. — Вот ты какой мой племяш, Борис Иванович! Обнял Нормана наша кровь. Статен, силен, сразу видно из Венгинских. Затем повернулся к старшине корабельщиков и добавил — и тебя, Варуч, рад видеть. Решил на князя работать? — Так в Новгороде только и разговоров, что про его отвагу да богатую добычу. Вон в Ригу не побоялся забраться и корабли от причала увезти. — Наслышан, наслышан. Мы тут долго судили, рядили, да поверить не могли. — Отважен! Сам в одиночку два самых богатых корабля угнал. — Да ну вас! Всего-то с сукном из гента гружены. Его слова вызвали дружный смех. — Борис Иванович, хорош у тебя племянник! — сквозь смех выкрикнул один из купцов. — Всего лишь два корабля с лучшим европейским сукном! Замечание только добавило смеха, некоторые даже начали утирать слезы. — Пошли в крепость, племянник. Столы накрыты. — Отобедаешь, а завтра тронемся в путь дорогу. Над причалом грозно нависала высокая стена из ровных, вертикально стоящих бревен. — Тяжело было вкапывать ряд высоких столбов? — спросил Норман. — Вкапывать? — воевода удивленно остановился. — Ты раньше никогда не видел таких стен? — Нет, впервые вижу, — честно ответил Норман. — Чудно! Пошли наверх. Я тебе все покажу и расскажу. Они прошли через неширокие ворота и по лестнице поднялись на прируб, обошли площадку для лучников и оказались на стене. — Что у тебя под ногами? — спросил воевода. — Земля. Для убедительности Норман топнул ногой. — Речной песок, а не земля. — Ты видел пеньковую обвязку вокруг бревен? — Да, семь рядов насчитал. — Так вот, племяш, сначала делают насыпь, затем связывают и ставят толстые лисины, которые удерживают песок. — После дождя поведет, а ограды быстро завалятся. — Ты посмотри на ширину насыпи. Она в три раза больше высоты, плюс поперечные стяжки врублены венцом. Норман внимательно осмотрел необычную конструкцию. — Широко — это хорошо. Защитникам легко организовать численный перевес в любом месте и для прачников просторно. — Надо же! — Простое, дешевое и надежное решение защиты удаленных границ. — Часто приходится бревна менять. — Гнили нет, песок влагу не держит. — Меняем по сроку, на лисинах рубим год, через десять лет меняем на новую. Норман еще раз поразился, насколько просто и прагматично поступали наши предки. Дешевый и легко доступный строительный материал, при минимальных затратах труда, позволял в кратчайшие сроки построить мощное оборонительное сооружение. Причем стены без проблем выдержат не только удар тарана, но и пушечный обстрел. Понятное дело, за всем этим стоит многовековой опыт жестокой борьбы и не с лесным зверем. — Ну что, понял? — Удивил. Никогда бы не додумался до такого варианта строительства. — В другой раз съездим в Пудожский монастырь, вот где стены по-настоящему неприступны. — Расскажи. — Бесполезно, то видеть надо. — Объясни основную идею. — Насколько я слышал, неприступных крепостей не бывает. — Так и смысла нет такое строить. Если слаб, уйди в тихое место. Если силен, отгони врага, побей на его земле. — Но здесь никто не хочет идти войной на Черемисов, — возразил Норман. — А зачем попусту по лесам бегать? — У них нет ни городов, ни больших сел. Так мелкие шайки разбоем кормятся. — Вообще-то его дядя прав. — Действительно нет смысла идти войной на лесной народ. Зимой они занимаются охотой, летом торгуют да воруют. Сначала должно прийти время межродовой организации, и только после этого возникнут свои города и армии. Для примера та же армия Чингисхана. Умер правитель, и родовые племена рассыпались по уделам со своими мелкими воинами и борьбой за право собирать мзду с транзитной торговли. Борис Иванович расстарался, встретил своего племянника богатым столом, а по меркам двадцать первого века вообще баснословно дорогим. Одной малосольной икры несколько ведер, не говоря о перелетной птице, местных тетеревах и лубях, а карака и колбасы диких свиней источали умопомрачительный аромат. Копченая шейка лося так и просилась в рот, а нарезка из косули манила нежным розовым мясом, а рыбе и говорить нечего. Форель, лосось, ряпушка, минога, стерлядь, келец, корюшка — горы деликатесов в жареном, маринованном, вяленом и копченом виде. Норман уже привык к современному застолью, где понятие «пир горой» подразумевало обилие еды и множество людей, стояли и хмельной мед, и пиво, и брашка. Но это как приложение. Напиться — значит потерять уважение. С пьяницей никто не будет иметь дело. Кому нужен ненадежный товарищ в торговле, тем более в дружине? — Гости дорогие! — встал Борис Иванович. — Прошу любить и жаловать племянника моего, князя Карельских земель Андрея Федоровича Венгинского. Собравшиеся купцы, дружинники и корабельщики дружно встали и прокричали «Люба! Славен род Венгинских! Люба!» На этом торжественная часть закончилась. Гости начали по очереди подходить сначала к Борису Ивановичу с поздравлениями по поводу приезда племянника, затем к Норману, так сказать, для личного знакомства. Сама трапеза проходила с толком и расстановкой. Еле, не спеша, не забывая похвалить хозяина за каждое блюдо, если что-то очень понравилось, к столу звали кухарку и прилюдно дарили серебряную монетку. И Норман дважды отметил кулинарное мастерство стрепухи. Первый раз за чудесные пряные колбаски с пшенкой, второй раз за миноги в яблочном маринаде. Объедение! Но вот прислуга убрала еду, перед воеводой водрузили огромный самовар, а на столе появились медовые пряники да сладкие пироги и булочки. Начали распивать чаи и вести беседы о жизни. Основной темой были проекты на предстоящую торговлю. Одни собирались скупить зимние трофеи прямо в устье Двины и вернуться в Новгород ко времени прихода первых кораблей, другие намечали более дальние походы аж на остров Вайгач, а то и далее. — Господа купцы, а кто из вас пойдет на каму? — громко на весь стол поинтересовался Норман. — Я пойду, — ответил молодой торговец по имени Струкун. — Не возьмешь заказ? Слышал я, в тех краях есть каменный уголь. У большинства сидящих за столом вытянулись лица. — Заказывать уголь за три девять земель? Когда лес, вот он рядом. Жги лисины в ямах, вот тебе и уголь. — Есть там такой уголь, — ответил купец по имени Есиф. — Его с реки Косьва видно. Много возьмешь? — Три ладьезара, смогу и больше. Купцы быстро оценили выгоду. Туда железо и ткани, обратно пушнину, что фактически невесомо. С ценой договорились быстро и тут же ударили по рукам. — Там недалеко есть соль, — с невинным видом добавил Норман. — Где? Откуда знаешь? Тут уже все сидящие за столом поставили ушки топориком. Соль — это огромные деньги. Ко мне мурманы пришли, от них и слышал. Место назвали, как у Солья, прямо на берегу Камы. — Мурманы туда редко заходят. Пограбят пермяков и назад. Вот с таких грабежей и привезли золото с медью, да еще железо, — сохраняя невинный вид, добавил Норман. — Не может быть! Ты ничего не путаешь? Они реку назвали Чусовая или что-то похожее. — Знаю Часовую! — воскликнул Есиф. — И золотые висюльки на пермяковских девках видел. — Князь Андрей Федорович, какую долю стребуешь за свои слова? — торжественно спросил Есиф. — Мне нужен только каменный уголь и роток на замок. Будет нужда острок ставить, дружину дам. — Согласны? — купец посмотрел на своих товарищей и, услышав дружное «да», закончил по рукам. — Антрацит — это хороший, просто отличный порох. Кроме того, он дает высокую температуру для домниц и плавилин. Золото, медь, соль, железную руду еще надо отыскать, на что могут уйти годы, а несколько ладей угля в год вполне обеспечат потребности в порохе и стали варенье. Глава десятая. Волга-реченька. До вытигры долетели за три часа, помог ровный северный ветер. Корабельщики даже не брали весла. Устье реки чернело от настоящего столпотворения дракаров, карфи и ушкуев, зато в маленькой прибрежной деревушке, полной безлюдья, разбежались даже собаки. При виде флагмана со скаленной медвежьей мордой над плесом пронесся радостный разноголосый вой. — Ну ты даешь, племянник! С такой оравой можно московский Кремль брать. Защитники от одного крика разбегутся. — Да ну, тебе нужен мне этот Кремль. — Зачем окрепкие стены дубом биться? — отмахнулся Норман. — С чего ты взял, что дубовый? — Обычная сосна в венец собрана. Или слышал, что? — Ах, мыл в Новгороде про дуб говорил, — на ходу соврал Норман. Говоря о Москве, он подразумевал стены из кирпича. — Выдумывает! — Иван Данилович, конечно, много денег собрал. — Да на дубовый Кремль все равно не хватит. — Неважно, мне бы в Персию сходить, да удачно вернуться. — И то верно. — На обратном пути разбойники тебе покоя не дадут. — Почему только на обратном? — Вниз по Этилию идти проще? — Да нет, не проще. Сейчас половодья. Разбойникам тебя не достать. — А наверх пойдешь, на каждом броде встречать будут. — Не надо меня пугать. С такой ордой мурманов я сам кого хочешь испугаю. — Не говори гоп, а слушай старших. — Как с белозерских земель выйдешь, — Так вокруг тебя будут одни враги. — И Ярославль так просто не пропустит. — Пораньше прижмут. Первая крепость — Романов-Борисоглебск. Те первые попытаются нахрапом взять. Уже сколько раз Норман слышал предупреждение о грабежах на Волге. Что не крепость, то поборы. А после Нижнего Новгорода вообще мрак. Ладно, он не овечка и никому не позволит себя стричь. Драккар протиснулся сквозь толпившуюся флотилию и, набирая темп, пошел вверх по Вытигре. Остальные начали пристраиваться вслед. — Варуч, — Борис Иванович кликнул корабельщика, — подверни к обрыву. Лишь наверху конные стоят. — Вижу, вижу. Упреди дозорных. Как бы с перепугов на ват не ударили. Конный отряд заметил маневр Драккара. Двое верховых спустились к самому берегу. — Я кречет. Воеводы Венгинской пристани. Еду в гости к Роману Михайловичу. Он упрежден. — Было такое, — крикнули с берега. — А че за орава Мурманов с тобой? — То воины племянника моего, князя Андрея Федоровича Венгинского. Воевать кого собрались? Он далее в Персию спустится. Легкой дороги. Всадники свистнули и на рысях пошли вдоль берега. Вот ладненько успокоили народ. А то и в самом деле с испугу стрелы метать стали бы. Мне в дальний поход без большой дружины нельзя. Как бы оправдываясь, — сказал Норман. — Да ладно тебе. Разве люди не понимают? Опасаются, то верно. У тебя на лбу не написано, кого бить собираешься. А в Белозерске большая дружина? С ополчением и третьи против твоих не наберут. Чего так мало? Не любит Роман Михайлович воевать. Да и отец его, и дед, воинское дело обходили стороной. И нужда не заставила? Вон, ярославцы под боком. Давно бы под себя подмяли. Ярославские князья на Москву претендуют. Что им белозерские земли? Если хочешь, сам здесь тройся. Князь слова поперек не скажет. Ну да, земли безлюдные, — вздохнул Норман. Не в этом дело. Впрочем, сам скоро все увидишь. Речная флотилия под песней шутки поднималась вверх по вытигре. То там, то тут кормчие беззлобно переругивались, упрекая других за чрезмерное сближение или нечаянные навалы. Маловато река для столь огромного количества корабликов. Утро встретило промозглой сыростью. Норман долго не решался выбраться из спального мешка, но любопытство взяло верх. Со всех сторон слышались гулки и крики и удары оружием от щиты. В то же время находящиеся в дракаре корабельщики вели себя совершенно спокойно. Одни завтракали, другие лениво переговаривались, только грибцы настороженно поглядывали по сторонам. — Проснулся, Андрей Федорович? — Что тебе подать на завтрак? — заботливо спросил старшина Варуч. — Чего-нибудь горяченького, как-то сыро и холодно. Низовой туман стоит. Верная примета к смене погоды. И верно, дракар как бы висел между небом и землей. Не то что носа кораблика не видно. Воду за баром не рассмотреть. Мальчонка, чей-то сын из корабельной дружины, проворно постелил скатерку, поставил кружку с китайским чаем и блюдо с еще шипящими колбасками. — Мимо Белозерска не проскочим? — поинтересовался Норман. — Ты что, нам сначала в Белозерский монастырь, а уж затем пойдем гостить князю. — Может, наоборот? — Где монастырь, а где Белозерск? — Так к монастырю выйдем часа через два, а город стоит на шексне. — Стоп, 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 о чем они говорят? — Для Нормана Кирилло-Белозерский монастырь находится в Кириллове, где он когда-то учился, а Белозерск раскинулся на южном берегу озера. Ферапонтов монастырь вообще в стороне от реки и построен немного позже Белозерского. Непонятно, выходит, что монастырь и город стоят в совсем других местах. Почему? Или причина в Мариинской системе и Рыбинском водохранилище? — Торчат из воды колокольни затопленных церквей, сам видел. Нет, лучше сидеть и помалкивать, не смущать умы людей дурацкими словами. — Собирайся, Андрей Федорович! — голос старшины прервал размышления Нормана. — Слышь, вон передовые в берег уткнулись. — А дары для монастыря? — Тот карфи впереди нас. Успеют распаковать да на берег вынести. Слуга принес васильковую рубашку с вышивкой алыми ягодками, темно-синий кафтан с шароварами и высокие сапоги со шнуровкой. Зябко поеживаясь, Норман начал переодеваться. Какие-либо украшения решительно отверг. Не на танцы собирается, нечего перед монахами золотом сверкать. Как-то неожиданно киль зашуршал по песку, корабельщики ловко спрыгнули в воду и ходом потащили дракар на берег. Норман сошел уже на сухое, сделал несколько шагов от воды и встал. Чудеса! Перед ним открылось голубое небо с ярким весенним солнцем. Невдалеке виднелся деревянный монастырь, а за спиной непроглядным мраком клубился туман. — Где он? Озеро Белое он знал неплохо. Тем не менее о подобном монастыре никогда не слышал. Неужели попал в параллельный мир? Или это всего лишь последствия неизвестных событий? Возможно, известных только для профессиональных историков и краеведов. Чего гадать? — Эй, Андрей Федорович, ты куда спешишь? — При входе в монастырь надо соблюдать чин и порядок. — Так задумался. — Объясняй, что да как, я правил не знаю. — Надо подождать, пока твои дружинники дары принесут. Первым иду я, затем несут твои подношения, затем ты с ближниками. Ого, настоящая церемония! Как же иначе? Ты должен выразить уважение игумену и старшим в роду. Старшинство в роду определяется возрастом. Вот ты старше меня, значит, не говори ерунды. На первом месте — близость к основателю рода, его прямые наследники. — А сколько лет нашему роду? — Никто не знает. Мы ведем счет с постройки подворья в новгородском Кремле. Это чуть более тысячи лет. — Ни хрена себе тысячи лет! Да спроси кого в Питере о родословной, в лучшем случае о бабушке вспомнит. И еще, племянник, я укорить тебя должен. Ты, князь, над всеми голова, а волок из вытигры в ковжу проспал, как младенец. По-твоему, я должен был впредься в лямку? Не о том говоришь. Ты о людях заботиться должен, подбодрить, ласковое слово сказать, а кого и пожурить. Понял? Да не знал я о волоке. Как же так? В поход большое войско собрал. А идешь на обум-лазере, куда глаза глядят. Ну почему же? Из-за неги в Этиль здесь одна дорога. Норман повернулся к озеру, где из стелющегося над водой тумана торчал чистокол черных матч. Прав, Борис Иванович, надо было переговорить хотя бы с Шушуном, расспросить о реках и волоках. А то легкомысленно поперся. Я, мол, родом с тех краев, все знаю, везде был. А о разнице почти что в 800 лет как-то не подумал. Снова посмотрел на холм и вдруг вспомнил. В Белозерске стоял монастырь не очень древний, 17 век. Вполне возможно, что он построен на месте вот этого деревянного. Тогда все складывается. Белозерский монастырь дал имя городу, а нынешняя столица княжества по какой-то причине канула в лету. Вспомнилась еще одна деталь. Кирилло-Белозерский монастырь основан москвичами, впоследствии Иван Грозный в нем хранил свою казну, а соседний женский монастырь использовал как тюрьму для своих жен. Почему? Вроде Белозерское княжество ни с кем не воевало. И вообще жили тихо, ирно и спокойно. Новгородские купцы здесь шастают как по своему собственному подворью, и князья устюжские под боком, при желании прижать их пара пустяков. Визит в монастырь оставил двоякое впечатление. Грек-игумен сначала устроил экзамен на знание падежей и склонений, затем прочитал нотацию на тему твердости в вере. Попытку увильнуть и перевести разговор на планы по строительству монастыря на Соловецких островах воспринял спокойно. Выслушал и едко заметил, что место выбирают сами монахи, а построенная князем крепость может быть для служителей церкви только местом ссылки. Впрочем, возражений не было, что для Нормана являлось главным, ибо де-юре острова и Онежская губа относилась к Белозерской епархии. — Ну ты и ловок вести разговоры! — на выходе из монастыря заметил Борис Иванович. — А что тут такого? Полдня поговорили и разошлись. — Не скажи. Обычно два дня, а то и три выслушиваешь нотации, затем начинаются долгие споры о монастырских выгодах. — Погоди, а какие здесь, в Белозерском монастыре, могут быть выгоды от строительства монастыря на Соловках? — В том-то и дело, что никаких. Епархия его, а монастырь чужой. — С чего ты решил, что новый монастырь будет для Белозерска чужим? — Зачем ты к нему ехал? — Он тебе правду сказал. По жизни монахи строят скит, затем просят помочь построить монастырь. — Разве князья не помогают? — Помогают, да совсем иначе. Дарят епископу земли или жертвуют деньги, селят у монастыря закуп или полон. — Я так же поступил. — Так да не так. Пришел и сказал, я на твоей земле построю свой монастырь. Да еще конкретное место указал. — Это плохо. — Это неправильно. Но, что удивительно, епископ тебе позволил. — Погоди, я говорил с епископом Белозерска. — Что за дикие края у мурманов? Куда тебя занесло? — Во всяком случае, архиепископа я впервые увидел в Новгороде. И до сих пор не знаю, как его отличить от прочих священников. С тяжелым вздохом Борис Иванович сел на землю и начал объяснять порядок церковных санов, затем отличия в одеждах и головных уборах. Примерно через полчаса он еще раз вздохнул и сказал, пошли к огню. Вон твои слуги уже в сотый раз горшки в огонь ставят. — Я ничего не понял из твоих разъяснений. — Вижу. Со временем сам разберешься. Невозможно объяснить слепому, как отличить красный шелк от синего. Навернув миску горохового супа на копчих ребрышках, Норман пошел к Шушону. Его дядя был прав, когда стыдил за легкомыслие. — Волго-Балтийского канала нет, и далеко не факт, что между Белым озером и Волгой не придется преодолевать очередной Волок, а то и два. — Ну как? — Все благополучно добрались до монастыря? — присаживаясь к костру, спросил Норман. — Немцы потерялись. Блукали часа два, в тумане было, в Шексну ушли, да спохватились, назад повернули. — Ты у нас главный над всеми старшинами. Немцам дай наших кормчих, да забери равное количество их корабельщиков. Упираются, хотят своей ватагой идти. — Не хотят? Пусть поворачивают во своясе. — Или ты держишь власть над всеми, или скатертью дорога на все четыре стороны. — Не слишком ли круто? — А как же иначе? — Идти ли не сравнить с Траве или Эльбой? Нам до Сарай-Берке неделю идти. — На шестой день придем. — Или ты кого поградать собрался? — Не до шалостей, хотя... — Слушай, а где полон можно набрать? — На второй день городец пройдем. — И лови черемисов по левому берегу. — А после Нижнего Новгорода оба берега твои. — Ну-ка пошли кого к Мурманам? — Созовем вождей, да планы на поход составим. — Верно мыслишь, Андрей Федорович. Лучше сейчас оговорить с толком да расстановкой, чем в попыхах на всю округу орать. — Кстати, насчет команд. — Ты видел горны, что я тебе положил в ушку? — Видел. Дул в них, только проку никакого. Шипят змеями, и-то все тут. — Вели принести, да позови людей, что сигнальщиками поставишь. Трубач из Нормана был никакой, но вывести правильные рулады мог. Весь секрет заключается в правильном положении губ, так что пока собирались старшины корабельных дружин и вожди норвежских отрядов, он развлекался простенькой музыкой. Начал с сигнала «служ все», затем перешел к более сложным, типа «бери ложку, бери бак» и «беги на полубак». К моменту сбора военного совета, или, как сейчас это называли, круга, он уже дурачился, выдувая песенку «Эй, моряк, ты слишком долго плавал». Зато сам совет заставил сидеть тихонько и внимательно слушать рассуждения бывалых бойцов. Он прекрасно осознавал свое неумение руководить столь большими воинскими силами, тем более в условиях набега с реки на берег. Здесь слово асам этого дела, за спинами которых сотни подобных сражений. Норман снова проспал. Еще с вечера забрался на драккарт, нырнул в спальный мешок и сладко заснул. Проснулся, когда уже шли по реке, на соседнем ушку и увидели на берегу своего знакомого, и теперь радостно кричали на всю реку, делясь сплетнями и новостями. После завтрака вместо гимнастики встал на весло, так и отмахал до самого прихода в Белозерск. То ли родные края повлияли на него, то ли пасмурная погода, но встреча с князем и его семейством на Нормана не произвела никакого впечатления. Да и сам город показался каким-то неказистым, чуть ли не заброшенным. Знакомства, объятия, поцелуи и обмен подарками не разбудили радостных эмоций, да и небольшое княжеское семейство выглядело как-то блекло. А вечерний пир оставил удручающее впечатление. Великий князь Роман Михайлович напился и уснул прямо за столом. Его сын, а дутловатый и рыхлый телом Федор Романович не отставал от отца, через полчаса после начала пиршества в трапезной остался только Норман со своей дружиной. — Ты своих дружинников не подгоняй. — Погостим еще пару деньков, — неожиданно заявил дядя. — Так и будем сидеть да мед распевать? Мне до осени вернуться надо. — Два дня ничего не решат, а тебе польза. — Походи, посмотри на хозяйство, познакомься с домочадцами. — Что с ними знакомиться? — Вон обоих слуги в спальню унесли. — Так другие есть. — Какие другие? — Родни нет. Отец, сын да малолетний внук. — Почему же? У князя есть дочь. Не красавица, однако ж набожная и хозяйственная. — Ладно, завтра с утра кликну ключника, посмотрю на хозяйство белозерского князя. Он не стал герепениться по другой причине. Впереди пятидневный переход, и корабельщикам надо отдохнуть. Оружие и кораблики не помешает еще раз проверить. С этими мыслями и направился в отведенную для него комнату. — Погоди, Норман! — окликнул один из норвежских вождей. — Выбери деву. Мы для тебя самых лучших привели. Валькирий он разглядел, еще сидя за столом. — Ничего, девоньки. Поэтому откликнулся без задержки. — Эй, рыженькая, тебя как зовут? — Лента, — ответила воительница и густо покраснела. — Славен род! Варуфа прорали норвежцы. — Красавица! Принеси в дом крепкого воина! Ну, так просто и незатейливо. Словно в деревне, когда корову приводят к быку-производителю. Девушка окончательно смешалась, а Норман подхватил ее на руки, чем вызвал дружный смех мужчин и ехидные советы оставшихся за столом подружек. — Уходим через два дня! — поднимаясь по лестнице, крикнул Норман. Задолго до рассвета петухи устроили конкурс на самого лучшего солиста. Пели самозабвенно, вкладывая в нехитрую мелодию всю силу своих петушиных легких. Норман подремывал, лежа на животе, а Леанта взобралась к нему на спину и заплетала волосы в четыре косички. Хочется девушке навести на него красоту по моде своего фьорда. Ну и ладно, он не против. Какая-никакая польза, помощь для единственного слуги, которого он взял в поход только ради навыков бородобрей. Исполняя требования своего отца, Норман отрастил бороду, взяв за образец артиста Игоря Старыгина в роли Арамиса. «Хотели увидеть бороду? Вот она, смотрите». А закрывать свое лицо дикими зарослями он не собирался. От рождения уродом не выглядел. Плохо другое. В Европе зеркала также находились под запретом. Папа издал специальную буллу, где умудрился связать отражение человека с числом зверя. Помог Максим. Посмеявшись над предрассудками, он рассказал историю стеклянных зеркал, которые делали только в Византии. До венецианской продукции нам с тобой не дожить. Сначала османы должны захватить Константинополь. При чем здесь это, не понял Норман. Греки побегут в Большую Грецию вместе со всеми своими секретами, в том числе и технологию изготовления зеркал привезут. Что такое Большая Греция? Эх ты! Они всегда так называли Апеннинский полуостров, даже во времена расцвета Римской империи. Амбициозные ребята. Да уж, чего-чего, а этого у греков не отнять. На, держи. Максим протянул хромированный диск. Спасибо, выручил. Металлическое зеркало лучше, чем совсем ничего. Это походный гелиограф. Откинь крышку, внутри увидишь отличное зеркало. Скрип двери вывел Нормана из сладкой дремы. Хватит вам ласкаться, пора к столу. Ворчливым тоном, явно подражая взрослым, позвала щупленькая девчушка. Леанта стянула кожаным шнурком косички и нехотя сползла в кровати. Подай мне одежду. Что? Соплюшка аж позеленела от возмущения. Да я! Да тебя! И со всего маха хлопнула дверью. Норман блаженно потянулся, и правда, пора вставать. Половодье. Куда ни брось взгляд, везде вода. Тем не менее, семейство лосей смело пересекало реку. Норвежцы потихоньку уходили вперед. За очередным поворотом стоит крепость Романов, первая жертва в походе по Итилю. Норман взобрался по ступенькам на площадку Форштевня. Отсюда будет лучше всего наблюдать за развитием событий. Они все же время ему прятаться за спины своих воевод. Неизбежно наступит пора, когда придется командовать самому. Устроившись поудобнее, достал из сумки берестяную коробочку и кинул в рот маленький черный кусочек подсушенной живицы. Сразу вспомнилось детство и давешнее знакомство с юной княжной Анастасией Романовной, а также с княгиней Ефросинией Давыдовной, которая оказалась сестрой ярославского князя Василия Давыдовича Грозные очи. Как и было оговорено с Борисом Ивановичем, после завтрака Норман встретился с ключником и далее в сопровождении хозяйки дома пошел осматривать княжеские закрома. Начали с чуланов и кладовок, где ему показывали перины и одеяло на лебяжьем пуху, затем отрезы различной ткани и рулончики выделанной кожи, затем вышли во двор и гостя повели в конюшню, хлебный амбар и так далее. С трудом, сдерживая зевоту, он вежливо кивал головой и выражал свое восхищение. Единственным утешением был вык, который всякий раз подталкивал локтем и подмигивал. Оно и верно. По сравнению с медвежьим замком здесь была вопиющая нищета. Осматривая домашнее хозяйство великого князя, Норман каждый раз натыкался на девчушку, которая рано утром заявилась в его спальню. Он уже собирался ее шугануть, чтобы не путалась под ногами, но в заключительной стадии знакомства с княжескими богатствами она выступила в роли манекенщицы. — Ну как, князь Норман? — кокетливо спросила девчонка, когда на нее навесили пару килограммов всевозможных украшений. — Прям красавица! — польстил Норман. — А что другое скажешь ребенку? От похвалы соплюшка покраснела, взяла из рук своей помощницы берестяную коробочку и достала черный комочек. В ноздри ударил знакомый с детства аромат сливы. — Как же давно это было! — Подари мне кусочек! — попросил Норман. — Угощайся! — улыбнулась девочка. Подсушенная живица сливы — самое первое средство избежать кариеса и сохранить зубы. Во всяком случае, так говорила его бабушка, а по жизни, к своим двадцати шести годам, он так и не узнал, как выглядит кабинет стоматолога. По весне у них в деревне каждый хозяин делал надрез на стволах сливовых деревьев, а собранную живицу жевали практически все. И вкусно, и полезно, и рот очищает получше любой зубной пасты, не говоря уже о жвачке. Правда, есть один небольшой минус — живица липнет к зубам, и стороннему человеку может показаться, что во рту черно. Но кого это волнует? Через пару минут зубы будут сверкать перламутровой белизной. Девчушка протянула Норману берестяную коробочку, а княгиня неожиданно резко выхватила и отругала. Как он понял, была попытка нарушить какие-то обычаи. Вместе с тем, так он узнал, что непосредливая девчонка является юной княжной Анастасии Романовной. — Кажись, мурманы пошли в атаку! Возглас Варуча прервал воспоминания. — Не может быть, они грибут в прежнем темпе. — Кто в здравом рассудке перед схваткой начнет махать веслами до изнеможения? Ты посмотри на кормчих! — Я их не вижу. — Вот именно. Они спустились ниже, чтоб стрела не достала. В этот момент над рекой пронесся звонкий голос. С горна труба пропела в атаку, и дракары, вышедших вперед норвежцев, начали подворачивать к берегу. Основной караван, в свою очередь, также изменил курс. Корабельщики подвернули ближе к противоположному берегу. Мудрое решение. Как бы не развивались события у Романовской крепости, а их не достанет даже случайная стрела. Наконец Норман увидел крепость, в которой изо всех сил гребли, вышедшие было на перехват дружинники. Тут любой даст деру. Шли-то собрать дань с купцов, а перед ними оказался огромный отряд воинственных мурманов. Успели, бросили лодки и стремглав помчались к воротам, откуда задребезжал хлипкий голос набатного колокола. — Гнать такого кузнеца за ворота! — фыркнул Варыч. — Неумеха! Колокол выковал с трещиной. Норвежцы высадились на берег и, не обращая внимания на царившую в крепости суету, принялись деловито осматривать трофеи. Наконец они выбрали один ушкуй, остальные свалили на прибрежном песке горкой и подожгли. С крепостной стены им что-то кричали и грозили кулаками. Ответный пассаж заставил рассмеять всех корабельщиков. Достаточно большая группа мурманов выстроилась в ряд, затем развернулась к крепости спиной, спустила штаны и выставила оголенные задницы. Караван со смехом и шутками проплывал мимо огромного костра, а норвежцы с невозмутимым видом готовили свои дракары к новому броску. К Ярославле подходили с вечерними лучами солнца, но прежде чем увидеть колокольни и стены, они услышали тяжелый гул набатного колокола. Тревожный, вязкий звук как бы стлался над самой водой. — Молодцы, дозорные! — Задолго нас увидели! — воскликнул Норман. — Ты что, княжи, в Романовской крепости на сигнальном столбе тревожный дым пустили. — Разве? — смутился Норман. Я вперед смотрел. — Неужели в мурманских краях дымами не предупреждают о подходе врагов? — Нет, там селятся в низинах между скалами, стороной не обойти, а фьорд, вот он, перед глазами. — Вообще-то так и есть, да и ветреного моря. Дым к воде прижмет и выйдет пшик вместо сигнала. — Ты смотри, что мурманы творят! Ярославцы в копье встречают, а они бесстрашно прут на берег. Пугают, сейчас отступят к стенам. Копейщиков и трех сотен не наберется. — А если встать у самой воды? — Чудной ты. — Высадился ниже и выше по реке. Да вдарил с двух сторон. Все. Тю-тю, город можно брать голыми руками. — Вообще-то Варуч прав. Это у него регулярная армия. На Руси городские дружины совсем маленькие, а основные силы раскиданы по уделам. В мирное время воины занимаются торговлей, ремеслами или земледелием, являясь по сути резервистами. Князь обеспечивает их оружием и освобождает от налогов. Были еще наемники, которых называли витязями, но эта публика изначально роилась в тех местах, где пахла войной. Профессиональная армия исчезла вместе с Римской империей и частично возродилась пока лишь как Тевтонский орден. Старшина корабельщиков оказался прав. С приближением дракаров копейщики начали отступать. В конечном итоге норвежцы высаживались на берег при закрытых городских воротах. Ну а дальше повторился предыдущий сценарий. Десант выбрал подходящее для морского плавания ушкуе, а остальные лодки свалили в кучу и подожгли. За ночь разорили еще три острога, а на рассвете подошли к мощной крепости Юриевец, памятнику былого величия Владимирского княжества. В свое время князь Юрий Всеволодович обозначил крепостями границы своего владения. После монгольского нашествия осталась только одна. Второй Юриев давно уже захватили поляки, а третий Юриев прочно оккупировали Тевтонцы. Примечание. Третий Юриев — Тарту. Конец примечания. Подгул набатного колокола норвежцы слаженно повернули к берегу. — Что они делают? — глядя на непонятную суету у ворот, — спросил Норман. — Откуда им знать о тактике мурманов? — со смехом ответил Варуч. — Вишь, воевода с ближниками вышел. — Зачем? — Неужели задумали поединок? — Какой там? Сейчас начнут предлагать откуп. Обычный прием — отделаться от бессермян. — Странно. Давать деньги. Только приваживать разбойников. А куда деваться? — Не заплатишь — бессермяне пойдут грабить селян. Те снимутся с места и уйдут в более спокойные края. Норман с интересом наблюдал, как норвежские вожди спокойно подошли к воротам. После взаимных приветствий начался торг. Мурманы в качестве аргумента указывали на плывущую парики армаду, а воевода рвал бороду и стенал о бедной жизни. Наконец, говорились. Группа норвежцев безбоятельно пошла в крепость, а от берега к Норману поспешил дракар. — Мы их ободрали, как липку, — с довольной улыбкой выкрикнул безусый воин. — Как это вам удалось? — Ульфор схитрил. Говорит, или вы отдаете все, или мы вас убьем и сами заберем. Согласились. — Молодцы, ловко вы их проучили. — Долго не задерживайтесь, — крикнул Варыч. — Мы к полудню подойдем к Китежу. — Китеж? Разве этот город не из сказки? — встрепенулся Норман. — Раньше вся торговля с китайцами да персами шла через Китеж. Город был сказочно богат, пока Батый не пришел. — Сейчас снова восстановили? — А какой резон? — Нижний Новгород построили на другом берегу, да торговцы с шелками не спешат к нам в гости. — Погоди, ты ничего не путаешь? — Мы только к вечеру доберемся до Нижнего. — Впереди крепость, Малый Китеж. — Это все, что осталось от былого величия суздальских князей. — Не скажи, Нижний Новгород крепко стоит, — возразил Норман. — И гости из Персии там обосновались. Свой сарай построили, верблюдов держат. Только до Великого Новгорода им не дотянуться. Норман смолчал. У них в Вологодском областном училище культуры были отличные преподаватели, настоящие специалисты своего дела и фанаты родного края. Они не раз рассказывали причину закладки Петербурга и историю строительства Мариинской судоходной системы. Петр Первый топнул ногой со словами «здесь быть городу», то есть досужих баек. На самом деле все было и проще, и сложнее. Новгород и Псков стояли в открытой оппозиции и всячески препятствовали идее Северной войны. Удобный случай подвернулся, когда через новгородские земли пошел военный обоз к Нарве. Противники войны просто-напросто конфисковали оружие, порох и провиант. Ответный ход царя оказался стремительным и смертельным для обоих городов. На Неве заложили город и порт, обходные пути через Нарву и Приозерск засыпали валунами, сразу за причалами возвели Петропавловскую крепость, за которую торговым судам запрещалось заходить. Вот и все. Две торговые империи в одночасье сдохли. Как Варуч и обещал, крепость показалась после полудня. На карте Нормана она отмечена как городец, но это не имеет никакого значения. За века названия могут поменяться несколько раз. Тяжелый гул набатного колокола разорвал звонкий голос сигнальной трубы. Дракары ринулись к берегу, а из ворот навстречу вышло местное начальство. Их не за что укорять. Здесь другая жизнь, со своими обычаями ведения войны и отражения вражеских атак. Крепость показалась достаточно большой, с несколькими посадами за городской стеной. — Здесь торгуют? — спросил Норман. — Торгуют везде. Малый Китиш славится своими гончарами и ткачами. Есть хорошие верфи. Строят ладьи? — Нет. На Итиле и Оке своя мода. — О, смотри, твои мурманы берут три расшивы. Вот дуралеи. Отсюда трудно рассмотреть, но внешний вид вполне приличный. Острый нос с крутым наклоном. Должны шустро бегать. — Не о том думаешь. На обратном пути через перекаты не протащим. Придется осить. Норман присмотрелся. На глаз грузоподъемность примерно в сто тонн. Судя по длине, осадка не должна превышать двух метров. — Пройдем. Здесь не так уж и мелко. Ты не спорь, ежели не знаешь. Это сейчас идем с половодьем, а обратно заплачем горькими слезами. Брось, по всей реке глубины вполне достаточно для нас. Найтили во многих местах сплошное мелководье, местами куром по колено. К тому же разбойники выйдут на промысел. — Ладно, посмотрим, если что продадим встречным купцам. Не будет ни встречных, ни поперечных. Ни откуда им взяться. От Белозерска все идут на Тверь, от Нижнего на Рязань. — Продадим персидским купцам. Они деньги должны дать хорошие. Но если только так, обратно с собой брать и не думай. Они даже брод здесь, у малого Китежа, без разгрузки не пройдут. Варучи еще долго ворчал по поводу взятых норвежцами расшив. Хотя Норману они понравились. Нормальные кораблики с удобной палубой и двумя мачтами. К вечеру прошли мимо Нижнего Новгорода и снова услышали густой гул набатного колокола. На этот раз тревогу били с монастырской колокольни, что стояло на самом мысу, где воды оки впадают в Волгу. А утром, как только солнышко выпрыгнуло из-за горизонта, Норман увидел Казань. — Ну что, Андрей Федорович, не передумал? — Идем на булгарский караванный торг? — серьезно спросил Варуч. — Могут быть проблемы? — Разумеется, весь торг с перепуга разбежится. Но Шушун советовал взять здесь лес. — Хорошо, сигнальщик, ну-ка, выдуй сбор. Встать к берегу желательно еще по одной причине. Они прошли половину пути. До Сарай-Берке осталось три дня, и корабельщикам необходимо отдохнуть хотя бы денек. Старшины собрались на карфе Шушуна, а Норман с площадки своего дракара разглядывал окружающий пейзаж. Он не собирался вмешиваться в распоряжение корабельного воеводы, все равно ничего умного не скажет. Лучше посмотреть со стороны и сделать соответствующие выводы. Со временем булгарский караванный торг вырастет в богатый город и крепость Казань, а толчок этому даст Тамерлан. Во время подготовки к торговой экспедиции в Персию Норман частенько донимал вопросами Максима. Как уже теперь стало понятно, следовало поговорить с Шушуном и другими старшинами корабельных дружин. Но прошедшего не вернуть. В результате вместо реалий сегодняшнего дня он узнал, в общем-то, ненужную историческую информацию общего характера. — Ты знаешь, Максим? — в очередной раз спрашивал Норман. — Я никак не могу поверить, что вместо Казани сейчас всего лишь обычный торг. — Ну сколько тебе говорить, Казань возникла после распада Золотой Орды. — Но почему? Какой смысл создавать новый город, если уже есть Астрахань и Нижний Новгород? Война Тамерлана и его наследников надолго перекрыла торговый путь из Персии, а китайцы нашли новый маршрут. — С Персами понятно, но при чем здесь китайцы? — Наивный ты, Руслан. — После ухода Тамерлана на месте Золотой Орды появилось множество мелких бродячих шаек. — Возможно, не спорю, но при чем здесь Казань? Китайцы начали сплавляться по Иртышу, который судоходен уже в Джунгарской долине. — Помню, в школе говорили, Иртыш берет свое начало в Китае. Так вот, они нашли удобный путь через Уральские горы в Каму, а там самым удобным местом оказался булгарский караванный торг. Что-то верится с трудом, на кой ляд им лезть на север, да еще в горы? — Для любого человека на первом месте стоит безопасность, а пеший маршрут через горы не превышал сотни километров. Они выходили сразу на Каму, по одному из притоков добирались до Соликамска. Теперь понятна причина возникновения Казани? — Выходит, что Иван Грозный захватил Казань ради китайских шелков? — Бери дальше. — Ваш царь снарядил экспедицию казаков, которые прошли по великому шелковому пути и основали Тобольск, крепость и таможенный форпост. — Да Ивана Грозного еще далеко, слишком далеко, двести лет. А поход в Персию вот он. Максим выдал много интересной информации, только она ничем не помогла в данной конкретной ситуации. Норман дал себе за рог впредь, при подготовке к походам, полагаться на своих воевод и рассказы знающих людей. — Сведения из будущего чреваты серьезными осложнениями, ибо они наполовину состоят из домыслов. Шушун закончил совет, от огромной флотилии отделились ушку из Драккар и направились к булгарскому караванному торгу. Там вовсе ушла подготовка торговых суденышек к отходу. Корабельщики заводили якоря, чтобы, выбирая канат, сразу от берега взять разгон. Драккар покачнулся. Это Варуч с разъездного челна запрыгнул на борт. — Слышь, старшина, а почему они не разбегаются? Норман указал на стоящую берега суда. — И правильно делают. Здесь всего-то два пути — вниз по Итилю или вверх по Казанке. — Ты не забыл про Каму? — Да Лаишевского торга четыре часа ходу. — Чем дольше с тобой говорю, тем больше вопросов. Давай по порядку, объясни разницу между бегством сейчас и в момент атаки. — Чудно, это же очевидно. — Побеги, корабельщики, при нашем появлении. — Ты разделишь флот и бросишься в погоню, так? — Ну да, а как же иначе? — Да просто. — Тебе навстречу побегут ушкуи с пустыми корзинами да бросовым товаром. Остальные в рассыпную. Пойди разбери кто, куда и зачем. Ты смотри, я бы не догадался. Только корабельщиков жалко, им полона не избежать. Видно, тебе бегать не приходилось. Суматоху устроят малые бригады. Они в последний момент прыг на челн и поминай, как звали. — Вообще-то логично, но ушкуи за челном гоняться равно ведром муху ловить. — Зачем тебе челн с несколькими корабельщиками, когда вокруг много ушкуев? На беглецов никто не обратит внимания, всем нужна добыча, если кто в спину стрелу не пустит. — Никогда не слышал, чтобы людей зазря убивали, — возразил Варуч. — Кого Шушун на булгарский караванный торг отправил? — Пошел Микша. Он многих рязанских и московских корабельщиков знает. И Ульфор. — Мурмана зачем послали? — Он должен поручиться за своих воинов. Прилюдно на топоре клятву даст. Над рекой пронесся звонкий голос трубы. Гарнист с драккара сыграл свой вариант «Эй, моряк, ты слишком долго плавал», который по неведомой причине стал сигналом к отдыху. Весла вспенили в воду, флотилия направилась к торгу. Вскоре драккар Нормана уткнулся в прибрежный песок, корабельщики спрыгнули в воду, дружно взялись за штевень и подтащили маленький кораблик на осушку. На берегу ожидала большая делегация купцов. Как только Норман спрыгнул на песок, все дружно сняли свои отороченные мехом мурмалки и поклонились до земли, затем вперед вышел рослый широкоплечий дед. — Я рязанский купец-островук. — Обращаюсь к тебе, князь Андрей Федорович, с просьбой от общества. — Здравствуй, честной народ, — в свою очередь ответил Норман. — Говори, Островут. — Твои люди сказали, что ты в Персию идешь. — Это правда? — Не соврали. Большим караваном идем, людей пугаем, — со смехом ответил Норман. — Непривычно видеть столько много ушкуев, а мурманских дракаров да свейских карфи здесь отродясь не видали. — Что делать? — Жизнь идет вперед. — Вот и решил проверить неизвестную торговую дорогу. — Почему неизвестную? — Наши прадеды каждый год в Персию ходили. — Да поганые китиш сожгли, наитили шалят. — Что-то новое. — Я не слышал, чтобы они на воде воевали. — Не, они реку не любят, непривычные к большой воде, — согласился Островут. — На ночевку негде встать, обязательно набегут, как мошка на свет. — Без ночевок идите. — Здесь широко, с берега не достанут. — Достанут, еще как достанут. — Скоро половодец падет, все броды откроются, там и жди засады. — Спасибо за предупреждение. — Мы не с этим пришли. — Возьми нас с собой, зато четыре доли сторга тебе отдадим. — Четыре доли — это много или мало? Норман понятия не имел о современной системе мер, оставаясь сторонником привычной десятичной системы. Тем более, что все эти золотники и гривны с вершками в каждом торговом центре имели собственный эталон. Он повернулся к выгу, который потешно дергался, сигнали обеими руками и чуть ли не ногами. — По рукам. Норман сделал шаг вперед и протянул руку. — Только предупреждаю, мне в сарай-берке зайти надо. — По рукам, — ответил островук, — к поганам мы не пойдем, рядом в плавнях ждать будем. — А что так? — Что вам в том сарае не нравится? — Плохое место. — Бусурманы шарятся по ушку им, как по своим юртам. И слова не скажи, сразу хватаются за плеть, а то и воинов зовут. — Сюрпризец. — И как же быть? — Караван, допустим, можно оставить в плавнях, но в крепость все равно надо идти, другому экспедицию не отправить. — А как же торговля? — Китайцы с шелком идут, товары из сарай-берке по реке вывозят. — Китайцев не трогают, за своих считают. А те, кто товары возит... Островук кивнул настоящий особняком Рашива, покупают торговый ярлык. — Интересно, почему они встали отдельно от общества? — Потому что чужие. Давно в сарае живут, с местными породнились. — Понятно. Спасибо за предупреждение. — Придется мне своих мурманов вместе с вами в камышах прятать. Вот и ладненько, мы пошли на Лаишевский торг, там тебя ждать будем. Купцы еще раз отвесили низкий поклон, надели свои разноцветные мурмалки и степенно направились к своим ушкуям. — Ворочь, а что это за Лаишевский торг? — За сегодня второй раз слышу. — Лесом торгуют. Камские платагоны там собираются. Первый товар для Персии. — Разве шушон тебе не говорил? — Не помню. Не стал врать Норман. Может, и говорил. Да конкретное место не называл. — Должен был сказать. Греки и генуэзцы с венецианцами там каждый год лиственницу закупают. — Чего ради в такую даль тащиться? — Греки испокон веков от нас лес вывозят. — Все галеры собирают только из лиственницы. — Брось. — Не может быть. — Истину говорю. Это дерево не гниет в морской воде. Очень хорошие деньги платят. — Ну а нам-то зачем? Персы корабли не строят. Деды говорили, что в былые времена персидские корабли здесь как у себя дома плавали. Даже в студеное море заходили. Норман позвал Варуча в местный трактир, где до самого заката слушал рассказы о делах давно минувших дней. Причем достаточно быстро разговор стал общим. Купцы, корабельщики и даже трактирщик принялись вспоминать слышанные в детстве былины. Глава одиннадцатая. Золотая орда. Сарай Берке прятался в Ахтубе. Среди высоченных камышей и многочисленных плавней. Не знаючи, это место можно искать все лето и не найдешь. Глинобитные домики стояли среди акаций и абрикосовых деревьев. Над зарослями возвышались только высокие макушки инжира. — Ху, божество! А не золотая орда! С этими словами Норман спрыгнул в слякотную прибрежную глину. — Дикари никогда не будут работать. Их у дел грабить и убивать, — поддержал Хинрих Пап. И неуклюже последовал за Норманом. — Берегите себя! — крикнул барон Бертран фон Щульб. — Мы спрячемся в ближайших камышах. Помогая друг другу, Норман и Хинрих Пап осторожно двинулись от протока. Глина толстыми кирпичами налипала к подошвам, ноги скользили, выбивая из-под сапог грязевые фонтанчики. — Погоди, учитель, нам надо найти удобное место и вымыть обувь. — Зачем? — Судя по этому месту, здесь кругом должна царить грязь. — Я не знаю, что там грязь или пыль, но любой встречный сразу поймет, что мы только что высадились на берег. — Как скажешь, — не стал спорить учитель. Вскоре нашли переполненную шустрыми головастиками лужицу и начали приводить себя в порядок. Путь из Казани в Сарайберке занял всего два дня. Причем после отхода из Лаишевского торга норвежцы по полной отвели свою азартную душу. Они не пропустили ни одного стойбища, заглядывали в устье каждой речушки, устраивали охоту даже на одиноких пастухов. В результате вытребованные в малом ките же расшивы быстро заполнились рабами, и не только. За две ночи мурманы умудрились ограбить три каравана, которые безмятежно отдыхали на правом берегу Волги. Норман хотел было их за это отругать, но с делом не вернуть, да и пленники с добычей оказались генуэзцами. — Варуч, откуда здесь торговцы, да еще и с Генуи? — поинтересовался Норман. — Вероятнее всего из Сарайберке идут. — Странно как-то. Не проще ли напрямую через Этиль? А там два перехода и Дон. — Какой Дон? Там берег обрывистый. Переходят через Дубовский брод, обходят Змеиные горы, и вот она Иловля, где стоят их галеры. — Что еще за Змеиные горы? По спине Нормана пробежал холодок. Он точно знал, что у Волги нет гор. — Скажешь тоже. — Или ты Жигулевские горы не разглядел? — Да какие это горы! — облегченно вздохнул Норман. На душе сразу стало легче. Ему не хотелось оказаться в каком-то параллельном мире. — Какие-никакие, а горы? Старики говорят, что умаешься бесконечно вверх, вниз колдыбать, да еще по склизкой глине. — А как бревна из Лаишевского торга везут? — Да так же, плод сгоняют к камышинскому броду, а там до Иловле рукой подать. Взятые у генуэзцев трофеи вызвали у воинов бурю восторга. Шелка на любой вкус, и толстые, и тонкие, а фарфор — батюшки, чаши и пиалы, вазы и чайнички, забавные статуэтки с импозантными подсвечниками, знатная и дорогая добыча. Даже без учета шкатулок с розоватым жемчугом, аккуратных стопочек перламутра и дюжины ящиков чая сбор трофеев не обошелся без казуса. Норвежцы не сумели справиться с верблюдами, которые оказались весьма злобными и кусачими. Зря-то верблюдов отпустил. На обратном пути мы бы их в дракара запрягли, стараясь сохранить серьезный вид, сказал Норман покусанному воину. — Да ну их! Лошадь может укусить или легнуть задними ногами. А эти и кусаются, и брыкаются, и передними лапами бьют. — Где ты видел лапы? — У верблюдов обычные ноги. — Ну да, обычные. Ты бы вблизи на них посмотрел. Белый медведь от зависти сдохнет. Верблюжачьи лапы Нормана не интересовали, зато трофейные ярлыки он осмотрел очень тщательно. Вывод не мог не порадовать. Он не нашел каких-либо отличий от тех, что ему показали на булгарском караванном торгу. Те же простенькие кусочки, толстые, как подошва сапога, кожи, с выжженным клеймом в виде садника. По всей видимости, монголы использовали принцип Тавро без каких-либо дополнительных указаний на конкретного владельца. У генуэзских купцов, как и у волжских корабельщиков, ярлыки висели на шее. Вероятно, это требование местных властей. Разница заключалась лишь в том, что у первых на толстых золотых цепочках, а у вторых на кожаном ремешке. Без приключений дойти до Сарай-Берке не удалось. У Дубовского брода их поджидал патрульный разъезд. Примкнувшие к каравану рязанские и московские попутчики начали нервничать и с тревогой поглядывали на Нормана. Зато норвежцы, без малейшего сомнения, повернули к берегу выше и ниже брода. Дальнейшие действия застали монгольский отряд врасплох. Они давно привыкли к покорности купцов, а тут их стремительно атаковали. Запоздало, спохватившись, когда мурманы набросились с двух сторон, степняки попытались было организовать отпор, какой там. Норман, не скрывая восхищения, следил за стычкой разрозненных пеших и конных воинов. Одни норвежцы, прикрывшись щитом с разбега, били лошадь плечом. Та копыта вверх, а всадник получал обухом по затылку, другие поступали более извращенно. При приближении всадника резко взмахивали плащом перед лошадиной мордой. Та от неожиданности на дыбы или в сторону, но конечный результат один. Наездник получал удар обухом в спину. Ты посмотри, ворочь, мурманы на раз сотню рабов взяли. Ну, допустим, не сотню, поменьше будет. Да и своих потеряли, вон, видишь, на плащах в дракара заносят. Кликни немцев, пусть помощь раненым окажут. Уже спешат. Все три доминиканца на перегонки к мурманам мчатся. Место для продолжительной стоянки в плавнях выбирал лично Шушун. Сначала долго промерял глубины, затем осматривал смежные протоки и, наконец, нашел в плавнях заросший ивами остров. Здесь для всех места хватит. Костры можно жечь. Кроны деревьев рассеют дым. Дров более чем достаточно. Откуда они здесь? Норман пнул ногой, отполированной водой и песком бревно. В половодье из верховых рек выносят. Иногда лед срывает целые плоты. А куда плотогоны-то смотрят? Прокуту. Смотри, не смотри. А против такой силы не попрешь. Случаются дома с сараями, плывут по реке. Вторым этапом подготовки к выходу в люди стал поиск места для постоянного дозора. Требовалось не просто найти вблизи берега скрытое и удобное гнездышко. Из него должны быть видны городские ворота с обзором во все стороны. Еще одним условием являлась удаленность от места рыбной ловли и охота на птицу. Во всех этих вопросах Норман был полный профан. Впрочем, он и не утруждал себя попытками заняться местным естествознанием. Каждый должен делать свое дело. Иначе получится эффект всезнайства, который никогда не приводил ни к чему хорошему. И вот первый выход. Они закончили смывать глину, тщательно протерли обувь травой и, стараясь выглядеть безмятежно, пошагали к городской стене. — Обычная глинобитная стена, не выше двух метров, поверху вмазаны ветки с устрашающими колючками. Норман пнул стену ногой, и она ощутимо подалась. — Ха! Да ее легко пробить обычным бревном. — Не очень-то и легко. Внутри плетеный забор, его обкладывают камышом и обмазывают глиной, — ответил Хинрих Пап. — Слишком хило. — При шторме пробить пару пустяков. — Крепости редко берут штурмом. Обычно противников встречают у стен. Всякое бывает. Норман не стал развивать тему осады и штурма городских укреплений. Вот и ворота в сторону Ахтубы, где у берега сиротливо притулилась пара ушкуев с расшивой. В воротах никто не стоял, но разведчики не рискнули войти и проследовали дальше. — Нет, ты посмотри, стена совершенно никчемная. Глину местами смыло и ни одной башни. — Ты должен всегда помнить, герр Норман фон Рус, что дураков на белом свете нет. Они не выживают. — Хочешь сказать, что я не вижу какой-то хитрости? — Все намного проще. Это стена от местных воров, а не для защиты от врагов. — Вот гады ничего не боятся, — со злобой ответил Норман. — Им действительно нечего опасаться. Вокруг кочуют племена коневодов. Врагу незаметно не приблизиться. За очередным поворотом стены их ожидал сюрприз. Прямо в степи не менее чем на километр раскинулся торг. Одни устроились под плетенными навесами, но большинство торговцев сидели на земле. Разведчики с неторопливой линцой двинулись к торговым рядам. С этой стороны городской стены оказались еще одни ворота. Уже хорошо. Под навесами торговали импортом. Всевозможные ткани, выделанная кожа, простенькое оружие, украшения и бытовые мелочи типа глиняных коржков и ложек. На голой земле разместились аборигены с кучками вонючих, невыделанных конских шкур, бурдюками кумыса и вяленой конской колбасы. Норман мужественно прошел сквозь этот ванизм из стаи роящихся мух, и все ради одной цели. С противоположной стороны торга виднелась еще одна стена, за которой просматривались юрты. Ужас! Примерно сотня разнокалиберных шатров, среди которых выделялась своим ярким голубым шелком, только центральная. Стойбище окружено высокими плетеными корзинами с песком. Ворот нет, да и само ограждение выставлено неровно. Через многочисленные разрывы мог спокойно пройти человек. Это главный город Золотой Орды на ее западных рубежах? Наверное, все эмоции Нормана были написаны на его лице, потому что Хинрих Пап сильно дернул за рукав. Даже не думай. Здесь в степи пасутся стада диких лошадей под охраной таких же диких людей. Я привел три тысячи воинов, которые все это безобразие сметут на раз. Не забывай про московского князя. Он в родстве с ханом Узбеком и ежегодно берет у него войско. Ладно, не волнуйся, я выполню свои обязательства. Они развернулись и направились прямиком в городские ворота. И здесь никакой охраны, узкие пыльные улицы и ни одного человека. Немного погружив по лабиринту глухих стен, наконец вышли к церкви. От неожиданности оба остановились. Церковь как церковь, разве что глинобитная. Хинрих Пап решительно направился к дверям. По каким-то признакам он определил родную для себя веру. Норман зашагал следом. Ему не хотелось одиноко торчать на улице. Учитель и священник о чем-то оживленно толковали на латыни, иногда восторженно вскрикивая и размахивая руками. Наконец они угомонились, и Хинрих Пап представил Нормана как своего ученика, немецкого дворянина и специального посланника Гонзейского союза. — Знаешь, — с довольным видом заговорил учитель, — сарай-берке — всего лишь караван-сарай и торг. Ты не забыл о юртах за торгом? — Там живет хан Узбек, вождь местного племени. Эта земля дарована его предкам на Курултае. Не спросил, где проходят границы монгольских и русских земель. — Последнее монгольское поселение — стойбище хана Увека. Оно находится немного севернее у Нузенского брода. — Странно. Мурманы не пропустили ни одного стойбище. — Ты не спрашивал? Там много воинов? — Мы его ночью не заметили. — Крепость на обрыве у крутого изгиба реки. Гарнизон состоит из трехсот человек. — Понятно. Берег крутой. — Надо было смотреть снизу вверх. — Чего глаза загорелись? — На обратном пути решил разграбить? — засмеялся Хенрих Пап. — До этого еще дожить надо. — Что о китайцах узнал? — Здесь нет общего китайского двора, каждый караван занимает один постоялый двор и живет до распродажи своих товаров. — Плохо дело, сейчас весна, возможно, придется ждать до осени. — Слишком пессимистично. — Я думаю, не больше месяца, в крайнем случае двух. — Эх ты, горе-путешественник. — В конце мая здесь будет за сорок, ноги припечет сквозь подошву башмаков. — Что значит за сорок? — А, да нет, это такое выражение, когда яйца запекают у костра, выкрутился Норман, не шутишь? — Здесь действительно так жарко. — Даже жарче, чем ты себе это можешь представить. — А по вечерам здесь летают злобные комары, кусачие жуть. — Здесь Норман уже приукрасил, ему не хотелось задерживаться ради такого пустяка, как отправка экспедиции. — Ну да, — задумчиво ответил учитель, — рядом вода, а кровососы разносят опасные болезни. — Ты спроси священника, он должен знать, когда в последний раз здесь все вымерли, — добавил ужастиков Норман. — В прошлом году он осенью сюда пришел с генуэзским караваном. Его предшественников к этому времени уже сожгли. — Придется спать под балдахином, а днем натираться благовониями. — Это еще зачем? — Всю зиму готовился, а простых истин не знаешь. Кровососы не садятся на ароматное тело. — Я изучал Китай, а не дикую тартарию, — нервно воскликнул Хинрих Пап. — Да не волнуйся ты, выживем, хотя и не все. — Вот что, пошли по караван сараем. — Если найдем подходящий вариант, то выкупим остатки товаров. — Ты в своем уме? Зачем мне везти в Персию китайский шелк? — Это будет мой подарок за оказанную помощь. Норман с трудом скрыл, вздох облегчения сработало. — Очень хорошо сработало. Он, конечно же, приврал немного, но приврал и сгустил краски, уж очень не хотелось здесь торчать, тем более что задержка действительно могла затянуться до осени. — Планировка города, в котором они поначалу элементарно заплутали, оказалась простой и прагматичной. В центре находились самые старые караван-сараи. Они вплотную примыкали общими стенами, образуя подобие прямоугольника. — Так, благодаря новым пристройкам, поселение разрасталось вширь, а то, что сначала приняли за городскую стену, на самом деле являлось забором внутреннего двора. — Здесь отсутствовала какая-либо общая власть, жили по принципу каждый сам за себя и отношения выясняли своими силами, не пытаясь добиться справедливости с помощью других соседей. Как ни смешно, но монголы ни во что не вмешивались. Не устанавливали своих законов и не собирали дани. Более того, Китай считался монгольскими землями. Купцам не требовался ярлык, с караванов не взимались деньги за транзит. Благодаря полученным от священника разъяснениям, быстро вышли к местам проживания китайцев. А первые ворота открылись еще до того, как Норман успел стукнуть кольцом. — Вот прочтите! Он протянул охраннику маленький кусочек шелка. Еще в процессе подготовки Максим посоветовал написать на шелке различные варианты обращений. По-настоящему язык можно выучить только в общении с носителем данного языка. В противном случае высока вероятность, что живая речь будет непонятной. — Пройдите дальше и в переулок, на другой стороне найдите ворота с цепью вместо кольца. — Последовал доброжелательный ответ по-гречески. — После переулка повернуть направо или налево, — спросил Норман, желая попрактиковаться в греческом языке. — Налево, здесь близко, господин Жусянь на днях возвращается домой. — А ты охранник или переводчик? — Я, — парень улыбнулся. — Нет, я Антониус Ревезус, сын хозяина этого постоялого двора. — Давно приехали из Греции? — Первый раз приехали, — еще шире улыбнулся Антониус. — Если верить деду, мы здесь живем со времен скифов. — И все это время держите постоялый двор? — Разумеется, — очень выгодное дело. — Купцы перед отъездом очень дешево продают остатки товара и иногда просто так оставляют. — Не тянет на родину? — Моя родина здесь, — парень топнул ногой по сухой глине. — Нужный постоялый двор нашли очень быстро. И снова ворота открылись, едва Норман коснулся кованой цепи. — Нам нужен господин Жусянь. — Без вступлений заявил Норман, однако ответ прозвучал на непонятном языке. И в разговор вступил Хинрих Пап. — Через минуту их провели в просторное полуподвальное помещение. — Ты на каком языке с ним разговаривал? — осматривая окошки бойницы, спросил Норман. — Он генуэзец. — Коротко ответил учитель. — Да здесь собрался настоящий интернационал. — Иногда ты находишь очень интересные слова. — Наверное, зря начал изучать сразу несколько языков. — Мой новый учитель после греческого собирается учить меня латыни. — Этот язык ты быстро освоишь. Он намного легче немецкого, не говоря уже о греческом. — Лучше скажи, почему нас привели в подвал? — Сам говорил, что здесь летом очень жарко. — На севере зарываются в землю от холода, на юге — от жары. — И по этой причине все дома очень низкие. — Ну да. — Сам говорил, что здесь зимой лютый холод, а летом — нестерпимая жара. — Где-то в доме неприятно заскрежетала дверь. — Норман нервно поежился и фыркнул. — Тоже мне хозяева. Дверные петли не могут смазать. — Их специально такими делают. Причем от каждой двери добиваются разного звучания. — Разновидность издевательства над постояльцами? — Скажешь тоже, — рассмеялся Хинрих Пап. — Защита от воров, получшая любой сторожевой собаки. — Неужели все так плохо? — Маленький городок, кругом все свои. — Вроде не должно быть воровства. — Лезут. Со всех сторон пытаются пробраться, — заметил вошедший мужчина. — Я эссу, переводчик и нотариус. — Да кто на такое рискнет, — не поверил Норман. — Поймают и в яму, или руку отрубят. — Монголам все нипочем. Вот и шарится каждую ночь. — А что говорит местный хан? — Ничего. — Хан Узбек, тем более Беклеребек Атлтук, нас в упор не видят, и никого из своих за воровство не накажут. — Нифига себе! — А если вор кого убьет? Или охранник пришибет разбойника? — Здесь действует негласное правило — на глазах никого не тронь. — А за стеной делай, что хочешь. — Можно убить вора. — Мы так и делаем, иначе полезут, как черви на тухлятину. — Погоди, ты убил воришку, а дальше что? — Его же похоронить надо, родственникам сообщить. — Смешной ты. Убил, как бездомного бродягу, к ноге камень и в реку. Если труп найдут, тогда беда. Родственники набегут, золото начнут требовать. — Можно подумать, что не знали, куда родич ночью ушел. — У них совсем другое отношение к жизни и смерти. Даже не пытайся понять нравы людей степи. Снова неприятно заскрежетала дверь. Эссу пристроился за конторкой и начал готовить письменные принадлежности. Господин Джусянь бросил на своих гостей оценивающий взгляд, после чего сложил у груди ладони лодочкой и поклонился в традиционном китайском поклоне. Хинрих Папа ответил столь же любезной взаимностью, а вот Норман не смог себя пересилить, лишь слегка наклонил голову и произнес «Дзяо Сантьяо». Примечание. — Доброе утро, искаженный китайский. Конец примечания. Он, конечно же, прекрасно понимал, что поклоны в Китае не имеют ничего общего с унижением, это национальные обычаи, не более того, но ничего не мог с собой поделать, так и стоял, как будто к спине привязали палку. Джусянь и бровью не повел, вежливо показал на лавку у стола и на правах хозяина предложил садиться. С.С.У. Показал класс синхронного перевода, говорил без запинки, одновременно оставаясь незаметным для участников разговора. — В какую часть Китая вы хотите попасть? — глядя на Нормана, спросил торговец. — Я уже был в вашей стране. Сейчас туда направляется мой учитель. — Вот как? Джусянь повернулся к Хинриху Папу. — Вы хотите дополнить свои знания? — Да, мой ученик рассказал много интересных, даже невероятных вещей. — Я направляюсь в Китай с двумя товарищами. — Вы все монахи-доминиканцы? — Китаец показал свою осведомленность в европейских делах. — Мы слушатели университета в Болонье. — Похвально. Познание мира и людей всегда приносит большую пользу. Я возьму вас до Ланчжоу. Норман тут же расстелил свою карту, нашел названный город и хотел спросить о дальнейшем маршруте, но перехватил изумленный взгляд китайца. — Откуда у вас эта карта? — не скрывая волнения, спросил Джусянь. — Это моя карта. — Я понимаю, что ваша, но где вы ее взяли? — Это моя карта. Я сам ее рисовал. — Вы? — Сами. Не поверю. Для этого не хватит десяти человеческих жизней. — Тем не менее, это так. Китаец что-то пронзительно крикнул, и через мгновение комната заполнилась людьми. Учитель напрягся, явно ожидая вооруженной стычки. Впрочем, и Норман только внешне выглядел безмятежным, китайцы, не стесняясь, перенесли на другой стол двухметровый кусок шелка с нарисованным маршрутом Великого Шелкового пути и начали оживленно тараторить. — Они нас убьют за вашу карту! — удрученно прошептал Хинрих Пап. — Могут и попытаться. Да вряд ли получится. Вскоре обсуждение карты начало напоминать жаркий спор. Вот несколько человек выбежали из дома, но достаточно быстро вернулись с новыми торговцами, вместе с тем незаметно появился хозяин постоялого двора и накрыл для Нормана и учителя стол. В ноздри ударил аромат зеленого чая, а сладкие булочки манили с детства знакомым запахом — сахар. — Сахар! Они оказались не медовыми, а на сахаре, да еще с сайвой и курагой объедение, а за сахаренные иральские яблочки — наслаждение. — Нет, уважаемый учитель, нас не будут убивать, блаженно жмурясь, — прочавкал Норман. — У еды какой-то странный привкус, а порошок на булочках напоминает мышьяк. — Опасливо осматривая еду, — отметил Хинрих Пап. — Это сахар. — Скоро вы к нему привыкнете. — Да, не знаю, не знаю. Что-то мне не нравится вся эта суета вокруг вашей карты. — Действительно, народу набежало не протолкнуться. Некоторые даже встали на лавке и разглядывали карту через головы товарищей. Но вот китайцы пришли к какому-то общему решению, еще немного побегали, пошушукались, и перед Норманом плюхнулся увесистый мешок золотых монет. — Ганзе мистер Конрад фон Аттендорн плачет вместе со всем своим ганзетагом, — прокомментировал Норман. Затем бесцеремонно принялся выкладывать деньги на стол, сортируя по странам и номиналу. — Сколько здесь? — осторожно спросил Хинрих Пап. — Много. — Очень много. — Больше, чем Ганза отсыпала мне за морскую карту. — Драхмы с топочкой сюда, Дирхамы рядышком, кьяты потребуют места, что-то их очень много, а вот Пайсес с фашистским крестом. — Вас удовлетворит предложенная нами цена? — вежливо спросил Джусянь. — Вполне. — Если желаете, могу еще нарисовать. Новое восклицание вызвало среди китайцев волнение, а Норман по-прежнему безмятежно складывал в стопочки золотые монеты. Он быстро догадался о причине невероятной щедрости со стороны китайцев. — Горы, реки и перевалы с обходными путями — все эти географические тонкости на самом деле вторичные. Торговцы моментально просекли точный марштаб, которого еще долго не будет знать мир. Копия с картой автомобильных дорог включала в себя не только названия рек и городов, но и флажочки с указанием расстояний. — Что там, мили или километры не имело никакого значения. Суть в единой системе мер. Прав китайский торговец. Для составления такой карты потребуются многие десятилетия, если не столетия. Договор о совместном путешествии до Ланчжоу составлялся очень тщательно, но сначала произошло забавное представление. Китайцы принесли зеркало и по очереди смотрели в отражение сначала Нормана, затем Хенриха Папа, а в заключении через зеркало осмотрели карту. — Чего это они мудрят? — полюбопытствовал Норман у нотариуса. — Это стандартная процедура. По их верованию зеркало отражает истинную сущность всего живого и неживого. — Хотят убедиться, что я не демон? — хихикнул Норман. — Зря смеетесь. Я был свидетелем, как однажды зеркало показало на человеке странное клеймо. — Отправили снимать макияж? — Нет, сразу убили. Простота нравов сбила навеянное золотыми монетами хорошее настроение. Обычное вторичное отражение послужило причиной гибели ни в чем не повинного человека. Дальнейшие действия Норман воспринимал с некоторой опаской. Но нет, осмотр через зеркало удовлетворил китайцев. Уважаемый торговец Ганзейского союза господин Норман фон Русс с одной стороны и уважаемый купец Поднебесной империи из торговой корпорации Гань с другой стороны подписали оглашение о сопровождении монахов Хинриха Папа, Йохана Зиглара и Осяндра Херхена, до крепости Ланджоу. Касательно господ из Тевтонского ордена была сделана особая оговорка — им разрешается следовать рядом с караваном с обязанностью охранять багаж вышеуказанных монахов. — Что значит следовать рядом с караваном? — Норман заподозрил подвох. — Мы их не прогоним, — безразлично ответил китаец. — Ваш караван пойдет на верблюдах? — А как же иначе? Не пешком же нам идти? — Вот вам и ответ на скрытую уловку. Караван мирно потопал, а цена верблюда вмиг подскочила стократно. — Ты купишь для них верблюдов? — спросил Хинрих Пап. — Куплю. И еду куплю, и погонщиков найму, и за оставшиеся два дня ездить на этих двугорбых злюках научу. — Ты чего раскипятился? — Я спокоен, как египетский сфинкс. Сколько ради мне еще с картой десяток копий сделать? — И можно отправляться загорать. — Что еще за сфинкс? — На обратном пути попроси китайцев немного повернуть на юг. Там и сфинкса увидишь, и с Будой познакомишься. — С тобой все в порядке? Не заболел? — взволнованно спросил учитель. — Да ладно, забыли. — Занесла меня нелегкая в неизвестные края. — На кой лет мне это надо? — Что за сфинксы в Египте? — Выкупленные из плена франки, о них упоминали, но без конкретики. — Толвище льва — голова человека, бывает с крыльями. Но самое главное, они все каменные. — Ты говоришь, серьезно? Сам видел? — Да кто в Египте не был? — Попробуй найти того, кто долину Гиза не видел. — И осекся. Занесло его не в ту степь. — Ты никогда мне не рассказывал о Египте? — Да, я там был всего ничего, две недели у моря, — заявил Норман. — Расскажешь? — Когда? — У меня для этого нет времени. — Лучше на обратной дороге, загляните в те края. — Кстати, там много христиан. — Про христианские земли в Египте я знаю, но они не хотят с нами знаться. В этот момент Эссу протянул на подпись листочки рисовой бумаги, каждому по три экземпляра, на китайском, по латыни и на греческом. Норман расписался, капнул на бантик алого сургуча и прижал печать. Удивил таки китайца. Тот с нескрываемым любопытством следил за неведомым способом ставить практически вечную печать. Оставив в городской церкви золото вместе с Хинрихом папом, Норман отправился на рынок. Если с запасами еды проблем нет, то верблюдов с собой не привезли. Прошел по кругу раз, другой. Бесполезно. Никто ничего не знает или не понимает. Вернулся ближе к воротам, где дели европейцы. Никакого результата. Пожимают плечами и указывают куда-то вдаль. Базарное мытарство дали только одну пользу. Он нашел продавца охотничьих стрел, где вместо металлического наконечника насажен керамический шарик. Удобная штука — бить уток гусей и всяких куропаток. Там же увидел стрелы со свинцовыми шариками. Это для охоты на рабов. Другого варианта просто не может быть. От отчаяния решился идти в монгольский загон. А что прикажете делать? Без верблюдов и погонщиков бессмысленно отправятся в путешествие протяженностью в три тысячи километров. Для начала решил обойти периметр примитивного ограждения. В душе теплилась надежда, что скотина может пастись с противоположной от постоялых дворов стороны. Однако вскоре пришлось остановиться. Увиденная картина исключала дальнейший обход монгольского поселения. Монголы проходили через разрывы между ограждающими корзинами, спокойно присаживались, исправляя свои естественные надобности. Однако шокировала не эта и даже необширная загаженная площадь. Он был в ступоре от соседства мужчин и женщин, которые мило беседовали между потоками гладких мышц. Попятившись назад, Норман решился войти через центральный вход. Никакого намека на ворота, шаг вперед, и он оказался среди примитивных строений по типу шалашей. Никакого войлока, юрты покрыты лохматыми лошадиными шкурами, а воздух переполнен жутким ванизмом. Через несколько шагов заметил скопление людей, которые собрались недалеко от центрального шатра. Еще один рынок? Может быть. В любом случае никто на него не набросится, вход не запрещен, в противном случае его тормознули бы у первой же юрты. Нет, это оказался не рынок. Люди собрались на какое-то местное соревнование. В центре на утоптанной до блеска глиник кружились упитанные здоровяки, пытаясь изобразить нечто похожее на вольную борьбу. Ну да, французы привезли эти состязания в Европу, которые впоследствии получили название «Французская борьба». Публика активно болела, сопереживая тем или иным борцам. Норман решил дождаться окончания схваток. Вот вручат чемпиону череп проигравшего с ведром кумыса. После этого и стоит переговорить с воодушевленными болельщиками. Глядишь, на радостях сбавят цену. Примерно с полчаса кандидаты в победители пыхтели, потели и пытались завалить на спину своих противников. Наконец последний борец поднял вверх руки и что-то проорал. Публика ответил радостным воем. Неожиданно толпа дружно навалилась на Нормана и в несколько секунд вытолкнула в круг. Ни хрена себе приветик. Это же борьба. Здесь совершенно иная техника на принципах захватов и удержаний. Нет, господа хорошие, это ваша свадьба, мне здесь нечего делать. Однако уйти не удалось, круг зрителей плотно сомкнулся, а победитель грубо схватил за рубаху и одним рывком оторвал ворот. Он гад. Норман вышел в центр, развел локти в стороны, а ладони прижал к груди. Чемпион местных чумов Яранг и Вигвамов немного покружился, затем ухмыльнулся и обхватил Нормана за пояс. Ответное действие оказалось стремительным и практически никому не заметным. Со стороны показалось, что ладони как бы легли на плечи чемпиона и слегка его оттолкнули. На самом деле был нанесен смертельный удар большими пальцами в горло. Затем Норман действительно немного оттолкнул противника и уже падающего резко прижал к груди, выбивая из легких последний воздух. Бывший чемпион с судорожными вздохами упал на колени, ему хватило сил несколько раз ударить себя кулаком по груди, затем завалился на бок и началась агония. Норман поднял пучки охотничьих стрел и, рассекая толпу, направился прочь. Шел со спокойной уверенностью, что ни в чем не виноват. Они сами захотели позабавиться, вот и получили. Никогда не надо гоношиться, тем более приставать к незнакомым людям, иначе обязательно нарвешься на сюрприз. Но вот за спиной раздался вой жалости и злобы. Зрители наконец осознали реалии финального боя. Вскоре послушался топот ног, и Нормана грубо схватили за плечо. Его окружала троица здоровяков. — Вы принесли мне деньги? — Что? — Кто мне заплатит за порванную рубашку? — Она, между прочим, больших денег стоит. — Какая рубашка? Ты убил батлуга! — Я никого не убивал, он сам умер. — Ты виноват и должен заплатить за воина! — Я сам вышел в круг? Или какой-то придурок толкнул меня в спину? — Это не имеет значения. — Э-э-э, нет, идите и ищите виноватого там! Норман указал на стенающую толпу. — Ты должен заплатить! — Батлуг был лучшим воином Тумена! — Один из силачей взял Нормана за локоть. — Хочешь оказаться в одной яме со своим батлугом? — Убери руки, если не хочешь, чтобы я вырвал тебе ноги! — Закон требует уплаты за смерть воина! — сбавив спесь, повторил здоровяк. — Да пошли вы! — А почему нет? — Норман осмотрел рослых молодых парней и продолжил. — Пошли к реке, деньги в лодке! — В лодке, так в лодке! — Троица потопала за Норманом! Караван-сарай обошли стороной. Теперь уже стала понятной причина вмазанных поверху колючек, и неровная стена больше не вызывала удивления. Забор он и есть забор! Не успели подойти к условленному месту, как из камышей раздался удивленный возглас, — Ты что это за бугаев нам привел? — Или дружину решил пополнить? — Подгребайте сюда, сейчас все поймете! Челн резво направился к берегу, и когда вице-чемпионы местной борьбы шагнули на глину, чтобы придержать нос лодки, Норман сделал шаг назад и с разворотом вмазал левому татарину сапогом по копчику. Не успело воющее от боли тело плюхнуться в воду, как второй мордоворот получил удар сзади под основание черепа, последний успел сориентироваться, раскорячился, расставил руки в стороны и злобно сопя пошел на нахало. — Ну, ну, цыпа, цыпа, подходи поближе! — съехидничал Норман. И по-футбольному вдарил носком сапога промеж ног. — Ого! Этого продадим в гарем! — заржали на лодке. Хинрих пап так и сидел в церкви, вцепившись руками в кожаные мешки с золотом. — Купил верблюдов? — спросил он с надеждой в голосе. — Ума не приложу, где они продаются. — Почему рубаха порвана? — с аборигенами разговаривал. — Ты рискнул зайти в их поселение? — А что делать? Верблюдов надо найти. — Твой священник ничего дельного не подсказал. — Европейцев здесь мало, а китайцев наша религия не интересует. — Ладно! — тяжко вздохнул Норман. — Начну поиски по новой. На этот раз он направился к воротам ближайшего постоялого двора, где утром разговаривал с Антониусом Ревезосом, и снова ворота открылись, как будто его специально поджидали. — Помоги, Антониус! — без предисловий начал Норман. — Мне верблюда нужны. — Зачем они тебе? — Как это зачем? Не бежать же моим людям за караваном джусяня? — Нет, конечно. Оплати проезд и все дела. — Странно. Он мне этого не предлагал. — Не обращай внимания. У китайцев совсем иные обычаи. Они ничего тебе не будут навязывать. — Но могли предложить свою помощь. В их понимании тебе предложен выбор. Так что возвращайся к джусяню и составляй отдельный договор. Норман в мгновение ока пролетел до нужного постоялого двора. Обычаи, традиции, да его из этих верблюдов чуть не прибили. И рубашку испортили. Такая хорошая льняная рубаха, легкая, удобная. В ней ни жарко, ни холодно. А теперь что? Выбрасывать? — Вы решили посадить своих воинов на моих верблюдов? — сразу догадался джусянь. — Да. — Сдерживая желание заехать ему в ухо, ответил Норман. — Отлично. Я предлагаю взаимовыгодное соглашение. — Чем же оно выгодно мне? — Ваши воины берут на себя обязательство охранять весь караван. За это я не возьму с них плату за проезд и иду. — Э-э-э, уважаемый джусянь, такой хор петь не будет. — За охрану положена плата. — Договорились? — легко согласился китаец. — Они получат то же, что и мои воины. — И сколько будет это тоже? — Нисколько, — засмеялся торговец. — Воины бесплатно охраняют караваны. — Никогда не поверю. — Неужели нормальный человек согласится рисковать жизнью за торгу риса? — Это правда. И добавил, понизив голос, — монголы запрещают нам иметь свое войско. — А охрана караванов — отличная возможность. Джусянь с лукавой улыбкой замолк и подмигнул Норману. — Вы еще под ними? — И, заметив предупреждающий жест, замолк. — В школе что-то говорили о захвате Китая ордами Чингисхана, но в голове отложился только этот факт. — А что дальше? — Да какая разница? У ворот постоялого двора поджидал какой-то оборванец. Увидев выходящего Нормана, он бросился в ноги, ухватился за штанину и начал умолять. — Господин, прошу тебя, забери меня отсюда. Я буду тебе служить преданным псом. — В преданность собак я верю. А люди обманут. Рано или поздно, но обязательно обманут. — Молю тебя, не бросай меня на произвол судьбы. Забери с собой. — Кто он? — Обернувшись к Супу, спросил Норман. — Бывший купец, а сейчас нищий. Пытался пристроиться у монголов, но те выгнали. Он ничего не умеет. — Я все умею. Пять языков знаю. Математику знаю. Мечу обучен. В строю со щитом стоять могу. Возьми. — Ты кто? — Виктор де Бужюр, купец из Марселя. Хотел в Китай сходить, да ночью выпал из корзины и еле живой сюда вернулся. — Разве караваны не останавливаются на ночь? — Первая ночевка в Сарай-Бату, — ответил Исуп. — Верблюды без остановки топают три дня и три ночи, — поразился Норман. — Ну да, могут и неделю. Но тогда им надо дать длительный отдых, а так переночевали и дальше. — Почему его не забрали генуэзцы? — Норман вспомнил о недавно разграбленном караване. — Никто никогда не берет с собой чужих людей. Это первый закон всех караванов. — Но ты можешь его взять, не пожалеешь. — Погоди, почему караваны не берут чужаков? — Неужели не знаешь? — усмехнулся Эсуп. — Подсыпал я в еду или воду, и весь караван твой. С минуту Норман ошалело смотрел на грека. Вообще-то подобный вариант вполне возможен, но как-то не верилось или не хотелось верить. — Но китайцы взяли моих монахов. — Ты не забывай, что находишься на монгольских землях. — Взял караван, а дальше что? — Значит, монголы или китайцы они не возьмут? И, увидев утвердительный кивок, обернулся к Дебюжюру. Пошли. Следующие два дня превратились в бесконечную кутерьму. Норман неожиданно для себя стал экспертом по езде на верблюдах. Злюкистая, двугорбая скотина безропотно исполняла все его приказы, зато тевтонцев вообще не воспринимала. Вернее, относилась к господам-рыцарям как к неудобному багажу, который, в отличие от корзины, можно еще и куснуть. Напуганные жалостливые истории бывшего купца из Марселя, господа фон-бароны мужественно повторяли попытки покорить двугорбый Эверест, но с одинаковым успехом можно было приказывать соседской свинье, чтоб безмятежно жевала супчик из тины с головастиками. В то же время Норман под навесом рисовал копии с картой великого шелкового пути. Китайцы приносили шелк, деньги и перья. Из последних великий картограф делал капиллярные трубочки, наполнял тушью и ловко выводил линии. Карта с дорогами, реками и горами получалась менее чем за час. Единственной задержкой стал сопроводительный текст, но вскоре все требуемые иероглифы были тщательно нацарапаны на глине, и работа пошла намного быстрее. А мешочки с монетками росли на лавочке приятной горочкой. Он даже успел сделать одну копию для себя. Купцы немного подкорректировали карту, дополнив какими-то местными ориентирами, и изменили места пересечей рек. Все верно, мостов еще нет, караваны переходят на другой берег по обродам. Но вот наступил долгожданный рассвет, когда упирающих северблюдов выволокли за ворота сарай-берке. На прощание Норман обнял Хинриха папа, затем пожал руку Йохану и Асяндру, снисходительно похлопал по плечу тевтонцев и пожелал всем удачи. Он долго смотрел вслед уходящему каравану, пока последний верблюд не растаял в Марьеве приближающегося лета. Глава двенадцатая. Персия. Астрахань прошли наутро следующего дня. Здесь уже было нечто похожее на маленький городок. Над крышами домов возвышались шпили трех церквей, виднелись дымки кузнец, несколько домов выделялись традиционной европейской архитектурой. Но в целом это все же был караван-сарай. Да и расположенное поблизости монгольское стойбище накладывало на общую картину свой азиатский отпечаток. — Варуч! — позвал Норман корабельного старшину. — Почему здесь такой высокий причал? — Ты в Нижний Новгород загляни. Вот там действительно высокий причал. А здесь что? Всего на два человеческих роста. — Не понял. — Здесь колебания уровня моря, до устья Аки морской воде никогда не добраться. Странный ты. Причем здесь море? Вода поднимается в половодье в некоторых местах аж на четыре человеческих роста. — Никогда б не подумал. Ты не жил у большой реки, вот и не думал. Расскажи степнику про океан, тоже не поверят. Обратил внимание на малолюдные улицы. — А то. — Правду сказал. Войной пошли поганые. В Персии хорошие цены. Попутчиков не возьмем? — Ты о тех, которые машут нам с берега руками? — Ну да. Остальные, видишь, просто так на нас глазеют. — Не, мало ли что, а вдруг Исакс требует? — Золото с тех людей не возьмем, а потерять можем многое. — Твоя правда. Погоня за шальной деньгой никогда до добра не доводила. Вскоре берега начали разбегаться вдаль. А воздух принес неповторимый запах моря. Штиль ни малейшего ветерка. Шли на веслах, но с осторожностью. Усыпанные звездами небо и яркий серп луны могли порадовать влюбленных и поэтов, зато кормщики опасливо посматривали по сторонам и чуть ли не ежеминутно требовали бросать свинцовый грузик. Норман заступил к рулевому веслу перед самым рассветом. — Ну как глубины? — Да хрень непонятная. Корабельщик с досадой сплюнул за борт. — С вечера по мелководью идем. Грунт не изменился. Каждый час грузик смазываем жиром, и все одно и то же, только ил налипает. Ни одной песчинки или ракушки. Берега не слышно. — Какое там? Тишина. Никто сигналов не подавал. Норман посмотрел на многочисленные огоньки своего флота. — Не, у всех спокойно, никто не потерялся. Наша пятерка идет, как на поводке. — Ну и ладненько. Давай весло. — Да ложись спать. Вон небо на востоке начинает светлеть. — Я лучше рыбу половлю. Народ на завтрак свеженьким лососем порадую. — Здесь же море. Рыба ушла в реки на нерест. — Да какая разница, видишь круги по воде. — Ясно, кто ты мелодняет. Корабельщик занялся снастью, а Норман, поглядывая на компас, правил строго на юг, где во второй половине дня должен открыться остров Чечень. Если верить Максиму, они проходили самое неприятное с точки зрения погодных условий места. Горы показались на следующее утро, а крепость Дербент поразила величием неприступных бастионов. Вход в ущелье преграждала мощная стена с массивными воротами, впрочем, монгольские орды это не остановило. Город находился под пятой хана Узбека, который сейчас штурмовал Шимаху, столицу княжества Ширван, входящего в персидское царство. Караван шел не таясь, совсем близко от берега, монгольское нашествие уничтожило местное мореплавание. Степники боялись водной стихии, сами сторонились даже лодок и другим не давали плавать. От Дербента флот повернул строго на юго-восток, а с вечера корабельщики с мистическим ужасом смотрели на огромные огненные факелы Абширона. Норман с тревогой поглядывал на людей. Мощь стихии огня могла помутить разум любого человека. По его прикидкам они обходили полуостров не менее чем в сотни километров, тем не менее с такого расстояния столбы огня были хорошо различимы. Если здесь такой огненный ужас, то что же творится на Мангошлаке? Нет, не на пустом месте родилась зороастрийская религия. Не зря персы высокомерно отвергают и христианство, и ислам. С ночи подул устойчивый северный ветер, снова плюсик Максиму, который дал подробную раскладку розы ветров. В мае ветер изменится на южный, что поможет быстрее вернуться домой. На рассвете прямо по курсу увидели горы Эльбрус, это уже Персия. — Поворачиваем на запад, — скомандовал Норман. — Коблям растянутся в шеренгу, ищем устье реки. Под перекличку кормщиков кораблики начали перестраиваться, а норвежцы по своей привычке к анархии налегли на весла и ушли вперед. — Не начудили бы, — забеспокоился Норман. — Пограбят кого? — Потом проблем не оберемся. — Да нет, не волнуйся, — успокоил Варуч. — Они хоть и не знают дисциплины, но торговые обычаи не нарушают. — Хорошо, если так. Не хотелось бы вместо золота в дерьме оказаться. После полудня кораблики начали сбиваться в кучу. Норман снова забеспокоился, начал внимательно осматривать горизонт. — Ты чего вертишься? — спросил Варуч. — Все на месте, никто не потерялся. — Не пойму, с чего это флот вместе сбивается? Ни врагов, ни туч, непонятно. — Да река прям по курсу. Корабельщики правят в устье. — Берег хорошо вижу. — Но никаких примет протекающей реки там нет. — И как ты по морю ходишь? — Это надо нутром чувствовать, а ты глазами ищешь. Норман получил еще один пример утерянных способностей человека. В прошлом году переселенцы по непонятному наитию нашли хорошее место для своих домов. Сейчас в совершенно незнакомых краях сотни корабельщиков безошибочно вели флот в устье реки, которую до этого никогда не видели. Утром, оставив Шушуна за старшего, Норман на восьми судах отправился вверх по реке. Он взял часть ушкуев с оружием и три норвежских драккара в качестве вооруженной охраны. Вскоре на берегу появились всадники. Не пытаясь вступить с корабельщиками в разговоры, они легкой рысцой сопровождали маленькую эскадру. Еще через час на берег выехал небольшой отряд, и какой-то человек в белых одеждах начал что-то кричать и призывно махать рукой. — Таможня это или что? — задумчиво спросил Варыч. — Какая разница? — отмахнулся Норман. — Главное, не стреляют, и на том спасибо. — Кто поедет на переговоры? — Я, конечно. — Мурманам дай сигнал быть наготове. — Если что, дружно бьем и поворачиваем назад. — Как скажешь. Варыч перегнулся через борт и начал подтягивать за веревку буксируемый сзади челн. Нил ловко запрыгнул и взялся за весло. Норман так и не научился стоять в этой верткой посудине, поэтому сразу присел. Берега достигли в несколько грибков, не торопясь выбрали удобное для высадки место и размеренным шагом направились к всадникам. Впрочем, и те уже ехали навстречу. Судя по внешнему виду, ни арабы и ни монголы смотрят на пришельцев с откровенным любопытством. Старший из всадников спрыгнул со своего скокуна, вежливо поклонился и что-то врасительно залопотал. Вполне приемлемый вариант знакомства. Норман ответил любезным поклоном, затем протянул кусочек шелка с заготовленным текстом «Шерван-Чакчи». Примечание. Оружие для шервана. Персидский. Конец примечания. Начальник отряда что-то радостно проорал, остальные всадники подхватили клич и с места рванули вовсю прыть. Пока Норман пытался осмыслить суть происходящего, Перс обнял его за плечи и по-братски трижды расцеловал. Затем лихо вскочил на своего скокуна, указал рукой куда-то вверх по реке и поскакал вдогонку своим воинам. — И что это может означать? — больше обращаясь к самому себе, спросил Норман. — Хорошую цену за работу наших кузнецов, пожав плечами, ответил Нил. Грести пришлось без малого три часа. Но вот на правом берегу Куры показались строения и деревянный мост. Их уже ожидали. На каменном причале столпилась досужая публика, а по центру стояла группа всадников. Первыми высадились норвежцы. Пугая женщин и детей рогатыми шлемами и увесистыми топорами, они встали в защитную линию, следом подошли тяжело груженные ушкуи. Пока корабельщики набрасывали чалки, Норман вышел на берег и направился к всадникам. Шел не торопясь, но не ради видимой важности, а с прозаической мыслью о способе переговоров. Опять придется рисовать на земле всякие знаки, а так называемые арабские цифры на самом деле совсем не арабские. Их, похоже, только единица и девятка. На этом его познания в арабской грамоте заканчивались. — Ты приплыл из северных земель? Услышав греческую речь, Норман невольно улыбнулся. — Да, почти от ледовитого океана, — ответил он стоящему перед ним священнику и добавил, — они христиане? — Нет, но здесь живет много армян. — Откуда знаешь греческий язык? — Еще учу, со мной учитель, монах из Валаамского монастыря. — Это дикие края, где голые камни и вечный лед. Где твой учитель? — В устье Куры, вместе с остальными кораблями. Монах развернулся и начал что-то говорить местному предводителю, а Норман с любопытством разглядывал столпившуюся публику. — Отсисту Туш из рода холугуидов от обег этих земель. — Просит тебя показать привезенное оружие, — перевел священник. — Примечание. — Отобег. — Князь. — Конец примечания. Корабельщики вынесли на причал несколько плетенных чемоданом корзин, срезали стопорные прутья и показали содержимое. Норману пришлось сделать жест, как будто он натирает с лица пот. Просто невозможно было скрыть собственную радость. Князь и его окружение от восторга пустились в пляс. Еще бы, их взгляду открылись ровные ряды традиционных персидских шамшеров с гравировкой воинственных изречений. В другой корзине лежали широкие пехотные гаддары, вот наконечники для копий, а здесь для стрел, далее кольчуги, щиты и шлемы. Отдельно сложены ножны из блестящей черной кожи и ярко-красные портупеи с медными бляшками. — Атабек Атсис тут уж купит все по самой высокой цене, но сначала проверит твое оружие на прочность. — Пусть не стесняется и попытается поломать, — ухмыльнулся Норман. — Это северное железо, здесь такого нет. Желая продемонстрировать качество товара, он взял из корзины скеметар, подошел к двери склада и коротким ударом перерубил кольцо замка. — Атабек что-то воскликнул, а священник перевел. — Атабек Атсис тут уж берет тебя сразу сотником. — Извини, мне своей войны хватает. Известный поговор, кому война горька, кому и мать родна, в торговле оружием нашла свое полное подтверждение. Запредельные цены нисколько не смутили местного князя. Он щедро сыпал золото, согласие взять в оплату хлопок, воспринял как дар небесный и долго благодарил Нормана за умеренность в назначении цены. Но карфи и ушкуи с оружием подходили ежедневно, а золото и хлопок у хозяина заканчивались. Предложение обменять шлемы и сабли на товары застрявших из-за войны купцов дало новый толчок. Торговцы получали у Атабека расписку и счастливые гнали своих осликов в порт. Нормана не интересовало, сколько они получат за свой товар у султана или эмира. Для него важен перерасчет с отсистутушен, по которому шелка, бархат, имбирь и прочие товары он получал фактически за даром. Но всему приходит свой конец. Посыльный из цитадели пригласил уважаемого торгового гостя прийти к Атабеку без промедления. — Рад видеть тебя, уважаемый Норман Рус! — хозяин дружески обнял за плечи и усадил на мягкий диван. — Как дела? — Как здоровье? — Спасибо. Все нормально. А как твои дела? Немного поговорили на ничего не значащие темы. Затем Атсистутуш перешел к сути. — Сегодня ко мне прискакал гонец. От султана Саид Мухаммед Бахадура да дарует Ахурамазда ему здоровья. Надеюсь, весь был хороший. — Да, уважаемый друг, сбор рекрутов закончен, а привезенное тобой снаряжение и оружие позволило их отправить в поход. — Я не совсем понял. Оружие здесь. Султан Бахадур далеко на юге. А где рекруты? И в какой поход они пошли? — Ну как же! — Мне поручено собрать войско для помощи эмиру Холагуиду. — А ты вовремя привез снаряжение и оружие. — Прости, уважаемый Атсистутуш, я не вижу взаимосвязи с султаном. Ему не надо распускать свои войска в долине Мургаб. — Ты хочешь сказать, что оружие меньше, чем воинов? — А разве у вас не так? — Не знаю, — растерялся Норман. Он никогда не задумывался над этим вопросом. Для него воины и оружие были единым понятием. Он, конечно же, знал, что на Руси дружинники в мирное время живут обычной жизнью земледельцев, торговцев или ремесленников. У всадников кони и сбруи находились на собственном подворье, а вот где хранилось оружие и доспехи он не имел понятия. Его собственное войско формировалось на регулярной основе, где человек занимался только военным делом, получая за это оплату. — Интересный ответ, — засмеялся Атсистутуш. — Или у вас железо очень дешево? — Да нет, железо в цене. Просто у меня очень хорошие кузнецы. — То верно, я впервые увидел столь прекрасное и надежное оружие. До меня дошел слух, что ты и сам умеешь ковать. — Есть такое, научен кузнечному делу. Похвально. Ты умеешь ценить свой труд и сам продаешь оружие. Хвалю. Отобег снял со своего пальца перстень и протянул его Норману. — Это моя награда. Прими его в знак глубокого уважения и благодарности за своевременную помощь. — Сердечно благодарю. Еще бы, сам перстень так себе, простенькое литье. Зато Рубин способен поразить своими размерами любого ювелира. — Теперь о деле. — Тебе надлежит без промедлений отправиться в Бандарьян-Зали, где помощник великого визиря купит у тебя оставшееся оружие и снаряжение. — Не волнуйся, я прослежу за выполнением нашего соглашения. — Оговоренный товар погрузят в целости и сохранности. — Спасибо. Прикажи своим людям ожидать тебя в устье Куры. Воины моего Оскара будут охранять твои корабли от бродяг и разбойников. Примечание. Оскар. Дружина. Конец примечания. — У меня и своя охрана немаленькая. — Видел. Славные воины. Но они могут защищать только себя. — Это моя земля. Это моя земля. Посторонний с оружием. Равен разбойнику. — Понял и всех предупрежу. — И еще ты всегда будешь для меня желанным гостем. Не проходи мимо моего дома и привози побольше оружия. — Зачем? — Хан Узбек будет разбит под шамахой. — Откуда тебе это известно? — с подозрением спросил Атабек. — Ты славный военачальник, а твои отважные воины непобедимы. — Выкрутился Норман. — Благодарю за лесные слова. И не забудь привезти мне оружие. И еще я жду тебя вечером. Ты достоин прощальной части вина. — Как-то неожиданно все и неправильно. В горах идет война со степняками. Здесь собирают ополчение и ждут оружие, которое должны привезти из каких-то дальних краев. Хотя, ну да, он сам читал, что в эпоху завоеваний китайцы хранили оружие и доспехи в специальных арсеналах. При необходимости собирали ополчение, снаряжали войско и шли в поход. На причале стояла толпа местных купцов, которые при виде Нормана бросились к нему чуть ли не в ноги и начали буквально умолять выкупить у них оставшиеся товары. Примкнувшие в Казани рязанские и московские купцы уже оттоварились по самые уши и увели свои ушку и в устье реки. Что делать? Оружие надо везти в Бандарьян-Зали. Меха и прочие еще не тронуты. Купить или обменять еще тканей? Не много ли будет? Он и так насосался, как клещ. От жадности можно и новгородский рынок обрушить. Или нет? Норман покрутил головой и, увидев быга, подозвал к себе. — Что скажешь по этому поводу? — Не знаю, Андрей Федорович. Товара взяли очень много. Его и в Любике не продать. — Вот что! — решился Норман. — А говори с ними плату за перевоз в Аштархан. — Боятся. Здесь недалеко между морем и горами живет забытое племя. Они не пропускают морские суда. — Но мы ж прошли. — Нас не ждали, вот и упустили. Я уже справлялся. Они патрулируют от Эпширона до Карабагазгова. — Вот как! Нам в любом случае придется воевать. Зови Ульфора. На этот раз Нормана провели в жилую часть цитадели, где по-настоящему шикарный интерьер составлял усомниться в величии европейской культуры. Красивая резная мебель, ковры и гобелены и картины. Остается сожалеть о последующем приходе ислама, который поставил на Ближнем Востоке под запрет изобразительное искусство. Хозяин встретил своего гостя во внутреннем дворике, где рядом с фонтаном стоял накрытый стол. И снова сюрприз. Вина? Да еще какие! Сладкая и тягучая шамахинская! Рядом кувшинчики с манящим ароматом армянского вина, а чуть дальше терпкий запах грузинского. Норман с поклоном преподнес Атабеку от систу тушу две шкурки норки и вдруг вспомнил, сегодня исполнился ровно год, как его занесло в этот проклятый портал. Настроение резко упало. Нечему радоваться, следующего шанса ждать целых полтора года. Ладно, незачем портить вечер доброжелательному хозяину. Застолье с милыми собеседниками, где кроме Атабека сидел местный визирь и скромно притулился греческий священник, проходило подсольный концерт заезжего музыканта. Приятная музыка и негромкое задушевное пение немного подняли настроение и увели от тягостных воспоминаний. Атабек хвастался богатством своего Фьефа и благосклонным отношением со стороны султана Саид Мухаммед Бахадура. Примечание Фьеф — удел, конец примечания. — О чем поет этот музыкант? — поинтересовался Норман. — О, тебе надо это знать! — воскликнул от систу туш. — Он воспевает подвиги наших воинов в войне с франками. — Разве они дошли до ваших земель? — Нет, нет, — засмеялся Атабек. — Мы воевали с ними в Сирии. — Как же ваших предков туда занесло? — Почему это занесло? — На этот раз хозяин стал строг. — Сирия всегда входила в состав Персии. — Переведи песню, — приказал он священнику. Сначала поется о том, как франки напали на Фьеф Эмира Юсуфа. — Начали вырубать сады и уводить людей и скот, — заговорил грек. — Зачем сады губить? — Обычная тактика европейской междоусобицы. — Глупо. И чем все это закончилось? — Сейчас он поет о том, как Аскар набросился на врагов со стремительностью орла, осыпая их градом стрел и камней. — Победа за нами? — Разумеется, — улыбнулся священник. В крепость привезли семьсот голов. — Какое варварство! — Вы о чем, князь Андрей, сын Федора? — Вы уже все обо мне разузнали? — усмехнулся Норман. — Зачем убитым врагам отрезать головы? — Ах, это! — Обычный для Востока вариант премии воина. — Князья платят за каждого убитого вражеского воина, для чего и предъявляют голову. Если вдуматься, то вполне прагматичный способ контроля за своим войском. Пришел воевода, доложил о разгроме противника, получил в награду соболью шубу и отпраздновали победу, а тут чин-чинарем высыпали во дворе головы, пересчитали, заполнили нужные бумаги и выплатили денежки. И князю без дополнительных пояснений понятно, что за битва случилась где-то там далеко. Семьсот убитых и пара тысяч пленных говорят сами за себя. Крепенько досталось неприятелю. Три расшивы вышли в море с первыми лучами солнца. Кораблики подняли паруса и медленно потянулись на север. Местные купцы рассказали интересную историю о возникновении пиратов. Оказывается, давным-давно великий полководец Александр Македонский основал здесь пограничную и таможенную заставу. Шли века. Греция уступила первенство Риму. Затем падающего орла подхватила Византия. Со временем далекий таможенный пост начал жить собственной жизнью, собирая дань только для себя. Тем не менее патрулирование между Абшироном и Карабагазголом не прекращалось. Две флотилии, восточная из Уфры и западная из Биюка, регулярно выходили в море. Против пиратов разработали нехитрый план, расшивы взяли на борт лучников и копейщиков, а под бортом спрятались дракары. Корабельщики и норвежцы дружно одобрили идею морской ловушки, но Норман чувствовал какую-то неправильность, что-то недодумано или упущено. После полудня со стороны берега показались паруса. — Семь судов, чуть больше Карфи, — уверенно заявил Ульфор, — вот только паруса у них неправильные. — Гафельное вооружение, — блеснул познаниями Норман. На Средиземном море все ходят с такими парусами. — Побросала ж тебя по белу свету! — с сочувствием заметил Ульфор и направился к трюмному люку. В ответ Норман только пожал плечами. — Не скажешь же норвежскому вождю, что типы парусного вооружения он прочитал в обычной книге да еще с картинками? — Сейчас Скандинавия сплошь неграмотная. Руническое письмо не получило широкого распространения и осталось уделом избранных. — Эй, вы, бездельники! Хватит в кости играть да задницу чесать! Добыча сама к нам спешит! — сдался рык Ульфора. Норман засмеялся. Странные отношения среди его норвежских друзей. Они общались между собой нарочито грубыми обращениями, как будто стесняясь проявить вежливость или доброту. — Куда лезешь, остолоп? — вождь пнул кого-то сапогом. — На палубе должно быть только трое, иначе добыча сбежит. Ульфор прав. Так называемые генуэзские паруса давали преимущество при маневрировании. Во всяком случае, сейчас они запросто уйдут от погони. Расшивы изменили курс, стараясь выйти на ветер. Преследователи, наоборот, немного подвернули к востоку, тем самым отрезая обратный путь. Основная задача выполнена — теперь пиратам не уйти от дракаров. Норман с интересом разглядывал приближающиеся корабли, а они действительно были немного больше карфи. Острый нос с крутым развалом скул придавал им хищный вид. На самом деле это сделано для удобства в абордажной схватке. Палуба бака получалась намного шире, что позволяло собраться там большему количеству моряков. Еще раз прикинув расстояние, Норман достал лук и начал готовиться к встрече. Первые стрелы почти без всплеска ныряли в воду, зато добавили злости преследователям, часть из которых встали на весла. — Отлично. Пусть погребут. Для схватки останется меньше сил. — Ну что, Норман, пора? — спросил Ульфор. И, не дожидаясь ответа, крикнул. — Эй вы! Дохлые тюлени! В атаку! Расшивы начали медленно разворачиваться на врага, а дракары хищными птицами уже летели вперед. — Ты посмотри на Гелланда. Это брат твоей Лианта. Сейчас он покажет свой любимый прием. Норман начал следить за указанным дракаром, который, казалось, шел на таран флагмана. Логика говорила, что норвежец в последний момент должен отвернуть, иначе его огромный парус зацепится за чужую мачту, и узкий кораблик неминуемо перевернется. Реальное действие удивило своей необычной простотой. В последний момент Мурмана распустили парус, и почти тотчас отдали фал. Длинный рей упал на вражескую палубу и снес за борт более половины экипажа вместе с рулевым. — Ты видел? — Ты видел! — пританцовывая, закричал Ульфор. — Молодец, парень! Каждый раз таким способом всяких дыхляков купает! Тюрки никак не ожидали столь стремительной и яростной атаки. Ко времени подхода, расшив, бывшие пираты перешли в разрад рабов и покорно полезли в трюм. А Норман понял свою главную ошибку. С ним огромная армия опытных бойцов. Он должен атаковать, а не устраивать глупых засад. — Ульфор, надо показать, кто сейчас в этом море хозяин. — Давно пора, Норман. Твои люди устали от безделья. — Ты сможешь разобраться в этой карте? Норман расстелил на палубе кусок шелка с очертаниями берегов. Вождь посмотрел на гигантские огненные факелы и неуверенно ткнул пальцем в Эпширон. Огни горят здесь. — Верно. Поселение разбойников по обоим берегам моря. — Как далеко до другого берега? — На веслах ты можешь пересечь море за одни сутки. — Ты с нами? — Не могу. Я должен закончить торговые дела. Вечернее солнце окрасило паруса в пурпурный цвет, норвежцы горланили веселые песенки и дружно в такт притопывали левой ногой. Флот вместе с трофеями заходил в устье Куры, а Ульфор мирно курил кальян на парус пленным тюркам. Бандарье Анзали оказался крошечным портиком, отгороженным от моря рыжими бесформенными глыбами, вероятнее всего вырубленными из ближайшей горы. — Нас встречают, — Варуч указал на небольшую группу персов в богатых одеждах. — Больше некого, — ответил Норман. — В порту ни одного суденушка, прям с Сахара да и только. Старшина корабельщиков покосился, но ничего не ответил. Вероятнее всего, впервые услышал слово Сахара. Кораблики начали швартоваться, а Норман сходу выпрыгнул на причал и вежливо поклонился. — Я польщен встречей с правой рукой великого визиря. Это пробный камешек. Стоящая на причале делегация сверкала с золотом и драгоценными камнями, но нужного человека здесь могло и не быть. — Я рад приветствовать тебя, чужеземец, и благодарю за отвагу, позволившую так вовремя привезти нужное нам оружие. — Ну что вы, какая в это может быть отвага? — Не скромничай. Нам известен твой путь, который проходит через земли наших врагов. — Вы слишком щедры на похвалу, господин. Прошу принять мой скромный дар. Норман протянул несколько шкурок песца и горностая, а сверху положил колье китайского стекла. — Ты получишь справедливую цену. Что еще в твоих кораблях? — Меха, лес, рабы, украшения, — Норман кивнул на подаренные китайские стекляшки. — Рабы откуда? — По дороге собрали. — А говоришь, что путь был легким, — захохотал визирь. — Оружие я заберу сегодня. За деньгами придешь завтра. — Спасибо, господин, — снова поклонился Норман. — Рабов продавай сам. Остальные товары пока придержи. Я пришлю достойного купца, его зовут Ильгази, сын Наджими. Визирь ловко запрыгнул на красивого скакуна и добавил. — Только он один даст тебе хорошую цену. — По поводу цен у Нормана не было иллюзий, тем более если покупателем выступает протеже представителей власти. — Не волнуйся, — ободрил подошедший Ахилл. — Мы с Рокко пошли на рынок. Найдем торговцев из Генуи и договоримся по-тихому. — Уверен, вас не повяжут. — Прикинемся переводчиками из Саберке. Мы там попусту время не теряли, пообщались с нужными людьми. — Только поосторожней, мало ли что. Не волнуйся, не маленькие. Понимаем, где оказались. Началась суета выгрузки оружия. Каждую корзину тщательно проверяли, затем относили в сторону. На причал выезжали арбы с огромными, в рост человека колесами, куда вперемешку грузились щиты, шлемы и прочее оружие и снаряжение. Рядом поджидала своей очереди вереница вьючных животных. Все действия сопровождались активной жестикуляцией и ожесточенными криками. Казалось, что все спорят со всеми и никто никого не слушает. Купец Ильгази появился как-то незаметно, словно из-под земли. Норману он сразу не понравился, и выг получил приказ показать этому прохиндею самые плохие шкурки. Провозившись с персом три часа, коммерческий директор дружески распрощался с гостем и подошел с отчетом. — Ты оказался полностью прав. Этот Ильгази понимает в мехах, как я в инжире. — Он много собирается купить. — Сначала заявил, что купят все — аскиз на пятом десятке мешков с самыми дешевыми шкурками. Горностаев всего забрал. — Андрей Федорович, да я ему такие меха даже не показывал. — Кстати, а где Шушун? — Что-то я его не вижу. — Полону вел. — Пришел торговец и зараз всех купил. Сразу оптом и деньги хорошие дал. С золотом платил. — Всех предупреди, торгуем только за золото. Здесь его много, а серебра и в наших краях хватает. Каждому по десять раз сказано. — И предупредил, пусть золото в прутках берут. Оно по весу на четверть дешевле монет. — Ты нашел переводчика для нас? — Вон у Карфи стоит, бывший купец из Самофракии. Генуэзцы захватили его корабль, а экипаж продали в Тартусе. — Он раб? — Тут перс какой-то покупал ворвань. Уступил нам грека за одну череп бочонка. — Позови его, мне надо арабские цифры выучить. В этот момент на причале поднялся жуткий голдеж, грузчики начали бесцеремонно вытаскивать привезенные бревна, корабельщики схватились за оружие, портовая охрана в крик. Наконец появился торговец и начал доказывать, что он купил эти бревна. Потребовался целый час, прежде чем выяснилось, бедолагу жестоко надули, лес ему «продал», в кавычках, какой-то местный проходимец. Оружие выгрузили к вечеру, а на следующий день за Норманом прислали паланкин. Внутри удобный диванчик, на котором при желании можно устроиться полулежа, но Норман чувствовал себя очень неуютно. Мысль, что его несут на плечах, заставляла почти физически ощущать свой немалый вес. Визирь принял в крошечном внутреннем дворике, где у одной из стен находился забавный фонтанчик, очень похожий на известный в России бахчатарайский фонтан. Во всяком случае отличия не пши. Наверху писал верблюд, а дальше дождь капелек стекал по раковинам вниз, попутно увлажняя и охлаждая воздух. — Рад видеть уважаемого торговца! — воскликнул визирь и дружески обнял за плечи. Норман уже привык и не напрягался, здесь при встрече все обнимались и прикасались щекой к щеке. Пригласив гостя к столу, где лежали горка и сладкие абрикосы, хозяин хлопнул в ладоши, тотчас вошли сурового вида воины и начали складывать мешочки с золотом прямо на пол. Неплохо, даже очень. Цена оправдывала дальнюю дорогу и возможные хлопоты по возвращению назад. Я предпочел бы взять оплату прутками золота по обычному курсу перевода денег на вес. Визирь переспросил. По-видимому, предложение оказалось для него неожиданным и очень выгодным. Воспользовавшись удобным моментом, когда переводчик вышел из дворика, Норман вырвал из блокнота заранее приготовленную запись «Любое увеличение цены делим поровну» и добавил «Комса-комса». Хозяин подхватил бумажку и бросил ее на уголек кальяна. Вспыхнувшее пламя мгновенно испепелило улику. Зато дальнейшие действия удивили заранее продуманным ходом. Снова пришли воины и удвоили количество мешочков с золотыми монетами, затем принесли завернутые в кожу прутки золота и сделали развес даже более выгодный, чем у менял. А вот дальше начались чудеса. И золото, и деньги вынесли из дома, но положили в разные носилки. Затем визирь прилюдно распрощался и, садясь в паланкин с деньгами, сказал «На цене мы сошлись, я сейчас пришлю к тебе Ильгази, отдай ему мои меха». Вот так вот простенько и надежно обворовали казну султана и не придерешься. Как максимум можно обвинить продавца в завышении цен. Впрочем, Норману было бы грех жаловаться, он получил очень много, особенно с учетом сбагренных второсортных шкурок. — Не может быть! Не веря своим глазам, Вык раз за разом перебирал бруски золота. — Нам столько отвалили за оружие и скукоженный мех! — Тебе бы персидский язык выучить! Вдвойне смогли бы вытроговать! — хмыкнул Норман. — Договорились. Я этого Гиану Пулоса рядом с собой усажу, всю дорогу учить меня будет. — Захочет ли ехать к нам на Дикий Север? — Сам просится. Я все отнекивался, а теперь возьму. В следующем году вино из золотых кубков пить будем. — С вином без штанов останешься. — Не, я твою науку запомнил! Вык потер спину, вспоминая, как Норман его... — вылечил кнутом. С утра на корабли навалился весь местный базар. Визирь отбыл во своясе, и торговый люд спешил скупить северные диковинки в обмен на местные товары. Пришедшие с островугом рязанские и московские купцы выставили на причале образцы своих товаров, а Норман снова огреб золото, на этот раз за кровь. Его идея сторговаться с алхимиками привела в конечном итоге совершенно в иную сторону. Кровь покупали для кузнецов, которые закаливали в ней оружие. Это считалось самым лучшим способом придания металлу прочности и надежности. Норман долго не мог поверить в подобную методику, пока не вспомнил болгарское вино под названием «Бычья кровь» и «Медвижья кровь». Экскурсовод в дегустационном зале не уставал рассказывать о местных хитрецах, которые отправляли османам вино под видом крови. После отъезда визири в порту развернулась бойкая торговля. Вык демонстративно менял мешок шкурок на вереницу телег с тофтой, бархатом, шелком и парчой. Знает ведь, что Норман хочет везти обратно только золото, так нет. Специально показывает, что через торг прибыль увеличивается сократно. Порадовали и норвежцы. А они начали пригонять не только трофейные кораблики с пленными тюрками, но и всевозможное барахло, которое награбили в прибрежных поселениях. Скудная жизнь во фьордах, где треску ели на завтрак, обед и ужин, заставляла северян относиться бережно к каждой тряпице. В общем-то и здесь, в Персии, купцы не брезговали незатейливыми трофеями, скупалось все, вплоть до стоптанных сандалей. В конце мая порадовали доброй находкой и ахилл с Рокко. Пошли на литейный двор. Мы смогли уговорить местного воеводу продать для нас одну пушку. Наконец-то! Я уже и думать перестал, не надеялся найти огнестрельное оружие. Пушки и ружья здесь давно не секрет. Проблема с покупкой. Любое оружие поступает только в арсенал у султана. Мы рискуем связаться с контрабандой? Нет! Ты привез оружие! Прошел через занятую врагом территорию, а они заинтересованы увидеть тебя в следующем году. В таком случае надо додавить воеводу и купить пару ружей. Может, не надо? Уж больно смешные у них аркибузы. Дело не во внешнем виде и не в качестве. Нам надо это привести к себе, после чего можно смело начинать собственное изготовление. Не теряй время на разговоры. Воевода не будет нас долго ждать. Литейный двор и кузницы располагались под открытым небом за высокой глинобитной стеной. Из укрытий виднелось лишь несколько навесов, по всей видимости, как защита от солнца во время отдыха и перерывов на обед. Приготовленная персами на продажу пушка совсем не походила на грозное оружие. Примерно сорок сантиметров в длину, при пятнадцатисантиметровом диаметре ствола, этот уродец крепился кронштейном, лежащим крестнакрест толстенным брусьем. — Разве это пушка? — непроизвольно, — воскликнул Норман, — из нее только дрогью по воробьям стреляли. — Тише ты, — зашипел Ахилл, — не шуми, а то вообще с пустыми руками уйдем. Нам некуда деваться, купим. Только я не могу понять смысла в подобной хренотени. — Ты никогда не слышал о коронадах? — Нет. — Даже не представляю, зачем они могут быть. — Применялись при осадах крепостей и на военных кораблях. — Шутишь? — Она пальнет метров на сто, не дальше. Коронады за счет навесной траектории полета стреляют дальше обычных пушек. — Ерунда. Преимуществом порохового оружия является сила удара гидра. А здесь просто падение сверху вниз. В настоящее время они стреляют каркасами. Это замоченная в сере туго скрученная веревка, которую дополнительно обматывают проволокой. — Вот оно что, бомбардировка с зажигательными снарядами. — Бомбарды и мортиры очень похожи, но до разрывных снарядов нам ждать еще двести лет. — Ждать не будем, сами придумаем. — Стремно. — Люди сначала к пушкам должны привыкнуть, а ты сразу и пушки, и бомбы. — Насчет пороха договорился? — Две бочки купил у алхимика, и селитры взял десять бочек. — Откуда про селитры узнал? — Максим присоветовал. — У нас нет ни одного скотного двора, негде взять мочевину. — Молодец, Максим, он кропотливо просматривал свой компьютер и нашел перечень товаров, которые англичане вывозили из Архангельска. Так вот на первом месте стояли сера и селитра из Персии, которые русские купцы им продавали втридорога. — С пушкой решено, берем. Теперь веди к ружьям. — Да вот они, под навесом. Норман чуть было не расхохотался, до того потешно выглядели древние аркибузы, первоклассный реквизит для маркиза Карабаса. Стволы ружей на конце расходились широким раструбом, почти как у кларнета. — А это что? — Похоже на пистолет. — Нет, воевода назвал кавалерийским самопалом. — Почему самопалом? — Ты внимательней смотри, а не засыпай меня вопросами. Здесь запальный фитиль зажат между пластинками. — Возьмем и это. Правда, курка здесь нет. Фитиль подается вперед большим пальцем. — А ты хотел сразу ваши нарезные винтовки увидеть? — Веди к воеводе. — Я прямо сейчас сделаю бомбу, и мы ее прилюдно испытаем. Предложение Нормана заинтересовало местного военачальника. Он без уговоров разрешил сделать бомбу. Понял он или нет смысл слова «бомба» уже не имело значения. Главное — есть разрешение. Первым делом кузнецы отковали две полусферы, так чтобы одна перекрывала другую. Затем пробили дырку, вставили замоченный на серии кусочек хлопковой веревки, на последнем этапе вложили в полусферы мешочек пороха и стянули нехитрую конструкцию проволокой. Всю дорогу до полигона Норман волновался как школьник перед экзаменами. Первоначально желая похвастаться, он послал гонца за Шушуном и другими свободными корабельными старшинами. В результате на окраину города топала огромная толпа корабельщиков, местных воинов и обычных зевак. Наконец вышли к заваленному каменной осыпью морскому берегу, где местами проступал крупный наздреватый песок. «Приступай!» — скомандовал воевода и благоразумно отъехал подальше. Норман передал поводье своего скакуна одному из местных воинов и подошел к одноглазому канонниру. Надо использовать подвернувшийся шанс и запомнить правила обращения со столь необычным оружием. Орудийная прислуга установила крестообразный лафет, воткнули в центральную дырку кронштейн с пушкой и рысью убрались подальше. Пушкарь достал из своей котомки кожаный мешочек, насыпал порох прямо в ствол, затем критически посмотрел на коронаду и добавил еще две жмини огненного зелья. Наступила очередь бомбы. Перс покрутил ее перед своим орным носом, поджег фитиль и небрежно закинул в ствол. С этого момента Нормана начала колотить нервная дрожь. Фитиль горит. Взрыв может произойти в любой момент. Тем не менее бравый канонир с безмятежным видом засунул в запальное отверстие шнур, поджег его и только после этого с линцой отошел на пару метров. Бабах! Фиг вам! Шнур горел примерно с минуту. Затем огонек нырнул в запальное отверстие, вызвав в ответ фейерверк искр. И снова никакого бабах! Норман нервно глянул на пушкаря, который как ни в чем не бывало болтал с одним из своих помощников. Ахнуло как-то неожиданно. Пушченка подпрыгнула, а вместо ожидаемого черного дыма ветерок начал отгонять небольшое сезосерое облачко. Бомба улетела весьма далеко и запрыгала по земле не менее чем в полукилометре, тихонько полежала пару минут, приманивая любопытных крабов, и только после этого громко сжахнула. Андрей Федорович, что это было? Шушун робко тронул Нормана за руку. Перс это называют по-разному. Одни говорят бомба, другие граната. Сильная штуковина. Но сгодится только в крепости. Чего ты так решил? Да здесь расстояние всего ничего. Враг до этих пушек в две минуты добежит. По уму их надо ставить позади своей линии. Не-е-е, дружина с перепуга разбежится. Эта краната огнем сильно вдарила. Воины побоятся, правду говорю. Покажем нашим кузнецам и летейщикам. Должны придумать что-либо путное. Покупай, обязательно покупай эту штуковину. С ней и высоких стен в крепости не надо. А пищали не бери, пустая забава. Почему так думаешь? Тут и думать нечего. Пуляют недалеко и не точно. В схватке только для рук помеха. А если с крепостной стены по врагу, да картечью. За раз несколько врагов положат. Надо подумать. Пищаль на сто шагов бьет, можно из башни вдоль стены стрельнуть. Норман собрался было испытать мушкеты, но вместо этого попал в объятия персидского воевода. Уважаемый друг, я сегодня же отправлю гонца к султану Бахадуру. Ты показал самый лучший способ отогнать врагов от наших крепостей. — Насколько я знаю, сейчас под осадой только шамаха. — Это на западе. На востоке Беклеребек Кутлук, старший брат хана Узбека, осаждает укрепления на перевалах Банджурт и Кучан. — Извини, я этого не знал. — Тебе нет причины приносить извинения. Прошу тебя не покидать Бандарьян-Зали до приказа султана. Норман тяжело вздохнул. Май подходит к концу. Пора заворачивать обратно. В июле Волга совсем обмелеет, то мучаешься кораблики на себе тащить. По большому счету султан ему не указ — можно хоть час поднять паруса и отправиться в освоясе, но ждать прется. И не награды, проживет без царского перстенька, приманивал выгодный бизнес, принесший золото покруче любой самородной жилы. Уйти без спроса значит нанести обиду местному правителю. Оно Норману надо. На следующую весну он планирует еще разок навестить здешние края, пополнить карман и вернуться к открытию портала. Его Нива хоть и старенькая, а тонну золота вывезет. Больше и не надо, у богатых слишком много проблем. Норман взял мушкет. Тяжеленный, без подпорки не удержать. Снова порох прямо в ствол, следом без пыжа, четыре крупных картечины и клочок хлопкового волокна, чтобы не выкатились. Забавный приклад, оказывается, надо взять подмышку, в правую руку фитиль, настоящий цирковой этюд, а не подготовка к выстрелу. Дальше хуже, надо поднести фитиль к насыпанному на полке пороху, вспышка, затем сноб искр из запального отверстия, причем с мерзким писком, и только после этого выстрел. Размахивая обожженной рукой, Норман понял, почему на Руси огнестрельное оружие очень долго называли пищалями. Глава тринадцатая, стойбище хана. Ожидание затягивалось. Островук со своими рязанскими и московскими товарищами полностью растроговался, кратая время купцы сидели в тенечке, играя с персами в шешбеш, да поглядывали завистью на норвежцев. Морские разбойники Ульфора ежедневно приходили в порт, порой с весьма немалой добычей. Они разыскали где-то на восточном берегу богатый городок с карьером медного купороса и плавильнями. Трофеи привезли знатные, в том числе много пленных, из-за которых чуть было не передрался весь базар. Положение спас прибежавший от местного отобека гонец, бесцеремонно растолкав спорщиков, он взобрался на арбу и громогласно объявил, что все рабы куплены султанам. Вык тут же продал часть меди, остальную обменял на серебряную посуду. — Уйми свою жадность, в который раз Норман принялся увещевать своего коммерческого директора. — Это не жадность, а забота. Тебе скоро жениться, а на стол нечего поставить. Или собираешься ставить гостям глиняные тарелки да кружки? — До свадьбы еще далеко, — отмахнулся Норман. — К такому делу не один год готовиться. — У тебя все не как у людей, вечно спешишь да торопишься. — Так и жизнь коротка. — Вот-вот. А сам до двадцати шести дожил и не женат. Нормальные князья в твои годы детей мечу до верховой езде обучают. — Ты еще о внуках заговори. — На то у тебя есть отец. И поверь, скажет ты не раз, а не поймешь, плетью по спине огреет. — Не посмеет, — поежился Норман. — Еще как посмеет, я сам плеть подам. Норман фыркнул и ушел к Геонополусу, с которым ежедневно болтал за жизнь, шлифуя греческий язык и пополняя запас латинских слов. Иногда к беседе присоединялся монах Иоанн, которого сородич называл Иоаннис. Впрочем, учитель Сволаама предпочитал проводить время на местном рынке, где устраивал совестные битвы с дервишами. — В прошлый раз ты начал говорить об искусстве обмана, которое применяется в греческой армии, — устраиваясь рядом, сказал Норман. — Я не очень-то силен в военных науках и инженерном деле, но кое-что в академии нам читали. Например, в военном деле используют два вида обмана — маскировку и запугивание. Иоанн Пулос начал рассказывать о наиболее распространенных способах обмана, разбавляя теорию многочисленными историями из былых сражений греческого государства. — Погоди, — остановил рассказчика Норман. — У тебя везде на первом месте инженер. А про его начальников ты вообще не говоришь. — Мы — самая цивилизованная страна в мире. У нас совсем иные приоритеты и ценности. — Вот с этого места, пожалуйста, поподробнее. — Ты знаешь понятие престиж? — Еще бы, — хмыкнул грек. — У нас самое видное место занимают торговцы. За ними идут инженеры, затем художники и поэты. — За что вы так не любите военных? — Дипломатия подкупов обходится казне намного дешевле содержания воинов. — Глупцы! Это же неизбежно заканчивается крахом. Османы уже выдавливают вас из Малой Азии. Но при этом они убивают сельджуков и армян и монголов. Граждане империи живут в роскоши и удовольствиях. Норман хотел было продолжить спор, затем махнул рукой, чему быть, того не миновать. Незачем переубеждать Геонапулоса, намного выгоднее выудить у него как можно больше полезной информации. В частности, грек хорошо разбирался в судостроении и корабельном оружии. А его комментарии по поводу приобретенной коронады оказались совершенно неожиданными. — Ты обязательно закажи мортиры для своих кораблей. — С ними в морском бою тебе не будет равных. — Не выдумывай. Навесная стрельба требует высокой точности, а в море на волнении вообще невозможно попасть в другой корабль. Геонапулос какое-то время удивленно смотрел на Нормана, а затем сказал. — Я думал, ты умеешь использовать огнестрельное оружие. — Моряки заряжают их речной галькой и при сближении бьют прямо в паруса. — Разве? — В таком варианте ты прав. Один выстрел — и враг сам сдастся. И ружья для этой цели хороши. Сам знаешь, сделал в парусе дырку, и он моментально расползся в лохмотье. — Еще лучше сковать цепью два железных ядра. — Проще сразу засыпать в ствол деньги, — засмеялся грек. — Мало того, что сами пушки дороги, ты еще железом стрелять додумался. Норман насупился. Он никак не мог привыкнуть к высокой стоимости железа и отсутствию чугунного литья. Металлургии как таковой еще нет. Даже кричное железо не везде знают. Большинство кузнецов напрямую выбивают железо из руды. Ножи и пилы сварены кузнечной сваркой из нескольких полосок. Самым массовым оружием, во всяком случае у карелов, были деревянные палки, к концу которых полуметровым ремешком привязывали обычный камень. Самым дешевым метательным оружием являлась проща. Арбалет уже стоил хороших денег. Цена лука поднималась к облакам. Весть о пороховом оружии давно вышла за пределы Китая, но дороговизна изготовления служила самым надежным сдерживающим фактором. Не желая портить себе настроение, Норман перевел разговор на алхимию. Желчь со всякими там сушеными ластами принесли прям-таки баснословные деньги. Как ни странно, но привезенные чучела медведей и тюлени купили за золото, но здесь прямая заслуга Выга, который расставался с набитыми мхом шкурами, как с родными детьми. Начался июнь, корабельщики присоединились к норвежцам, рязанские и московские купцы от скуки присоединились к ежедневной распродаже захваченных трофеев и рабов. Норман уже подумывал потихонечку смыться, и тут неожиданно прибыл гонец с благодарностью султана. Признательность правителя выражалась в виде трех сундуков с роскошными одеждами, трех великолепных арабских жеребцов и одного кинжала в золотых ножнах с изумительной красоты чеканкой. Стхакунам пришлось срочно докупать красивых и дорогих кобылок, затем помучаться с осторожной погрузкой породистой скотинки в одну из расшив. Все это время Норман щеголял валом, шитым золотом халате, зеленых атласных шароварах, шелковой ярко-синей рубашке и зеленом тюрбане с желтой окантовкой. Святофор, да и только! Пора назначать дату отхода! А норвежцы с корабельщиками разбежались по всему Каспийскому морю. Наконец примчался дракар с нарочным от Ульфора, главарь мурманского беспредела предложил назначить местом встречи Дерент. Море встретило легким попутным ветерком. Монах Иоаннес делился впечатлениями о своих проповедях на рыночной площади и проклинал каких-то исмаилитов. — Ты представляешь, Андрей Федорович, вместо любви они проповедуют террор. — В таком случае это уже не религия, — равнодушно ответил Норман. — Ассасины не оспаривают Коран, в то же время придумывают основополагающим сурам извращенную трактовку. — При чем здесь ассасины? — Ты вроде начал говорить о каких-то исмаилитах. — Извини, я слишком возмущен, они называют себя ассасинами, а люди прозвали исмаилитами. Норману были абсолютно безразличны все эти религиозные нюансы, он просто смотрел на монаха, а мысли витали в поисках вариантов вернуться назад в Санкт-Петербург. Вдруг Иоаннес произнес знакомое имя. — Я не ослушался. Ты говоришь об Омаре Хайяме? — Откуда тебе известен этот поэт? — Ты невнимательно слушаешь. Он математик, а не поэт. — Я только что назвал имена друзей создателей секты исмаилитов. — Омар Хайям был ассасином? — Нет. Он был другом Хасана Саббаха, создателя этой секты террористов. — Поэт, математик, друг создателя секты убийц. Великие люди не могут не оставить после себя заметного следа. Норман снова расслабился и развалился поперек Дракара. Яркое солнышко, тепло, тихий шелест волн и тревожное ожидание обратного похода по Волге. Течение сейчас слабое. До Волока-Вонегу можно дойти за десять дней, но только в теории. На практике их ожидает пять бродов и множество песчаных отмелей. Это полбеды. Сама беда притаилась на берегу, как раз у бродов и отмелей, где свиты разбойничьи гнезда. Торговый путь из Персии существует более тысячи лет. За века и купцы, и разбойники отшлифовали до блеска свои приемы защиты и нападения. В XIV веке транзитное судоходство по Волге существует между Нижним Новгородом и Астраханьем. Новгородцы поднимаются до Волока на Ламе, затем по Москве реке спускаются на Оку. Судоходство в среднем течении Волги возникло с появлением в Архангельске англичан. Для купцов с Туманного Альбиона путь на Балтику был закрыт, вот они и нашли для себя обходную дорогу. Само путешествие от Устья Северной Двины до Бандар-Ян-Зали занимало сорок пять дней. А причиной служили многочисленные крепости у дельных князей. Караван заворачивали к берегу, оценивали товар, брали подорожный налог, после чего отпускали до следующей заставы. В результате путешествия, которое проделал Норман в два дня, у англичан растягивалось на две недели, а то и больше. Сейчас он собирался пройти участок откровенного рэкета силой оружия. Кроме того, тревожили засады бессермян. Речные разбойники могли напасть в любом месте, а не только на многочисленных отмелях. Вызывало опасения и стойбище хана Увека, где находился таможенный и сторожевой пост Золотой Орды. Спускаясь ночью вниз, флотилия прошла мимо стойбище незамеченной, сейчас просто так мимо не проскользнешь. Обширон проходили в розовом свечении предрассветного неба, но корабельщики смотрели на запад. Никто не мог оторвать глаз от гигантских огненных столбов, вырывающегося из земли пламени. Зрелище подавляло своей природной мощью. Даже Норман чувствовал себя неуютно, хотя прекрасно понимал, что это горит попутный газ многочисленных нефтяных пластов. — Что это? — тревожно воскликнул Иоаннес и указал на воду. — Земляное масло, стараясь выглядеть спокойным, ответил Норман. — Оно не вспыхнет? — забеспокоился Грек. — Если верить легендам, море можно поджечь, но не сейчас. — Откуда у тебя такая уверенность? — Максим говорил. — Профессор действительно предупреждал о естественном выходе нефти на поверхность моря и как раз здесь, в районе нефтяных камней. — Только предупреждение носило обратный характер, с требованием не заходить в опасные места. Норман забыл. Просто забыл о полученном предупреждении. Корабельщики недовольно морщились от резкого запаха серы и старались подойти поближе к берегу, где слой нефти выглядел не таким уж и толстым. Тем не менее, когда вышли из нефтяного пятна, все вздохнули с облегчением. А вечером показался дербент. — Варуч, крикни на передовые ушкуи, а они высмотрели мурманов или нет? — попросил Норман. — У берега стоят. Вон Шушун на своем карфе уже к берегу правит. — С ума посходили! Там же татар! Тьфу! Монголы! Сам посмотри, в городе тихо. Вроде торгуют. Мурманы на дракары товар заносят. Норман похолодел. Если это набег, то беды не миновать. Хан Узбек не простит подобного нахальства. Сам, конечно, в Карелию не пойдет. Далеко и неудобно добираться по лесам и болотам. А вот своего родственника Ивана Калиту обязательно погонит. В планы Нормана не входила война с Москвой ни сейчас, ни в отдаленном будущем. Даже смерть московского князя ничего не изменит. Те же тверские, ярославские или суздальские князья сами проявят инициативу ради военной помощи в борьбе за московский стол. — Ты посмотри на нашу добычу! — сходу начал хвастаться Ульфор. — Городские склады под крышу товарами забиты. — Еще скажи, что здесь была база снабжения всей монгольской армии. — Точно! Как я сразу не догадался! Мы нашли две сотни корзин с запасными стрелами. — Места в дракарах хватит. — Не беда, у тебя на кораблях сложим. Кое-что рязанским да московским купцам продадим. — Цену малую дадут. И с деньгами у них сейчас туго. — На реализацию отдадим. Расторгуются и пришлют. — Оптимист, блин! Город ограбил. — А как же! Сначала выставили заслоны напротив ворот. После этого высадились прямо на центральную площадь. — Ну, умельцы, теперь ждите привета от хана Узбека. — Да пошел он! За мою голову многие князья денег обещали. Только я по-прежнему жив, а тех давно в землю зарыли. За город долго бились. Какой там? Полдня за ними гонялись. Юрки, как коты, так и норовят через щель проскочить. Подмога к монголам не подошла. Третий день под стенами крутится. Из севера, из юга. Не пытались атаковать. Да их горсточка против нас. Сначала рыпались, в дозорных стреляли. Да мы их быстро отвадили. Более умелых лучников нашел. — Зачем? — Они пустят стрелу, а мы в ответ пленного со стены на камне. Образумились. Грозятся, но близко не подходят. Лады, собирайся и пошли на сарай-берке. Коли начали грабить поганых, значит, надо довести дело до конца. — Андрей Федорович. — Шушун тронул Нормана за рукав. — Почему сарай-бату пропускаешь? — Я не знаю, где он. — В Усть-Итиле, как раз напротив Аштархана, только на северном берегу. — Точно? — Мы сможем туда подойти на своих ушкуях и дракарах? — Легко. — Я трижды там был. Цены не в пример ниже, чем в сарай-берке. — Странно. Почему торговцы туда не ходят? — Почему это не ходят? — Как раз ходят. — Одна беда — мелководье. Шест на три метра выл уходит, а твердого грунта не достает. — Договорись о месте встречи с рязанскими и московскими купцами и расшивы с ними оставим. — Ха! Зуб даю, они с нами пойдут. Набег на дербент и разграбленный склад монгольского воинства исключают всякую надежду на полюбовное завершение конфликта. Коль скоро дело не решит миром, надо показать свою силу. Пусть враг его боится и заботится о собственной безопасности. Жаль, со временем плохо, можно было бы в реку Урал заглянуть да сарайчик ограбить. В Устье Волги вошли поздним вечером, затем всю ночь петляли по многочисленным протокам, наконец на рассвете приткнулись к плывуну расшивы с груженными карфи и трофейными хазарскими баркасами. Ударный флот налегке направился напрямую сквозь камыши, Шушун вывел точно к монгольскому поселению, где на заливном лугу мирно паслись лошади. Норвежцы тут же с воплями помчались вперед, за ними дернулись былые корабельщики. — Стоять! — заорал Норман. — Приготовить щиты из улицы. — Лучники ко мне! — Так это помочь Мурманам надо. Побьют ведь! — возразил корабельный сотник Микша. — Если дурью переть, обязательно побьют. У поганых воинов много, человек двести, а то и триста. Не все ушли на шамаху. — Так и будем стоять. — Триста против нас! — Вмиг сомнем! — недовольно проворчал Шушун. — Разговорчики подравнялись и с троем пошли ко входу. Норман оказался прав. Монгольское стойбище только со стороны выглядело сумбурным беспорядком. Служба неслась и очень неплохо. Перед входом выстроились полсотни лучников, которые вели интенсивный обстрел атакующих мурманов. Надо отдать должное норвежцам, а они не растерялись и не ввязались в соревнования на меткость. Под руководством своих вождей нападавшие, прикрываясь щитами, начали обходить передовой заслон с явным намерением прорваться через хилое ограждение. — Шушун, строй своих корабельщиков и медленно иди на лучников. Щиты ставьте плотнее и сверху прикройтесь. Монголы не дрогнули при виде медленно надвигающегося организованного строя. — Лучники в линию! По готовности бей гадов у ворот! И сам выстрел первым. — Что такое двести лучников против полусотни? Всего один залп. — Шушун, сохраняй строй! Бегом вперед! Лучники в колонну! Потрое за мной! Не отставать! Норвежцы уже орудовали в стойбище, а одни вязали пленных, другие насиловали женщин, третьи выбрасывали наружу всевозможное барахло. Троица со смехом развлекалась со щупленьким парнишкой, который отважно бросался на врагов с коротким монгольским топориком. Впереди показался голубой шелковый купол. — Встали! Воины местного хана должны собраться у центральной юрты! Никому не высовываться! — Посмотреть надо! — Определить, что да как! — возразил Шушун. — Сходи и глянь! Они тебе прямо в глаз попадут, не промахнутся с пятидесяти метров! Норман забежал в крайнюю юрту и осторожно раздвинул конские шкуры. Так и есть, местный правитель выседал на маленькой лохматой лошадке, а перед ним стояла шеренга лучников. — Шушун! — Посмотри! — позвал Норман. — Только осторожно! Они нервные, могут на звук стрелу пустить! — Обходить надо! — Прямой атакой не взять, многих стрелами положат! — Пусть корабельщики стоят на готове! — А лучники обойдут на фланге и стреляют навесом! Я к краям побегу и пугну поганых! — Ты чё удумал? — Ещё не знаю. По шуму поймёшь и сразу в атаку! — Не дурил бы, а! Тебя как ёжика утыкают! Хоть дюжину Акинфея возьми, толковые ребята! — Нашумим! Надо лучников отвлечь в момент атаки! Не дать им выстрелить, пока твои люди добегут на расстоянии удара с улицей! Норман встал к краю ближайшей юрты, посмотрел на купол центрального шатра, закрыл глаза, представляя вражескую сиренгу, и метнул топор. Через мгновение послушался злобный вой. — Вот видишь, как всё просто! Давай команду, а я побежал! Шушун хотел было возразить, но махнул рукой и начал отдавать распоряжение. Норман побежал по внутреннему кругу стойбища. Надёжнее обойти по внешнему периметру, но влезать в минное поле он не собирался. Несколько раз натыкался на защитников, однако стремительные атаки рукопашного боя не давали им шанса даже что-то понять. Наконец, между беспорядочно расставленными юртами снова мелькнул голубой шёлк. Выровнял дыхание и тихонько двинулся к врагам. Резкие движения человек почувствует, даже затылком. — А Шушун-то молодец, хорошо расставил лучников, взяв площадку в полукольцо, а они вели беспокоящую стрельбу. Выглянул, пустил стрелу и спрятался. Монголы заметно нервничали. Их меньше, за всеми щёлочками и уголками не уследить. Тем не менее, стреляли на любое движение, даже подбили троих, правда, своих женщин. Норман подкрался на расстояние одного прыжка с намерением сдёрнуть вожака с неказистой лошадки и предъявить его остальным в качестве заложника. Рывок и… Увы, пониобразное животное в последний момент попыталось куснуть, за что получило хорошую плюху в ухо. Коняга с копыт, а главный монгол злобно заверещал. Не успели его сапоги коснуться земли, как у шустрого гада в руке появилась сабля. Норман метнулся к входу в шатёр, и хан оказался у лучников на линии выстрела. Отлично, теперь монголы не рискнут пустить стрелу. Подавляя наваливающийся страх, с нарочитой медлительностью достал свои мечи, затем имитировал правым поперечный рубящий удар в голову и следом левым удар снизу вверх. Как и ожидалось, хан попытался поднырнуть под руку и сблизиться для удара более короткой саблей. В результате упал на землю с разрубленной грудью. Лучники среагировали практически мгновенно, дружно пустив стрелы. Метров десять, не дальше, только подобное действие было предсказуемым. Даже в годы армейской службы Норман так шустро не прятался за ближайшие укрытия, успел-таки закатиться за пытающуюся встать конягу, затем вскочил, дал этой злюки пинка и рыбкой нырнул в шатёр. За спиной послышался злобный вой. Прислуга прыснула тараканами, а Норман ударом на зависть дровосеком перерубил центральный столб. Зажал комель подмышкой, рассёк внутреннюю перегородку из алого шёлка. Какие-то девицы истошно завизжали и рухнули ниц, не до них. Ещё один взмах меча, и он вырвался наружу. Ну и тупые же эти монголы! Вся шеренга успела заскочить в шатёр, где дружно барахтывалась под голубым покрывалом. — Ку-ку! — засмеялся Норман, перехватил жердину поудобнее и начал охаживать вопящие фигуры. — Да хватит тебе, Андрей Фёдорович! — Шушун остановил очередной удар. — Не злобствуй, поубиваешь! — Твоя правда, где мурманы? Что-то я их не вижу. Малая часть полом кучкует, а остальные побежали к постоялым дворам. — А рязанские купцы с москвичами куда убежали? — Там же! Китайских торговцев трясут! Норман вдруг заметил, что всё его тело ходит ходуном от крупной дрожи. Снова переизбыток адреналина. — Отходняк? — участливо спросил Шушун. — Скидывай, калантарий, поддёвку! Он помог раздеться, передвинул на живот свою походную сумку, достал серебряную иглу и проколол вену. Кровь брызнула фонтаном. У Нормана закатились глаза, и он рухнул в обморок. Очнулся от приятного запаха. Шушун отмерял в серебряную кружку какой-то ароматный отвар. — Разве можно так изводить себя? — проворчал старшина корабельщиков. — Виданное ли дело в одиночку бросаться на полусотню врагов? Их было меньше. — Не надо! Уже пересчитали, бедолаг! — Подумать только, пятьдесят шесть воинов дрын мухандокал. — Брось! Ты, наверное, слуг с девками пересчитал. — Хочешь сказать, что я слугу от паганца с саблей не отличу? — Выпей! Сразу полегчает. — Что это? — Отвар душицы! Поможет лучше материнского молока! — Пойду прогуляюсь. Норман поднялся с ковра, на которой его успели затащить заботливые руки товарищей. — На постоялый двор иди, вон Нил тебя дожидается. — Нет, там скучно, я лучше к реке пройдусь. — Китайцы заждались, а они собрались домой уходить. — Пусть идут, — отмахнулся Норман, — никто их не держит. — Лучше людей в степь пошли, всех баранов и лошадей под нож и на колбасу. — Немного ли будет мяса? — Мяса много не бывает. Кочевники зависят от скота, как пахаль от земли. — Согнать поганых хочешь? Они правят везде, от Китая до Ите, на Персию войну идут, так что и без моей помощи надорвутся. — Кончай разговоры, тебя на постоялом дворе ждут, видишь, солнце садится. — Сколько же я в беспамятстве провалялся! — В сече время быстро летит, а пролежал ты недолго. Поспешай, не заставляй людей попусту ждать. — Ох, как не хотелось идти на постоялые дворы! Ясно дело, китайцы начнут деньги за утерянное добро конючить, фарфор с шелками немало стоит. Жалко торговцев, но и платить за учененный разбой он не собирался. А если совсем честно, ему было стыдно смотреть в глаза этим ни в чем не повинным людям, которые по его приеме пихоти лишились своего имущества. — Идемте, господин, низко кланяясь, — заговорил встречающий у ворот переводчик. — Надо бы побыстрее все решить. — Вон солнце уже земли коснулось, — недовольно ответил Норман. — Все свидетельства уже подготовлены в двух экземплярах на китайском и греческом языках. Осталось поставить вашу подпись. — Что за бумаги? — Какие подписи? — Нет-нет, господин, свидетельство написано на шелке и заверено нотариусом. — Не хватает только вашей подписи. — Ты хочешь сказать, что я должен засвидетельствовать факт грабежа китайских купцов? — Нет-нет, господин. Переводчик снова согнулся в низком поклоне. — О грабеже не может быть и речи. — Ты можешь говорить коротко и понятно? — Да-да, господин. Там написано, как торговцы потеряли свое имущество. — Да-да, господин. Указана сегодняшняя дата — по китайскому и греческому календарю. — Ты понял мой вопрос? — Да-да, господин. Уважаемые купцы пострадали в результате военных действий на землях хана Узбека. — Зачем торговцам мои свидетельства? — Китай входит в Золотую Орду. — Беклеребек Кутлук обязан компенсировать ущерб своим подданным. — Ни хрена себе! Китайцы поедут к главному боссу, выставят предъяву и вернутся в освояси за новой партией товара. Хан Узбек получит предупреждение о служебном несоответствии и отправит недовольное Фе в Москву. В конечном итоге на Нормана начнется охота. — Ну и ладно. У частушек вся соль в последней строчке, посмотрим, кто кого. На заготовку колбас и балыков ушло три дня. Дружина и мурманы перешли на мясную диету, даже пленных кормили от пуза. По утрам Норман повадился ходить на скотобойню, где выпивал чарочку свежей крови. — Полезное дело, надо сказать, хотя не каждому и по нраву. У них в деревне примерно половина мужиков не могли парную кровь пить. Некоторых выворачивало только от запаха, а ему нравилось. Первый раз попробовал осенью, как раз во второй класс пошел. С тех пор всегда прибегал в тот двор, где резали скотину. Наконец начали собираться к отходу. Норман пришел на бывшее стойбище. На месте главного шатра воткнул шест с конской головой, ниже привязал крест-накрест передние лошадиные ноги и заключил все это в пентаграмму. Немного подумал и разжег по углам маленькие костерки. — Ты что это удумал? — с подозрением спросил Шушун. — Колдуешь? — Неа. — легкомысленно ответил Норман. — Запукиваю. — Что может быть страшного в конской голове? — Кочевники с рождения рядом с тубуном живут. — Они же язычники. — Обязательно позовут своего шамана. — Ну и что? — Возможно, и ничего. Я на всякий случай в пепел положил три пиццы с порохом. — Дурью маешься. У Шушуна так и не хватило фантазии представить последствия подготовленной диверсии. До сарай-берке добирались заросшими высоченным камышом протоками, хотели сократить путь, а в результате потеряли время и подошли к стойбищу с первыми звездами. Драккары и Ушкуи веером приткнулись к берегу, дружинники начали устраиваться на ночлег. — Варуч, — позвал Норман, старшину корабельщиков, — найди Шушуна, поговорить надо. — Шуете на ночь? — захотелось разговоры говорить. — Дай человеку поспать. С утра скажешь, что надо. — А если прямо сейчас ударить? — Ночью только Тати не спят. Нельзя в потемках воевать, своих побьем, а врага пропустим. Вообще-то в словах Сотника есть резон. В степи непроглядная темень, руку протяни, пальцев не увидишь. — Позови Нила. Пусть подойдет с дюжиной ребят. — Что за человек? Вечно тебе не имется! — заворчал Варуч, но приказ выполнил. Через полчаса Норман с дюжиной из княжеской сотни, с тихими мутюгами выбирались из зарослей чертополоха. Пока в потьмах плутали, на ум не раз приходила присказка «темно, хоть глаза выколи». От луны и звезд помощи никакой. Ложились на землю в попытке что-то увидеть на фоне неба, какой там. Низкие строения не удавалось ни рассмотреть, ни услышать. Даже цикады не подавали признаков жизни. Норман уже отчаялся, когда под ногами почувствовалась утоптанная земля местного базара. — Там они, — Нил указал невидимой рукой в невидимую даль. — Веди, — ответил Норман. — Идем спокойно. Если окликнут, останавливаемся, и я разбираюсь по обстановке. Вход на стойбище непонятно как, но ощущался. Странно, практически ничего невозможно рассмотреть, угадывались лишь темные пятна корзин. Их окликнули практически сразу. Спокойный и совсем не сонный голос что-то сказал с ехидной интонацией. — Стойте, — прошептал Норман и пошел на голос. Через несколько шагов он скорее почувствовал, чем увидел сидящего на земле человека. Монгол еще раз о чем-то спросил, но вместо цвета сильные руки обхватили его голову и свернули шею. Норман немного постоял. Абсолютная тишина. Даже из юрт не раздается ни единого звука. Закинув тело убитого на плечо, подошел к своим воинам. — Идем дальше. Спят как сурки, ни храпа, ни детского плача. — Здесь в основном только рабы. — Войско вместе с ханом у стен Шамахи, — ответил Нил. — Разве? — Откуда знаешь? — Это все знают, — недоуменно ответил Нил. — Удел хана Узбека от реки Яик до Увекского брода. Это там пограничная крепость? Сам не видел, но Шушун говорил, что обычное стойбище, как здесь, только намного меньше. — Аштархан тоже принадлежит Узбеку? — Не, он задушил хана Нагая, и с тех пор род Нагайцев откололся. И не признает ничьей власти. Стоять здесь, до центрального шатра, должно быть близко. Надейте кострище и натрите лица залой. И про меня не забудьте. Что не забыть? Рожу мне испачкать, вот что. Кто-то из дружинников нервно хихикнул, но приказ выполнили. У входа становимся на четвереньки и тихохонько заползаем внутрь, половина налево, половина направо. — А дальше что? — спросил Нил. — Ничего, кругом ковры. — Заползаете поближе к краю и ждете рассвета. — А если там кто-то спит? — Ложись рядом, только не близко, а то задевку примут. Воины снова нервно хихикнули и проворно заползли в шатер. Норман немного постоял, вслушиваясь в тишину. Затем вошел следом, нащупал удобное местечко, сбросил тулуп и улегся рядом. Проснулся от промелькнувшей тени. — Как умудрился заснуть, даже непонятно. — Всего лишь прикрыл глаза в потемках, все равно ничего не видно, и на тебя отрубился, как младенец. С наружной стороны послышалась возня, похоже, это служанка, слышно выбежала из шатра и замелась костром. — Пора готовиться, скоро атака. Второй раз проснулся от криков и топота ног. Надо же, опять заснул. Немного посветлело, стала заметна проходящая поперек шатра перегородка из ковров. Он собрался было вставать, но в этот момент приоткрылся полок, и служанка, испуганной мышкой, пробежала в отгороженную часть. Норман показал Нилу два пальца, затем на вход в женскую половину и прикрыл ладонью рот. — Поймет или нет? — Понял. Два воина встали у покачивающегося ковра. Теперь надо как-то выглянуть наружу. Попытался приподнять край — бесполезно. На земле лежали конские шкуры, затем ковры, и все это качественно перекрывало ткань шатра, которая оказалась прослойкой между шкурами и коврами. В шатер зашел какой-то монгол в шелковом халате и что-то громко приказал. Норман пружинисто встал и нанес удар ногой под дых, бедолага судорожно, глотая воздух, согнулся пополам, второй раз сверху по шее сломал позвонки. — Нил, кто у тебя поменьше? Пусть накинет халат с шапкой и маячит спиной к входу. — Зачем? — Разговорчики. — Надо перекрыть вход. — Зачем нам, незваные визитеры? — Шум снаружи нарастал. Теперь уже отчетливо слышались звуки боя, вот протопали сапоги и сквозь шелк обозначили силуэты воинов. — Луки к бою, — шепотом отдал приказ Норман, — встали в ряд и выбрали себе цель. — Сквозь шатер стрелять, шелк попортим. — Тебе сказать, почему я в сарай-бату полсотни поганых уложил? — Че тут говорить? Ты самый лучший воин. — Нет, причина в другом. — Защитники боялись попортить ханский шатер. — Разруби они, шелк, и мне хана. Дружинники выстроились цепью и приготовились к стрельбе. Норман вытащил мечи и встал у входа. Шум схватки неуклонно приближался. Вот монгольский отряд зашевелился. — Давай! Стрелы ушли под хоровое пение луков. Прыжок на площадку, а врагов-то осталось всего ничего. Пятеро крутят головами, пытаясь увидеть лучников, еще двое со злобным шипением обламывают торчащие из задниц стрелы. На атаку Нормана среагировали запоздало, инстинктивно прикрывшись луками. — Встать в линию и бить врага, — приказал своим дружинникам Норман. — Да никого нету, — обиженно засопел Нил. — Мурманы без нас всех перебили. Разговорчики. Однако сотник прав. Монголы в одночасье разбежались тараканами. — Ты с чего это сажей вымазался? — со смехом спросил подошедший Шушун. — Специально, чтоб поганые за своего приняли, — отшутился Норман. — За своего? Они как завидели тебя так сразу в рассыпную бежать! Да прытка! Не каждого стрела догнала! Неужели я такой страшный? — А то! Из шатра выпрыгнул, как черт из преисподней, — перекрестился Шушун. — Враги оружие бросили и наутек! — Такого просто не может быть! — Да ну тебя! Я сам по первости испугался! — Гляжу, а кто-то черный мечом махнул, и все лучники на земле лежат! — Твоими рассказами только детишек пугать. Ладно, пойду в реке искупнусь. Июнь, вода в протоке у караван-сарая, как парное молоко. Норман отогнал от берега здоровенного тарантула и с удовольствием нырнул на глубину. Он уже развернулся наверх, как кто-то крепко обхватил его за шею. Почти рефлексный удар локтем пришелся в пустоту, резко развернулся и почувствовал на своих губах жаркий поцелуй. На поверхность выплыл в объятия хлеанты. Вот рыжая бестия! Норман блаженно дремал на травке, а Валькирия расчесывала ему волосы и заплетала в четыре косички. Идиллию прервал голос Ахилла. — Хватит миловаться! А то ночью скучно будет! Пошли на постоялый двор! — И эти китайцы собрались с утра уходить. — Не знаю, не спрашивал. Среди них один беглый алхимик к тебе на службу просится. — Какой же он беглый, если в караван-сарай вместе с купцами пришел? Другие китайцы подтверждают его слова. — Он в Чунцине отравил монгольского хана, вот и подался в бега. — Пусть едет с нами, — отмахнулся Норман. — Только к кухне его близко не подпускать. — Уже сказано. Он тебя требует, хочет услышать слово вождя. — Снова договор составлять. — Эти китайцы и шага без подписи сделать не могут. — Не знаю, я в эти тонкости не лезу. — Кстати, где ты был во время атаки на стойбище? — В трусости, подозреваешь. Зря. Я за спинами товарища не отсиживаюсь. Не лезь в бутылку. Меня совершенно другое интересует. Шушун говорил, что монголы испугались моего замазанного сажей лица. — А! Вот ты о чем! Было такое дело. Я с сотни корабелов заходил с тыла, чтобы люд не разбежался и коней не увел. — Жаль, мне не очень-то верится в слова Шушуна. Хотел твое мнение узнать. — Тебя не видел, но на этот раз бегущие из стойбище люди действительно выглядели очень испуганными. — Ты и в сарай-бату заходил сзади? — Разумеется, кто-то должен думать о тактике. — А мысль о боевой раскраске очень интересная. — Подумай на досуге. — Предлагаешь разрисоваться по типу американских индейцев? — В Африке негры более изобретательны. Некоторые племена вообще размалеваны под скелетов или духов. — Ладно, веди к своему китайцу. Ограбленные торговцы сидели в тени вишневых деревьев за общим длинным столом. При виде Нормана почтительно встали и низко поклонились. — О торговле-то идет бойко. Прошел всего месяц и ни одного знакомого лица. Надо будет взять на заметку. — Господин Ли Си-Джи ищет себе покровителя, — заговорил переводчик, — и хочет убедиться в правильности своего выбора. — Для начала я хочу убедиться, что мне нужен этот человек, — ответил Норман. — Он обладает неведомыми вам знаниями, — высокомерно заявил старший из китайцев. — Например, — знает секрет выплавки железа. — Триста лет назад за эти слова император отрубил бы вам голову, — усмехнулся Норман. — Посмотри, — и положил на стол меч. Это было сделано со скрытым умыслом. Китайцы не представились. И он хотел определить среди них просителя. Однако облом меч осматривали сообща, — а вердикт вы не старший, — хорошая работа. — Но у тебя обычное трехслойное железо. — Ошибаешься, уважаемый. — Это сплав трех металлов. — Он умеет находить золото, серебро и драгоценные камни. — У меня есть такой человек. А золота и серебра в моих землях нет, — равнодушно ответил Норман. — Он умеет приготовить целебные настойки, — не сдавался старший. — И не знает наших трав. — Он знает состав взрывающегося порошка. — Сороси, литра и уголь. Кстати, он умеет выжигать каменный уголь? — Нет, — растерянно произнес широкоплечий крепыш, более похожий на штангиста. — Ты сможешь составить таблицу склонения солнца? — Я не знаю. Зачем тебе это? — Как сейчас моряки определяют свое место в океане? — Если с севера на юг, то по высоте полярной звезды. — Вот и ответ на твой вопрос. — Я знаю все ваши секреты. — А господин Ли Си Джи будет учить моих детей. — Я хочу заниматься алхимией и медициной. — Пожалуйста. Заодно многому научишься у моих ученых. — Почему ты так уверен в своем превосходстве над нашей наукой? — Китай на многие столетия опередил европейские страны. — Как сказал Конфуций, из хорошего железа не делают гвоздей. — Я должен убедиться в твоих достоинствах. Китайцы никак не ожидали услышать слова Конфуция здесь, в далекой степи, где живут даже не варвары, а дикари. Норман никогда не увлекался никакими учениями, в том числе и конфуцианством, просто как-то написал маркером эти слова на двери в цех проката броневого листа, а мастер любил попрекнуть нерадивых, тыкая пальцем в надпись и напоминая о том, что на дворе уже двадцать первый век. — Ты сможешь нам объяснить путь до твоего города? — спросил старший. — Зачем это вам? — Возможно, в следующем году один из купцов навестит нашего друга. Что-то подобное Норман и ожидал, поэтому сразу достал карту Каспийского моря и Волги, аккуратно расстелил на столе и указал на Белозерск. — От этого места меня знают все. Любой укажет дорогу в мой город. — Ты можешь нарисовать дальнейший маршрут? Примерно, без деталей. — Пожалуйста. Норман достал из-за пояса кинжал и быстро начертил на земле Нежское озеро, Белое и Балтийское моря, затем Скандинавский полуостров. — Здесь мой город. И ткнул ножом в предполагаемое место Тронхейма. — Что дальше, на заходе солнца? Улыбнувшись, дорисовал Исландию, немного подумал, и добавил восточное побережье Америки. — А дальше? — Повеселимся? — Почему нет? Сдерживая смех, добавил западное побережье с Аляской, затем Камчатку, Курилы, Японию с Кореей, Желтое море и дальше на юг. Они поняли рисунок после того, как он обозначил черточкой реку и сказал. — Это Янзы. — А здесь Шанхай. — Нельзя! — воскликнул старший и, принеса тщательно, затирать сандалиями, нацарапанную на земле карту. — Китайский ученый Норману очень нужен. — Самая лучшая кандидатура на место преподавателя в планируемой академии. Он человек этого времени и должен органично вписаться в новгородскую жизнь. Не говори, а притворство и обман сильно сковывают человека. Искренние поступки значительно облегчают жизнь. Глава четырнадцатая. Бурлаки на Волге. Камышинский брод показался тихим ужасом. На пятикилометровом участке реки виднелись многочисленные песчаные островки. Если б между ними было просто мелководье, увы, местами отмель заканчивалась глубокой ямой, а то и косо-идущей подводной ложбиной. Норвежцы попытались проскочить сходы и застряли ни туда, ни сюда. Это при осадке дракаров не более одного метра. Шушун поставил вереницу судов на якорь и отправил кормчих на промер глубин. Челны растянулись цепью, отмечая вешками возможные варианты прохода судов. — Ты зачем отряд корабелов на берег высадил, да еще под обрыв? — спросил Норман. — Надо место подготовить под перегрузку товаров. Прошивы придется здесь бросить, если не найдем проход для судов. — Вон сколько у нас народа. Запряжем в бурлаки и перетащим через отмель. — На Мурманов посмотри. Дракары сначала на отмеле встали, а теперь их на руках несут. — И правда, а почему? Вода вроде не спадает. Песок намывается на препятствие. Стоит расшиве коснуться грунта, и все, можно про нее забыть. На другой день вырастет остров. Вскоре расшивы подогнали к берегу и к вечеру разгрузили, а с утра дружно впряглись в лямки и поволокли кораблики вверх по реке. — Послушай, Шушун, почему ты начал с Ушкуев и Карфи? — По промерам и расшиву протащим. Малые суда улучшат канал. Течение усиливается между грунтом и днищем корабля, вымывает песок и углубляет проход. — Понятно. А зачем Ушкуев в речку загнал? — Эх, Андрей Федорович, Андрей Федорович, то Камышенко! — Или ты в набег идти не хочешь? — Какой набег? — До стойбище хана увека почти сутки хода. — Ты помнишь, как по весне мурманы недалече генерский караван пограбили? Или забыл? — Это здесь они свои галеры разгружают? — Два часа вверх по реке и два часа пешего хода. — Ты бывал там? — Конечно. На берегу Иловли стойбище хана Айгура и постоялые дворы для генуэзских купцов. — Идем. Обязательно идем. Возьмешь только треть дружины. Остальные здесь караван сторожить должны. — Справимся, — заволновался Норман. — Легко. В стойбище две дюжины юрт, а воинов и сотни не наберется. — Ну и корабельщиков, может быть, около сотни или полторы. — Генуэзцы будут биться? — А как же? Им есть что терять. Это китайцы смирно сидели. Знали, что через твое письмо деньги себе вернут. — Может, побольше воинов возьмем? — Люди нужнее здесь. И я на Итиле останусь. А ты с Ахиллом иди, он воинское дело хорошо знает. Норман окинул взглядом берега и вынужден был согласиться с старшиной корабельщиков. Флот легко уйдем для атаки с берега, причем как конными, так и пешими силами. Преодоление брода служит слабым утешением. Река, выше по течению, с многочисленными отмелями и песчаными островами, настоящая западня. Местами судоходный фарватер не шире пяти метров. Достаточно зацепить багром один ушкуй, и всем остальным можно поднимать белый флаг. Несмотря на быстрое течение камышинки, к сваянному причалу подошли с первыми лучами солнца. На берегу ровной шеренгой лежали большие лодки-однодревки, а стоящие в небольшом отдалении домики оказались пустыми. Население заблаговременно сбежало, оставив на произвол судьбы свою скотину с огородами и садами. — Можно не спешить! — огорченно махнул рукой Норман. Они уже предупредили хана Айгура. — Что ты? — воскликнул сотник корабельщиков речан. — Здесь живут булгары с казанки. Им наш набег только на руку. — Не понял, с чего это местным удочникам радоваться? — Сами по горячим следам пограбят, полон в степи соберут. Вот увидишь, их лодки быстро нас догонят. — Не выйдет. Нам самим большие долбленки пригодятся. — Не беда, Сыловли притащат. Пеший путь оказался затяжным подъемом на холм, с вершины которого открылся вид на стойбище и галеры у берега. Норвежцы с криками ринулись вниз, а Норман растерялся. Надо как-то организовать атаку, построиться, придумать обходной маневр. Он повернулся к Ахиллу. — Я не смогу их остановить. — Дикари! Для них еще многие столетия тактика боя останется непостижимой загадкой. — Что ж делать? — Беги с ними. Ты вождь. Должен быть рядом и биться впереди всех. Галеры уйдут. Не волнуйся. Мы с корабельщиками никого не пропустим. Здесь неширокая река. Легко стрелами посшибаем грибцов и рулевых. Норман побежал следом за своим воинством и вскоре заметил, что и сам вопит непонятно что. Удивительно, но в первый момент монголы просто наблюдали за мчащейся на них толпой. Похоже, вероятность вражеской атаки не могла прийти им в голову. Но вот послышался суматошный бой барабана. Навстречу толпе мурманов выбежали воины. Быстро встав в линию, они начали беглый обстрел из луков. Вот гады! Несколько норвежцев осели наземь. Не мудры, но в такую толпу невозможно не попасть. Норман на бегу метнул в лучников свой хитрый топор, затем подхватил у одного из упавших воинов тяжелый деревянный щит и послал его тарелочкой. Топор и бумеранг качественно врезался в защитников стойбища, а деревяха прогудела над головами бегущих норвежцев, затем резко ушла вверх, перевернулась и упала, не долетев до монгольского строя. Казалось бы, какая ерунда, но бросил человек топор и щит. Однако это помогло, так как лучники отвлеклись совсем на незначительное время, которое хватило атакующим, чтобы пробежать последние метры и сойтись в рукопашную. За стремительным разгромом последовало буйство, грабежа и насилие. — Московский князь отрубит тебе голову! — с презрительной усмешкой процедил хан Уйгур. — Лучше б промолчал. — Именно презрительное отношение заставило Нормана легонько ударить хана краем подошвы по голени. От острой боли тот громко взвыл и упал на колени. — Твое тело разрубят на куски и бросят на пепелище, как корм для собак! зло прошипел Норман, развернулся и пошел к захваченным галерам. Не успел он сделать и десяти шагов, как Лианта приступила к исполнению приговора. Для начала отрубив пленнику ступни ног. — Что там за вопли? — встревоженно спросил Ахилл. — Хана делит на равные кусочки! — хмурый пошутил Норман. — Зачем? — За него должны дать хороший выкуп! — размечтался. — Ни один русский князь не рискнет выступя же посредником. — Странно, посредник всегда получает долю с выкупа. — Князья грызутся за главенство. — Для этого им нужна дружба с главным беком. Они уже сотню лет женятся только на ханских дочерях. — Одно другому не помеха. — Еще какая помеха! — Для хана узбека сдать в аренду несколько тысяч своих воинов, что расплюнуть. — Нашел мне войско. — Обычные пастухи на поне. — Тем не менее, это армия, и очень большая по меркам нынешней жизни. — Вообще-то ты прав. Сегодня десять тысяч вооруженных человек способны дойти до Гибралтара. Многочисленные армии появились только в твое время. В шестнадцатом веке короли Испании, Франции и Англии выводили на поле боя до двадцати тысяч солдат. — Давай по делу. Галера не упустил? — Нет, поэтому за тобой вернулся. — Пошли. Посмотришь на лучшие корабли Европы. В стойбище слышались женские крики, плач детей и веселый гогот. Воины пожинали плоды победы. На вид галеры показались маленькими и неуклюжими. Одна толстая, как телеграфный столб, мачта, от которой шел трос на бушприт, но это непродольная растяжка, которая появится только через сто лет, а крепление для носового рея с маленьким парусом. Два ряда отверстий для весел с небольшой разницей по высоте вызывали недоумение. — Черт-те что! Они морские корабли. Хотя по грузоподъемности они практически не уступали ганзейским когам. — Ахилл, я не могу прочитать название корабля. — Оно написано явно не на латыни. — В Генуе живут лигуры. На борту написано Святой Джузеппе. — Странно. Я всегда считал, что вся Италия говорит на одном языке. Даже в мое время говорили на трех основных языках, а латынь осталась только в университетах и церквях. — Пошли на корабль. — Не хочешь посмотреть на трофеи? — Что-либо интересное? — Стандартный набор для китайских купцов и аборигенов. — Монголы не аборигены, они захватчики. Да ладно, как ни крути, а кочевники живут в этих краях более сотни лет, считая пошло пятое поколение. — Хочешь сказать, что совсем обрусели? — Разумеется, я не увидел ни одного классического монгольского лица. И по-русски все говорят, даже детишки. — Что за трофеи? — Норман захотел уйти от неприятной для него темы. — Много золота? — Это очень много. В основном в прутках. Много украшений, вероятнее всего для местных вождей. — Вот они откуда. — В обоих сараях женских побрякушек нагребли мешками. — Хорошая стеклянная посуда, дорогая. — Что значит дорогая? — Цветное стекло. И в мое время стоило сумасшедшие деньги, а сейчас и подавно. — Неужели мы делаем хуже? — Не мы, а ты. — Нет, твои стекольщики и любого заткнут за пояс. — В трех крайних галерах нашли приятный сюрриз. — Билет домой? — Невесело пошутил Норман. — Если бы... — Горько выдохнул Ахилл. — Они уже загружены товарами из Китая. — Капитаны ожидали караван из Сарайберке, — предположил Норман. — Уже допросил хозяина галер. — Караваны должны подойти со дня на день. — Поздравляю с богатой добычей. — Куда нам столько? — Не поместится в нашей лодке. — Сожжем. — Попробуй. Норвежцы с корабельщиками нас обоих бросят в огонь. — Пошли на борт, я хочу посмотреть устройство галеры. — Оно тебе надо. — До открытия портала еще одно лето. Надо бы сбегать за золотишком. — А что, правильная мысль. — Лесопилка у нас есть. — Сделаем легкие и быстроходные галеры, еще и пушки поставим. — Конструкция корпуса корабля оказалась примитивной и ничем не примечательной. Зато фальшпалуба для грибцов объяснила непнятку с небольшим разносом двух рядов весел. Вдоль бортов шла подвесная палуба с лавками разной высоты. Как здесь низко, встав на четвереньки, недовольно проворачал Норман. — По-другому нельзя, иначе борт получится слишком высоким, и судно перевернется. — Если только верхнюю палубу убрать. — Так и делали во времена Ясона. Затем поняли преимущество сплошной палубы. Примечание Ясон — главный герой древнегреческого мифа об аргонавтах, отправившихся на корабле Арго в поход с Золотым Руном. Конец примечания. — Ну да, безопаснее для мореплавания. — И груз предохраняется от брызги дождей. — Эх ты! — А еще называешь себя князем. Палуба в первую очередь делается для удобства в морском сражении. — А где пленные? — Одной толпой с монголами погнали. — Что за спешка? Не успели стойбище захватить, а пленных уже погнали к реке. — Нам предстоит три галеры разгрузить, да собранное добро отнести. Работы как минимум на два дня. — Ты не в курсе, куда Ричан ушел? — На постоялом дворе с погонщиками договаривается. — Не на себе же трофеи до камышинки переть. — Правильная мысль. На верблюдах быстро всю добычу сведем к реке. Слова о верблюдах и реке подтолкнули к новой идее. Норман спустился на берег и направился обратно в стойбище, где еще не утихомирились норвежцы. Ульфор моментально въехал в тему и даже предложил переодеть своих воинов в одежды генуэзских купцов. Хозяева постоялых дворов недолго отнекивались, сами побежали готовить верблюдов, когда Норман пообещал долю с захваченных караванов. Под шуточки прибауточки оставшихся в стойбище мурманов псевдокараван вышел незадолго до заката. Смеялись и Норман с ахиллом, действительно в чулках и шортах фонариком, норвежцы выглядят забавными цирковыми клоунами. Пламя занималось как-то лениво. Над галерами даже не витал дымок. Странно. В каждый кораблик напихали повозу сухого камыша. По идее, пожар должен был полыхнуть, охватив в одночасье все вытащенные на берег суда. — Че это у тебя такой пасмурный вид? — спросил подошедший ахилл. — Галеры не горят. — А почему, понять не могу? — Нормально горят. — Или ты ожидал яркого факела? — Ну да, дерево всегда хорошо горит. — Дерево, дерево — рознь. Этим кораблям за сотню лет. Мореный дуб всегда горит, как бы нехотя. — Когда они сгорят? Сколько мне ждать? — Стой здесь сутки, если хочешь увидеть, как сгорят дотла. Уходить пора. Вон последние верблюда через холм перевалили. — Да не бойся ты, галеры уже не потушить. Подойди ближе и сам поймешь. Норман зашагал к берегу, но вскоре остановился. Действительно, подойти ближе пятидесяти метров оказалось невозможно. От внешне безопасных галер шел нестерпимый жар, который может дать пламя регенерационной печи в цехе сортовой стали. — Я никогда не видел горящего дуба, тем более мореного. — Ты не передумал атаковать стойбище хана у века? — спросил Ахилл. — Нет, конечно, — раздраженно ответил Норман. — Это пограничное поселение, его обязательно надо снести. — Ты как маленький ребенок. — Кочевникам нечего терять, мы сегодня сожгли юрты хана уйгура, а завтра его сын поставит новые. — Не совсем так. Мы вырезали весь скот, нанесли роду уйгура серьезный материальный ущерб. — Ну да, еще припомни этот дурацкий шест с лошадиной головой и копытами. — Кочевники отнюдь не глупы, просто так на испуг не возьмешь. — Опасаешься ответного удара? — усмехнулся Норман. — Зря. — Наказание последует через русских князей. — По меркам сегодняшнего дня от Москвы до твоего замка как до Америки в мое время. — Время покажет, — легкомысленно отмахнулся Норман. — Для начала надо вернуться в замок. — Сами вернемся, не сомневаюсь, вот трофеи не довезем. Или растеряем, или утопим. — Вряд ли, — уверенно ответил Норман. На корабликах достаточно места. — Ты в своем уме? — остановился возмущенный Ахилл. — Забыл о пленных? — Или решил их отпустить? — Пленных как раз и немного. Больше половины — бывшие рабы. Заприжем их в лямку. Пусть тянут наш флот вверх по реке. Общая скорость упадет. В Онегу не успеем до первого льда. Разделим на группы. Одни тянут, другие отдыхают в лодках. — Выдумщик ты или жадина? Нам золота вполне хватит. Дружинники с норвежцами не поймут. Нельзя мимо легкой добычи проходить. — Ты, князь, объясни опасность перегруза суденышек. — Бесполезно. Я уже пытался выбросить всякий хлам. Они тащат все подряд — от глиняной миски до серебряной ложки. — Никого не надо уговаривать. Прикажи. — И весь разговор решительно возразил Ахилл. — Извини, я никого не хочу обижать. Мы здесь пришли. Вчера пришли, завтра уйдем. А они родились и умрут в своем времени. Ради своего человеколюбия потащить переполненные корабли до Новгорода, недалеко от стойбища хана века, находится столица Булгарского царства. — Разве? — Почему по пути вниз мы прошли мимо? — Смысла не было, потому и не завернули. — А сейчас обязательно зайдем. Более половины бывших рабов родом из тех мест. — И ты их отпустишь? Вот так придешь и позволишь уйти? У булгар и русских одни законы. Их князья должны выкупить своих людей. Придумал себе головную боль. Нам оплату придется ожидать, а это месяц, если не больше. — Намного проще. Деньги отдаст их князь Мохот. А что дальше меня не интересует? Вообще-то я был уверен, что булгары с монголами из одной стаи. Они вассалы Золотой Орды. Шушун рассказал много интересного. Монголы тринадцать лет бились за булгар и елабугу. Не может быть. Батый дошел до Адриатики, а тут не смогли разбить каких-то дикарей. Булгары называют те времена бараньими воинами. Странное название. Я бы сказал забавное. Аборигены меняли пленных монголов на баранов. Из расчета голова за голову. — Не врешь? — недоверчиво спросил Ахилл. — Сам недавно узнал. — Поспрашивай корабельщиков. Они расскажут много интересных историй. А если это обычные байки по типу скандинавских саг? Монголы и сегодня довольствуются ежегодной данью. Сами не суются и не пытаются управлять булгарами. — Это мы скоро проверим. Достаточно зайти на рынок, и все станет ясно. — Неужели уже сейчас непонятно? — Мы возвращаем местным князьям угнанных крестьян. — Ну да, я не подумал. В противном случае никто бы не посмел взять к себе раба своего господина. За разговорами вышли к Камышенке, где у свайного причала их ожидал отряд Нила. Норману понравилась холодная расчетливость и рассудительность речана. Совместный набег на стойбище хана Уйгура показал отличные воинские навыки сотника — умение организовать своих корабелов и нанести врагу разящий удар. Атаку на последний оплот Золотой Орды Норман решил нанести отдельным отрядом под командованием речана. Хан Увек давно готовился встретить нахальных пришельцев — в этом ни у кого не было никаких сомнений — для гарантированного успеха. Налет на стойбище должен отличаться от традиционных военных действий этого времени. Шушун сразу же воспротивился придуманному плану. — Андрей Федорович, зачем мудрить с отдельным отрядом? — Вон у нас какое войско! Войдем в трещиху и дружно вдарим! — Дозорные по берегу снуют. Монголы знают наши силы. Сами уйдут и скот за собой угонят. — На кой тебе это надо? — Люди рыбку просят, нос от мяса воротят. — Кочевники не умеют сеять, пахать, и рыбу не ловят. — Побьем стада? — А они сами отсюда уйдут, в более спокойные места. — Что ты на них озлобился? — Ну, уйдут поганые. А дальше что? — На их место вернутся Аланы с гор или половцы из Крыма. — Давай не будем спорить. Я сажаю людей на мелкие лодки и долбленки. Мы уходим с наступлением темноты. — Ты посмотри на правый берег. С такой высоты тебя сразу увидят. С рассветом заберемся в густые камыши, а ты их подразни, привлеки внимание к каравану. — Подразнишь тут, — проворчал Шушун. — Им с высоты много сподручнее стрелы метать. — Отгонишь. Наши луки намного сильнее. Ты дразни кочевников и медленно двигайся вверх по реке. — Понял. Сделаю, как ты велишь. — И еще ты зачем генуэзские галеры пожег? — Сгоняю отсюда, поэтому ограбил. Купцов с охраной взял в плен, а корабли приказал сжечь. — Злой ты! Не след торговый лют обижать. Здесь не злоба, а обычный торговый расчет. — В таком случае просто грабят, а ты не только купцов пленил. Вдобавок флот уничтожил. — Ты не понял. После такого погрома генуэзцы несколько лет не придут в здешние края. — Тебе-то с этого какая польза? — Мне никакой. Зато в Новгород больше товаров пойдет. Купцам прибыль, городу процветание. Щудной, о чужом достатке беспокоишься. С того достатка и нам немножко перепадет. В богатом городе больше денег и товаров. С наступлением судик штурмовой отряд перебрался на лодки и отправился вверх по реке. Шли без весел по мелководью, отталкиваясь от грунта шестами, к утру забрались в камыши и начали с тревогой ожидать рассвета. Не успело над степью подняться солнце, как на людей навалилась жара. Норвежцы разомлели, перестали балагурить и доставать едкими шуточками своих товарищей, которые ходили на перехват последних караванов. К обеду все дружно, не обращая внимания на пиявок, вывалились за борт и разлеглись в воде. — Слышь, Ричан, с этой стороны чей берег? — Ничейный, здесь никто не живет. Можно на поганых нарваться или на татарский патруль. — Давай немного прогуляемся, вдруг речку увидим и спокойно перестоим до вечера. — Пошли пройдемся, я в потемках не очень-то берег разглядел. Где-то поблизости должна быть Тарлыковка. — Жарень! Первое время Норман поглядывал на противоположный берег, затем махнул рукой. — Кого могут заинтересовать две понуро бредущие фигуры? — Ну тащатся по жаре двое охотников, и что? Прогулка оказалась бесполезной. Через час увидели текущую среди глинистых берегов мутную речушку. Вода, жуть, не теплая, а горячая. Немного передохнули в тени оврага. Вокруг ни кустика, ни травинки. На растрескавшейся глине не рос даже ковыль. Не просто так саратовские степи отдали под полигоны химического оружия и учебных стрель пракет ПВО. Безжизненный пейзаж лучше всяких слов объяснил причину безуспешных попыток захватить Волжскую Булгарию. Переждав полуденное солнце, вернулись обратно к спасительным камышам. Ведя страдания Нормана, Ричан нарубил камыша и быстренько соорудил пахнущей тиной крохотный шалашик. Блаженство! Глаза замкнулись сами собой. — Андрей Федорович, просыпайся! Уже звезды на небе видны. — Какие звезды? — Я сквозь камыш вижу противоположный берег. — Ты смотришь снизу вверх, а нас с высокого обрыва не увидят. Вставай! — Здесь близко, да так и успеем поспать. Дружинники помогли забраться в неустойчивую лачонку, протянули круг конской колбасы с лепешкой из муки грубого помола и навалились на шесты. Честно говоря, Норман окончательно заблудился. Глядя на карту автомобильных дорог, он мог с уверенностью сказать, что бурлаки тянут кораблики между Волгоградом и Казанью. Когда на третий день пути русло реки повернуло на восток, а к вечеру на запад он в очередной раз развернул кусок шелка и, наконец, нашел приметную зигзугу. — Жигули! Это жигули! — Ну да! — несколько озадаченно ответил Варуч. — Или по пути вниз ты не видел эти горы? — Стойбище хана увека находилось в Саратове. — О Саратове ничего не слышал. — О стойбище ты под корень порушил да испоганил. Придется кочевникам себе новое место искать. Услышав слова сотника, корабелы захохотали потомкам хана увека не вернуться в родные юрты. Десять дней назад, сразу после полуночи, лодки тихо приткнулись к берегу реки Трещихи. Заросли высоченного бурьяна и кустарника скрывали десант от самого зоркого глаза. Норман приказал всем отдыхать. Завтракали под аккомпанемент предрассветного щебетания маленьких печужек, которые нахально выхватывали кусочки пресной лепешки прямо из рук. До стойбище совсем близко. Монгольский форпост расположился на крутом обрыве, как бы нависал над Волгой. Со стороны речушки, где стояли лодки десанта, придется подниматься по слишком крутому подъему. — Ричан, ты там наверху был? — спросил Норман. — Несколько раз подходили за ярлыком. Дорога к стойбищу с другой стороны. Отсюда трудно пройти. — Передай приказ. — Никому не бежать. Поднимаемся осторожно, без спешки. В атаку идем по моему приказу. Ричан перешел на соседний челн и тихонько поплыл вдоль берега, передавая приказ старшинам каждой лодки. Но вот завтрак окончен, дружина с негромкими мытьюгами выбралась на крутой берег и полезла на холм. Ближе к стойбищу склон оказался загажен всевозможными отходами. Норман дважды вляпался в вонючие полузгнившие бараньи кишки, обозлившись, он был готов рвать монголов голыми руками. Но вот показались засыпанные землей корзины примитивного ограждения, а между ними просматривались юрты. — Ричан, передай по цепочке остановиться и ждать отставших. Двое молодых корабельщиков, оскальзываясь и спотыкаясь, побежали вдоль цепи. В это время из стойбища вышла толпа воинов. — За конями пошли, — прошептал сотник. — Смена вчерашнему дозору. — Лучникам приготовиться. Бьем гадов со спины, остальным сразу в атаку. Дружинники зашевелись. Одни перехватывали половчей топоры, другие накладывали на лук стрелы, а монгольские воины спокойно проходили мимо всего в полусотни шагов. — Правильная у тебя вышла задумка, — прошептал Ричан. — Видишь, как спокойно идут, не ждут нас сегодня. — А мы их сейчас поздравим с куполой. Рано еще не отмечали русальную седмицу. Сурью выпьем уже в Казани. Примечание сурья — перебродивший напиток на родниковой воде, молоке, меде и перезрелых ягодах. Конец примечания. Норман выпрямился, вскинул лук и выпустил стрелу в полную силу. — Удалой у нас князь! За раз троих уложил! — воскликнул Ричан. — Это настоящий лук, а не гнутая палка, как бы оправдываясь, — ответил Норман. — Норвежцы с воплями бежали в стойбище, а лучники и корабелы выходили на дорогу. Ричан начал давать указания. Одних отправил за лошадьми, других послал блокировать спуск к Волге. Лучники побежали с троем в стойбище, где возле центрального шатра должна встать полусотня ханской охраны. Норман, как и в прошлый раз, решил обойти по периметру и ударить по элите с тыла. Воинов в стойбище оказалось не в пример больше, чем при предыдущих набегах. Опасаясь нарваться на сабельный удар, набегу достал мечи и, не ввязываясь в схватки, принялся наносить широкие рубящие удары. Вдруг кто-то метнул копье прямо из юрты. Норман забежал сбоку, разрубил небрежно наброшенные шкуры и, выставив перед собой мечи, прыгнул в вонючий полумрак. Слепо размахивая мечами, прокатился по затоптанному ковру и оказался в ногах у раненого воина. Без раздумий коротким уколом проткнул противника насквозь, затем сместился вправо и увидел второго с копьем. Монгол бросил оружие и выставил перед собой руки. Извини, ничего личного, мне надо бежать дальше. Меч неожиданно легко разрубил туловище вместе с кольчугой. Норман побежал дальше, высматривая купол центральной юрты. Ага, вот где он. Теплый степной ветер слегка морщил традиционно голубой шелк. Шатер стоял посреди просторной площадки, а монгольские лучники растянулись в длинную шеренгу. Плохо. Незаметно не подойти, стрелять нельзя. Надо как можно дольше оставаться незамеченным. Но вот прилетели первые стрелы корабельных лучников, причем весьма умело, сказался опыт предыдущих атак. Монголы сразу изготовились, пытаясь определить направление исходящей угрозы. Норман в один рывок забежал за шатер, перевел дыхание и осторожно вспорол мечом голубой шелк. Это оказалось женское отделение, причем дамы проворно упали на ковры. Умные красавицы даже не пикнули. Понимают последствия поднятого крика. Хорошие девоньки! — Лежите тихо, и вас отдадут самому щедрому господину. — Не обманешь? — прошептала чернявая красотка. — Зачем? — Не в свинарник же тебя посылать. — В центральном помещении сидит шаман. — Благодарно прошептала девица. — Уже хорошо. Норман, крадучись, перешел в спальню хана, затем в сектор приема личных друзей. Затем осторожно отодвинул ковер. Сутулый старичок, стоя на коленях, с маниакальной методичностью колотил кулаками по ковру, выкрикивая при этом одно и то же слово. — Ты меня звал? Норман вошел с усмешкой на губах. Короткий взмак меча и голова в засаленной шапчонке покатилась по ковру. Хан увек хорошо просматривался через шелк. Он величественно восседал на маленькой лохматой лошаденке, а круп-то этой скотины буквально упирается в шатер. — Да что тут думать, прыгать надо! С коротким разбегом Норман зафигачил коняги сапогом под зад, таз места в голоб. Хан, конечно же, удержался в седле, да только его лихой выезд был воспринят личной охраной как атака. Монголы свизгом и улюлюканьем рванули следом, ну а Норману ничего не оставалось, кроме как, размахивая мечами, броситься вдогонку. Что ни говори, но степняки показали себя отважными воинами. Не прошло и двух часов после захвата стойбища, а конный отряд в три сотни сабель в отчаянной атаке попытался выбить пришельцев. — Князь! — на бегу взволнованно закричал гонец. — Поганые лавы идут! — Ричан! — Расставь лучников между корзинами. — Пусть начинают стрелять при первой возможности. — Я понял. — Где корабельщиком стать? — Собери толпой перед входом. По моей команде они должны уйти за юрты. — Нам что делать? — внешне спокойно спросил Ульфор. — Собирай своих воинов. Сейчас начнем веселиться. Придуманная экспромтом засада сработала на все сто. Норман прибежал к въезду в стойбище, когда до всадников оставалось не далее полукилометра. Самые нетерпеливые лучники уже начали пускать стрелы, а преградившие дорогу корабельщики скептически оглядывались, пытаясь представить возможное развитие событий. Приближение кавалерийской лавы завораживало своей динамикой. Монголы гнали коней с беспощадной жестокостью. Вот стрела ударила лошадки вбок, бедное животное начало замедлять голубь, но наездник принялся ее нещадно хлестать, пока обессилевшая от потери крови лошадь не рухнула на землю. Засмотрелся, однако. Пора. — Всем в стороны! Освободить дорогу! Корабельщики проворно нырнули за укрытие, поджидая реакции всадников на подготовленный сюрприз. Расчет Нормана полностью оправдался. Монголы неслись на всем скаку в свое родное стойбище, а оказались в длинном коридоре из жердей, конских шкур и затертых до дыр ковров. Если наездники понимали хилость ограждения, то лошади воспринимали преграду как непреодолимое препятствие. Дружный удар норвежцев и корабельщиков не оставил нападающим для раздумий даже мгновения. Статичные, да еще и скучные всадники оказались совершенно беспомощными против пехоты. Понимая это, монголы попытались спешиться, но их сразу прижимали к земле и притягивали ремешками руки к ногам. — Ловко, а? — прокомментировал Норман в завершении не начавшейся битвы. — Умеешь ты на ровном месте камерзу придумать! — восхитился Ричан. — Будто сам не знаешь, что лошадь не баран. Головой в закрытые ворота биться не будет. — Это каждый знает. Да не всякий додумается на пути кавалерии поставить простую завесу. — Вот ж неправда. — Ты сам как против конного стоишь? — Нам на суше редко приходится биться. С верховыми поступаем просто. Перед лошадиной мордой плащом махнул, затем седока за ногу. Ричан прав. Расцвет кавалерии наступит при массовом применении огнестрельного оружия. Сейчас одинокий воин с копьем без проблем отобьется от двух верховых, и флажок на кончике копья крепят не ради забавы, а для лошади, чтобы она в горячке алюра вовремя увидела угрозу для собственной лошадиной жизни. — Ну ладно, здесь и без нас справятся. Пора людей за скотом посылать, да место для коптилин подыскивать. — Ты вот что! — Норман вспомнил загаженный склон холма, — вели забросать юрты кишками и прочими отходами. — Хочешь поганых сносизжимом в место согнать? А что, правильное дело! Отсюда вся река как на ладони! Вообще-то о стратегии Норман не думал, он всего лишь желал отомстить за изгаженные сапоги. — Что там за крик? — насторожился Ричан. — Пойдем глянем. Как бы между собой не задрались. Пленных согнали в центр стойбища, ханский шатер уже убрали, даже конские шкуры успели унести. Большая группа монгольских воинов что-то ожесточенно кричала, по всей видимости угрожала карами. Норвежцы без видимых эмоций подхватывали крикунов под руки и с разбега бросали с обрыва. — Зачем это они пленников в реке топят? — поразился Норман. — Кому нужен буйный раб? — Таких никто не купит, да и в пути с ними сплошная колгота. — А, вот ты где! — воспикнул Ульфур. — Пойдем, трофеями похвастаюсь. Тебе обязательно надо это увидеть. — Мы схорон нашли, — добавил Гелланд. — Они под стойбищем пещеру вырыли и сносили туда воровскую добычу. — Может, это собранная мзда за ярлыки? — неуверенно ответил Ричан. — Поэтому и зовем. У тебя не должно оставаться сомнений. Стойбище промышляло разбоем. — Не поверю, — настаивал Ричан, — у них нет ни одной лодки. — Погоди, а караванные пути не проходят поблизости? — спросил Норман. — Бывает, когда этиль в этих местах совсем мелеет, караваны идут напрямую в Рязань. Выкопанная в песчаники пещера оказалась заполнена персидским, генуэзским и русским транзитным товаром. Традиционная транспортная упаковка не оставляла сомнений в разбойном захвате спрятанных богатств. — Ричан, приведи сюда пленных генуэзцев. Они должны засвидетельствовать факт нападения на купцов. — Нам-то какая выгода? — Сами заморских гостей ограбили, а на других пальцем показываем. — Мы вправе грабить на чужой земле. — Здесь хан Узбек обязан защищать торговые караваны. — Надо бы список составить. — Заметил подошедший Ахил. — А что, верная мысль? — Генуэзцы не упустят своего шанса посадить хана на счетчик. — Доверь это дело мне. Я для них нейтральный иностранец. Судя по хитрой физиономии, ты явно что-то придумал. Всего лишь продолжение твоей генеральной линии. Позволю купцам увеличить список найденных товаров. Покидая стойбище, Норман не забыл установить шест с лошадиной головой и привязанными крест-накрест передними конскими ногами. Простенькая работа потребовала серьезного напряжения и сил. Вокруг было черно от полчищ жирных мух, а от нестерпимой вони гниющих остатков он чуть было не потерял сознание. Хан Узбек всегда старался показать свое превосходство над Беклеребеком Кутлугом, и поход на Шерван задумывался именно с этой целью. Захват Шемахии не только покорит богатую землю, но и откроет путь в Персию. Победа привлечет к нему большинство ханов Золотой Орды ради золота и парчи, а они приведут к его шатру всех своих воинов, ибо каждый пастух знает о неисчислимых богатствах в персидских городах. Покорение Шервана покончит с главенством Кутлуга, желанную шапку Беклеребека ханы на коленях принесут в шатер Узбека, но это в будущем, а сейчас улусы неохотно отдавали своих воинов. Рот Нагая в очередной раз попытался уйти в придонские степи и подчинился воле Узбека только под клятву вернуть им Аштархан. В результате удалось собрать все шесть туменов, что было более чем достаточно для взятия крепости. Правда, злые языки продолжали напоминать о предыдущих походах, которые закончились бесславным возвращением с пустыми руками. Встреча с посланцем Беклеребека Кутлуга произошла в Дербенте, где хан дожидался сбора туменов. — Люди должны жить в степи, а не среди каменных стен! — гонец недовольно скривил лицо. — Ты принес слово Беклеребека, так говори! — Каждый раз, присылая мне мзду, ты жалуешься на свою скудную жизнь! — нагло глядя в глаза заговорил гонец. — Сейчас сам закрыл купцам дорогу, и не получишь ни единой золотой монетки, а недовольство ханов только увеличится. — Ты задушил хана Нагая и забрал в себя Штархан. — Взращи богатый город его сыну, как неразумное дитя прижимаешь к груди ядовитую змею. — Видно, мозги совсем заплыли жиром, если собрался идти на Шерван. — Гордыня помутила твой разум. — Возвращайся назад! — Я услышал слова Беклеребека. — Можешь идти. — Ты от страха проглотил язык и боишься ответить кутлугу? — Моим ответом станет золото персов! Шимаха встретила еще более высокими стенами, чем десять лет назад, а перед закрытыми воротами лежала гора огромных камней. Хан Узбек сходу послал воинов на штурм. Делая ставку на численное превосходство, он собирался перебить защитников на городских стенах и таким образом захватить столицу Шервана. Первым неприятным сюрпризом оказался быстрый приход войск султана Бахадура. С этим ничего не поделать, отвесные скалы и глубокие ущелья преграждали подходы к южной дороге. Тумены день за днем продолжали упорно лезть на стены, пытаясь сломить сопротивление персов. Затем случилось непредвиденное. В начале очередного штурма на стене раздались громкие хлопки, а под ноги бегущего отряда упали черные шары. Некоторые воины даже успели взять их в руки железо, кузнецы за него заплатят. Взрывы разорвали в клочья несколько человек, остальные обратились в паническое бегство. Два дня ханы не могли послать своих людей на стены. Пришлось для острастки засечь до смерти нескольких сотников. Увы, и следующий штурм закончился на полпути до стен, причем на этот раз разорванных на куски воинов оказалось вдвое больше. Хан в юрту с тревогой на лице вбежал сотник судур. — Воины Тумена-Нагая открыто собираются в обратный путь. — Что сказал их темник? Стараясь сохранить спокойствие, спросил хан Узбек. — Он смеется над тобой, называет тупоголовым бараном. — Хан Курдюм, побагровевший Узбек, повернулся к своему другу. — Бери три тумена и вырежи всех псов до единого. — Слушаюсь, хан. Курдюм поднялся с колен и побежал исполнять приказ. Дальше произошло невероятное. Тумены отказались встать против рода Нагая. Хан Курдюм уткнулся лбом в ковер и молча выслушивал истеричные угрозы Узбека. Ситуация действительно патовая. Под стенами шамахи полегло много воинов. Некоторые тумены сократились почти на треть. Если бы проблема заключалась только в недосягаемой добыче, увы, все намного хуже. Хан Узбек принял ислам и встал против родовых шаманов. Каждый человек обязан помнить предков и приносить их духом жертвы, но Узбек бормотал слова на чужом языке. Он забыл свой род, предал память великого Чингисхана. «Для многих улусов правитель стал чужим». «Чтобы добиться послушания воинов, им необходимо пообещать богатую добычу», — дрожащим голосом произнес Курдюм. «Хорошо, собирай темников и сотников. Я прилюдно откажусь от своей доли в шамахе». Любая война ведется только ради добычи. Люди вооружаются и идут убивать с уверенностью собственной неуязвимости и надеждой на халяву разбогатеть. Быстро нашлись отчаянные головы, они долго ходили по туменам, уговаривая пойти на последний и решительный штурм. Наконец набралось нужное количество воинов, только штурм снова закончился паническим бегством. Под стенами осталась сотня разорванных клочья тел, и самое плохое принесли воинов без рук или ног. Подобный финал послужил самым убедительным доводом против продолжения осады, никто не хотел оказаться калекой. — Прикажите своим людям бежать быстрее! — иступлен, — кричал хан Узбек. — Ползут к стенам, словно дождевые черви! — Хан, войско не пойдет на стены шамахи! — решительно ответил хан Курдюм. Блистательные завоевания Чингисхана и его сыновей остались в далеком прошлом. За прошедшее столетие ханы забыли о тупом послушании. Междуусобные свары, отрава и стрела в спину давно уже стали привычным делом. Идеалом Орды оказалось золото, которое можно получить только в шатре правителя. Противостояние под шамахой грозило перерасти в очередную золотордынскую разборку, которые иногда продолжались до десяти лет. Положение спас Нарочный из Дербента. — Хан! — гонец обессиленно упал на колени. — Город захвачен разбойниками! Новость дала хороший повод сохранить лицо — его воины освободят Дербент и вправе ограбить жителей никчемного города. Хан Усбек приказал уходить. Повеселевшее войско быстро собралось в обратную дорогу, да радость оказалась преждевременной. Дербент действительно оказался разграбленным, причем подчистую. — Ни у жителей, ни в складах не нашлось даже вяленой рыбины. Это уже чересчур. Воины со смехом показывали хану свои поношенные штаны и халаты, затем благодарили за богатую добычу. Надо было что-то делать, причем срочно. Темников можно усмирить силой или задобрить обещаниями. Недовольному войску требуется только добыча. Спасительная весть прилетела из Сарайбату — хан, обессиленный гонец, рухнул в ноги — разбойники ограбили стойбище и купцов. — Неслыханное дело! Кто-то неведомый осмелился ограбить стойбище. Что это за люди? Хана Усбека буквально затрясло от злости. Откуда они пришли и куда ушли? Никто не знает. Появились на лодках и скрылись по воде. С собой увели всех людей, оставив только детей и стариков. — Да что тут думать? Сначала Дербент, затем Сарайбату. — Они пришли с юга. Поворачиваем обратно. — У нас нет больших лодок, — хмуро заметил темник Челгир. — Берегом пойдем. Перехватим разбойников во время ночевки. — Ты хочешь завести нас в страну горящей земли? — Воины не пойдут туда, — возразил хан Курдюм. — Они разграбили Сарайберке. — По нашим обычаям взятая в бою добыча остается собственностью воина. — Мой тумен не пойдет, — твердо заявил хан Бурул. Ханы привекались несколько дней. Спор мог продолжаться до бесконечности, если бы не новый гонец, на этот раз из Сарайберке. — Хан, разбойники разграбили твое стойбище. — Они увели твоих жен, — и еще они... Гонец подполз и что-то прошептал на ухо. Хан Узбек вскочил, как ужаленный. — Сегодня выходим в Аштархан. — Что такое тайна? — Это новость, которая быстро становится общеизвестной. О поставленных в стойбищах жутких колдовских знаках взволнованно заговорило все войско. Сначала заживо сгорел шаман в Сарайбату. Затем в Сарайберке, в стойбище хана Уйгура, в одночасье погибло сразу четверо. Войско зароптало. Пока они теряли своих товарищей под стенами шамахи, неведомые разбойники разграбили их юрты и увели в рабство родственников. Сообщение о небывалой по жестокости расправе над ханом Уйгуром дополнилось новостью о казни хана Увека. Его с ближайшими родственниками как падаль сбросили с обрыва в Итиль. Это окончательно взбудорожило войско. Осиротевшие тумены ударили в вестовой колокол, встали рядом с воинами Нагая и потребовали ясак. Тут бы хану Узбеку проявить гибкость и утихомирить страсти. А он поступил наоборот, приказал найти и казнить зачинщиков. Ответом послужил открытый бунт. Хан Курдюм увел в Уштархан пять туменов, а Нагайцы нагло потребовали убираться с их земли. Что касается правителя Золотой Орды Беклеребека Кутлуга, то, услышав о смене власти в западном улусе, он даже не поинтересовался именем нового бека. Глава пятнадцатая Князь Наримант В Булгарии караван значительно разгрузили, в первую очередь за счет рабов. Князь Мохот незамедлительно выплатил деньги за своих соотечественников, более того, он выкупил всех пленных монголов. В результате на корабликах появилось свободное место. В завершении сделки по продаже людей Норман получил из рук правителя украшенную самоцветами здоровенную серебряную вазу. В двадцать первом веке эта емкость непонятного назначения могла украсить любой музей мира. Изящная ювелирная работа с резьбой по тонким стенкам не могла не вызвать восхищение мастерством неведомого специалиста. Норман не стал выяснять булгарских интересов в покупке пленных монголов, как и необъяснимой щедрости с подарком вазы. У князя для этого есть причины, иначе он так не поступил бы, остальное неважно. За время стоянки в Булгарии Шушун с Выгом рассортировали сваленные на ушкуе и карфе трофеи и частично распродали собранный в юртах хлам. Норман попытался было настоять на полной очистке судов, чтобы избавиться от всякого тряпья, но столкнулся с дружным сопротивлением. — Зачем чужакам продавать хорошие вещи? — возмутился Выг. — Наши селяне раскупят за ту же цену, да еще спасибо скажут. С точки зрения Нормана собранное барахло не то что носить, в руках нельзя держать. Впрочем, он никогда не обращал внимания на одежду вепсов и карелов. Вполне возможно, что трофеи им придут с понраву. Большинство ходят в кожаных штанах или юбках, а на теле волчьи или лисьи без рукавки. Каждый регион использует для одежды наиболее доступный и дешевый материал. Тем не менее, на выходе из столицы Вовской Булгарии караван уже не походил на беженцев из погорелой деревни, а на булгарском корабельном торге флот окончательно принял нормальный купеческий вид. Разве что глубоко сидящие драккары говорили знатокам о взятой мурманами богатой добыче. Здесь, в устье реки Казанки, рязанские и московские купцы снова низко поклонились, поблагодарили за доброту и удачный поход и направились в Аку. — Слышь, Вык, одна доля — это много или мало? — поинтересовался Норман. — Если ты о выкупе за освобожденных рабов, то это нормально. За посредничество больше не дают. — Как крестьяне из центра Руси могли попасть поганым в рабство? — Хан Узбек дал Ивану Даниловичу свой тумен, вот они и уводят людей в оплату за ратный труд. — Помоги мне в долях разобраться, я подобному счету не обучен. Смущаясь, попросил Норман. — Здесь простая арифметика, — поглаживая бороду, ответил Вык. — Вот получат купцы откуп за крестьян, разделят его на двадцать долей. Одну оставят себе, а остальные пришлют с Аказией тебе. — Это что, с похода в Персию они пришлют мне треть всей выручки? — Ну да, так договорились. — Расторгуются от Рязани до Новгорода, глядишь, по мне привезут злато-серебро. — Интересный расклад, спасибо. — Ты с воинами поговори. — Хвостовство должно иметь свои пределы. — О чем ты? — Мы знатно побили поганых, хорошую добычу взяли. О подобном грех не похвалиться. — Привирать зачем? — Придумали каких-то сгоревших шаманов. — Это на торгу, говорят. Нету здесь нашей выдумки. — И про смерть хана Узбека торг шумит. — Вот выдумщики! — восхитился Норман народной фантазией. — То правда. — Никто не будет шутить с такими новостями, позора потом не оберешься. — Сорока на хвосте принесла. — По реке нас никто не обгонял, а пешим и подавно вперед нас не прийти. — Земля слухами полнится, а весточка всегда быстрее ветра летит. — Конечно, из Астрахани по радио передали, — фыркнул Норман. Однако весть об учененном погроме стойбищ, богатых трофеях и смерти хана Узбека убежала далеко вперед. Флот возвращался чуть ли не под рукоплескание крестьян и салюты привозских крепостей. Когда подошли к броду у малого китежа, местные дружинники помогли перегрузить карфи и расшивы. Никто словом не попрекнул за весенний разбой, а на прощание поделились свежей рыбкой и горячими прямо из печи хлебами. Правда, и корабелы одарились колбасами да балыками, уж больно надоела всем мясная диета. У Ярославля на перерез каравана смело вышла одинокая лодка и сразу повернула к драккару, на котором шел Норман. — Будь здрав, князь Андрей. Я воевода судила Микульчич с поклоном от князя Василия Давыдовича. — И мой поклон передай своему князю, — вежливо ответил Норман. — Простил он твою обиду, что мимо прошел, в гости не заглянул по родственному. — Теперь-то понятно, ты парадному делу поспешал. Каждый час был дорог, с полной водой хотел Этиль пройти. За нейтральным ответом Норман пытался скрыть свое недоумение. — Какие у него могут быть родственные отношения с местным князем? — Да никаких нет и не может быть. Уж новгородская родня обязательно об этом оповестила бы. Слишком важная фигура, про такую не забывают. Вероятнее всего, это форма обращения, типа все князья-братья и так далее. Василий Давыдович просит не обходить его дом стороной. — В гости ждет с рассказами, как в Персии воевал. — Мы не трогали персов, — буркнул Норман. — Не скромничай, от людей не скроешь правды. — Всяк знает, как ты обчистил берега Хазарского моря. — Ну, было немного. — Братцы! Воевода обернулся к своим гребцам. — Князь Андрей Федорович называет это «немного» и театрально указал на огромный караван груженных судов. В ответ вместе со смехом и шуточками послышались просьбы. — В другой раз ты про нас не забудь, нам и малой талики хватит. — А за что ты хана-уйгура на куски порубил, а весь рот у века под корень извел? — наклонившись через борт, спросил судила Микульчич. — Покориться не захотел. — Ох и крут ты, князь! Даже гнева Иван Даниловича не завоялся, а может, и правильно. — Правильно или нет, а сделанного не вернуть. — Слух пошел, будто рот узбека за сарайчик откочевал, где схлестнулся с башкирами. — Мне без разницы, с кем степники воюют, лишь бы сюда не лезли. — Правду говоришь. — Тверь духом воспряла. Суздаль вздохнул, да и наш князь дружину готовит. — На Литву собираетесь? — Зачем она нам? Еще неизвестно, кому хан Курдюмбек свои тумены отдаст. Норман как-то забыл о междоусобице князей и бесконечной сваре заглавенства. — Забоялся московский князь, — продолжил ярославский воевода. — Литва пограбила торжок, а он вдогонку только ополчение послал. — А что, отец, — спросил Норман и осекся. Непривычное слово выскочило само собой. Федор Данилович рвет и мечет, грозит Москве, обещает призвать литовского князя на реманта. — Здравый смысл в этом есть. Литва прекратит набеги на новгородские земли. — Так-то оно так. — Я вот что к тебе прибежал. Князь Василий Давыдович с тобой своих сестер посылает. — Это кого же? — Марию Давыдовну и Ульяну Давыдовну. Мы как заслышали о твоем возвращении так и начали готовиться. — Это княгиня Курбская и княгиня Романова? — переспросил Варыч. — Они самые, больше некому быть. — Ты, князь, милу не обижай. Любит Василий Давыдов свою племянницу. Когда поравнялись с городом, от берега отвалили три ладьи, две из которых с вооруженными дружинниками. Впрочем, Нормана они не заинтересовали. При столь большом караване попутчики не помеха. Вот заявление о родстве и какой-то неизвестной миле не могло не насторожить. Мимо Белозерска проходили после полудня. На берегах реки толпился народ, женщины махали платочками, а мужчины скандировали здравицу. Несколько ушкуев приткнулось к берегу, видимо, корабельщики приметили друзей или родственников и захотели похвастаться боевыми успехами. Разглядывая людей, Норман увидел открытую коляску, в которой сидели Ефросинья Давыдовна с дочкой Анастасией, видимо, встречали ярославскую родню. Вспомнилась экскурсия по княжеским закромам с демонстрацией небогатых украшений. — Варуч! — позвал Норман сотника. — Кликни сюда, карфи с выгом! — Да вон он, сзади пятым гребет! Кораблики быстро сошлись бортами. — Чего звал, Андрей Федорович? — Тут такое дело... Норман невольно покраснел. — У нас женских побрякушек много, а дари княжну Анастасию от моего имени. При этих словах корабельщики заулыбались, а Норман добавил — потом вычтишь из моей доли. — Просьбу выполнили на удивление быстро, причем воины успели принарядиться, а вык вообще выглядел настоящим барином. Делегация торжественна под шум толпы подошла от карфи к коляске. Что они несли и, как дарили, Норман уже не увидел, русло реки увело дракар за поворот. — Хороша невеста! — доброжелательно заметил Варуч. — О чем Норман совсем не думал, так это о невесте для себя. Услышав слова сотника корабельщиков, он представил эту девчушку рядом с собой на Невском проспекте. Вот уж будет клоунада. — Утром Шушун подходил. — Что вы там про Волок говорили? — Он Урманов послал вперед. — Они налегке должны заготовить лаги к нашему приходу. — А это что перед нами? — Пороги! Быстро пройдем! Вон крестьяне с лошадьми стоят. То князь Роман Михайлович для нас приготовил. — Откуда знаешь? — Шушун сказал. — Наш дозор на два дня вперед бежит. Норману в очередной раз стало стыдно. — Ну какой из него правитель или военачальник? Обычный захребетник, ничего не знает и не умеет. Устроился за спинами своих воевод и командует. Любой корабельщик сумеет провести ушку и по Волге, а он ни ухом, ни рылом, понятия не имел об родах и многочисленных отмелях, не говоря уже о расположении монгольских стойбищ. Ох и правы были Серафим с Иосифом, когда предупреждали о рабских цепях. Даже попади он сразу в дом своего отца, в лучшем случае стал бы послушной марионеткой в руках ушлого окружения. — Здесь останешься? Или по берегу прогуляешься? — вопрос Варуча вывел Нормана из самокритичных размышлений. — Я на берег сойду, никогда здесь не был, хочу посмотреть на работу бурлаков. — Надолго? — Весь караван и за три дня не протянут. — Вели шатер поставить, до последнего здесь простою. — Ну и зря. Твое место на верхнем мосту Исков же в Вытигру. — Там посуху далеко тащить, всяко может случиться. — Опасаешься набега черенисов? — Кто угодно может напасть — и вытики, и бессермяне. — А кто такие эти бессермяне? — Который раз про них слышу, а откуда они — не знаю. — На Вятке живут. Вытики выше по реке, а бессермяне южнее Хлынова. — Самые, что ни на есть, разбойники каждый год по Итилю шалят. — В таком случае мое место на верхнем мосту. Малая шайка набегом из леса может много бед принести. — Шушун упредил Ульфора. — То ли мурманы к лесам непривычны, в трех соснах заплутают. Норман поднялся на невысокий обрывчик, откуда хорошо просматривался весь Волок через порог. В Карфе и Ушкуе крестьяне запрягали четырех лошадей. Дракар оказался намного легче и свободно скользил по гальке усилиями всего лишь двух лошадок. Вот подогнали расшивы и дружно принялись перегружать товар на долбленки, не тронули только породистых арабских скакунов. Вообще-то подарок султана Бахадура надо бы на берег вывести. Застоялись после булгарского торга, пусть пробегутся до верхнего моста. Норман обернулся, за его правым плечом стоял незнакомый дружинник. — Ты с нами в походе был? — Не, я на службе у Романа Михайловича. — О скакунах услышал от твоих людей. Вот и пришел в конюхе проситься. — Отпустят? — Конечно! Я служу только за прокорм, жалований за год не плачено. — Где коневодство обучен? — Кроме Струбчевска. У князя Трубецкого большой конезавод. — Почему ушел так далеко на север? — Литовцы в плен взяли. Увезли в Посемье, затем в Полоцк. Там убежал, пошел искать спокойные края, так и осел в Белозерске. — Хорошо, князя, о тебе я обязательно спрошу. А сейчас собирайся и догоняй. Мне собираться только подпоясаться, все мое со мной. Странная жизнь у этого человека, без жены и детей. Надо будет Шушун сказать, чтоб присмотрели за новобранцем. На вид ему лет сорок. Для такого возраста одинокий мужчина — это очень подозрительно. Верхний мост, как называли Волок из Ковжи в Вытигру, оказался семикилометровой дорогой через пахучий сосновый лес. Уложенные для судов толстые бревна местами оказались разбросанными. Как объяснили корабельщики, это дело разбойничьих рук. Они специально растаскивают мост в надежде застать рану врасплох и ограбить купцов. Ульфор внимательно выслушал предупреждение Нормана и отправил в патрулирование два отряда. На следующий день Мурмана привели шестнадцать черемисов, которые издали следили за Волоком. Первая добыча послужила толчком к настоящей облаве, которую норвежцы устроили в окружающих лесах. Дело в том, что по их законам захваченный в бою пленник становится рабом победителя и в общую добычу не засчитывается. Отловленных степняков отдали в Булгарии по причине полной непригодности. Воинственные пастухи оказались совершенно неприспособленными для рутинной работы. По своему развитию они не ушли дальше удовлетворению простых естественных потребностей, труд для них был выше понимания. Выход первых корабликов на Вытягру вынудил составить график конвоирования через Онежское озеро. Здесь уже нет нужды собираться в единый караван. От устья реки до Медвежьего замка всего ничего. За половину дня найдешь — не более. — Ты в торговые дела не лезь. — Вык налетел на Нормана боевым петухом. — Породистых лошадок с дорогими тканями надо в Новгород отправлять. — Ты в своем уме? — закипел Норман. — Столько шелка за раз в город еще никто не привозил. — В одночасье цены обрушим. — Это ты думать не хочешь. — У тебя в зверином монастыре клети бесплатные. Пиши Сипома наказ, пусть сразу в Любик пересылает. — Ну, а дальше что? — Цены упадут сразу в двух городах. — Бестолыч, корабельщиков своих торговать гони. Пусть по Европе товары развозят. Там с малой галеры к любому королю в дверь постучаться можно. — А кто из правителей самый богатый? — задал Норман провокационный вопрос. — На Дунай надо идти, в Венгрию и Чехию, у них серебра много, в Вене золото едят, — гордо ответил Вык. — Откуда у тебя такие широкие познания? — Это ты всю дорогу речными берегами любовался, а я работал. — Виктора де Бужура с Геонапулусом каленым железом пытал? Или тайком шамахинское вино пили, да хвастались? — Не пили мы вина. — Ну, это чуть-чуть, и бочки не выпили. — Быть тебе битому, сам кнутом сечь буду, — пригрозил Норман. — Не надо плетей, лучше штраф вычти с моей доли, — коммерческий директор сразу поник. — Ты нам пакостил, а наказывать просишь невинную жену с детишками. — Как это семью? — Штраф на них отразится, а плеть только на твоей спине. — Может, не надо, а? — жалостливо всклипнул Вык. — Прилюдно высеку, прямо на площади, тебе на пользу, и другим в науку. — Держи список товаров, что в Новгород пойдут. — Я в монастырь дара твоего имени отправил, — попытался подлизаться Вык, — две штуки прекрасного греческого сукна. — И в Зверин монастырь пошли, да шелка добавь. — Сделаю, Андрей Федорович. — Понимаю, дары пойдут в архиепископские палаты. — Про Валаам не забудь, — Норман вспомнил о штопанной рясе монаха. — Вернемся и сразу отправим крашеное полотно и толстое сукно. — Голландского сукната на складах мало осталось, самим не хватит, — вытразил Вык. — Не жмотничай, передохнем и в новый набег пойдем. — Ты вот что, к острову Рюген иди, там большая пиратская шайка, даже больше готландской. — Кто тебе об этом сказал? — Кто сказал, кто сказал? — Сам мне сказал. — Не помню такого. — Не помнит он. — А как ворох всяких писем вываливал ко мне на стол, помнишь? — Только рутинные послания Ганзы, цены в разных городах и прочая муть. Среди них объявление о награде — за поимку Клауса Штертебегера, главаря тамошних пиратов, триста тысяч Виттенов сулят. Примечание Виттен — германская серебряная монета, конец примечания. — Странно, Шун о пиратах на Рюгене ничего не говорил. — Ты и не спрашивал. — А из Любика пошел прямиком на Борнхольм, — напомнил Вык. — Ханских жен в Любик отправь, в письме укажи подарок Ганзе-мистру и епископу. — Подарок? Не дорого ли? Не надо все грести под себя, так и в дерьме недолго оказаться. Кстати, а где корабельный воевода? — С княгинями идет. Кто-то должен уважить твоих гостей, вот Шушун и отрабатывает баронский титул. — Какого рожна им от меня надо? Собрались идти в Белозерск, а вместо этого ко мне прутся. Я не был свидетелем разговора, но дружинники Марии Давыдовны и Ульяны Давыдовны к тебе в гости шли. И зачем ему эти женщины нужны? Теткам под сорок сидели бы в своем тереме да бисером рубашки вышивали. Нет, захотелось в турпоездку отправиться, посмотреть на жизнь нового соседа, да еще родней прикидываются. — Что ярославцы набеги на торжок говорят? — Литовцы пошалили. Склады новгородских купцов пограбили. Твой батюшка большие деньги с московского князя требует. Норман развернулся и быстрым шагом направился к палатке Ульфора. Быстро норвежцы адаптировались к новым условиям, он шатер себе шелковый поставили. — Рад тебя видеть, Рус Федорсон, — вождь Мурманов поэтически обнял Нормана. — С чем пришел? — Сколько надо дней для подготовки к новому походу? — Куда на этот раз идем? — Литовцев грабить. — День по реке Неман, а дальше все наше. — Трудно придется. — Мимо замка Мемельбург так просто не пройти. — Легко. У меня есть гонзейская бирка. Корабли под охраной замка оставим, а дальше на драккарах. — Что ж, земли у нас еще нет. Свою долю оставим у тебя. На сборы и починку снаряжения больше недели не надо. — Терский волок, знаешь? — Нашел, что спросить. — Я сразу отправлюсь в Новгород. Хочу те земли для твоих людей купить. — Мы не сами по себе. Здесь все твои воины. На волоке поставим крепость. — Вторую в Киркенессе. Затем можно идти на запад. — Хорошая вещь. Спасибо тебе. — Норман повеселел. Решив уйти в набег на Литву, он попросту сбегал от прицепившихся к нему женщин. Если сестры Ярославского князя считают его за родню, то пусть общаются с постельничем Михаилом Семеновичем или Владимиром Даниловичем, вторым человеком в роду венгинских, Норман не собирался устраивать спектакль с радушным приемом любимых тетушек. До открытия портала осталось чуть больше года. Низкий поклон всем и прощайте. Сами строите мое светлое будущее. На дележ трофеев кроме дружины и корабельщиков собралась огромная толпа народа. Даже и не верится, что в прошлом году здесь жило не более двух сотен человек. Норман встал спиной к двум огромным кучам всевозможного добра и несколько встревоженно посмотрел на дедыка, от которого намедни получил доскональный инструктаж по правилам поведения. — Князь наш, Андрей Федорович, — прокричал Шушун, — кому отдаешь эти шелка с золотом? — То принадлежит доблестной дружине, что билось храбро, врагов несчетное количество положила, славу и почесть себе заслужила. — Остальное по праву твое, — громогласно завершил Шушун первую часть спектакля. — Это традиция. Князь не вмешивается в формирование долей, и первый вопрос всегда одинаков, как и ответ. Самый простой и надежный способ узнать отношение дружины к себе любимому. Вык, стоя жердью, принялся руководить погрузкой на подводы княжеской доли. Норман сдержал слово и высек за пьянство своего коммерческого директора. Сделал только одну поблажку — наказывал неприлюдно, а по-свойски в конюшне. Воины приступили ко второй стадии, дележа трофеев. Добычу снова разложили на две кучи, одна из которых уйдет непосредственным участникам похода, вторая — тем, кто оставался на сторожевой службе. Поглядывая на княгинь, которые заинтересованно следили за процессом, Норман решил дождаться финальной стадии. Он хотел увидеть конечный результат, сколько получит рядовой боец, будь то корабельщик, лучник или мурман. Вот поделили по сотням, и, наконец, завершающий этап, когда сотники начали называть имена дюжих, как называли командиров первичных отрядов из дюжины воинов, Норман подошел к одной из кучек, которая досталась норвежцу Локсельву и его братьям. Скрученные в рун конские шкуры соседствовали со стоптанными сапогами, серебряными украшениями и рулоном хлопчатой бумажной ткани. — Хорошо, твои дружинники живут. Княгиня Курпская присела на корточки и принялась пересчитывать серебряные и медные монеты. — Чего же своих не посылаете в набег на поганых? — Войско вернется с добычей, и князь по праву с долей. — Нельзя! Под боком черемисы с бессермянами. — И московский князь момент не упустит. Обязательно заданию придет. — Что за мечи стоят в твоей трапезной? — спросила княгиня Романова. По всей вероятности, она захотела сменить тему разговора. — Чего они прицепились? — Гуляли бы себе по бережку. Или вели светские беседы с Владимиром Даниловичем. Поселились в его тереме, ладно, не беда, места много, на всех хватит. К мечам чего прицепились? — Сбылось предсказание Максима. Флейн с Бригген оставили дареное оружие и уехали в свои далекие фьорды. Надо отдать им должное. Молодцы девки. Судя по его доле, они крепко грабанули готландских купцов. И Лунд славно развернулся, по весне ушел на четырех дракарах, а сюда привел уже более двадцати карфи. — Когда откроешь перед нами свои закрома? — спросила Мария Курбская. — Если хотите, можно прямо сейчас посмотреть склады с полотном. — Были мы там. Твои люди лодки грузили с дарами для Валаама, вот и заглянули с твоим ключником на склад. — Мою тофту видели? — Я бы сказала, что лучше византийской. Особенно понравилась крашеная в яркий горошек. — Сейчас шерсть завозим. По зиме суконное дело откроем. — Почему нас к плавильщикам меди не допустили? — обиженно спросила княгиня Романова. — Воздух там тяжелый. Не моргнув, — соврал Норман. — Надышитесь? — Потом кашель тяжелый начнется. Он не хотел им показывать процесс отливки бронзовых пушек. — Прости, князь, что разговор прерываю, — вмешался дедык. — Антонио Коронадо на берегу поставил. За тобой послал. — Зачем в озеро стрелять? — Как мы расстояние измерим? — Мы по мелководью на тысячу шагов вешки поставили. Антонио говорит, что в воде ядро далеко не укатится. — И мы пойдем, — решительно заявила княгиня Романова. — От сильного грохота уши заболят, — попытался отговорить Норман. — Ничего, мы привычные. — Антонио с Ахиллом устроили кита сюрприз. На берегу ровной линии стояла дюжина коронад и три пушки под пятикилограммовые ядра. Молодцы летейщики! Копии сделаны не отличишь от персидского оригинала, а крепостным орудием сверху добавили прилив в виде драконьей морды. Получилось стилизованное под Китай украшение и вместе с тем прицел для наводчика. Справедливости ради надо сказать, что Лиси Джи с первого взгляда определил подделку, заявив, что у него на родине пушки обматывают змеиной кожей, драконы находятся по бокам, а в центре должен быть иероглиф Уди, царь войны. Но самым главным, на взгляд Нормана, оказалось другое высказывание. Китайцы продолжают изготавливать огнестрельное оружие, не опасаясь привлечь внимание оккупантов. Монголы остаются приверженцами своих традиций — лошадь, юрта, напасть, ограбить и убежать. Они в упор не видят новое оружие. После испытаний новых пушек Норман первым делом показал княгиням ювелирную мастерскую. Там под руководством Тикша работали шестеро мастеров. Затем спустились в подвал готовой части гранитного замка. Стеллажи, где в ячейках ровными рядами лежали серебряные, золотые и медные монеты, лишили женщин дары речи. За другой массивной железной дверью, которая сама по себе в это время стоила огромных денег, хранился золотой и серебряный урожай этого года. Небольшая прогулка на монетный двор отняла у женщин последние моральные и физические силы. Обе чуть ли не хором пожаловались на головную боль и поспешили в терем. Расстроился и Норман. Собирая золото для возвращения в свои времена, он никогда не афишировал нажитого богатства, а тут на тебе расхвастался перед заезжими родственниками. Здесь глухой лес, а не многолюдный Новгород. Это там, по законам города, воровство на половину гривны серебром карается смертью. Если тать украл из дома, постоял его двора или торга, ему робят голову, независимо от величины ущерба. — Андрей Федорович! Андрей Федорович! Батюшка ваш приехал! — примчался запыхавшийся гонец с дозорной башни. Норман недовольно махнул рукой и пошел к причалам. — Плохо! — Все плохо! Молодой воин не пробежал и полукилометр дышит, как загнанная лошадь. В армии нет ни физической, ни строевой подготовки. Дисциплина на уровне дворовой шпаны. И это при ежедневных занятиях под неусыпным надзором Ахилла и Дедыка. Охрана генуэзских купцов попыталась было пристроиться у него офицерами. Смех! Они показали построение и приемы работы с копьями, после чего всех отправили к Выгу для продажи, как рабов. Кстати, вепсы и карелы в три дня выкупили полон, подписались на поставку руды, но для дела несомненная польза. Разочаровали и тевтонские копейщики. По жизни нормальные парни, встав в строй, превращаются в тупых исполнителей приказов. Не зря в военно-историческом музее на видном месте стоит трофейное шведское ружье времен Карла XII. Его изюминка в последовательно напиханных зарядах, т.е. лишь после первой осечки солдат продолжал выполнять приказы, хотя и понимал, что больше выстрелить не сможет. Так и собрал десять комплектов пороха и свинца, пока не получил пулю в лоб. — Здравствуй, сын! — Федор Данилович обнял и крепко расцеловал Нормана. — С возвращением, чувствуя себя неловко от того, что не испытывает к отцу никаких чувств, Норман ответил несколько скованным поклоном. — Да ладно церемониться! Чай дома, по-родственному! Веди меня к свояченицам, да познакомь с княгинями! — Свояченицы? Познакомить? Норман? Без понятия о всяческих разновидностях родства, а спросить стыдно, засмеют. — Мурманов хочу на Терский Волок посадить и крепость построить, да земли там не мои. — Строй! То в Новгородской Петине я улажу в городской думе. И на озере Иммантра хочу поставить сторожевой пост. — А как князь Михаил Андреевич к этому отнесется? — Нечего его спрашивать, он без нашего слова и шаг делать боится. — Это почему? — Новгород его поит и кормит. Наша дружина кем стережет. Смело засылай на кереть лесорубов, да поспеши. Лес да ледостава надо сплавить. Мне бы человека, знающего, найти. Боюсь мурманов одних оставлять. — Я к тебе приехал на три дня. Заберу гостей желанных и ты с нами поезжай. В Новгороде все дела и обсудим. Я в набег собираюсь, дружины готовы. — Куда это? — На Литву. — А не торжок ограбили? — Ответить хочу. — Зато московский князь в ответе. — А он заплатил купцам ущерб. Или руки чешутся? — В Литве зерно собрано. Вот и пойду урожай побозить. — Хитер у меня, сынок! — засмеялся Федор Данилович. Литвины успокоились. Войско ушло на волынь, а ты топором под хвост. — Скажи, а зачем Нариман-то во второй раз звали? — Проверили его слово. — Он клялся защитить нас? — Свеи на Орешек и Карелу пошли, вот и позвали. — Не пришел? — усмехнулся Норман. — Мы и не ждали, — засмеялся Федор Данилович. — Зато теперь можем упрекнуть любого литовского князя. — Свеи большим войском приходили? — Меньше твоего, не более двух тысяч. — Быстро! Прогнали! У Орешка на берег сойти не дали. Норман проводил родителей в гостевые комнаты, а сам побежал к Выгу. — Нужны люди — лес рубить и плоты вязать. Нужны деньги — за работу платить. Рубленные по осени и зимой дома еще не устоялись. Хочешь — не хочешь, а год надо выждать. — Снова за избами на свирь посылать, корабли снаряжать, на лесопилки и кузницы заказ давать, еще к писарю заскочить и письмо для князя Михаила Андреевича надиктовать. И как это он умудрился в князя вылезти? Собрал бы Ваташку да грабил гонзейских да готландских купцов. Жизнь спокойная. Сумел бы до открытия портала достаточно злотишко насобирать без каких-либо расходов. На обратном пути заглянул к Максиму, который обещал составить план набега. Хотя Шушун и утверждал, что ходил по Неману, добирался даже до Днепра, но сейчас на первое место выходила военная сторона. Они шли не просто грабить литовские города и села. Норман хотел захватить как можно больше зерна. По этому вопросу получилась двойственная информация. В нынешней Литве живут совсем не литовцы, а русские. Между Великим княжеством Гедемина и Тевтонским орденом находится жамайтея с какой-то жмудью. Это озерно-болотное племя являлось яблоком раздора для соседних государств, ибо и Литва, и орден претендовали на право собирать там дань. — Нашел информацию о хлебных местах? — с порога спросил Норман. — Для этого и в компьютер не надо заглядывать, — засмеялся Максим. — Урожай свозят к местному правителю. — Тоже мне открыл Америку. — Я приду с сотней дракаров и карфи, а на складах лен да пенька. — Ладно-ладно, не кипятись. — Вот тебе распечатка зерновых регионов. — Гродно? — Да мне обратно не выбраться, там же реки не шире ста метров. — О чем я тебе сразу и сказал? — Грабь Ковно и Вильну. Купцы уже должны свести урожай. Примечание Ковно-Каунос, Вильно-Вильнюс. Конец примечания. — Крепость я не осилю, — огорченно ответил Норман. — Нет никаких городских стен. — Рядом с маленькими городками должны стоять замки правителей. — И все. — Еще хуже. — Где правитель, там и войско. — Не бойся. Иван Калита сейчас посылает на Литву войско, желает стрясти с Гедемина компенсацию. — Это по компьютеру, а по жизни? — Спроси своего отца. — Я для тебя нашел другую, более полезную информацию и чертежи. — Погоди, почему сегодняшняя Литва не состыковывается с границами двадцатого века? — Чудак, в 1919 году надо было дать название новому государству. — Джамайтия не звучит, вот и вспомнили о древней Литве. — То-то там великодержавные замашки. — Ладно, давай свою информацию. — Я выкопал чертежи византийского нефа. — Это из какой опереты? — Слово вроде бы относится к архитектуре. — Средизенноморский корабль по своей конструкции полностью соответствует плаванию в открытых морях. — Зачем он мне? — Впрочем, зимой заложим, а летом продадим в Любике. Пусть плывут в свой Китай. — Для следующего похода на Каспий я подобрал чертеж Голиаса. — Это галера с пушкой в носу, — добавил Максим. — Хорошо, отложи до осени. — Ты сможешь рассчитать разумные размеры для Волги с учетом Волока и Занежского озера? — Уже сделал. — Больше того, я нашел интересную баржу под названием Московка. Они перевозили пил и лес. — А что, интересное предложение. Загрузил досками — и вперед. — В Бандар-Ян-Зали за дерево золотом платят. — В этом-то и заключается изюминка. — Доски складывают по специальной схеме. В результате получается большая баржа. — Не ври. Она моментально развалится. — В том-то и дело, что нет, — загорячился Максим. — Доски укладывают зимой и оплетают пеньковым тросом по типу корзины. — Уверен. — Тогда на следующий год мне хватит двух десятков твоих галиасов и одной баржи. — Я хочу сделать галеры немного шире. — Скорость уменьшится, зато борт поднимем, и грибцы смогут стоять. — Не морочь мне голову, а? — жалобно попросил Норман. — Из меня что корабел, что космонавт. — Как скажешь. — Теперь более важный вопрос. — Ты сможешь сделать на плазе разметку в натуральную величину? — По масштабу? — Нет проблем. Это проще, чем забор расписать. А мне приходилось на стенах домов рисовать и буквы писать. — Это как? — удивился Максим. — Реклама с беседки на уровне четвертого этажа. — Ты вот что скажи. Прокитишь что-нибудь? Нашел? — Немного. Богатый торговый город с самоуправлением по типу Новгорода. Он на границе степи стоял. С Киевом разобрался, почему его прозвали матерью русских городов. — Так и не нашел концов. Термин появился во времена вашего генсека Хрущева. По жизни он был религиозным центром. Выкопал технологию изготовления ружей. Более или менее внятные описания появляются не раньше XVII века. — Если минуя ковку, сразу перепрыгнуть на стальное литье, — предложил Норман. — Разница всего лишь в изготовлении стальных заготовок. Нормально должно сработать. — А куда деваться? Лужья нужны для защиты крепостей и корабельщикам для сноса парусов и текелажа. — Свинца не жалко? — усмехнулся Максим. — С монгольских стрел уже сняли все шарики. — Какой свинец! Речную гальку в ствол! — Вот тебе еще одна карта. — Я отметил белозерские земли, которые тебе следует взять при данном при женитьбе. — Какая женитьба? — Совсем охренел? — Через год портал и одью! — возмутился Норман. — С порталом я б не советовал спешить. — А женитьбу уже не миновать, — строго сказал Максим. — С чего так решили? — Смотрены прошли успешно. Свати в твоем доме. — Я думаю, отец вытрясет свои интересы и под венец. — Меня хотят оженить? — Не хочу. — Ага, так тебя и спросят. — Как миленький пойдешь к алтарю. — К тому же сам дал согласие. — Я? Согласие? — Да не было такого. — А дары княжней миле кто посылал, — ехидно заметил Максим. — Ты это здесь при чем? — Симпатичная девчонка да отец забылдыга. У нее нет никаких украшений, а у меня золото почти тонна. — По сегодняшним законам, если ты на смотринах преподнес дары, то это воспринимается как предложение руки и сердца. — Не выдумывай. Обе княгини присоединились к моему каравану еще до даров. — Значит, у твоего отца есть козырь. Просто так две княгини, сестры Ярославского князя, к тебе не поедут. — Вот попал так попал. На кой ляд мне эта свадьба? — почти простонал Норман. — В глазах людей ты уже перерос так, двадцать шесть лет и холост. — Я думаю, тебе светит стол великого князя. — Ого, сейчас возьму пулемет. И пойду воевать Москву. — А кто обещал все перековать? — ехидно заметил Максим. — Кое-что оставил. — С вашим порталом всего можно ожидать. — Вылезет взвод пьяных самураев с бластами. — А я навстречу с камнем за пазухой. — Вероятнее всего ты заменишь князя Романа Михайловича. — С какой ты стати? — По вашей истории, после его смерти Москва выкупит великое Белозерское княжество. Норман никогда не задумывался о древней истории своего края. Во время учебы в Кириллове, конечно же, слышал много рассказов о строительстве Кирилла Белозерского монастыря. Основатель Кирилл был казначеем у Василия I, сына Дмитрия Донского. Затем получил сан Архимандрита и вместе с казной уехал в Белозерские земли. Через двадцать лет построили Соловецкий монастырь, призванный стать стражем жемчужного изобилия. — Ладно, это все лирика. Для начала надо как-то увильнуть от свадьбы или просто затянуть время. Откроется портал и конец сказки про Руслана и Милу ищи, свящи ветра в поле. Глава шестнадцатая. Литва. Поездка в Новгород превратилась в сплошную суету. Сначала разругался с сипым. Ханских жен следовало отправить в Любек как подарок местному епископу и ганземистру Конраду фон Аттендорну, однако управляющий часть пленных красавиц распродал в Новгороде. Прислось плотно заняться торговыми делами, разбираться в клубке взаимоотношений с купцами, ценных на товары, заворачивать теребленый лен на свою мануфактуру, торговые дела забирали уйму времени. А тут еще приглашение от архиепископа Василия, которому, видите ли, захотелось ежедневно видеть князя Андрея Федоровича за своим обеденным столом. По местным меркам это великий почет, а для Нормана пустая трата времени. Но надо, никуда не денешься. И дары принес, и умные разговоры вел на греческом языке, и всякие цитаты древних мыслителей на латыни говорил. Тоска. Однако вскоре прояснилась истинная причина приглашений. — Ума не приложу. Как ты умудрился привести в смущение всех русских князей? — попивая послеобеденную чашку кофе, задумчиво спросил архиепископ. — Найдут себе новую крышу. — Отмахнулся Норман. — Крышу? — А что, интересное определение. — Сейчас сложно разобраться в очередной сваре ханов. — Оно нам надо. — Пусть друг друга режут да душат, лишь бы сюда не лезли. — Они и не лезут. Князья сами зовут. — Нанимают для своих междоусобиц. — Силы у всех равные — не победить без посторонней помощи. — Литва под боком. — Вроде у всех князей и там есть родня. — И Гедемин без помощи не обходится. — Каждый год крымчаков зазывает для своих междоусобиц. — Все спросить хотел. — Крымские татары? — Из какого народа и на каком языке говорят? — Половцы. — Как Батый пришел, так сразу и убежали в Крым. — А речь у них хазарская. — Что и в Шерване, где ты был по весне. — Я слышал, что у степняков сейчас новый хан. — Действительно, живешь в медвежьей глухомане, — засмеялся архиепископ. — Своим набегом ты спровоцировал кровавую расприю. — Ничего я там не провоцировал. — Ограбил четыре стойбища и все. — Все, да не все. — Шерван с Персией вернулись в Дербент, нагайцы с уйгурами побили увеков, забрали аштархан и отказались платить беклеребеку мзду. — А как на это смотрит новый хан, как его? — Курдюмбек, — подсказал архиепископ. — Ну да. — Почему не жалуются этому беклеребеку и не просят войска? — Беклеребеку сейчас самому бы усидеть. Персы согнали с перевалов его войска и вышли в долины Хорезма. — Вот вам и ящик Пандоры, — вздохнул Норман. — Ты даже это знаешь. Молодец, хвалю. Норман подразумевал показанные персом в Бондарьян-Зали бомбы. — Не просто так Саид Бахадур одарил его богатыми одеждами и с кукунами. Увидел султан новые возможности для своей армии. По нынешним временам военное преимущество означает начало нового похода с расширением границ. — Как собираешься защищаться? — продолжил архиепископ. — Курдюмбек обязательно потребует твоей головы. Норман пожал было плечами, но тут вспомнил о возможной свадьбе. — Еще не решил. — В Англии моего капитана обидели. Сукну взяли, а шерсть с серебром не привезли. Думаю, поздней осенью туда наведаться. — Ты поосторожней. — Как бы ни пришлось англичанам искать себе нового короля, — пошутил архиепископ. — Зачем мне король? Я разбойник купца повесить хочу. — Еще не доказана его вина. — Эдуард III нищ. Все деньги идут на войну, вот и обирает купцов до нитки. Купец из Бостона? — Ну да, мой корабль с патентом Ганзы, а Бостон — ганзейский город. — Особо там не лютой. А то пошел в Персию за шелками, а по пути у князей все суда пожег, до степняков имущество лишил. — Я немножечко пограбил. — И вообще они сами виноваты. Зачем всех мужчин на войну согнали? — Я не упрекаю тебя. Всего лишь прошу быть осторожным. — Придется на зиму отправляться к английским берегам, а осторожность следует проявить в маскировке. — Нельзя корабли грабить на ганзейском коге. Норман написал Максиму письмо с просьбой срочно организовать постройку трех морских кораблей норвежского стиля. Объяснил и причину столь поспешного заказа, особо подчеркнул, потому что кораблям придется плавать в условиях штормового моря. На Салме верфь уже ввели в работу, за зиму завезли достаточно пилы леса, даже свои кораблестроители есть, которые пока что занимаются постройкой баркасов для рыбаков и зверобоев. Сам Норман не видел произошедшие в его отсутствии изменения, но фон Кюстров уверял в полной готовности к началу строительства морских кораблей. Воеводы и сотники съехались в Медвежий замок по случаю дележа добычи. Норман воспользовался случаем для проведения теоретических и практических занятий. Начали с учебных стрельб из коронат и пищалей, затем Антонио перешел к теории выстрела, объяснил взаимосвязь вертикального угла наводки с дальностью полета ядра или бомбы, а также расчет порохового заряда. Норман использовал встречу для пояснений боевых преимуществ и недостатков пушек, взяв в качестве примера Гренвальскую битву. Примечание. Гренвальская битва между объединенным польско-литовским войском и рыцарями Тевтонского ордена состоялась 15 июля 1410 года. Верх одержали союзники. С этого времени и на двести лет Польша и Литва стали преобладающей военно-политической силой в Восточной Европе. Литва в те времена считалась частью русского сообщества, а ее население — русскими. Конец примечания. Конные и пешие рыцари построились двумя полками, и нарисовал на доске два прямоугольничка. — Где произошло это сражение? — заинтересованно спросил фон Греннинг. — Недалеко от Авеньона. Не моргнув глазом, соврал Норман в надежде, что никто не знает географию. — Примечание. — Авеньон находится на юге Франции, близ Марселя. — Гренвальская битва произошла на севере Польши, близ города Доброво. — Конец примечания. Судя по отсутствию ответной реакции, фокус удался, и он продолжил. — Ополчение с артиллерией встало на левом фланге, отступив назад на дальность пушечного выстрела. — Грамотное построение, — одобрил Дедык. — Фланг полностью защищен, один залп сметет атаку противника. — Это не все. Еще три полка пеших и конных рыцарей встали позади главной ударной силы. — Логично, — одобрил рисунок фон Марев. Они способны отразить угрозу с любого направления. Противоборствующая сторона выстрелила равное количество рыцарей, сведя их в три полка. Новые прямоугольники появились напротив тевтонского построения. На правом фланге поставили пушки, за ними — три полка копейщиков и мечников, а сзади — два отряда легкой кавалерия. В Реале там стояла московская и смоленская артиллерия с пехотой, в тылу — литовская кавалерия и отряд крымчаков пятьсот сабель. — Да, чуть не забыл, — продолжил Норм. — Западные силы вырыли перед своими пушками глубокий ров. — Победа должна быть за нами, — воскликнул фон Гренинг. — Восточная армия лишена маневра. Они обречены на поражение. Воеводы и сотники вступили в дискуссию, предлагая те или иные действия, но каждый раз силы Запада неизбежно брали верх. Собственно, и в Реале сражение первоначально складывалось в пользу тевтонского ордена. Начали с рыцарских поединков, затем латная пехота сошлась в рукопашном бою, немцы быстро окружили польскую армию и успели добраться до короля Владислава II, который получил серьезную рану от удара копьем. Исход битвы решил смоленский князь, который, увидев падение королевского знамени, взял командование на себя. — Воевода правого крыла пустил в атаку пять сотен легких всадников, — продолжил Норман, — они прошли между рыцарями и рвом. — Неужели догадались ударить во фланг пушкарям, — воскликнул дедык. — Не только ударили, но и всех перебили. — Резерв рыцарской кавалерии легко остановит эту атаку, — недовольно фыркнул фон Марев, — они и попытались это сделать. — Легкие всадники быстрее. — Сначала они подпустили рыцарей. — Затем начали уходить поперек линии войск. — Подобный маневр ничего не даст, — возразил фон Гренинг. — Не скажи. — Пока рыцари скакали между пушками и пехотой, восточные копейщики успели добежать до орудийных позиций. — Ловко, — восхитился Норман, — осталось развернуть пушки и конец. — Не совсем, но главное было сделано. Увидев врага возле своей артиллерии, ополчение бросилось бежать. — И получило в спину картечь, — со смехом выкрикнул Тутник. — В реале смоляне не успели выстрелить. Гроссмейстер ордена быстро увел остатки войск в деревушку под названием Грюнвальд, цевтонцы четко организовали оборону, перекрыв все подходы крестьянскими телегами. Они еще надеялись на помощь рыцарей. Однако тяжелая кавалерия в погоне за крымчаками подставилась под фланговый удар литовской конницы. В итоге рыцари увязли в статичном бою с более маневренными легкими силами, а пешие латники увлеклись добиванием поляков. Когда русская дружина подкатила свои и трофейные пушки, гроссмейстер прислал парламентера с предложением обсудить условия мира. Увы ему, увы. Русские смотрели на тевтонцев как на злейшего врага и вместо переговоров дали орудийный залп. Норман протянул полученный у Максима листок. Вопреки ожиданию, посадский боярин сразу разобрался в незнакомой топографии. — Земли ничейные. — Добавят, без споров. К нашему родовому поместью примыкают. — Разумно. Но непонятно. — А ты что выторговал? — На юг от Мегорского монастыря. Там и рожь хорошая, и лен длинноволокнистый. Деревенек мало, да людей перевести нетрудно. Был бы хозяин крепкий. — Я вот лозера с жемчужницами забрать хочу. — Сам жемчуг собирал у берега. — Тише ты! О подобных делах говорить с оглядкой надо. Не ошибся в находке? А то! Дело серьезное. Здесь промашка дорогого стоит. — Решено. — Поправлю договор. Завтра писать начнем. — Южные земли оставь. У меня людей много, а своего хлеба нет. Если что, я серебром заплачу. — Заплатит он. — Князь Роман Михайлович гол, как сокол. — Дочь отдает. А приданые заботят только жену. — Скажи свояченицам. Я в Ярославль две персидские пищали отошлю. — Ишь ты! Деньги немалые. — На сватовство сам поедешь или дружку пошлешь. Я в набег ухожу, в Белозерск. Антона Стутник отправится. Он же и пищали привезет. — Невесте-то сколько лет? — Семнадцать. Свадьбу назначили на Красную Горку. Это будет седьмого апреля. — Вернуться не успею. — Да и торопиться не буду. — В Новгороде обвенчаешься. — Сюда за тобой побоятся приехать. — Оно тебе надо? — То мои разборки. По весне снова войско отправлю вниз. Глядишь — изговорчивее станут. — В таком случае дашь княгиням свое слово. — Им в радость Анастасию с рук сбросить. — Что так? — На вид вроде нормальная девица. — Худа не в меру. — Кому такая женушка надобна? — Тоще. — На груди сосков не видать. — Бедра мальчишеские. — Не зря в девках засиделась. — Слишком шебутная. — Так и вертелась вокруг меня. Чуть ли под ноги не бросалась. — То на радостях. — Ее в монашенке готовили. — Рожать пора, а никто не желает сватать. — Ты первый на Смотрена приехал. — Если честно, зачем она мне? — Норман решил выяснить самый главный вопрос. — Сам живи, как хочешь, только ее не обижай. — А помрет Роман Михайлович, сразу в Белозерск переезжай. — Сын его, Федор Романович, стол по праву возьмет. — Княжичу восемнадцати нет. — А за вином поперед отца тянется. — И вообще то не твои заботы. — В Новгороде есть кому об этом подумать. — Понял. После ледохода вернусь. — Когда у Книжный день ангела? — Подарок надо хороший подыскать. — На Анастасию Фессалоникийскую, что в начале ноября. — Ей в этом году исполнится восемнадцать. — Сказано же, засиделась в девках. — У нас свой расклад. — Возьмешь стол, а ее в монастырь. Вот и все недолга. — Ну и ладно. — Норман махнул рукой. — Все равно он не собирался жениться. — Пошли в мою комнату, там и поставим последнюю точку. — Коридор, лестница, поворот, еще лестница. Везде охрана в кольчугах, ножи за поясом более похожи на короткие мечи. — Ох, непрост, посадский боярин Федор Данилович. Наконец уткнулись в тупичок, звонко щелкнул замок и скрипуче открылась потайная дверь. — Заходи и встань на середине. Простое убранство и спартанская обстановка говорили об особом предназначении этого помещения. Взгляд остановился на посохе, что стоял на самом видном месте. Белая краска не позволяла определить его первоначальный цвет, который в равной мере мог оказаться и синим, и зеленым. Наверху — голова медведя, далее шел асимметричный витой орнамент из веточек, цветов и листьев. Именно этот посох и взял Федор Данилович. — Положи руку на голого медведя. — Зачем? — После венчания ты становишься в ряд наследников нашего рода. — Что мне это дает? — Обязанность защищать интересы венгинских. — Если родишь сына, выйдешь четвертым по старшинству. — Я должен дать клятву? — Нет, ты должен пройти обряд Макуши. — Согласен. — Твоего согласия не требуется. Ты или с нами, или против нас. Мы сильны единством. Живущий сам по себе лап. — Почему на посохе асимметричный узор? — То не узор, а руны Макуши. И не посох ты держишь, а руна в кол Макуши. Надпись же гласит «Лик жизни защитит Русь». — Я хочу научиться читать рунические письмена. — Правильно говорят «руновы письмо». — Проси любого, кто у тебя из Новгорода. Нас этому с малолетства обучают. Ты готов? — Да. Федор Данилович прижал ладонью руку своего сына и начал нараспев произносить какие-то непонятные слова. Кое-что Норман смог разобрать. Несколько раз ясно звучали «Заря», «Мак», «Гамаюнова Русь», «Марова Русь», «Родовой Лик» и «Кругом-кругом». — До венчания ты обязан сделать свой рунов кол Макуши. Найдешь можжевельник — насадишь головы медведя и принесешь мне. — Я и сам могу вырезать руновы письмо. Не перечь. Тайные знаки доступны только посвященным. Эти руны рода просты и понятны каждой бабе, а здесь есть особый уклад, доступный только старшим рода. — Я понял. Норман покорно опустил голову. — Держи колт. — Специально для тебя заказывал. Федор Данилович протянул серебряный амулет на кожаном ремешке. — Что здесь написано? — Это тайна посвященных. — Для тебя здесь все слова — загадки. — Отгадки узнаешь позже. Норман покрутил амулет в руках, внешне похож на шестеренку с серповидным вырезом в верхней части, а руны выполнены в виде вьющихся веточек с крошечными лепесточками. — Ты у нас умелец. Весь в прадеда пошел. — Оберег моры сделаешь сам. — Да без понятия в этих амулетах. — Сходи к Павлову в монастырю, спроси лавку Богдана Якунова. — Он и покажет тебе, и расскажет. Ему же отдашь готовый оберег. — Зачем отдавать? — Дурень, ты сам его кровью омывать хочешь? — Э-э, человеческой? — Козлиной. — Вот толух, ничего не знает. — Лик моры всегда козлом отражается. — Ирунова письмо моры — сплошь козьи прыжки. Норман разозлился и чуть было не нахамил. — Действительно, откуда нормальному человеку двадцать первого века знать про всякие там руны? — Большинство вообще не знает такого слова, а тут еще всякие там разделения на письмо Макуши, Радаи, моры. Да нафиг ему все это сдалось. — Хотят повесить на грудь еще один брелок? — Ладно, не оттянет шею. — Требуется сделать дополнительную висюльку и смочить ее козлиной кровью? — Он не возражает. — Ну а оскорблять зачем? И снова Балтийское море, конец лета. Погода меняется по три раза на день — то солнце, то дождь, то полное безветрие. Как не спешил Норман, а быстро отправиться в набег ему не удалось. Разборки с нежданным сватовством и поездкой в Новгород затянули сборы почти на месяц. В результате основной флот из гонзейских когов ушел в сопровождение норвежцев на остров Оденсхольм, где находилась главная база шведских пиратов. Примечание. Ныне остров Осмус-Саар. Конец примечания. Норману пришлось пройти несколько кругов визитов к посадским боярам, затем по родственникам. В завершение пришлось стать соучастником церемонии крещения. Бронесса Елизавета фон Эрлах приняла имя Прасковья. В городе уже уверенно говорили о предстоящей свадьбе пришлой вдовы и посадского боярина Федора Даниловича Венгинского. Еще одной неожиданностью оказался приезд Максима, который должен был исполнять роль посаженного отца, теперь уже бывшей Елизаветы Карловны, ставшей в крещении Прасковья Кирилловной. В дополнение ко всему за невестой обнаружилось совсем немалое приданное в византийских золотых сулидах — редкие по нынешним временам для Новгорода монеты, где в изобилии ходили персидские дирхамы. — Я заложил для тебя норвежские драмоны, — похвастался Максим. — Что это еще за чудо? — Никогда не слышал о подобных корабликах. — Не надо так легкомысленно относиться к кораблестроению этого времени. — На драмонах плавали в Америку. — Значит, с мореходностью все нормально? — Более чем. — Я немного модифицировал центральную часть, место для грибцов сделал более удобным. — Драмон по типу дракара? — Только с точки зрения общей концепции, а так вполне способен ходить по океану. — А что ты изменил? — Грибцы стоят в открытой части, для них просто натягивают тент из запасного паруса. — Я стилизовал борт под щиты и скрыл фальшностройку. — Невысоко. — Не сделаем через твою рацуху, Аверкиль, — забеспокоился Норман. — Примечание, Аверкиль, — опрокидывание судна Верхкиля, — днищем. — Конец примечания. — Не волнуйся, просчитано на компьютере. — Я не получу проблем из-за невысохшего леса. — Скандинавы все кораблики делают только из сырых досок, поэтому корпус собран в наклёст. — Вот и хорошо, что еще из особых нюансов? — Более никаких изюминок. — Распечатал для тебя инструкцию и оставил у барона фон Кюстрова. — Кстати, о компьютере ты ничего не знаешь о рунах Макуши. — Самая древняя на земле письменность, наскальные письмена, датируется эпохой Палеолита. — Несколько озадаченно ответил Максим. — И этот тип письма сохранился до сегодняшних дней? — Бери выше. — Последняя надпись сделана рукой Николая II на стенах дома Ипатьева в Екатеринбурге. — Ни хрена себе, — поразился Норман. — Ты дашь мне заглянуть в свой компьютер? — Я его с собой не таскаю, мало ли что может случиться. — Подготовлю информацию, вернешься и прочитаешь. — Про руны рода что-либо помнишь? — Ты серьезно спрашиваешь? — Это прото-кириллица. — Произошла из рун Макуши, известного со среднего Палеолита. — Я действительно не знаю и хочу разобраться, — серьезно ответил Норман. — А руны Мары тебе известны? — Я изучал всю руническую письменность. — Руны Макуши — для правителей, руны Мары — для волхвов, руны Рода — для остальных. — Может ли обычный человек делать обереги с рунами Мары? — Разумеется, ваш Васнецов занимался подобным бизнесом. В частных коллекциях сохранилось множество оберегов с его работы. — С рунами Мары? — Ну да, не по-латыни же писать. — Чего это тебя заинтересовала тематика славянского рунического письма? — Отец потребовал сделать рунический кол Макуши и оберег Мары. — Не беда, помогу, у меня в компьютере есть образцы из музейных коллекций. Там же и общие правила по изготовлению. — Интересно, а правила откуда взялись? — Эх ты, темнота! Рунный кол Макуши распространился по всей Европе. — Это и королевский скипетр, и маршальский жезл, и посох понтифика. — Погоди-ка. — Все эти скипетры и жезлы — ничто иное, как стилизованная булава, — возразился. — Сказал Норман. — Только для широкой публики. — Посмотри на асимметричный узор из веточек и листиков, и увидишь руны Макуши. — Поможешь? — Я хочу сделать свой скипетр самым красивым. — Не вопрос. Тебе нанесут скрытый текст, а мы затем добавим свои слова. — Зачем? — Там набор пожеланий здоровья, процветания, силы и прочее, что требуется правителю. — По правилам, скипетры двух королей не должны находиться рядом. — Ты намекаешь на всякие там чары? — А как же? — В этом главный смысл символов власти, — со смехом пояснил Максим. — Когда я проходил обряд присоединения к элите рода, то несколько раз послышалось слово «мак». Я не ошибся? — Это очень древнее слово. Одинаково звучит на многих языках. Происхождение неизвестно, но его уже знали в Шумере и Древней Индии. — Еще вопрос. Недавно архиепископ Василий обмолвился, что у скандинавов нет календаря. Это верно? — Ну да, — пожал плечами Максим. — Они до сих пор не ведут ли это исчисление? — Нет письменности в нашем понимании, нет месяцев и недель. — Я несколько раз читал скандинавские саги. Там четкая привязанность к календарю. — Нет, мой дорогой князь, сие уже труд литераторов. В оригинале никогда не упоминается год события. — Странно, — растерянно произнес Норман. — Смотри проще. В примитивной жизни нет необходимости в летоисчислении. — Вообще-то ты прав. Раз нет письменности, то и нет возможности вести учет годам. Мысли Нормана снова вернулись к баронессе Елизавете фон Эрлах, которая в ближайшем будущем станет его мачехой. — Это не случайность, в этом нет никаких сомнений. — Окрутила дамочка его папаню. — Только вот с какой целью? — Не лежит у него душа к этой припортальной братии. Все время темнят, недоговаривают. Непонятно откуда и зачем пришли. Хорошо, что не выдают себя за экспедицию высокоэффициентальных историков. Никто и никогда не угрохает огромные деньги ради прояснения мелких деталей бытия наших пропращуров. Барон Бартран фон Плунге, хозяин замка Мемельбург, оказал гостям дружеский прием. Норман взял с собой всех бывших кефтонцев и теперь скучал под эмоциональное обсуждение последних событий в ордене и сплетни про общих знакомых. Судя по кислому пиву и горке копченой салаки, жилось здесь не очень-то и сладко. — Я обязательно пойду с вами, стукнув оловянной кружкой по столу, — в очередной раз воскликнул фон Плунге. — А как на это посмотрит ландмаршал? — поинтересовался Норман. — Он требует от меня сбора податей со жмуди. А литвины так и норовят ободрать раньше меня все деревни до самого побережья. — Разве между орденом и Литвой нет договора о границе? — Есть. На нем они стоит таможенный пост, юрбург. На лотах это дневной переход от моего замка. — Литовцы осмеливаются собирать дань на твоих землях? — Каждый год одно и то же. — Я рассылаю свои отряды собирать подати, а Литва — свои. — Почему крестьяне не жалуются? Они должны послать к тебе гонцов и встать на защиту своего имущества. — Как же! — Эти хитрецы плачутся перед моими сержантами, жалуются на литовцев, а затем повторяют ту же песню, посланцем Гедемина. — Ты пойдешь с нами до Юрбурга? — уточнил Норман. — Дальше не могу, там земли Литвы. Вы спрячетесь за Выборгом, а мне от них не отбиться. — Я понимаю, тяжко жить в таких условиях. Не то слово. Еле-еле свожу концы с концами. На замок работает только соседняя деревня, да рыбаки на косе. Остальные волками смотрят. Казалось бы, что может быть сложного в переходе кораблей из Мемельбурга в Юрбург. Более чем достаточные глубины позволяли всем кораблям безопасно дойти до таможенных причалов на Немане. Но это в теории. А на практике огромный флот буквально закупорил устье реки. — Вот видишь, Андрей Федорович, что ты натворил! — в сотый раз упрекнул Шушун. — Ничего не понимаю, — развел руками Норман. — Почему они не смогли нормально войти в реку? — Ты хоть раз в жизни воду в узкое горлышко наливал, так и здесь. Корабли надо было посылать малыми отрядами. — А ты чего промолчал? — Поправил бы меня. — За тобой гонишься. — Как получил депешу из Кенигсберга, сразу отдал приказ уходить. — Ты пойми, основное литовское войско с Гедемином сейчас на Волыне, а сын его стоит в Твери. — Бражничает с князем Дмитрием Михайловичем, — добавил Шушун. — Родственники они. — Главное в другом. — Награбленное в Торжке имущество вот-вот должно прийти в Вильну. — Широко не замахивайся. — Великий князь держит воле ту малую дружину. — Они в два дня прибегут в комнату. — Встретим. — Литвины на лодках пойдут? — А корабельного боя не знают. — Вот мы их и встретим, да порадуем. — А если из Вильну придет подмога? — Обязательно придут. — Только не сумеют в один день сойтись. — Малую дружину побьем. — Ты пойдешь на Улиту, а я на Вильну. — Рисковый ты. — Только я останусь с тобой. На юге Ульфора без моей помощи справятся. — Брось, нет никакого риска, — вяло возразил Норман. — Вильну совсем малая дружина. — Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. В городе быстро ополчение соберут. — Я Ульфору велел после Кова на Драккара на разведку отправить. — Правильно мыслишь. — Ладно, пока здесь сиди. Не мешай мне корабли в реку завести. Первым делом Шушун пропустил в Неман флот барона фон Плунге, следом рванулись торопливые норвежцы, и только после них корабельный воевода приказал Ушкуем взять Коге на буксир. Утренний туман лениво стекал с болот на зеркальную гладь Нена. Под разноголосую перекличку петухов дружинники неторопливо подгоняли амуницию. Плеск сотен весел слился в единый шум, напоминая говор свирских порогов. Норман задумался о припортальной бригаде. Что-то они развили бурную деятельность. Елизавета Карловна окрутила его отца и вскоре станет первой леди Новгорода. Софья Андреевна разработала на свире проект обводного канала со шлюзом, гарантируя проход в Онежское озеро любого современного морского корабля. Жанна Владимировна обучает монахов передовым методом врачевания, включая хирургию. Школа иконописи превратилась в настоящее художественное училище, где монахи занимаются не только пейзажами, но и живописью. Максим помогает пушки отливать. На реках появился целый каскад водяных колес с приводами на кузнечные молоты, ткацкие станки и воздуходувки. Даже медь тоннами пошла. Ох, неспроста все это! Неспроста! А где зарыт подвох, он никак не может догадаться. То Криса требовали убить из опасения распространения знаний, теперь сами активно помогают. — Андрей Федорович, собирайся! — Мы уже подходим к устью, вели! — голос Шушуна вывел Нормана из задумчивости. — Да готов я, готов! — Руки разведи в стороны, дай я тебе панцирь пристегну! Норману не понравилось собственное изобретение латной брони. Началось со щита для ахмыла, который выполнили по принципу слоеного пирога. Внутренний лист сделали каленым, внешний из электротехнической стали. В качестве прослойки применили вываренную в сале кожу. Отличный получился щит, легкий и прочный. При ударе булава сама отскакивает. — Он в бою только мешает. В колонтаре намного удобнее, — недовольно проворчал Норман. — Привыкнешь. Выходишь на берег и тихо поднимаешься в горку. Становитесь у стен и ждите выхода княжеского отряда. Лучше сразу через стену и разом в воинскую избу. — А они в своем жилище все щелочки знают. — Тогда уж завалите двери и жгите. — Брось! — Со мной сотни мурманов. Против нас и полусотни нет. — Удачи! Драккар зашуршал килем по песку, отряд начал неспешно собираться на берегу. Ковна стоит на мысу между Неманом и Виллией. По плану сначала ударят корабелы и копейщики Николауса фон Кюстрова, а они высаживаются прямо на складские причалы. Затем слово за норвежцами — отряд Ульфора атакует поселок со стороны реки Виллии. Задача Нормана — блокировать маленькую деревянную крепостицу, которая вырастет в замок только через пятьдесят лет. Ноги скользят по траве, но все идут тихо, не слышно даже шепота. Вот на фоне серого неба проявилась зубчатая полоса чистокола, а стена-то не выше двух метров. — Зови Гелланда! — шепнул Норман ближайшему воину. — Сам бежит. Что-то важное увидел. — Рус! — Рус, Федорсон! Ворота открыты! — Охрана где? — Никого нет! — Вот раззя бы! Во двор заглянул. Мы уже зашли туда. Три избы, кухня и курятник. — Баб, прижмите, а то с перепугу виск поднимут. — Не волнуйся! — ухмыльнулся Геллан. — Они сейчас моих воинов обслуживают. Каждая по весне тройню родит. Не перестарайтесь. Ну, что с ними поделаешь? Как увидели женщину, так сразу подол задирают. И не возразить, не поймут человеколюбие. До феминизма без малого семьсот лет не дожить. Дальше пошли не таясь. Во дворе тишина. Норвежцы, ожидая новых команд, спокойно расселись вдоль стен, стук небрежно закрываемой двери показался вселенским громом. На порог вышел босой воин и, не глядя по сторонам, сонно затрусил в уборную. Не добежал. Не судьба. Со стороны поселка послышались встревоженные крики. У склада в пару раз звякнул пожарный колокол. — Пора! — Вяжите рабов! — крикнул Норман и направился в избу воеводы. Норвежцы слаженно высадили ставни, и кто через двери, кто рыбкой через окна ринулись в воинские избы. Семейство воруфа вышел бы дверь в дом воеводы. Не прошло и минуты, как довольная Леанта выволокла за бороду сонного и ничего не понимающего командира гарнизона. — Моя добыча! — крикнула девушка. — Твоя, твоя! — ответил Норман. — Возьмешь хороший выкуп, если он из богатой семьи. Какой-то ловкий парень попытался прошмыгнуть через распахнутые ворота. Это он зря. Норвежцам не впервой брать мелкие крепости и поселки, а живой товар на севере является единственной добычей. Беглец поймал удар обухом по ребрам и невольно осел на землю. Один из притаившихся у выхода воинов небрежно пнул неудачника обратную крепость. Над горизонтом появилось солнце, туман сверкнул радугой и заблестел на траве яркими капельками утренней росы. Первым делом отправили вниз по реке трофейные лодки, которые были уже загружены или их еще не успели выгрузить. — Ты что делаешь? — Шушун чуть ли не с кулаками набросился на Нормана. — Разве можно отправлять сюда без охраны? — Ничего с ними не случится. — Литовцев на реке нет, а засада или разъезд с берега не достанет. — А крестьяне? — Мы деревню прошли. — Или ты забыл? — Ну, сам подумай. Они прекрасно знают о тефтонцах в Юрбурге и про нас помнят. — Побоятся. Мы в отместку легко все дома спалим. — Ох и любишь ты рисковать. — Подумай сам. — Какой здесь риск? — От Ковна до Юрбурга всего-то один дневной переход. — Ну, смотри. — Потеряешь по своему недомыслию воинов или товар, люди тебе не простят. — Ты не меня стращай, а нарути хвост корабельщикам, которые сюда погонят. — Помнить должны, что по чужой земле идут. — Они-то, в отличие от тебя, как раз и опасаются. — Вот и хорошо. Выпускай сюда каждые полчаса и обратно пусть идут с равным интервалом. — Хитро. Ну, правильно. Корабельщики друг дружку видят, и враг, если что, побоится напасть. — У Кузнецов был. — Жалуется. — Железа мало. — Не выполнит твой заказ. — Или все будет сделано в срок, или на первом судне отправлю в Кенигсберг. — Ты меня слышишь? — Железа нет. — А это что? Норман пнул ногой стоящую у печи кочергу. — Одной железякой дело не поправишь. — Я сам должен идти по домам и собирать всякие там петли, засовы и прочие скобяные изделия. — Понял. Тотчас пошлю воинов. — Не спеши, Шушун, пусть сами между собой разбираются. — А воинов пошли лес рубить. — Уже рубим. Местечко на нем и не сам выбирал. — Время есть. Прогуляйся по вилье. — Ульфор опередил. — Передовой дозор уже подвильно стоит. — Шушун действительно подыскал для засады отличное место. — Неман здесь протекал в межболотистых берегов. — У воды росли редкие ивы, докустился ольшаник. Литовский отряд вышел из оли тот только на седьмой день, когда ковна не только вычистили до крупяного зернышка, даже вывести успели. Так что малую дружину Гедеминиса поджидали главными силами. О приближении врага оповестил скрип у ключин и пение воинов. Норман еще раз критически посмотрел на перекрывавшие реку боновые заграждения. — Не пройдут, это точно. Скованные кусками цепи бревна просто так не разъединить даже опытному платогону. Тем более по нынешним временам, когда железо очень дорого, плоты вяжут лыком. Для себя выбрал удобное местечко, которое в равной степени можно назвать большой кочкой или маленьким островком. Здесь их трое. Справа — сотни клучников Вахтога, сейчас он напряженно всматривался в приближающиеся лодки, слева — в волнении переминался Нил. Только Норман с явно выраженным спокойствием дожидался развития событий. Наконец литовцы заметили, стоящие посреди реки Драккары, зашумели, начали свистеть и кричать оскорбительные слова. — Не спешите, дорогие хозяева! Дюжина норвежских корабликов служит всего лишь приманкой, причем очень кусачей. Вражеская дружина засуетилась в спешной подготовке к бою, одни надевали доспех, другие пинали товарищей и указывали наводу, мол, утонешь, дурень. Когда разглядели переградившие реку бревна, суета только усилилась. Надо принимать решение, но какое! В результате вся орава лодок толпой уткнулась в бонны, крик, руготня! Одни пытаются перерубить цепь топором, другие ковыряют копьем, третьи лезут с умными советами. — Литвинов не менее тысячи, — вынес вердикт Вахтога. — Поэтому и пришли поздно. Не так-то просто собрать столько лодок, поглаживая тетиву, — сказал Нил. — Сейчас начнем прореживать, — усмехнулся сотник. Словно услышав его слова, с драккаров ударили лучники. В столпотворении у бонов началась страшная сумятица, одни лодки попытались отойти назад, другие напирали вперед, требуя простора для своих стрелков. Норвежцы методично и неумолимо собирали смертельный урожай. Со ста метров промахнуться невозможно. Наконец кто-то сообразил приткнуться к кустам и сбить цепь со стороны берега. — Ну-ну. — Мы вас ждем, побыстрее, ребята, — прокомментировал Нил. Раздвигая ветки, на прибрежные кочки выбрались сразу трое, вытащили из-за пояса топоры и направились к раскидистой иве, ствол которой обматывала цепь. — Пятьдесят метров. Стрелы сбили Литвинов с ног, с лодок увидели участь своих товарищей и поспешили высадить десант. — Эй вы, обормоты, вы с топорами за лягушками направились? — смеясь, — выкрикнул Нил. — Ты у меня поговори, сейчас поближе познакомишься с моей секирой. — Не судьба. — Что значит сотня лучников против сотни барахтающихся в болотной жижи воинов? Минутное дело. Судя по крикам, на противоположном берегу произошла аналогичная стычка. — Вахтога, оставь здесь дюжину, а остальным перебираться вдоль реки литовцам в тыл, — приказал Норман. — Не рано ли? — Вдруг решатся на прорыв. — Не думаю. — У мурманов полторы сотни дракаров. — Гедеминовы воины как пить дать струсят и повернут назад. — Без меня идите, я здесь останусь. Норман перепрыгнул на следующий островок, затем на кочку, еще и еще. Случилось то, что и должно было произойти. Кустик Асоки предательски нырнул в торфяную жижу вместе с ногой. Готовый вырваться крик испуга остановила встреча с твердым, как камень, грунтом. Глубина чуть выше колена, а дно болота покрыто частой сетью корней. Норман вспомнил фильмы, где предательская кочка непременно губит человека, хмыкнул и, не выходя из коричневой жижицы, продолжил движение ко второй позиции. — Слышь, Андрей Федорович! — окликнул Нил. — Кажись, бой закончен, старики криков нет. Нельзя сказать, что над водой повисла тишина, но характерный для сражения шум действительно прекратился. Лучники без команды повернули к прибрежным кустам и через пару минут увидели потрясающую картину полного разгрома литовского войска. Надо отдать должное мужеству противника, ценой самопожертвования они сумели разорвать боновое заграждение, но это оказалось роковой ошибкой. Стоявшие под прикрытием кустов дракары быстро набрали ход и попросту перетопили речные лодки. Перевернутые однодревки медленно дрейфовали среди мелкой ряби Немана, кое-где виднелись головы людей, дожидающихся спасительной руки победителей. Ульфор вместе с половиной норвежского воинства ушел в Олито, куда по сообщениям пленных купцы свезли большое количество зерна. Впрочем, ушли не все, на месте побоища осталось два дракара, они тщательно тралили дно реки, поднимая утопленников ради доспехов и прочих ценных вещей, что обычно бывает у человека. Главный отряд поспешил обратно к устью Вилии, по сообщениям дозора в Вильну заканчивались сборы ополчения. Оставаясь под впечатлением стремительного разгрома врага на Немане, Норман решил повторить этот же прием и на второй реке. На мысу, где стоял зарождающаяся ковна, царило безлюдное запустение. Только на песочке грелись корабелы с транспортных баркасов. Завидев приближающийся флот, они начали неспешно собираться и пристраиваться в конец колонны. — Идем до Вилейки, — предупредил Шушун. — Что это, город или большая деревня? — Река. В этом месте на Виле и большой плес, затем берега снова сходятся, а нам простор нужен. — Как скажешь, — пожал плечами Норман. — Тебе видней. Я здесь никогда не был. Справа берега, заросшая плакучими ивами, болотистая низина — удобное местечко, там и затаимся. — Да Вильно далеко? — Совсем близко, меньше дневного перехода. — Побьем ополчение и город наш. — Уверен? — На всякий случай, — переспросил Норман. — Спрашиваешь. — На холме неостроенный замок, а под юго-западным склоном маленький городишко. — Может, и смысла нет идти на Вильну? — Скажешь тоже. — Генуэзцы выход из Днепра перекрыли. — Вот Гедемин и перенес столицу из Гродно в Вильну. — Хочешь сказать, что вся торговля Литвы идет только по Неману? — Не вся. Частично через Полоцк на Ригу и через Уолиту на Кемиксберг, — пояснил Шушун. — Мне другое непонятно. Если генуэзцы никого не выпускают из Днепра, то зачем литовское войско пошло на Киев, Чернигов и Львов? — Это же очевидно. Гедемин хочет прорваться к Понту. Примечание. Понт — Черное море. Конец примечания. — Не слишком ли он размахнулся? Здесь пытается прорваться к морю, на юге воюет, вокруг Москвы вертится, торжок ограбил. Его вероломство воистину безгранично. Поклялся перед легатом Иоанна двадцать второго перевести Литву в католическую веру, взял деньги, не поминай, как звали. Тевтонский орден сотрет его в порошок. — Не так-то прост, Гедемин. Сейчас отговаривается необходимостью покорить и перекрестить Русь. — Погоди. Но с тевтонцами он враждует? — Или нет? — поинтересовался Норман. — Да нет, что ты. В здешних краях только мелкие набеги. Иначе барон фон Плунге не упустил бы шанса пограбить вместе с нами. — Вероятнее всего, ты прав. В противном случае Гедемин не рискнул бы уйти так далеко на юг. — Верно мыслишь, он собирает большое войско. — В Литве много народа, так что армию прокормить не проблема, — с завистью вздохнул Норман. — Князья Мазовецкие, Веслянские и Польские идут к Гедемину на подмогу, хотят, сообща, взять Киев. — Даже не слышал о таких князьях. — В Мазовии, главный город Варшава, у Веслин-Краков, в Польше князь сидит в Познане, — пояснил Шушун. — Вот и еще один урок расклада военно-политических сил на границах Руси. В реальности все правители на север отель борвались к торговому пути в Персию и Китай. Византия снова закрыла свои границы, оставив маленькую щелочку только для Генуя, которая была верным союзником Царьграда. В месте впадения Вилейки образовался широкий плес. Вилья раздвинула свои берега примерно на полкилометра, ивы правого берега склоняли ветви до самой воды, надежно скрывая весь ударный флот. По левому берегу на несколько километров простирался качковатый заливной лук с заботливо прикрытыми стажками сена. Норман яростно сражался со злобными комарами, которые выбрали его своей единственной мишенью. — Шушун, посмотри еще раз свою торбу! Может, найдешь средства против этих кровососов? — У тебя, Андрей Федорович, слишком сладкая кровь! — усмехнулся корабельный воевода. — Все комары собрались вокруг тебя! — Чего смеешься? Как мне спать? — Выпьют, гады, мою кровушку, к утру останется сухонький скелетик! — Ты вот что, отправляйся на тот берег к копейщикам, прикажи нарвать конского щевеля и полезай на сток! — Сейчас конец лета, щавель уже несъедобный! — Ты вокруг себя побросай! Он отпугивает комаров! — А если литовцы придут? — По реке? — Со сташка и посмотришь за боем! Норман перебрался на челн, долго примирялся, прежде чем взяться за весло, затем плюнул и сел. Не умеет он держать равновесие на этой утлой посудинке, которая так и норовит под ним перевернуться. — Князь не князь, а лучше грести сидя, чем плюхнуться в воду посреди реки! Решение оказалось верным. Не успел он добраться до середины, как послышался стук весел и веселые пения норвежцев. Со стороны Вильну спускался драккар, а за ним длинной вереницей гнались анодревки с ополчением. Норман задергался, не зная, куда грести, попытался повернуть назад и чуть было не опрокинулся. Вот и выбор, по неволе пришлось энергично грести к лугу. Со стороны это напоминало паническое бегство перепуганного рыбака. Уже выбравшись на берег, внимательно посмотрел на литовское ополчение и мысленно поблагодарил норвежцев. Находчивые и хладнокровные ребята драккар шел спокойным, размеренным ходом, удерживая при этом незначительную дистанцию от литовского войска. В результате у ополченцев сложилось впечатление, что они вот-вот догонят врага, спины гребцов лоснились от пота. — Прекрасно. Здесь четыре часа до Вильну, противник выйдет на плес совершенно беспомощным. Что такое напряженная гребля, Норман уже проверил на себе. В первую очередь устают кисти рук, причем так, что тяжело их разжать, а затем невозможно взять даже ложку. — Нет, сейчас будет не сражение, а наказание беспомощных инвалидов. Когда драккар проходил мимо Нормана, кормщик весело крикнул «Князь!» — Два драккара идут с небольшим отставанием, а они перекроют путь беглецам. — Отлично! Пройдешь плес — и сразу табань. Примечание — табанить, грести в обратную сторону. Конец примечания. — Сначала карфи выйдут на стремнину, а затем начнем атаку. — У этих лодок борта слишком низкие, всего лишь на ладонь от воды. Нам-то паром никого не достать. Первым делом идем на таран, а затем собираем рабов. В драккаре засмеялись и стали готовиться к бою. Вскоре ниже плеса показались карфи. Преследователи сначала всполошились, но быстро разглядели малочисленные команды. Над рекой пронесся воинственный клич, затем последовала разноголосец радостных выкриков «Вот она, добыча!» Малочисленность врага сулила легкую победу и возвращение домой с трофеями. Убегавший, драккар вскоре остановился, как бы собираясь дать решительный бой, что только добавило энтузиазма преследователям, увы, радость литовцев оказалась непродолжительной. Из-под завесы ивовых ветвей буквально вылетела сотня боевых корабликов и начала кромсать лодки, как ледокол и весенний лед. Воинственные крики ополченцев мгновенно сменились на вой отчаяния, кто-то в панике разворачивался назад, другие пытались увернуться от мощных таранных ударов, третий повернули к лугу в надежде спастись бегством по суше. — Барон Франкюстров, стройте копейщиков, — крикнул Норман, — лучников на фланге. — Понял. — Лучники, ваша задача — не дать противнику разбежаться. Для Карелов это была первая боевая стычка, поэтому копейщики и лучники строились несколько суетливо. Однако старшины и командиры отделения из бывших тевтонцев быстро навели порядок, берег ощетинился острой сталью длинных пик. На литовских лодках возникло замешательство, а появление со стороны Вильну двух дракаров окончательно решило исход так и не начавшегося боя. Однодревки на перегонке ргинулись к лужайке, на берег полетело оружие и амуниция, сами ополченцы остались на своих местах, справедливо полагая, что дальше, вниз по реке их никто не потащит на буксире. Утреннее солнце так и не смогло раскрасить своими лучами серые стены замка Гедемина. Великий князь построил свое жилище в традиционном рыцарском стиле. Грубо выломанный плетняк подчеркивал неровную кладку, а редкие узкие окошки ассоциировались с тюрьмой. Любой русский пограничный монастырь своим внешним видом даст этому убогому страшилищу сто очков форы. — Не передумал, Андрей Федорович, — в очередной раз переспросил Шушун. — С опытными воинами намного надежней. — Да там никого не осталось. Кухарки с конюхами при виде копий сами ворота откроют. Мало ли, а вдруг в замке кто из княжей дружины? — Стража обязательно должна быть. Без нее никто не оставит свой дом. Вот видишь, а сам лезешь на рожон, — упрекнул старшина корабельщиков. — Важнее полон взять, для чего тебе потребуется как можно больше воинов. Я подожду тебя у закрытых ворот. Договорились, но помни, карелы ранее не воевали. При виде врага могут разбежаться, как куры от лисы. Дождавшись сбора сотни копейщиков с полусотней лучников, маленький отряд полез на вершину Крутобокого холма, где мрачно возвышался замок Гедемина. Цепляясь за ветви редкого кустарника, Норман изредка оглядывался. Вытянувшись цепочкой, ушкуй заворачивали в узенькую речушку под названием Вильня. Все идет по плану. Город охватывают в плотное кольцо облавы. Что издали, что в Бзи, форпост западных рубежей Литвы выглядел откровенно чужеродным творением рук человеческих. Вероятнее всего, замок строился не для обороны города. Его предназначение заключалось в защите завоевателей от местного населения. Собственно, и замки Риги, Таллина, Нарвы или Тарту строились не для безопасности горожан, а как место укрытия завоевателей. Андрей Федорович. Из ворот замка выходят воины. Их много. Почему-то шепотом доложил сотник. Хреново, полсотни обученных бойцов легко собьют любое количество ползущих по крутому склону врагов. Нас уже заметили? Нет, они смотрят на город, где высаживается наш десант. Передай всем. Поднимаемся прямо к стене, затем действуем по моей команде. Норман чуть ли не ползком подобрался к площадке у ворот, откуда уходил город и серпантин подъездной дороги. Осторожно раздвинул колючий чертополох и увидел на противоположной стороне группу воинов. Шесть человек оживленно обсуждали процесс высадки десанта, изредка поглядывая на крышу замка. — На реке больше никого нет! — крикнул какой-то воин, высунувшись по пояс из слухового окошка. — Уверен? Может, второй отряд сильно отстал? Или грабит Дукшу? — Нет, там пастухи на выгоне спокойно сидят. — Смотри в оба! Один из воинов сел на землю, остальные вернулись в замок. Норман передернул плечами, разговор шел на русском языке. — Прав был Максим, сегодняшняя Литва не имеет никакого отношения к той жмуде, что через шестьсот лет взяла себе чужое имя. Сейчас идет экспансия с юго-востока на запад, и этот замок — прямое свидетельство завоевания русскими князьями Южной Прибалтики. Стараясь не шуметь, Норман вернулся к стене и глянул наверх. Ближайшее окно находилось на уровне третьего этажа. Надо двигаться потише. Обитателей комнаты может всполошить шум полутора сотен человек. Так и есть, сглазил. Из окна высунулась женская голова, окрестности огласил истошный визг. — Отряд, бегом, за мной! — выкрикнул Норман и первым побежал на площадку у ворот. Сидевший у спуска воин подскочил, как ужаленный. Поздновато спохватился мой любезный друг. Сильный удар в челюсть отбросил дозорного назад. Тело тряпичной куклы закувыркалось по крутому склону. — Строимся в две шеренги на пять шагов от края. Лучники на фланге. Приготовиться к бою! Сержанты забегали вдоль строя, выправляя линию и проверяя оружие и щиты. Лучники со спокойной уверенностью расставили ноги и несколько растерянно посмотрели на Нормана. Они правы, до ворот нет и сотни шагов, а сама стена более похожа на каменный забор. Ограда внутреннего двора замка протянулась на каких-то сорок метров при высоте чуть более человеческого роста. Скрипали ворота, на площадку спокойно вышел один из стоявших у спуска воинов. — Я Горян, начальник личной сотни великого князя. Что за разбойный люд передо мной? — Я, Норман, пришел за воровской добычей твоего князя, что подло взято в торжке. — Ишь, какой смелый! Далеко забрался. Унесешь ли ноги? — Снимай сапоги! — И сам беги быстрее стрелы! — Выходи, хлопцы! — крикнул сотник. — Тут безумный забияк и желает по соплям получить. Из ворот начали выбегать воины. Ни хрена себе! Да их сотни три, не меньше! Стараясь сохранять внешнее спокойствие, Норман пошел вдоль строя, втолковывая буквально каждому, что и как он должен делать. Есть только один шанс. Иначе три сотни опытных бойцов просто-напросто столкнут отряд вниз. Ну, а дальше начнется избиение неопытных карелов, попросту перебьют, как цыплят. Они обучены воевать с троем. В единоборстве шансы равны нулю. Зато литовцы не очень-то сильны в едином построении. Они — умелые воины-одиночки. Подравнялись, — скомандовал Норман и встал первым в самом центре строя, держим щиты на весу. Горян глянул на жиденький строй пришельцев, скептических мыкнул и скомандовал. — Хлопцы! Бей воров! Вперед! За сколько секунд пробежит человек шестьдесят шагов? Норман досчитал до пяти и скомандовал вторые номера, шаг назад, третьи номера, два шага назад, марш! Влево за спину, плотнее уперлись в спину, первая шеринга на колено, уперлись, копья на врага, держим! Там, инстинктивно огибая острые наконечники копий, литовцы пробежали сквозь строй, как волосы, через гребенку. Три шага вперед! Марш! Кругом! Сомкнуть ряды! Копья! Уперлись! Шаг вперед! Кали! Шаг вперед! Кали! Лучники! Бей! Элита великокняжеского войска неожиданно для себя оказалась на краю крутого спуска. Некоторые воины успели даже замахнуться, да противник вдруг оказался за их спинами. Когда же развернулись, то увидели блеск, направленный в грудь копий. Кали! 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 Лучники! Покажите свое умение! Кого я должен похвалить перед тутником? Невольный шаг назад продолжился для литовских воинов фатальным падением с крутой горки. Первое мгновение, они еще пытались за что-то зацепиться, остановиться и дать отпор, тщетно дружный выпад копейщиков вмиг прервал жизнь самых ретивых, а последовавший злобный шелест метких стрел собрал урожай среди сомневающихся. Забравшись в широкое кресло великого князя, Норман неожиданно для себя задремал. Вероятнее всего сработала защитная реакция организма, снимая с человека глыбу нервного напряжения, нескольких минут неравного боя. Очнулся от робкого покашливания шушуна. — Чем похвалишься? Ворованное добро нашел? — Все теперь наше. И великокняжескую казну взяли, — похвастался старшина корабельщиков. — Молодцы! Право, молодцы! Даже не верится в победу. Нам с вывозом добра менее чем в четыре дня не управиться. — Я тебя понял. Собирай жену великого князя с прочими ближниками. Я ухожу в Кенигсберг. — Надолго? — От Мемельбурга до Кенигсберга один день, там три. Так что у тебя есть полная неделя. Еще что удумал. К тому же гроссмейстер сидит в Мариинбурге. — Деньги, мой дорогой барон, деньги. Зачем нам тащить за собой все местное боярство с женами? — От Мемельбурга до Мариинбурга добираться два дня. Сначала Морем до Эльбурга, затем день в карете. Все равно неделя получается. Так что у тебя достаточно времени ограбить ближайшие деревни, — отмахнулся Норман. — Вот что. Сейчас я отправлю гонцом фон Кюстрова. Он на Дракаре быстро добежит. — Будь по-твоему. И прикажи моей сотне собраться понаряднее. По их внешнему виду обо всех нас судить будут. Черные керасы так и лежат ненадебанными. Добавим красные бархатные плащи с высокими сапогами. — Сапоги со складов тащили, я видел. Плащи откуда? — Вот они вокруг тебя висят, — Шушун указал на портьеры, которыми были завешаны неряшливые серые стены. Сильный юго-западный ветер заставлял нервно потрескивать пузатые паруса. Караван тяжело груженных судов выходил из Моунзунда, проходя в прямой видимости гонзейского города Гапсаль. — Шушун, куда это мурманы побежали? — встревоженно спросил Норман. — На Оденсхольм пошли. Со свеями хотят посчитаться. — Примечание. — Оденсхольм. — Осмус-Аар. — Конец примечания. — К чем им местные пираты не угодили? — Принципиальная вражда. — Прошлый раз, пока тебя поджидали, я с трудом удержал Ульфра от драки, — отмахнулся старшина корабельщиков. — В чем причина обиды? — Я ж говорю, воюют на принцип. Ты переведи Оденсхольм на русский язык, и все поймешь. — Остров Одина? Это ж датский бог, — воскликал Норман. — Вот именно. Датчане и норвежцы — один народ с общим языком, шведы для них, что поляки для нас. — Варуч! — крикнул Норман на проходящий мимо дракар. — Я дарю этот остров тебе. — Ты зачем это сказал? Теперь он здесь останется. Вот и хорошо. Застолбим себе местечко для набегов на Оландские острова. — Серебро и забу хочешь взять? Не слишком ли размахнулся? — Ах, Моська, знать она сильна, кайлайт на слона, — продекламировал Норман. — Ты это о чем? — Следующим летом Ругодев брать будем. — Акстись! — Отберешь у голландцев крепостицу, а дальше что? — Не удержишь! Да и не нужна она тебе! — Не скажи, друг, не скажи. Очень даже нам нужен Ругодев. Воинов в Любике у фона Тендорна выпрошу и печать ганзы. — Неразумен, как малое дитя. Крепость придет содержать большим войском. Нам не прокормить столько народа. — Мы и не будем платить тевтонцам. С Псковым подпишем договор. Им свободный проход в ответ обяжем войско содержать. — А твоя выгода где? — поинтересовался Шушун. — Большая и не одна. Подати с окрестных деревень мои, торговая прибыль моя, мы-то тоже ко мне в карман. — Хитро, я б не догадался. А где вторая выгода? — Гедемин не простит набег. Обязательно захочет отквитаться. — Ему нет дороги к нам, никто не пропустит войско через свои земли, — уверенно ответил старшина корабельщиков. — А по морю? С хитрой улыбкой спросил Норман. — Ну ты даешь! — восхитился Шушун. — Ганза точно кораблей не даст, Ругодев дороже. — Вот именно, и Готланд не даст. Для них дружба с Ганзой важнее Гедемина. — Висбю не пойдет против Любика, это точно, — согласился старшина корабельщиков. — Теперь разобрался, зачем нам Ругодев? — С этим ясно. Я другого не понял, почему в Мариинбурге тебе сразу заплатили за великокняжеских пленников? — У гроссмейстера свой расклад, он со мной рассчитался. И вправе плести собственные узелки. — Тоже верно, у каждого свои интересы, и нам их не понять. — У них своя война, у нас своя, — усмехнулся Норман. — А ты куда намылился? Люди говорят о спешной постройке драмонов. Они будут готовы не раньше октября. Я сразу вернусь в Оденсхольм и пошалю у Абу. Корабли выходили в Финский залив и, грузно покачиваясь, поворачивали кустью Невы. Конец книги Май 2015 года Звукорежиссер Лариса Сумцова Читал Сергей Кирсанов Звукорежиссер Лариса Сумцова Продолжение следует...